Аячана Сутта. О просьбе Брахма. Санью Таникая, 6.1. Как я слышал, однажды, когда Благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара у подножья пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль. Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворённа, чиста, лежит за пределами всех суждений, утончённа и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлечённых лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть — растворение всех порождений ума, отказ от всех обретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же стану я наставлять Дхамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. «Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, Дхамма сия, слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы покровом, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных Дхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мыслей благословенного, помыслил, горе этому миру, ум Татхагаты, Раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению Дхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О повелитель, изволь же учить Дхамме, пусть Татхагатта учит Дхамме, в этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять Дхамму, однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил Дхамме, «В прошлом явилась среди магатхийцев нечистая Дхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают Дхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец Дхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением, воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру, учи же Дхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет». И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, а некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести, ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампати, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным, и, обойдя его справа налево, тут же исчез. Комментарии к сути. На берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева баньян. Пастушья, аджапала, буквально, козий пастух. Вероятно, баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Брахма Альчана Сутта, просьба Брахмы. СН 6.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Урувеле на берегу реки Ниранджара у подножия пастушьего баньяна сразу после того, как стал полностью просветленным. И тогда, по мере того, как благословенный пребывал уединенным в затворничестве, такое размышление возникло у него в уме. «Этот хама, которую я открыл, глубока, трудно узреть ее, трудно понять, она умиротворена и возвышена, лежит в нерамок умозаключений, утонченно, может быть пережито только мудрыми. Но это поколение наслаждается прилипанием, лелеет наслаждение в прилипании, радуется прилипанию. Один. Такому поколению это состояние трудно узреть, то есть, специфическую обусловленность, зависимое возникновение. И это состояние ему также трудно узреть, то есть, успокоение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастие, прекращение, неббану. Если бы я стал учить Дхаме, при этом, другие не поняли бы меня, то это было бы утомительно для меня, это было бы хлопотно. И в этой связи эти поразительные строфы, никогда не слышанные прежде в прошлом, пришли к Благословенному, довольно с меня устремление учить тому, что нашел я с великим трудом. Понять эту Дхаму ох как нелегко тем, жаждой и злобою кто угнетен. Сгораемый в жажде, окутанный тьмой, не сможет глубокую Дхаму узреть, она глубока, утонченно, трудна, и против течения мира идет. Когда Благословенный помыслил так, его ум склонился к тому, чтобы вести жизнь бесхлопотную, а не к тому, чтобы обучать других Дхамме. И тогда Брахма Сахампати, напрямую познав своим собственным умом размышления в уме Благословенного, подумал, ох, мир пропал. Ох, мир падет, ведь ум Татхагаты, Араханта, полностью просветленного, склоняется к тому, чтобы вести жизнь бесхлопотную, а не к тому, чтобы обучать Дхамме. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Брахма Сахампати исчез из мира Брахма и возник перед Благословенным. Закинув верхнее одеяние за плечо, встав на правое колено, сложив ладони в почтительном приветствии Благословенного, он сказал ему, «Господин, пусть Благословенный обучает Дхамме. Пусть счастливый обучает Дхамме. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, и которые падут, поскольку не услышат Дхамму. Будут те, которые поймут Дхамму». Так сказал Брахма Сахампати. И, сказав так, он далее добавил, «В прошлом возникла магадха в среде ложной Дхаммы о тех, кто нечист. Так распахни же в бессмертную дверь, пусть же услышат Дхамму о ней, что не имеющий пятен открыл. Точно стоящий на пике горы может увидеть людей всех вокруг, также, мудрейший, всевидящий взор. Два, в Дхаммы дворец вознесется пускай. Сам беспечальный, узри же людей, тех, что в унынии погружены, смертью, рождением кто угнетен. Восстань, герой, в сражении победивший, вожатый каравана, долг отдавший, скитайся же по миру. Учи же Дхамме, о благословенной, ведь будут те, которые поймут». И тогда благословенный, поняв просьбу Брахмы, из сострадания к существам обозрел мир оком Будды. 3. И, сделав так, благословенный увидел существ, у которых мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с яркими качествами и со слабыми качествами, с хорошими свойствами и с плохими свойствами, которых легко обучать и которых трудно обучать, и немногих тех, кто пребывал в видении и неодобрении страха перед иным миром. Подобно тому, как в пруду с голубыми или с красными или с белыми лотосами, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде и расцвести, будучи погруженными в воду, так и не взойдя над поверхностью воды, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде и находиться четко на уровне поверхности воды, некоторые лотосы могут родиться в воде, расти в воде, но они сходят над поверхностью воды и находятся там, не будучи замоченными водой, точно так же, обозрев мир у Камбудды, благословенный увидел существ, у которых мало пыли в глазах и много пыли в глазах, с яркими качествами и со слабыми качествами, с хорошими свойствами и с плохими свойствами, которых легко обучать и которых трудно обучать, и немногих тех, кто пребывал в видении неодобрения и страха перед иным миром. Увидев это, он ответил Брахме Сахампати строфой, открыт в бессмертной для них врата, пусть ухо склоняющую веру взрастит. Предвидев проблемы, я, Брахма, молчал о Дхамме возвышенной среди людей. И тогда Брахма Сахампати, подумав, благословенный дал свое согласие на мою просьбу в отношении обучения других существ Дхамме, поклонился благословенному и исчез прямо на том самом месте. 1. Согласно комментарию, под прилипанием понимаются пять нити чувственных удовольствий, приятные формы, звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. 2. Согласно комментарию, это всеведение, а точнее, способность познать полностью любой феномен во Вселенной, дословно вселенский глаз, Саманта Чакху. 3. Согласно комментарию, глаз Будды, Будда Чакху, является обозначением его сверхспособности напрямую видеть степень зрелости умственных качеств. Знания предрасположенностей и скрытых склонностей существ. Гора Ва Сутта, Уважение. СН 6.2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Урувеле на берегу реки Ниранджары у подножья пастушьева Баньяна сразу после того, как стал полностью просветленным. И тогда, по мере того, как благословенный пребывал уединенным в затворничестве, такое размышление возникло у него в уме. Человек пребывает в страдании, если у него нет уважения и почтения. Так какого же жреца или отшельника я мог бы чтить и уважать и пребывать, подчиняясь ему? И тогда мысль пришла к благословенному, ради осуществления неосуществленной совокупности нравственности я бы его чтил, уважал и пребывал, подчиняясь этому другому жрецу или отшельнику. Однако, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, богами и людьми, я не вижу какого-либо другого жреца или отшельника более совершенного в нравственности, чем я сам, которого я мог бы чтить и уважать и пребывать, подчиняясь ему. Ради осуществления неосуществленной совокупности сосредоточения, ради осуществления неосуществленной совокупности мудрости, ради осуществления неосуществленной совокупности освобождения, ради осуществления неосуществленной совокупности знаний и видений и освобождения я бы его чтил, уважал и пребывал, подчиняясь этому другому жрецу или отшельнику. Однако, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, богами и людьми, я не вижу какого-либо другого жреца или отшельника более совершенного в знании и видении освобождения, чем я сам, которого я мог бы чтить и уважать и пребывать, подчиняясь ему. В таком случае, я стану чтить и уважать эту самую Дхамму и пребывать, подчиняясь этой самой Дхамме, в которую я полностью пробудился. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Брахма Сахампати исчез из мира Брахма и возник перед Благословенным. Закинув верхнее одеяние за плечо, встав на правое колено, сложив ладони в почтительном приветствии Благословенного, он сказал ему, «Так оно, Благословенный! Так оно, Счастливый!» Господин, те, кто были арахантами, полностью просветленными в прошлом, все эти Благословенные также чтили и уважали эту самую Дхамму и пребывали, подчиняясь только самой Дхамме. Те, кто будут арахантами, полностью просветленными в будущем, все эти Благословенные также будут чтить и уважать эту самую Дхамму и пребывать, подчиняясь только самой Дхамме. Пустит Благословенный тоже, который ныне является арахантом, полностью просветленным, чтить и уважает эту самую Дхамму и пребывает, подчиняясь только самой Дхамме. Так сказал Брахма Сахампати. И сказав так, он далее добавил, и Будды прошлого и будущее Будды, и тот, кто Будды пребывает в настоящем, искореняющей печали многих, все пребывали, будут пребывать и пребывают с глубоким почитанием истинной Дхаммы, для Будды это естественный закон. И тот, кто хочет собственного блага, кто устремляется к величию Духа, тот глубоко чтить истинную Дхамму должен, держав умелчение Будды. Брахмадева сутта, Брахмадева. СН 6.3. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время у одной брахманки был сын по имени Брахмадева, который оставил мирскую жизнь и ушел жить жизнью бездомной под учительством Благословенного. И тогда, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Брахмадева, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал высочай. Цель Святой Жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Брахмадева стал одним из арахантов. Затем, утром, достопочтенный Брахмадева оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Саваттхи за подаяниями. После продолжительного хождения за подаяниями, один, по Саваттхи он подошел к дому своей собственной матери. В то время брахманка, мать достопочтенного Брахмадевы, постоянно совершала жертву в Ниябрахме. 2. И тогда мысль пришла к Брахме Сахампати. 3. Эта брахманка, мать достопочтенного Брахмадевы, постоянно совершает жертву в Ниябрахме. Что если я отправлюсь к ней и пробужу в ней ощущение безотлагательности правильной практики? И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Брахма Сахампати исчез из мира Брахмы и возник в доме матери достопочтенного Брахмадевы. И там, стоя в воздухе, Брахма Сахампати обратился к брахманке этими строфами, «Сударыня, далек отсюда Брахмадевы мир, которому ты подношение свершаешь постоянно. Как и не ест, почтенная, великий Брахма эту пищу». Так в чем же толк губнить слова, к Брахме пути совсем не зная? 4. Но этот Брахмадева, госпожа, все обретения отбросил, и Девов этим превзошел. Имущества он не имеет, и не поддерживает он других. 5. Этот монах вошел в твой дом за подаянием. Достойный подношений, мастер знаний, он тот, кто внутренне всецело развит. Заслуживает он даров от богов и от людей. Выдворив всяческое зло, он не запятнан, угасший в сердце, ищет подаяния он. Нет для него чего-либо ни спереди, ни сзади, он умиротворен, не задымлен. 6. Он не обеспокоен и мечтаний не имеет. И в отношении слабого и сильного отбросил палку он, пусть съест твое он подношение, и будет это высшим подаянием. Толпой он сторонится, умиротворен умом, и странствует подобно нагии укращенным и невозмутимым. Монах чистейшей нравственности, тщательно освобожден в уме, пусть съест твое он подношение с доверием к нему, без колебаний, отдай свой дар тому, заслуживает кто его. Увидев мудреца, который наводнение пересек, создай заслугу, госпожа, что приведет потом к блаженству. Так сказал Брахма Сахампати. Отдала дар она тому, заслуживает кто его. Свершила женщина заслугу, что приведет потом к блаженству. 7. 1. Имеется в виду практика сбора подаяний по некоему маршруту от дома к дому вне зависимости от того, известно ли монаху, что в одном месте дают много, а в другом почти ничего. 2. Данный ритуал состоял в подношении сладкого молочного риса Брахме с соответствующим словословием. Например, смотри. СН 7.8. 3. Примечание переводчика СВ. Брахма Сахампати, небожитель мира чистых обителей, невозвращающийся. Брахманка же делала подношение не ему, а Маха Брахме, который считался у Брахманов Богом-творцом. 4. Комментарий поясняет, что путь к Брахме – это четыре джханы. Брахма кормится восторгом джхан, питя, они не едят материальную пищу. Обычно путем к Брахме в суттах называется практика четырех Брахмавихар – доброты, сострадания, сорадования, невозмутимости, например в ДН 1, 250, 32, 251, 21, 5. Комментарий поясняет, что он не содержит жену или детей, а также не поддерживает нового тела, которое могло бы возникнуть у него в новом существовании. Он превзошел всех дэвов, даже самого Брахму, поскольку вышел за пределы сансары, а все божества все еще находятся в ней. 6. Комментарий поясняет, что сзади означает прошлое, а спереди – будущее. Он ничего не имеет ни спереди, ни сзади, поскольку отбросил желание и жажду к прошлым и будущим совокупностям. Он не задымлен, поскольку лишен дыма гневливости. 7. Комментарий поясняет, что последнюю страфу добавили редакторы канона. Б.К. Брахма Сутта, Брахма Бака. С.Н. 6.4. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхи в Рощаджеты в монастыре Анадхайпиндике. И тогда такое пагубное и спекулятивное воззрение возникло в Брахме Баке – это постоянные, это устойчивые, это вечные, это совершенные, это нерушимые. В самом деле, именно здесь нельзя родиться, нельзя постареть, нельзя умереть, нельзя скончаться, нельзя переродиться. Нет спасения более возвышенного, нежели это. Один. И тогда, напрямую познав своим собственным умом рассуждения о уме Брахма Баке, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, благословенный исчез из Рощаджеты и возник в том мире Брахм. Брахма Бака увидел благословенного издаля и сказал ему, подойди же, почтенный. Добро пожаловать, почтенный. Прошло немало времени, почтенный, прежде чем ты воспользовался возможностью прийти сюда. И в самом деле, почтенный – это постоянные, это устойчивые, это вечные, это совершенные, это нерушимые. В самом деле, именно здесь нельзя родиться, нельзя постареть, нельзя умереть, нельзя скончаться, нельзя переродиться. Нет спасения более возвышенного, нежели это. Когда так было сказано, благословенный обратился к Брахме Баке, увы, почтенный, Брахма Бака погрузился в невежество. Увы, почтенный, Брахма Бака погрузился в невежество настолько, что он говорит о том, что на деле является непостоянным, как о постоянном, говорит о том, что на деле является неустойчивым, как обустойчивым, говорит о том, что на деле является невечным, как о вечном, говорит о том, что на деле является несовершенным, как о совершенном, говорит о том, что на деле является рушимым, как о нерушимом. И в отношении мира, в котором можно родиться, состариться, умереть, скончаться и переродиться, он говорит так, в самом деле, именно здесь нельзя родиться, нельзя постареть, нельзя умереть, нельзя скончаться, нельзя переродиться. И хотя есть другое спасение, более возвышенное, нежели это, он говорит, нет спасения более возвышенного, нежели это. Брахма Бака, 72 было нас, а Гатама, тех, кто заслуги себе заработал. Ныне ему силой такой обладаем, что превосходим рождение и старость. Знай, мастер знаний, оно окончательно, Брахма Миров это наше свершение. Много людей, нами стать кто желает. 2. Благословенный, жизненный срок здесь короткий, недолгий, хоть ты думаешь, Бака, иначе. Знаю я, Брахма, твой жизнь остаток, это сто тысяч не раб будет всего лишь. 3. Вот говоришь как ты, благословенный, видением я наделен безграничным, старость, рождение, печаль одолел я. Ну так какими же у меня были древние практики клятв и свершений? Ну же, скажи, может быть, я пойму. Людям ты многим питье обеспечил, тем, кто повержен был жарой и жаждой, вот твоя практика клятв и свершений, вижу которую, будто проснулся. На берегу антилопы похищенных освободил ты и прочих увел. 4. Нагой корабль был схвачен на ганге, яростной, жаждущей плоти людской, силой ее одолеть ты сумел, храбро корабль тот освободив, я был твоим подмастерьем Каппой, коего умным и преданным чтил ты, вижу которую, будто проснулся. 5. Конечно же, ты знаешь жизни моей срок. Других ты тоже знаешь, и посему, ты, Будда. Так, лучезарное величие твое удажемир Брахма озаряет. 1. Комментарий объясняет, что ранее этот Брахма был человеком и по мере аскетической практики достиг четвертой джханы, родился в мире Брахм великого плода, который соответствует уровню четвертой джханы. Жизненный срок составлял там 500 циклов существования Вселенной. Затем, после исчерпания этого срока, он переродился в мире Брахм сверкающего великолепия, субхакина, который соответствует уровню третьей джханы. Жизненный срок там составлял 64 цикла существования Вселенной. Затем он переродился в мире Брахма лучезарного сияния, Абхасара, который соответствует уровню второй джханы. Жизненный срок там составлял 8 циклов существования Вселенной. Затем он переродился в мире Брахм, который соответствует первой джхане и срок жизни там составлял один цикл существования Вселенной. В начале он знал свою прошлую камму и миры Брахм, в которых из-за этого перерождался, но за долгое и долгое время он забыл и то, и другое, и в результате сформировал в себе эстерналистическое воззрение. 2. Комментарий поясняет, что многие почитают их со сложенными ладонями, Великий Брахма, Владыка и так далее и желают, ох, как бы мы тоже хотели стать такими. 3. Комментарий поясняет, что Будда имеет в виду остаточный срок, который еще проживет этот Брахма и объясняет Нираббуду так, один коти равняется десяти миллионам лет, один коти умноженный на коти равно один по коти, коти умноженный на по коти равно один коти по коти, коти умноженный на коти по коти равно одна нахута, коти умноженный на нахут равно одна ниннахута, коти умноженный на ниннахут равно одна аббуда, двадцать аббуд равно одна нираббуда. А пара дитхи сутта, другое воззрение. СН 6.5. В Саваттхе. И тогда такое пагубное и спекулятивное воззрение возникло в некоем Брахме, нет ни одного жрица или отшельника, который мог бы прийти сюда. И тогда, напрямую познав своим собственным умом рассуждение о уме того Брахмы, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Благословенный исчез из рощи Джетты и возник в том мире Брахм. Благословенный сел в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, войдя в медитацию на элементе огня. Один. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Махамагалане, где же сейчас пребывает Благословенный в данный момент? Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, Достопочтенный Махамагалана увидел, что Благословенный сидит в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, войдя в медитацию на элементе огня. Увидев это, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Достопочтенный Махамакгалана исчез из рощи джета и возник в том мире Брахм. Затем Достопочтенный Махамакгалана расположился на восточной стороне, сел в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, но ниже Благословенного, войдя в медитацию на элементе огня. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Махакасапе, где же сейчас пребывает Благословенный в данный момент? Божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, Достопочтенный Махакасапе увидел, что Благословенный сидит в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, войдя в медитацию на элементе огня. Увидев это, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Достопочтенный Махакасапе исчез из рощи джета и возник в том мире Брахм. Затем Достопочтенный Махакасапе расположился на южной стороне, сел в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, но ниже Благословенного, войдя в медитацию на элементе огня. И тогда мысль пришла к достопочтенному Махакаппине. Затем достопочтенный Махакаппине расположился на западной стороне, сел в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, но ниже благословенного, войдя в медитацию на элементе огня. И тогда мысль пришла к достопочтенному Анурутхе. Затем достопочтенный Анурутха расположился на северной стороне, сел в воздухе со скрещенными ногами над тем Брахмой, но ниже благословенного, войдя в медитацию на элементе огня. И затем достопочтенный Махамак Галана обратился к тому Брахме с трофами, и на сегодня, друг, имеешь ли воззрение еще, то самое воззрение, что прежде было у тебя? Не видишь ли сияние, что затмевает Брахм и мир? 2. Брахма, а нет, почтенный, нет того воззрения у меня, того воззрения, что прежде я имел. Действительно, я вижу то сияние, что затмевает Брахм и мир. И на сегодня, как же я могу считать, что постоянен я и вечен? 3. И затем, пробудив чувство безотлагательности правильной практики в том Брахме, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, благословенно исчез из того мира Брахма и возник в роще джеты. И тогда тот Брахма обратился к одному из членов его собрания, ну же, почтенный, подойди к достопочтенному Махамат Галане и скажи ему, почтенный Махалана, есть ли другие ученики благословенного, столь же сильные и могущественные, как мастера Махалана, Кассапа, Каппина и Ануручха? Хорошо, почтенный, ответил тот член собрания Брахм. Затем он подошел к достопочтенному Махамат Галане и спросил его, почтенный Махалана, есть ли другие ученики благословенного, столь же сильные и могущественные, как мастера Махалана, Кассапа, Каппина и Ануручха? И тогда достопочтенный Махамат Галана обратился к тому члену собрания Брахм с трифой, о, многочисленные будученики, архаты, загрязнение всеодолевшее, великого могущества, носители трех знаний, и в чтении умов других умелые. 4. И тогда-то член собрания Брахм, восхитившись и возрадовавшись утверждению достопочтенного Махамагалланы, подошел к тому Брахм и сказал ему, «Почтенный, достопочтенный Махамагаллана говорит так, и в чтении умов других умелые». Так сказал-то член собрания Брахм. Водушевленный, тот Брахм восхитился его словами. 1. Он вошел с Джхана на Кассине, тотальности, огня, и выйдя из Джханы, пожелал так, «Пусть пламя извергается из моего тела». И за счет силы этой его решимости, пламя стало извергаться из его тела. 2. Согласно комментарию, речь идет о сиянии ауры Будды, которая светит ярче, чем ауры Брахм, их украшений, дворцов и т.д. 3. Согласно комментарию, у Брахма было два воззрения. Первое насчет аскетов, а второе – патерналистическое. Первое воззрение он отбросил, когда увидел появившихся Будды с учениками. Второе он отбросил, достигнув плода вступления в поток, после того, как Будда дал ему наставление. 4. Согласно комментарию, хотя здесь не упомянуты две сверхспособности, божественный глаз и ухо, все же, они подразумеваются, и, таким образом, речь идет о барахантах с шестью сверхспособностями. Памада сутта – Беспечность. СН 6.6. В Саваттхе. И тогда Благословенный ушел, чтобы провести свой остаток дня в затворничестве. Затем независимые Брахма Субрахма и Суддхаваса отправились к Благословенному и встали каждый возле притолоки двери. 1. Тогда независимый Брахма Субрахма обратился к независимому Брахме Суддхавасе, сейчас неподходящее время для того, чтобы навещать Благословенного. Благословенный ушел, чтобы провести свой остаток дня в затворничестве. Такой-то и такой-то мир Брахм, богатый и процветающий, а Брахма, проживающий там, пребывает в беспечности. Ну же, почтенный, отправимся в тот мир Брахм и пробудим в том Брахме чувство безотлагательности. Хорошо, почтенный, ответил независимый Брахма Суддхаваса. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, независимые Брахмы Субрахма и Суддхаваса исчезли перед Благословенным и появились в том мире Брахм. Тот Брахма увидел этих Брахм издали и сказал им, откуда идете, почтенный? Мы пришли, почтенный, от Благословенного, Араханта, полностью просветленного. Почтенный, тебе так же следует пойти и услужить Благословенному, Араханту, полностью просветленному. Когда так было сказано, тот Брахме отказался принять их совет. Создав тысячу копий самого себя, он обратился к независимому Брахмесу. Брахме, видишь, почтенный, какой огромной силой и могуществом обладаю я? Я вижу, почтенный, что ты обладаешь столь огромной силой и могуществом. Но, почтенный, когда я столь силен и могущественен, нужно ли мне идти и услуживать какому-либо отшельнику или жрецу? Тогда независимый Брахма-су-Брахма, создав две тысячи копий себя, обратился к тому Брахме. Видишь, почтенный, какой огромной силой и могуществом обладаю я? Благословенный, почтенный, еще более силен и могущественен, чем я и ты вместе взятые. Тебе следует пойти и услужить благословенному, Араханту, полностью просветленному. И тогда тот Брахма обратился к независимому Брахме-су-Брахме с трофой, три сотни супан, и четыре, гусей, и соколов, также пять сотен. Дворец этот, Брахма, того, медитирует кто, сияет, весь север собой освещая. 2. Брахма-су-Брахма, хоть даже сияет твой этот дворец, весь север собой освещая, узрев каждой формой изъян, вечное ее трепетание, мудрец формой не услаждает себя. Затем независимые Брахма-су-Брахма и Суддхаваса, побудив чувство безотлагательности в том Брахме, исчезли прямо на том самом месте. И позже тот Брахма отправился услужить благословенному, Араханту, полностью просветленному. 1. Согласно комментарию, независимые Брахмы, Пачика-Брахма, это Брахмы, которые путешествуют самостоятельно, без сопровождающей свиты. Они встали возле двери хижины благословенного, подобно двум стражам. 2. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет об иллюзорных существах, созданных психической силой этого Брахмы. Патхама-какалика-сутта, Какалика-1. СН-6-7. В Саваттхе. И тогда благословенный ушел, чтобы провести свой остаток дня в затворничестве. Затем независимые Брахмы, Субрахмы и Суддхаваса отправились к благословенному и встали каждый возле притолоки двери. И тогда, имея в виду монаха-какалику, 1. Независимый Брахма-Субрахма продекламировал эту строфу в присутствии благословенного. Стал бы мудрец искать измерений того, кто является неизмеримым? Неизмеримого кто измеряет, тот, вероятно, глупец приземленный. 2. 1. Примечание переводчика СВ, монах-какалика-клевитал на Араханта в Сарепутту и Макгаллану, из-за чего, впоследствии, на него обрушилась внезапная и болезненная смерть. 2. Комментарий. Неизмеримый, Аппамеем, это Арахант. Если кто-то пытается его измерить, то он делает это так, у него столько-то нравственности, столько-то сосредоточения, столько-то мудрости. Под комментарий. Состояния, которыми можно, кого-либо, измерить, это жажда, злоба, заблуждений. С их устранением невозможно измерить Араханта посредством жажды и так далее. В этой связи смотри. СН 41.7. ТИССАКА СУТТА, ТИССАКА СН 6.8. В САВАТТХЕ. И тогда Благословенный ушел, чтобы провести свой остаток дня в затворничестве. Затем независимые Брахма-Субрахма и Суддхаваса отправились к Благословенному и встали каждый возле притолоки двери. И тогда, имея в виду монаха Катамара-Катисаку, один, независимый Брахма-Субрахма продекламировал эту страфу в присутствии Благословенного, стал бы мудрец искать измерение того, кто является неизмеримым. Неизмеримого кто измеряет, тот, вероятно, глупец слабоумный. Один, монах-пособник Дивадатте, который помогал ему в расколе Сангхе. Туду-Брахма-Сутта, Брахма-Туду. СН 6.9. В САВАТТХЕ. И тогда монах Коколика был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И когда наступила глубокая ночь, независимый Брахма-Туду, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к монаху Коколике. Один. Подойдя, он встал в воздухе и сказал монаху Коколике, утверди доверие к Сарипутте Макгаллане, Коколика. Сарипутты Макгаллана обладают благим поведением. Кто ты, друг? Я независимый Брахма-Туду. Не тебя ли благословенный объявил невозвращающимся друг? Тогда почему же ты вернулся сюда? Посмотри, какой большой проступок ты совершил. 2. Брахма-Туду. Когда происходит чье-либо рождение, во рту зарождается также топор, которым глупец разрубает себя, когда клевету он разносит вокруг. А если возносит он восхваление тому, кто достоин одних порицаний, или, может, напротив, он тех осуждает, достоин кто всяческой похвалы, то ртом он своим собирает несчастье, и этим он счастья себе не находит. Всего лишь один неудачный бросок к потере ведет, когда в кости играешь, и может к потере всего привести, включая того, кто бросок совершил. Но хуже куда тот бросок неудачный, когда ты к счастливому злобу питаешь. 3. В течение Ашнира Аббуд сотни тысяч, еще тридцать шесть, и еще пять Аббуд, в аду проведет клеветник на достойных, настроив свой ум и слова против них. 4. 1. Комментарий поясняет, что это был наставник монаха Коколики, который умер невозвращающимся и переродился Брахмой. Поскольку Коколик оклеветал на Сарепутту и Макгаллану, он отправился к Коколике, чтобы вразумить его и справить свое поведение. 2. Вероятно, монах Коколика считал, что невозвращающийся в принципе больше не может появиться в мире людей, и, должно быть, подумал, что Брахма переродился здесь, совершив некий проступок. 3. Примечание переводчика СВ. Речь идет, конечно, о клевете и недовольстве, которое проявлял Коколика к счастливым, то есть Арахантам Сарепутти и Макгаллане. 4. Смотри примечание номер 3 КСН 6.4 Дутия Коколика Сутта, Коколика 2. СН 6.10. В Саваттхе. И тогда монах Коколика подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, Сарепутта и Макгаллана имеют порочные желания. Они попали под влияние порочных желаний. Когда так было сказано, Благословенный обратился к монаху Коколике, «Не говори так, Коколика. Не говори так, Коколика. Утверди доверие к Сарепутте и Макгаллане, Коколика. Сарепутты и Макгаллана обладают благим поведением. И во второй раз монах Коколика сказал Благословенному, «Учитель, хотя Благословенный обладает моей верой и доверием к нему, все же, я утверждаю, что Сарепутты и Макгаллана имеют порочные желания». И во второй раз Благословенный обратился к монаху Коколике, не говори так, как Алика. Не говори так, как Алика. Утверди доверие к Сарипутте и Макгаллане, как Алика. Сарипутты и Макгаллана обладают благим поведением. И в третий раз монах Как Алика сказал благословенному, учитель, хотя благословенный обладает моей верой и доверием к нему, все же, я утверждаю, что Сарипутты и Макгаллана имеют порочные желания. И в третий раз благословенный обратился к монаху Как Алике, не говори так, как Алика. Не говори так, как Алика. Утверди доверие к сарипутте-макгаллане, Кокаллика». Сарипут и Макгаллана обладают благим поведением. И тогда монах Кокаллика встал со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как монах Кокаллика ушел, все его тело покрылось фурункулами размером с горчичное зерно. Затем эти фурункулы выросли до размера горошин. Затем они выросли до размера бобов-нута. Затем – до размера зерен-ююбы. Затем – до размера плодов Ююбы. Затем, до размера плодов Мирабалана. Затем, до размера незрелых плодов Баиля. Затем, до размера спелых плодов Баиля. И когда они выросли до размера спелых плодов Баиля, они вскрылись, извергая кровь и гной. И тогда из-за этой болезни монах Кокалика скончался, и, поскольку он питал враждебность к Сарепуттии и Макгаллане, после смерти он переродился в Аду Падумы. Один. И когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал ему, господин, монах Кокалика скончался, и, поскольку он питал враждебность к Сарепуттии и Макгаллане, после смерти он переродился в Аду Падумы. Так сказал Брахма Сахампати. Сказав так, он поклонился Благословенному, обойдя его с правой стороны, исчез. И когда минула ночь, Благословенный обратился к монахам так, монахи, прошлой ночью, когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати подошел ко мне и сказал, господин, монах Кокалика скончался, и поскольку он питал враждебность к Сарепуттии и Макгаллане, после смерти он переродился в Аду Падумы. Сказав так, он поклонился мне, обойдя меня с правой стороны, исчез. Когда так было сказано, один монах сказал Благословенному, учитель, какой длинный жизненный срок в Аду Падумы? Монах, жизненный срок в Аду Падумы долог. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах. Представь, монах, косальскую повозку, что нагружены двадцатью мерами горчичных зерен. В конце каждого столетия приходил бы человек и брал оттуда одно зернышко. Благодаря этим усилиям та косальская повозка с двадцатью мерами горчичных зерен опустела бы и истощилась куда быстрее, чем минул бы один ад Аббуды. Двадцать адов Аббуды равноценны одному Аду Нераббуды. Двадцать адов Нераббуды равноценны одному Аду Абабы. Двадцать адов Абабы равноценны одному Аду Ататы. Двадцать адов Ататы равноценны одному Аду Ахахи. Двадцать адов Ахахи равноценны одному Аду Кумбуды. Двадцать адов Кумбуды равноценны одному Аду Сагандхики. Двадцать адов Сагандхики равноценны одному Аду Укпалы. Двадцать адов Укпалы равноценны одному Аду Кундарики. Двадцать адов Кундарики равноценны одному Аду Подумы. Монах, и вот монах Коколика переродился в Аду Подумы, поскольку питал враждебность к Сарепутте и Макгалане. 2. Так сказал Благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, когда происходит чье-либо рождение. 3. Настроив свою ум и слова против них. 1. Согласно комментарию, это часть Адавича, в которой мучения измеряются в сроках длиной в Подумы. Аналогично далее с Адами Аббудой и так далее. 2. Смотри примечание номер 3 к СН 6.4.3. Здесь идет тот же стих, что и в предыдущей сутте СН 6.9. Сананкумара сутта, Сананкумара. СН 6.11. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал у Раджагахи на берегу реки Саппиня. И когда наступила глубокая ночь, Брахма Сананкумара, один, обладающий поразительной красотой, освещая весь берег реки Саппиня, подошел к Благословенному, поклонился ему и встал рядом. Стоя рядом, он произнес эту страфу в присутствии Благословенного, член Варны Кхатиев, вот лучший из людей для тех, кто мерить все в рамках Варн, но тот, кто совершенство в знании и поведении достиг, тот величайший из богов и из людей. Так сказал Брахма Сананкумара. Учитель одобрил. И тогда Брахма Сананкумара, подумав, учителю понравилось, поклонился, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Один, комментарий, когда он был юным Банчисикхой, он развил Джхану и переродился в мире Брахм. Поскольку он сохранил юный облик, его стали звать Кумарой, а из-за своего великого возраста его стали, впоследствии, называть Сананкумарой, вечно молодым. Этот Брахма также появляется в ДН 2, 210-19. В ДН 27 Аггани и Сутти Будда также подтверждает, что эту страфу произнес именно этот Брахма. Дивадатта сутта, Дивадатта. СН 6, 12. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на Гаре и утес ястребов вскоре после того, как ушел Дивадатта. Один. И когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати, обладающий поразительной красотой, освещая всю гору утес ястребов, подошел к Благословенному, поклонился ему и встал рядом. Стоя рядом, он произнес эту страфу в присутствии Благословенного, как свой же плод ведет к погибели бамбука, пальмы, тростника, и как зародыш убивает мула, то также слава рушит негодяя. Один. Комментарий поясняет, что эти события имели место после того, как Дивадатта создал раскол в Санкт-Хи и ушел в Гаю. Однако, согласно Винае, Вин 2, 199, Будда, а не Брахма, произнес эту страфу уже в ином случае, когда Дивадатта добился патронажа царя Аджатасату. Эта страфа также разбирается в Санкт-Хиемнадцать тридцать пять. Антхакавинда сутта, Антхакавинда. Санкт-Хиемнадцать тринадцать. Однажды Благословенный пребывал в стране Магадхов в Антхакавинде. И в то время Благословенный сидел на открытой местности в кромешной тьме ночи, и шел моросящий дождь. И когда наступила глубокая ночь, Брахма Сахампати, обладающий поразительной красотой, освещая всю гору утес ястребов, подошел к Благословенному, поклонился ему и встал рядом. Стоя рядом, он произнес эти строфы в присутствии Благословенного, и стоит отправиться в дальний затвор, и практиковать, дабы путы убрать. Но если довольства ты там не найдешь, осознанным, сдержанным в Санкт-Хи живи. У разных семей подаяния ищи, будь сдержан, осознан, себя охраняй. И стоит отправиться в дальний затвор, без страхов, без страш и освободись. 2. Где змеи ужасные всюду скользят, где молния светит, и небо гремит, в глубокой кромешной ночи и темноте сидит там монах, ужас свой одолеев. 3. И это действительно видно на мной, не просто как слух это я говорю, внутри лишь одной этой жизни святой есть тысячи тех, кто смог смерть одолеть. Еще на пятьсот больше учеников, и в десять раз больше вот сотни какой, всех тех, кто вошел уже в этот поток, и в царство животных уж не попадет. А что же касается всех остальных, участвует кто в накоплении заслуг, то их не могу даже я сосчитать, действительность словом боясь исказить. 4. 1. Примечание переводчика СВ, в оригинале здесь идет речь о практике охраны дверей органов чувств, но, чтобы не потерять ритм стиха, я перевожу этот момент чуть более лаконично. 2. Комментарий поясняет, что даже если монах не смог довольствоваться затворничеством и вернулся в Сангху, там ему следует быть бдительным, осознанным, не общаться с мирянами, а вновь вернуть ум в состоянии довольствования о видении святой жизни, насытить ум радостью и вновь отправиться в затворничество, где, не имея страха перед сансарой, настроить свой ум на бесстрашие, то есть нидбану. 3. Комментарий перефразирует, благословенный, точно так же, как и ты сейчас сидишь, не обращая внимания на пугающие объекты здесь, как змеи, молнии и гром, точно так же сидит монах, который усерден в своей практике. 4. По заметке достопочтенного Бодхи, в этом стихе существует некая путаница с определением точных цифр. Часть стиха также встречается в Дикханикае, 2, 218, 6-9, которую произносит Брахма Санан Кумара после того, как говорит о том, что из скончавшихся магатхских буддистов было 2 миллиона 400 тысяч, 24 сотни тысяч, вступивших в поток и однажды возвращающихся. Под комментарий поясняет, что участвующие в накоплении заслуг, это те, кто совершают заслуги с целью положить конец сансарии, но кто, вероятно, еще не достиг какого-либо пути или плода. Арунавати сутта, Арунавати. СН 6.14. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, «Монахи! Учитель!» Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, однажды в прошлом был царь по имени Арунава, и его столицей был город под названием Арунавати». Благословенный Сикхе, один, Арахант, полностью просветленный, проживал, имея поддержку от столицы Арунавати. У Благословенного Сикхе двумя главными учениками были Абхибху и Самбхава, великолепная пара. И тогда Благословенный Сикхе обратился к монаху Абхибху, «Ну же, Брахман, почему бы нам не отправиться в некий мир Брахм, пока не пришло обеденное время?» «Хорошо, учитель», ответил монах Абхибху. И затем, монахи, так же быстро, как сильный человек мог бы или согнуть распрямленную, Благословенный Сикхе, Арахант, полностью просветленный, и монах Абхибху исчезли с столицы Арунавати и возникли в том мире Брахм. Затем Благословенный Сикхе обратился к монаху Абхибху так, «Поведай, Брахман, беседу Адхами Брахме и его свите, а так же собранию Брахмы». «Да, учитель», ответил монах Абхибху. И тогда он наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал беседой Адхами Брахму, свиту Брахмы и собрании Брахмы. И по тому случаю Брахма, свита Брахмы и собрании Брахмы были этим возмущены, раздражены и жаловались, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. Как может ученик учить Адхами в присутствии самого Учителя? И тогда, монахи, благословенный Сикхе обратился к монаху Абхибху так, «Брахман, Брахма, свита Брахмы и собрании Брахмы сокрушаются, говоря так, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. Как может ученик учить Дхамме в присутствии самого Учителя? Что же, Брахман, в таком случае пробуди еще большее чувство безотлагательности в практике в Брахме, свите Брахмы и собрании Брахмы. Хорошо, Учитель, ответил монах Абхипху. И тогда он стал обучать Дхамме, делая свое тело видимым, делая свое тело невидимым, делая нижнюю часть своего тела видимой, а верхнюю невидимой, делая верхнюю часть своего тела видимой, а нижнюю невидимой. И тогда, монахи, Брахма, свита Брахмы и собрании Брахмы были поражены этим чудом-изумлением, и говорили, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. Какой великой силой и могуществом обладает этот отшельник. И тогда, монахи, монах Абхипху сказал благословенному Сикхе, Араханту, полностью просветленному, я припоминаю, Учитель, что я делал такое заявление посреди сангхи-монахов, Друзья, находясь в мире Брахмы, я могу сделать так, чтобы мой голос был слышен по всей системе тысячи миров. Настало время для этого, Брахман. Сейчас подходящее время для этого, Брахман. Находясь в мире Брахмы, тебе следует сделать так, чтобы твой голос был слышен по всей системе тысячи миров. Два. Да, Учитель, ответил монах Абхипху. И затем, находясь в мире Брахмы, он произнес эти строфы, старайся, и усердие свое взрасти. Настрой себя на практику учения Будды. И смерть армию в прах разнеси, как хижину из тростника сметает слон. Кто пребывает в прилежании в этом учении и дисциплине, оставив странствие в перерождении их, положит от страданиям конец. И затем, монахи, пробудив чувство безотлагательности в Брахме, свите Брахмы и собрании Брахмы, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, Благословенный Сикхе, Арахант, полностью просветленный, и монах Абхипху исчезли из того мира Брахмы и возникли в столице Арунавати. Затем Благословенный Сикхе обратился к монахам так, монахи, слышали ли вы строфы, которые продекламировал монах Абхипху, находясь в мире Брахмы? Слышали, учитель. И какими же были эти строфы, которые вы услышали, монахи? Мы услышали строфы монаха Абхипхи так, старайся, и усердие свое взрасти. Таковыми были строфы, которые мы услышали от монаха Абхипхи, который продекламировал их, находясь в мире Брахмы. Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы услышали эти строфы, которые продекламировал монах Абхипхи, находясь в мире Брахмы. Так сказал Благословенный. Водушевленные, те монахи восхитились словами Благословенного. 1. Будда Сикхи жил 31 цикл существования Вселенной тому назад. Смотри. ДН 14. 2. Вангутара Никаэ, Антрий 80, описывается этот же случай в беседе между Буддой и Анандой об устройстве Вселенной. В той сути Будда утверждает, что сам он способен сделать так, чтобы его голос был бы слышен на трехтысячную систему, состоящую из великих систем тысяч миров. 2. Пари Ниббана сутта, окончательная Ниббана. СН 6.15. Однажды Благословенный пребывал в Кусинарио Паваттани в саловой роще Малов, лежа между двух саловых деревьев по причине скорого обретения им окончательной Ниббаны. И тогда Благословенный обратился к монахам так, я обращаюсь к вам, монахи, формации подвержены исчезновению. С прилежанием старайтесь достичь цели. Таково было последнее изречение Тадхагаты. И затем Благословенный достиг первой джханы. Выйди из первой джханы, он достиг второй джханы. Выйди из второй джханы, он достиг третьей джханы. Выйди из третьей джханы, он достиг четвертой джханы. Выйди из четвертой джханы, он достиг сферы безграничного пространства. Выйди из сферы безграничного пространства, он достиг сферы безграничного сознания. Выйди из сферы безграничного сознания, он достиг сферы отсутствия всего. Выйди из сферы отсутствия всего, он достиг сферы невосприятия, не невосприятия. Выйди из сферы невосприятия, не невосприятия, он достиг прекращения восприятия и чувствования. Выйди из прекращения восприятия и чувствования, он достиг сферы невосприятия, не невосприятия. Выйди из сферы невосприятия, не невосприятия, он достиг сферы отсутствия всего. Выйди из сферы отсутствия всего, он достиг сферы безграничного сознания. Выйди из сферы безграничного сознания, он достиг сферы безграничного пространства. Выйди из сферы безграничного пространства, он достиг четвертой джханы. Выйди из четвертой джханы, он достиг третьей джханы. Выйди из третьей джханы, он достиг второй джханы. Выйди из второй джханы, он достиг первой джханы. Выйди из первой джханы, он достиг второй джханы. Выйди из второй джханы, он достиг третьей джханы. Выйди из третьей джханы, он достиг четвертой джханы. Выйди из четвертой джханы, благословенный тут же достиг окончательной неббаны. Когда Благословенный достиг окончательной Ниббаны, одновременно с его окончательной Ниббаной Брахма Сахампати произнес эту строфу, все в этом мире существа в конце концов оставят тело. Ведь даже несравненный в мире наш учитель, Татхагата, великой силой наделенный, Будда, Ниббаны окончательной достиг. Когда Благословенный достиг окончательной Ниббаны, одновременно с его окончательной Ниббаной Сака, Царь Дейвов, произнес эту строфу, непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. Когда Благословенный достиг окончательной Ниббаны, одновременно с его окончательной Ниббаной достопочтенный Ананда произнес эту строфу, и ужас наступил, и наступило трепетание. когда в отменных качествах всех совершенный, когда благословенный достиг окончательной Ниббаны, одновременно с его окончательной Ниббаной достопочтенный Анурутха произнес эти строфы, и прекратился вдох, и прекратился выдох в устойчивом с устойчивым умом, когда невозмутимый, склонившийся к успокоению он, обладавший видением, Ниббаны окончательной достиг. С сознанием неколебимым переносил телесную он боль. Подобно было угасанию лампы его освобождения ума. Тхананджани сутта, Тхананджани. СН 7.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда жена одного брахмана из клана Бхарадваджей, брахманка по имени Тхананджани, обладала полным доверием к Будде, Тхамме и Сангхе. Однажды, пока брахманка Тхананджани несла брахману его кушанье, она споткнулась и произнесла три раза это вдохновенное изречение «Слава благословенному Араханту, полностью просветленному». Слава благословенному Араханту, полностью просветленному. Слава благословенному Араханту, полностью просветленному. 1. Когда так было сказано, брахман из клана Бхарадваджи обратился к ней. Из-за мельчайшей ерунды эта никчемная женщина рассыпается в благодарностях этому бритому отшельнику. Теперь же, никчемная женщина, я пойду и опровергну доктрину этого твоего учителя. Я не вижу никого, Брахман, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто мог бы опровергнуть доктрину благословенного, Араханта, полностью просветленного. Но, отправляйся, Брахман. Пойдя к нему сам, ты поймешь. И тогда тот Брахман из клана Бхарадваджи, злой и недовольный, отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и обратился к благословенному с Трофой. Что же убив, он спит спокойно? Что же убив, не знает он печали? Что же за вещи это, Гатама, убийство каковое ты одобряешь? Благословенный, злобу убив, он спит спокойно, злобу убив, не знает он печали, убийство злобы, а Брахман, как и отравленного ее корня, и сладкого ее конца, это и есть то самое убийство, что благородный восхваляет. Убей же это, и не будешь ты грустить. Когда так было сказано, Брахман из клана Бхарадваджи обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в сангхи монахов. Могу ли я получить младшее посвящение у мастера Гатамы, могу ли я получить высшее монашеское посвящение? И тогда Брахман из клана Бхарадваджи получил младшее посвящение под учительством благословенного и получил высшее посвящение. И затем, вскоре после получения высшего посвящения, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенной Бхарадваджи, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. Один, комментарий поясняет, что Брахман пригласил 500 знакомых брахманов на банкет, а его жена обслуживала их. Когда она споткнулась о поленнице у камина, она три раза поклонилась Будде соответствующим изречением, чем очень сильно разозлила остальных брахманов, которые с негодованием относились к учению Гудды. В результате они покинули дом брахмана, так и не закончив трапезу. Откоса сутта, оскорблений. СН-7-2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда брахман Акасака Бхарадваджи, один, услышал. Говорят, что брахман из клана Бхарадваджи покинул мирскую жизнь ради жизни бездомной под учительством отшельника Гатамы. Злой и недовольный, он отправился к благословенному и стал оскорблять и поносить его грубыми, резкими словами. Когда он закончил говорить, благословенный сказал ему, как ты думаешь, брахман. Твои друзья и коллеги, родственники и родня, а также гости, навещают тебя? Иногда они навещают, мастер Гатама. Предлагаешь ли ты им в этом случае какую-нибудь иду или закуску? Иногда предлагаю, мастер Гатама. Но если они не соглашаются принять ее от тебя, то чья это еда? Если они не соглашаются принять ее от меня, то еда все еще наша. Точно так же, брахман, мы, никого не оскорбляющий, никого не ругающий, никого не броняющий, отказываемся принять от тебя оскорбление, броня-тираду, которую ты излил на нас. Это все твое, брахман. Это все твое, брахман. Царь с его свитой считают отшельника Гатаму арахантом, и все же мастер Гатама все еще становится раздраженным. Благословенный ответил, как может злость возникнуть в том, в ком злобы больше нет, в том, укращен кто праведную жизнью, като совершенным знанием освобожден, в неколебимом, пребывающем в покое? Отплачивает злобой кто на злобу, тот делает лишь хуже сам себе. Не отвечая злобой на злобу, одерживает верх он в битве трудной. Он практикует ради блага для обоих, для блага собственного и других, ведь если знаешь ты, что враг твой негодует, осознанно поддерживать ты будешь мир. Когда достиг он излечения обоих, как собственного, так другого, то мнящий его глупцом суть те, кто неумел и в Дхамме. 2. Когда так было сказано, брахман Акасака Бхарадваджи обратился к благословенному, «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» 3. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Акасака – оскорбитель. Это имя было присвоено ему редакторами канона, поскольку, согласно истории, он пришел к Будде, чтобы оскорбить его пятьюстами строфами оскорблений. Он был сыном главного брахмана этого клана. 2. Аналогичные строфы произносят царь богов Сакка в СН 11 4. 3. Фрагмент раскрывается в точности как в СН 7 1. Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. 3. Асуриндека сутта, Асуриндека. СН 7 3. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда брахман Асуриндека Бхарадваджи услышал, говорят, что брахман из клана Бхарадваджи покинул мирскую жизнь ради жизни бездомной под учительством отшельника Гатамы. Злой и недовольный, он отправился к Благословенному и стал оскорблять и поносить его грубыми, резкими словами. Когда он закончил говорить, Благословенный ничего не ответил. И тогда брахман Асуриндека Бхарадваджи сказал Благословенному, ты повержен, отшельник. Ты повержен, отшельник. Благословенный ответил, дурак считает, что победу одержал, когда вопит он грубой своей речью. Но для того, кто понимает, терпение – реальная победа. Отплачивает злоб и кто на злобу? 1. Суть те, кто неумел и в Дхамме. Когда так было сказано, Брахман Асуриндека Бхарадваджи обратился к Благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама, 2, так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Здесь идут в точности те же строфы, что и в СН-7-2, 2. Фрагмент раскрывается в точности как в СН-7-1. Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Белангика Сутта, Белангика. СН-7-4. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Брахман Белангика Бхарадваджи, один, услышал, говорят, что Брахман из клана Бхарадваджи покинул мирскую жизнь ради жизни бездомной под учительством отшельника Гатамы. Злой и недовольный, он отправился к Благословенному и молча встал рядом. 2. И тогда Благословенный, напрямую познав своим умом мысли в уме Брахмана Белангики Бхарадваджи, обратился к нему строфой, невинному кто причиняет вред, чистейшему, без недостатков, назад зло возвратится к дураку подобно пыли, против ветра распыленной. Когда так было сказано, Брахман Белангика Бхарадваджи обратился к Благословенному «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама». 3. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Беланга, рисовый отвар. Комментарий поясняет, что этот Брахман нажил состояние за счет продажи рисового отвара. 2. Комментарий поясняет, что поскольку три его брата из клана Бхарадваджи стали монахами, то он был так зол, что не мог говорить. 3. Фрагмент раскрывается в точности как в СН-7-1, Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Ахимсака сутта, Ахимсака. СН-7-5. В Саваттхе. И тогда Брахман Ахимсака Бхарадваджи, 1, подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, «Я Ахимсака, мастер Гатама». «Я Ахимсака, мастер Гатама». Благословенный ответил, «Если бы человек был бы таким, каким его по имени зовут, был бы безвредным ты. Но как раз тот, кто не вредит вообще, не телом, речью, не умом, является действительно безвредным, как не вредит он и другим». Когда так было сказано, Брахман Ахимсака Бхарадваджи обратился к Благословенному, «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама», 2, так достопочтенный Ахимсака Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1, Ахмисака, безвредный. 2, фрагмент раскрывается в точности как в СН 7.1, Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Джата-сутта, узел. СН 7.6. В Саваттхе. И тогда Брахман Джата Бхарадваджи, 1, подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и обратился к Благословенному с Трофой, спутан снаружи и спутан внутри, поколение, спутанный Рузел. «Спрошу я тебя, Ахатама, кто узел сей может распутать?» Благословенный, мудрый, окрепший в нравственности, ум развивающий и мудрость, старательный и рассудительный монах, вот может кто распутать этот узел. В ком злости жажда и невежество были удалены, архаты, загрязнение разбившее, вот узел у кого распутан. Где ими форма угасает, и без остатка исчезает, и нет где столкновений с восприятием форм, вот где разрублен узел сей. 2. Когда так было сказано, Брахман Джата Бхарадваджи обратился к Благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. 3. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Джата, спутанность. 2. Примечание переводчика СВ, речь идет о сфере Небубаны. 3. Фрагмент раскрывается в точности как в СН-7-1, Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Суддхика сутта, Суддхика. СН-7-7. В Саваттхе. И тогда Брахман Суддхика Бхарадваджи подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и продекламировал в присутствии Благословенного эти строфы. Кто не Брахман, тот не может быть чистым, нравственен он или суров же в аскезе. Знанием, один, кто обладает и поведением должным, то чист, но не другой, из простого народа. Благословенный, хатбармачи и ты все время распевы, Брахманом стать по рождению нельзя, если внутри ты прогнил и испорчен, жульничеством средства на жизнь добывая. Кхатти, Брахман или весель суда, чиндал или уборщик грязи, если решителен он, энергичен, если в усилии стойки всегда, то чистоты величайшей достигнет. Знай же, Брахман, это именно так. Когда так было сказано, Брахман Суддхика Бхарадваджи обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама, два, так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. Один, виджи, речь идет о знании трех вет. Два, фрагмент раскрывается в точности как в СН-7-1, Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Аггика Сутта, Аггика. СН-7-8. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И в то время молочный рис с топленым маслом был выставлен для Брахмана Аггики Бхарадваджи, который подумал, я сделаю подношение огню, я сделаю огненное жертвование. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Раджагаху собирать подаяния. Когда он походил по Раджагахе, после продолжительного собирания подаяний он подошел к дому Брахмана Аггики Бхарадваджи и встал рядом. Брахман Агика Бхарадваджи увидел благословенного, стоящего и ждущего от него подаяния и обратился к нему с трофами, тройственным знанием, кто обладает, рождением правильным и знанием обширным, кто совершенен в знании и поведении должном, отведать может это кушание из риса. 1. Благословенный, хоть бармачи и ты все время распевы, Брахманом стать по рождению нельзя, если внутри ты прогнил и спорчен, жульничеством средства на жизнь добывая. Тот, кто познал свои прошлые жизни, кто видит рай и плохие уделы, тот, кто достиг окончания рождений, тот мудрец, совершенный в познании. 2. И лишь посредством трех этих знаний можно Брахманом стать тройственным знанием. Знание и поведение достигший может отведать кушание это. Брахман Аггик Абхарадваджи, пусть мастер Гатамы ест. Достойный является Брахманом. Коль над едой строфы пропеты, есть эту пищу мне не подобает. Это Брахман в норму не входит, что соблюдают святые провидцы. Кто просветлен, тот отвергнет эту пищу, строфы над коей были пропеты. Раз таковая есть норма, Брахман, их поведение принцип таков. Напитком и пищей другой обслужа провидцы всецело во всем совершенного, чьи загрязнения о сожалении были разрушены и успокоены, ведь величайшее поле заслугам для того, кто свершить их желает. Когда так было сказано, Брахман Аггик Абхарадваджи обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама» 3. Так достопочтенная Аггик Абхарадваджи стала одним из арахантов. 1. Брахман имеет в виду знаний трех вет. Под правильным рождением, Джатима, имеется в виду чистые, брахманские, рождение в седьмом поколении. 2. Будда отвечает, что он обладает тремя знаниями, но в своей системе, а не брахманской. 3. Фрагмент раскрывается в точности как в СН 7.1. Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Сундарика сутта, Сундарика. СН 7.9. Однажды благословенный пребывал в стране Касал на берегу реки Сундарики. И в то время брахман Сундарика Бхарадваджи совершал подношение огню, делал огненные жертвования на берегу реки Сундарики. И затем брахман Сундарика Бхарадваджи, совершив подношение огню, сделав огненные жертвования, поднялся со своего сидения и посмотрел во все четыре стороны, раздумывая, кто бы мог съесть эти жертвенные остатки. 1. Брахман Сундарика Бхарадваджи увидел благословенного, сидящего у подножья дерева с покрытой головой. Увидев его, он взял жертвенные остатки в левую руку и котелок с водой вправо и отправился к Благословенному. Когда Благословенный услышал звук шагов Брахмана, он убрал с головы облачение. И тогда Брахман Сундарика Бхарадваджи, думая, этот достопочтенный, бритый отшельник, этот достопочтенный, бритоголовый, уже было собрался повернуть назад, но затем мысль пришла к нему, бывают и некоторые Брахманы с обритой головой. Что если я подойду и поинтересуюсь насчет его происхождения? И тогда Брахман Сундарика Бхарадваджи подошел к Благословенному и сказал ему, из какого сословия происходит достопочтенный? Благословенный ответил, не о рождении спрашивай, спроси о поведении, огонь горит, неважно, из какого дерева костер. Решительный мудрец, даже из низкого сословия, породистому жеребцу подобен, что укращен чувством стыда. Вот кого жертвователь должен умолять, прирученного истиной в этом совершенного, того, достиг-то окончания знания, того, кто целиком осуществил святую жизнь. И в этом случае уместным будет подношение достойному даров. Брахман Сундарика, совершенное мной жертвование чуть-то получилось, раз мастера великого в познаниях я узрел. Ведь никогда не видел я тебе подобных прежде другие ели то, что оставалось с подношения. Пусть мастер Гатама ест. Достойный является Брахманом. Благословенный, коль надей до истрофы пропеты, есть эту пищу мне не подобает. Это Брахман в норму не входит, что соблюдают святые провидцы. Кто просветлен, тот отвергнет ту пищу, строфы над коей были пропеты. Раз такова есть норма, Брахман, их поведение принцип таков. Напитком и пищей другой обслужа правиться всецело во всем совершенного, чьи загрязнения, к сожалению, были разрушены и успокоены. Ведь величайшее поле заслуг он для того, кто свершить их желает. В таком случае, мастер Гатама, стоит ли мне отдать жертвенные остатки кому-либо другому? Я не вижу никого, Брахман, в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями отшельников и жрецов, богов и людей, кто мог бы съесть и должным образом переварить эти жертвенные остатки, кроме Татхагаты или ученика Татхагаты. 2. Поэтому, Брахман, выбрось жертвенные остатки туда, где мало растительности или же воду, в которой нет живых существ. И тогда Брахман Сундарик Абхарадваджи выбросил те жертвенные остатки в воду, в которой не было живых существ. И когда они были брошены в воду, эти жертвенные остатки зашипели и засвистели, так что пошел пара дым. 3. Подобно тому, как плужный лемех, нагревавшийся весь день, зашипел бы и засвистел, так что пошел бы пара дым, если бы его поместили в воду, точно так же те жертвенные остатки, выброшенные в воду, зашипели и засвистели, так что пошел пара дым. И тогда Брахман Сундарик Абхарадваджи, потрясенный и напуганный, подошел к Благословенному и встал рядом. Затем Благословенный обратился к нему с трофами, сжигая дерево, Брахман, не фантазируй, что это внешнее деяние приносит чистоту. Ведь знающие говорят, что чистоты не получить тому, выискивает кто ее снаружи. Оставив пламя, что получено из дров, я зажигаю, а Брахман – один лишь свет внутри. Всегда сосредоточенный, мой ум сияет, ведь я Архат, ведущий жизнь святую. Брахман, несешь ты самомнение тяжест на плечах, злость – это дым, а пепел – речь, что лживо. Язык – черпак, а сердце – твой алтарь, прирученный эгу, четыре, человека будет светом. Тхама подобна озеру, а нравственность в ней – брод, она чиста и добродетельна, и люди ее хвалят, здесь омываются великих знаний мастера, и, не промокнув в нем, на дальний берег переходит. Истина – Тхама, сдержанность, святая жизнь, и Брахман достижений стоят на середине. 5. Лишь праведным, Брахман, почтение выражай. Движимым Тхаммой называю я такого. Когда так было сказано, Брахман Сундарико Бхарадваджи обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама». Великолепно, мастер Гатама, 6. Так достопочтенный Сундарико Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Комментарий перефразирует, часть этого молочного риса, что была поставлена в огонь, уже съедена маха Брахмой. Если этот остаток отдать Брахману, тому, кто рожден из урта Брахмы, то мой сын и отец порадуются, а я очищу путь к миру Брахмы. Согласно Упанишидам, только Брахман может съесть эту пищу, но не Кхатти или Веса. Это объясняет почему, ниже по тексту, Брахман был озадачен вопросом о сословии, которому принадлежал Будда. 2. Комментарий объясняет это так, что дэвы из различных божественных миров насытили эту пищу божественной едой – оджи, которая является слишком утонченной для обычного человека, который не мог переварить ее. А 5. Поскольку божественная еда была смешана с человеческой, то и боги не могли ее съесть, однако, это мог сделать Будда или Арахант, обладающего семью медитативными достижениями. 3. Комментарий поясняет, что подобный эффект вызвала не сама еда как таковая, а это сделал Будда психическими силами, чтобы этим лучше расположить к себе Брахмана. 4. Напали – это. 5. Согласно комментарию, здесь имеется в виду срединный путь, то есть благородный восьмеричный. 6. Фрагмент раскрывается в точности как в СН 7.1. Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится Арахантом. 6. Бахудхиту сутта – много дочерей. СН 7.10. Однажды Благословенный пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда четырнадцать валов, принадлежащих одному Брахману из клана Бхарадваджи, потерялись. Брахман из клана Бхарадваджи в поисках этих валов отправился в ту часть леса, где пребывал Благословенный. Там он увидел Благословенного, сидящего со скрещенными ногами, держащего тело выпрямленным, установившего осознанность впереди. 7. Увидев его, он подошел к нему и произнес эти строфы в присутствии Благословенного, вне всяческих сомнений, у отшельника ведь нет валов четырнадцати, что у меня пропали, не видел их я уже шесть дней и как, так потому отшельник этот счастлив. 8. Вне всяческих сомнений, у отшельника ведь нет полей кунжута, что охвачен был болезнью, где лишь один остался лист, где два крыс, проживающих в пустом амбаре, что радостно танцуют тут и там, тех одеял, что месяцев уж семь покрыты роем разных паразитов, семи дочурок овдовевших, с сыновьями, одна с одним, другая аж с двумя, так потому отшельник этот счастлив. 1. С муглой жены, с лицом с щербинами отоспы, которая пинками будет отосна, взаимодавцев, что приходит на рассвете, кричат ему, плати. Плати, так потому отшельник этот счастлив. Благословенный, вне всяческих сомнений, Брахман, у меня ведь нет валов четырнадцати, что у тебя пропали, не видел их ты уже шесть дней и как, так потому, Брахман, я счастлив. Вне всяческих сомнений, Брахман, у меня ведь нет. Кричат, что мне, плати. Плати. Так потому, Брахман, я счастлив. Когда так было сказано, Брахман из клана Бхарадваджи обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама, 2. Так достопочтенный Бхарадваджи стал одним из арахантов. 1. Комментарий поясняет, что Брахман выдал замуж семь своих дочерей, но все их мужья умерли. До тех пор, пока у Брахмана были деньги, ему не возвращали дочерей, а держали в семье овдовевшими. Но когда он потратил состояние, семерых дочерей вернули ему домой, и у каждой было по одному или по два сына. 2. Фрагмент раскрывается в точности как в СН 7.1. Брахман принимает прибежище, получает монашеское посвящение, практикует и становится арахантом. Комментарий поясняет, что после получения Брахмана младшего посвящения Будда привел его к царю Пасинаде, который оплатил все его долги и взял под свою опеку его семью, что даровало Брахману возможность получить высшее монашеское посвящение. КАСЯ БХАРАДВАДЖИ СУТТА КАСЯ БХАРАДВАДЖИ СН 7.11. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Магадхов у Дакхинагири возле Брахманской деревни Каналы. И в то время у Брахмана Кася Бхарадваджи было пятьсот пристегнутых к своим хомутам плугов во времена посева. Один. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу одеяния и отправился к тому месту, где работал Брахман Кася Бхарадваджа. И по тому случаю происходила раздача еды Брахмана Бхарадваджа. Два. И тогда Благословенный подошел к месту раздачи еды и встал рядом. Брахман Кася Бхарадваджа увидел Благословенного, ожидающего подаяний, и сказал ему, Отшельник, я пашу и сею, и когда я вспахал и засеял, тогда я ем. Тебе тоже, Отшельник, следует пахать и сеять. Тогда, вспахав и засеяв, ты будешь есть. Я тоже, Брахман, пашу и сею, и когда я вспахал и засеял, я ем. Но мы не видим у мастера Готама хомута или плуга или лемеха или прута или быка. И все же, мастер Готама говорит, я тоже, Брахман, пашу и сею, и когда я вспахал и засеял, я ем. И затем Брахман Каса Бхарадваджи обратился к благословенному строфой, ты заявляешь, что работаешь ты с плугом. Но я не вижу, чтобы ты пахал. Если действительно ты тот, кто пашет, тогда ответь мне, каким же образом понять твое паханье? Благословенный, вера, зерно, отшельничество, дождь, мудрость моя, ермой плуг. Чувством стыда пусть будет дышло, а ум, креплением ерма. Осознанность, топлужный лемех мой пруд. И в теле охраняемый, и в речи, и контролируя нужду в идее, правдивость я использую, точно прополки крюк, а доброту, как рассыпление ерма. Усердие, то мой рабочий скот, везет меня к защите от оков. И он идет туда без остановки, куда, добравшись, не подвержен ты печали. Вот каким образом пахоту эту исполняю я, что урожай бессмертного дает. И завершив сей труд по вспашке, освободишься ты от всяческих страданий. Пусть мастер Гатама поест. Ведь он достойный пахарь, поскольку мастер Гатама пашет так, что это приносит урожай бессмертного. Благословенный ответил, коль над едой строфы пропеты, есть эту пищу мне не подобает. Это брахман в норму не входит, что соблюдают святые провидцы. Кто просветлен, тот отвергнет ту пищу, строфы над кой были пропеты. Раз таковая есть норма, брахман, их поведение принцип таков. Напитком и пищей другой обслужа правиться всецело во всем совершенного, чьи загрязнения и сожаления были разрушены и успокоены, ведь величайшее поле заслуг он для того, кто свершить их желает. Когда так было сказано, брахман Каса Бхарадваджи обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Согласно комментарию, это был необычный день для посева, а особый сельскохозяйственный праздник, во время которого пахота происходила лишь символически. 2. Комментарий отмечает, что 500 работников пахарей брали серебряные сосуды и садились, а им раздавали еду. Удая сутта, Удая. СН 7.12. В Саваттхе. И тогда, утром, Благословенный Адилси, взяв чашу и одеяние, отправился в дом Брахмана Удая. И тогда Брахман Удая наполнил чашу благословенного рисом. И во второй раз, и в третий раз, утром, Благословенный Адилси, взяв чашу и одеяние, отправился в дом Брахмана Удая. И в третий раз, один, Брахману даю наполнил чашу благословенного рисом, после чего сказал благословенному, этот надоедливый отшельник все приходит и приходит. Благословенный ответил, все вновь и вновь сеют они зерно, все вновь и вновь небесный дева посылает дождь, все вновь и вновь крестьянин пашет поле, все вновь и вновь зерно приходит в царство. Все вновь и вновь нищий ждет подаяний, все вновь и вновь дарители дают. И те дарители, давая вновь и вновь, все вновь и вновь идут на небеса. Все вновь и вновь доярка получает молоко, все вновь и вновь теленок к матери идет, все вновь и вновь трепещет он изнывает, все вновь и вновь дурак входит в утробу. Все вновь и вновь рождается и умирает, все вновь и вновь несут на кладбище его. Но если вдруг обрел он путь, что не приводит к новому рождению, в мудрости разрастания получив, он не рождается все вновь и вновь. Когда так было сказано, Брахман Удай обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама». Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, комментарий поясняет, что здесь имеется в виду не третий раз за утро, а третье утро подряд. Дивахита сутта, Дивахита. СН 7.13. В Саваттхе. И в то время благословенный был одолеваем нарушением ветров, один, а достопочтенный Упавана был его прислужником. И тогда благословенный обратился к достопочтенному Упаване так, «Ну же, Упавана, раздобудь мне горячей воды». «Да, учитель», — ответил достопочтенный Упавана. И тогда он оделся, взял чашу и одеяние и отправился к дому Брахмана Дивахиты, возле которого молча встал. Брахман Дивахита увидел молчаливо стоящего достопочтенного Упавана и обратился к нему с трофой. В молчании почтенный господин стоит, обритый, и в покрытом швами одеяние. «Чего же хочешь, что же ищешь ты, пришел сюда чего ты попросить? Достопочтенный Упавана, Архат, счастливый в этом мире, мудрец, одолеваем нарушением ветров. И если есть горячая вода, Брахман, подай же ты ее провидцу. Он почитаем теми, кто достоин почитаний, он восхваляем теми, кто достоин похвалы, он уважаем теми, кто достоин уважения, и именно ему эту я воду отнесу». И тогда Брахман Дивахита приказал слуге принести коромысла с горячей водой, а также преподнес достопочтенному Упаване сумку с Миласой. И затем достопочтенный Упавана отправился к благословенному. Он умыл благословенного горячей водой, смешал Миласу с горячей водой и преподнес ему. И затем болезнь благословенного отступила. Тогда Брахман Дивахита отправился к благословенному и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, после того, как он сел рядом, он обратился к нему с трофой, кому же предложить уместный дар? Где этот дар приносит плод великий? Каким же образом у совершающего подаяние, дар этот вдруг приносит счастье? Благословенный, кто знает прошлое и свое рождение, кто видел небеса и ад, и кто достиг рождения и прекращения, тот напрямую видящий мудрец. Ему уместный дар предложить стоит, и здесь дар этот принесет великий плод. Именно так у совершающего подаяние дар этот счастье принесет вот так. Когда так было сказано, Брахман Дивахита обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, что речь идет о периодическом обострении кишечно-желудочной болезни, которую Будда получил из-за шестилетней суровой эскезы еще будучи непросветленным бодхисаттой. Согласно ауэрведической медицине, подобные болезни считались нарушением функционирования трех ветров в теле. Махасала сутта, знатный. С.Н. 7.14. В Саваттхе. И тогда один знатный брахман, жалкий, облаченный в потрепанную накидку, подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, и благословенный обратился к нему, «Почему же, брахман, ты так жалоб и облачен в потрепанную накидку? Так вот же, мастер Гатама, мои четверо сыновей, подговоренные их женами, выдворили меня из дому. Что же, брахман, заучи эти строфы и продекламируй их, когда соберется собрание в зале, и все твои сыновья будут также сидеть там, те, появлением чьим на свет я наслаждался, и те, благополучие чего я так желал, подговоренные супругами своими прогнали меня прочь, точно свинью собака прогнала. Коварны в самом деле эти братья, хотя зовут меня они родной отец. Демоны, облик сыновей принявша, оставили меня, как только стал я пожилым. Подобный бесполезной старой клячи, которой не дают больше прокорма, таков старик-отец этих ребят, что у домов чужих ждет подаяний. Ценнее для меня используемый посох, чем эти свои нравные сыны. Дикого буйвола сей посох отгоняет, и отгоняет дикого он пса. И в темноте идет он предо мною, а в глубине реки опору мне дает. И посоха столь милосердна эта сила, что если споткнусь, то все ж стою. И тогда тот знатный брахман, заучив эти строфы в присутствии благословенного, продекламировал их, когда собралось собрание в зале, и все его сыновья также сидели там, один. И тогда сыновья привели знатного брахмана в свой дом, искупали его и дали ему пару одежд. И тогда тот знатный брахман, взяв пару одежд, отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. Затем он сел рядом и сказал благословенному, «Мастер Гатама, мы, брахманы, ищем вознаграждение для нашего учителя. Пусть мастер Гатама примет учительское вознаграждение от меня». Благословенный сострадание принял. И тогда тот знатный брахман обратился к благословенному, «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Сангхе-Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, здесь повторяется весь этот стих целиком. Манатхатха-сута, Манатхатха. СН 7.15. В Саватхе. И тогда Брахман по имени Манатхатха проживал в Саватхе. Он не выражал уважения ни к своей матери, ни к отцу, ни к своему учителю, ни к своему старшему брату. И в то время Благословенный давал наставление Патхаме в окружении Большого Собрания. И мысль пришла к Брахману Манатхатхе, «Этот отшельник Гатама дает наставление Патхаме в окружении Большого Собрания. Что если я отправлюсь к нему? Если отшельник Гатама обратится ко мне, я обращусь к нему в свою очередь. Если он не обратится ко мне, то я не обращусь к нему». И тогда Брахман Манатхатха отправился к Благословенному и молча встал рядом, но Благословенный не обратился к нему. Тогда Брахман Манатхатха, думая, «Этот отшельник Гатама ничего не знает, один, собрался было уйти, но Благословенный, напрямую познав своим собственным умом рассуждение о уме Брахмана, обратился к Брахману Манатхатхе с трефой, «Лилейт само мнение, не есть благое дело тому, Брахман, настроен кто на собственное благо? Лилейт вместо этого ты должен свою цель, ради которой здесь как раз ты оказался». И тогда Брахман Манатхатха, думая, «Отшельник Гатама знает мой ум», прямо на том самом месте пал к ногам Благословенного, расцеловал стопы и погладил их руками, объявляя свое имя, «Я Брахман Манатхатха, мастер Гатама!» «Я Брахман Манатхатха, мастер Гатама!» И то собрание удивилось и восхитилось, сказав, «Почтенный, как удивительно! Почтенный, как поразительно!» Этот Брахман Манатхатха не выражал уважения ни к своей матери, ни к отцу, ни к своему учителю, ни к своему старшему брату, и тем не менее, он выражает такое наивысшее уважение к отшельнику Гатами. И тогда Благословенный обратился к Брахману Манатхатхе, «Довольно, Брахман, поднимайся! Возвращайся на свое сидение, раз ты столь уверен во мне!» И Брахман Манатхатха вернулся на свое сидение и обратился к Благословенному с Трофой, «Кому не стоит самомнение проявлять? И кто достоин выражения почтения? Кому всегда быть нужно уважительным? Кого же следует всецело почитать? Благословенный, вначале, собственных отца и мать, затем, братов семьи, которые братьев старше остальных, учитель, во четвертый кто, именно к ним не стоит самомнение проявлять. Достойны выражения почтения они. К ним следует быть уважительным всегда, и благо это, их всецело почитать. И скромный, самомнение поразив, должен почтение арахантам выражать, тем, в сердце кто в своем угас, исполнил долг, кто не запятнен и не превзойден. Когда так было сказано, Брахман Манатхатха обратился к Благословенному, «Великолепно, Мастер Гатама!» «Великолепно, Мастер Гатама!» «Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же Мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть Мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, комментарий поясняет это так, что Брахман подумал, «Такой знатный Брахман, как я пришел сюда, а он не выразил никаких знаков почтения. Очевидно, он ничего не знает». Починника сутта, Починника. СН 7.16. В Саваттхе. И тогда Брахман по имени Починник Асата проживал в Саваттхе. И тогда мысль пришла к Брахману Починник Асати, что если я отправлюсь к отшельнику Гатами и буду говорить противоположное всему тому, что он скажет. В то время Благословенный, медитируя при ходьбе, ходил вперед и назад на открытые местности. Тогда Брахман Починник Асата подошел к Благословенному и сказал ему по мере того, как тот ходил вперед и назад, поведать хамму, отшельник. Благословенный ответил, совет хороший осознать не просто тому, лелеет кто одни противоречия, тому, с сознанием кто омраченным в агрессию всецело погружен. Но тот, кто всю агрессию оставил и в сердце недоверие устранил, если смог выбросить он отвращение, совет хороший осознать он может. Когда так было сказано, Брахман Починник Асата обратился к Благословенному, «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть?» Точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Навакамика сутта, Навакамика. СН 7-17. Однажды Благословенный пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда Брахман Навакамика Бхарадваджи выполнял некую работу в этой части леса. Один. Брахман Навакамика увидел Благословенного, сидящего у подножья одного из саловых деревьев со скрещенными ногами, держащего тело выпрямленным, установившего осознанность впереди. Увидев его, он подумал, «Я наслаждаюсь выполнением работы в этой части леса». «Выполнением чего наслаждается этот отшельник Готама?» И тогда Брахман Навакамика Бхарадваджи подошел к Благословенному и обратился к нему с Трофой. «В какой же вид работы ты вовлечен здесь, в этом саловом лесу, монах, из-за которой ты находишь наслаждение один в этом лесу, Готама?» Благословенный, «Нет ничего в лесу, что нужно было бы мне». Срублен под корень, лес мой весь завял. «Ни леса не мея, ни отравленной стрелы, и впрочь, я обретаю наслаждение, совсем один в этих лесах». Когда так было сказано, Брахман Навакамика обратился к Благословенному, «Великолепно, мастер Готама!» «Великолепно, мастер Готама!» «Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть». Точно так же мастер Готама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Готами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Готама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, согласно комментарию, он был лесорубом, валил лес и продавал его в городе в качестве строительного материала. Два, комментарий объясняет лес в ответе Будды как лес загрязнений, вырубленный под корень. Под стрелой понимается жажда. Катхахара сутта, собиратели хвороста. СН 7-18. Однажды Благословенный пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда группа брахманских мальчишек, учеников некоего Брахмана из клана Бхарадваджи, вошла в эту часть леса, собирая хворост. Войдя в нее, они увидели Благословенного в этой части леса, сидящего со скрещенными ногами, держащего тело выпрямленным, установившего осознанность впереди. Увидев его, они отправились к Брахману из клана Бхарадваджи и сказали ему, «Знаете же, учитель, что в такой-то и такой-то части леса сидит отшельник со скрещенными ногами, держащий тело выпрямленным, установивший осознанность впереди». И тогда Брахман из клана Бхарадваджи вместе с теми брахманскими мальчишками отправился в ту часть леса. Там он увидел Благословенного, сидящего со скрещенными ногами, держащего тело выпрямленным, установившего осознанность впереди. Тогда он подошел к Благословенному и обратился к нему с трофами, войдя в пустой безлюдный лес, в самую чащу, где ужасного так много, недвижен в теле ты, чудесен, непоколебим. О, как чудесно ты, монах, здесь медитируешь. В лесу, где звуков нет ни музыки, ни песен, безмолвный созерцатель затворен в лесах. И то, что здесь ты, это меня поражает, один в лесу, и с радостным умом. Должно быть, ты желаешь высшего тройного рая, попасть в собрание небесного владыки мира. Один. Должно быть, вот зачем в безлюдном ты лесу, это твоя расплата, чтобы достигнуть Брахмы. Благословенный, сколь многих не было б желаний, наслаждений, они всегда привязаны к различным элементам. Хотя они растут из корешка незнания, их всех я уничтожил вместе с корешком. Нет у меня желаний, вовлеченности, цепляний. Очищен в отношении всего мой взор. Два. Достигнув благотворного полного просветления, уверен я в себе, Брахман, и медитирую один. Когда так было сказано, Брахман из клана Пхарадваджи обратился к благословенному, «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама». Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхи монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, комментарий, небесный владыка мира, Лакатхипати, это Маха Брахма. Высший тройной рай, Ти Дива Мануттарам, так сказано в отношении мира Брахмы. Два, комментарий говорит здесь о всеведении Будды. Матупосака сутта, помогающей матери. СН 7.19. В Саваттхе. И тогда Брахман, который помогал своей матери, подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, я собираю иду с подаянией праведно и таким образом поддерживаю своего отца и мать. Делая так, исполняю ли я свой долг? Вне сомнений, Брахман, делая так, ты исполняешь свой долг. Тот, кто собирает иду с подаянией праведно и таким образом поддерживает своего отца и мать, создает себе большую заслугу». И далее Благословенный добавил, «Если поддерживает смертный праведно родителей своих, то из-за этого ему служение мудрейшее чтят высоко его здесь, в этом самом мире, а после смерти радуется в мире он небесном». Когда так было сказано, Брахман, который помогал своей матери, обратился к Благословенному, «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Хикхака сутта, Попрошайка. СН 7.20. В Саваттхе. И тогда нищий Брахман Попрошайка подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, я Попрошайка и вы Попрошайка. Так в чем же разница между нами в этом отношении?» Благословенный, едва ли можно Попрошайкой стать, лишь потому, что клянчишь подаяния. Ведь если делаешь все как домохозяин, то все равно ты не становишься монахом. 1. Но тот, кто здесь ведет святую жизнь, преодолев заслуги, как и злодеяния, живущий в мире с полным постижением, вот кто воистину является монахом. 2. Когда так было сказано, Брахман Попрошайка обратился к Благословенному, «Великолепно, Мастер Гатама! Великолепно, Мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть». Точно так же Мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в Мастере Гатаме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть Мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». 1. Примечание переводчика С.В. Буддийский монах, дословно, «нищий», «тхикхо», схоже по смыслу со словом «попрошайка», «тхикхака». 2. Примечание переводчика С.В. Поскольку здесь Будда говорит о преодолении заслуг и злодеяний, то речь идет, конечно же, об Араханте. Сангарава сутта, Сангарава. СН 7.21. В Саваттхе. И тогда Брахман по имени Сангарава проживал в Саваттхе. Он практиковал очищение водой, он верил в очищение водой, пребывал, посвящая себя практике погружения в воду на закате и на рассвете. И тогда, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, Брахман по имени Сангарава проживает в Саваттхе. Он практикует очищение водой, он верит в очищение водой, пребывает, посвящая себя практике погружения в воду на закате и на рассвете. Было бы хорошо, господин, если бы благословенный отправился бы в дом Брахмана Сангаравы из сострадания». Благословенный молча согласился. И тогда, утром, благословенный оделся, взяв чашу и одеяние, отправился в дом Брахмана Сангаравы, где сел на подготовленное сидение. Тогда Брахман Сангарава подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями, после чего сел рядом. Благословенный сказал ему, «Правда ли, Брахман, что ты практикуешь очищение водой, веришь в очищение водой, пребываешь, посвящая себя практике погружения в воду на закате и на рассвете?» «Да, мастер Гатама». «Рассчитывая на какое благо ты поступаешь так, Брахман?» «Мастер Гатама, любой плохой поступок, который я совершил днем, я смываю омовением на закате. Любой плохой поступок, который я совершил ночью, я смываю омовением на рассвете». Благословенный ответил, «Тхамма подобна озеру, а нравственность в ней, брод, она чистая и добродетельная и люди ее хвалят, здесь омываются великих знаний мастера, и, не промокнув в нем, на дальний берег переходит». Когда так было сказано, Брахман Сангарава обратился к благословенному, «Великолепно, мастер Гатама». «Великолепно, мастер Гатама». Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Тхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Тхамме и прибежище в Сангхимонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Кхамадусса сутта, Кхамадусса. СН 7.22. «Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев, где был город Сакьев под названием Кхамадусса. И тогда Благословенный, одевшись, взяв чашу и одеяние, вошел в Кхамадусу собирать подаяния. И тогда Брахманы-домохозяева из Кхамадусы пришли на собрание для решения вопросов по некоему делу, и в тот момент накрапывал мелкий дождь. Благословенный подошел к собранию. Брахманы-домохозяева из Кхамадусы увидели Благословенного и издалия сказали, кто эти бритые отшельники? Разве не знают они о правилах собрания? 1. Затем Благословенный обратился к Брахманам-домохозяевам из Кхамадусы этой строфой, собрания нет там, благих людей где нет. И не являются благими те, кто речь о Дхаме не ведет. Но тот, отбросил жажду кта, и ненависть, и заблуждение, те, говорящие о Дхаме, единственные, кто являются благими. Когда так было сказано, Брахманы-домохозяева из Кхамадусы обратились к Благословенному «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» «Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, комментарий, правила собрания, Сабхатхамман, предписывали, что опоздавшим следует входить через боковой вход, чтобы не беспокоить тех, кто уже уселся на свои места. Но Будда вошел через главный вход, что вызвало негодование брахманов. Согласно комментарию, Будда посредством сверхспособности заставил идти дождь, специально, чтобы создать повод войти в зал для собраний. Никханта Сутта, Отрекшийся. СН 8.1. Так я слышал. Однажды достопочтенный Вангиса пребывал в Алаве возле святилища от Галавы вместе со своим наставником достопочтенным Неград Хакопой. И в то время достопочтенного Вангису, новопосвященного, недавно ушедшего в бездомную жизнь, оставили присматривать за обиталищем. И в то время несколько красиво наряженных женщин пришли в парк от Галавыки, чтобы посмотреть обиталище. Как только достопочтенный Вангису увидел тех женщин, неудовлетворенность видением святой жизни возникла в нем, похоть наводнила его ум. И тогда мысль пришла к нему, в самом деле, это потеря для меня, в самом деле, нет в этом достатка для меня. В самом деле, это несчастье для меня, плохи мои дела, что неудовлетворенность возникла во мне, что похоть наводнила мой ум. И разве может кто-либо другой кроме меня самого рассеять мою неудовлетворенность и зародить довольствование святой жизнью? Что если я рассею свою неудовлетворенность и зарожу удовольствование сам? И тогда достопочтенный Вангиса, самостоятельно рассеяв свою неудовлетворенность и зародив довольствование, произнес по тому случаю эти строфы, увы, хотя трекся и от мира, покинув дом ради бездомной жизни, все эти мысли все равно меня одолевают, грубые мысли темного владыки. Один. И даже если молодцы могучие, лучники превосходные, мужи натренированные, лукомастера, и тысяча таких мужей неколебимых окружит вдруг меня со всех сторон, а также если женщины придут сюда, которых будет даже еще больше, то не заставят они меня дрогнуть, ведь непоколебим я в этой Дхамме. Один, темный, канхата. Комментарий поясняет, что это Мара. Аналогичный эпитет Мары встречается в МН1, 337-38. Арати сутта, недовольный. СН 8-2. Однажды достопочтенный Вангиса пребывал в Алаве возле святилища Акбалавы вместе со своим наставником достопочтенным Неградхакаппой. И в то время, когда достопочтенный Неградхакаппа возвращался с хождения за подаяниями, после принятия пищи он заходил в жилище и выходил либо вечером, либо на следующий день. И в то время неудовлетворенность ведением святой жизни возникла в достопочтенном Вангисе, похоть наводнила его ум. И тогда мысль пришла к нему, «В самом деле, это потеря для меня, в самом деле, нет в этом достатка для меня. В самом деле, это несчастье для меня, плохи мои дела, что неудовлетворенность возникла во мне, что похоть наводнила мой ум. И разве может кто-либо другой, кроме меня самого, рассеять мою неудовлетворенность и зародить довольствование святой жизнью? Что если я рассею свою неудовлетворенность и зарожу удовольствование сам? И тогда достопочтенный Вангиса, самостоятельно рассеяв свою неудовлетворенность и зародив довольствование, произнес по тому случаю эти строфы, отбросив наслаждение и недовольство и связанные с мирской жизнью мысли, «Не нужно страсть питать к чему-либо вообще». Бесстрастный, наслаждения немеет, воистину зовется он монахом. Все существующее на земле и в небе, составленное формой, содержащиеся в мире, все, что не постоянно, распадется. И мудрецы живут, пробившись к этой правде. Люди привязаны к имениям, один, своим, к тому, что видно, слышно, чувствуется, ощущается. Ты к этому рассеи желание и будь невозмутим, такого называют мудрецом, который не цепляет ничего. Кто в мнении их шестидесяти пойман, два, своими собственными мыслями ведомый, сколь много их среди людей, тех, кто вяз в неправильной доктрине, а тот, кто к группе этой больше не прильнет, речей ошибочных не скажет, тот монах. Умелый, в сосредоточении натренирован, честный и рассудительный, и жажды немеет, мудрец, обретший умиротворение, в котором он остаток времени проводит, угасший полностью внутри себя. Три. Один, комментарий поясняет, что речь идет о собственных пяти совокупностях, теле и уме. Два, речь идет, очевидно, о шестидесяти двух воззрениях, которые перечислены в Брахмаджала сутте, ДН1. Помимо подробного объяснения этих воззрений, сказано, что существа пойманы в сети этих шестидесяти двух воззрений, что не дает им вырваться из сенсары. Три, комментарий поясняет, что речь идет о небабане. Писала сутта, с хорошим поведением. СН8-3. Однажды достопочтенный Вангиса пребывал в Алаве возле святилища от Галавы вместе со своим наставником достопочтенным Неград Хакапой. И в то время достопочтенный Вангис из-за своего умения смотрел свысока на других хорошо себя ведущих монахов. Один. И тогда мысль пришла к достопочтенному Вангисе, в самом деле, это потеря для меня, в самом деле, нет в этом достатка для меня. В самом деле, это несчастье для меня, плохи мои дела, что из-за своего умения я смотрел свысока на других хорошо себя ведущих монахов. И тогда достопочтенный Вангиса, зародив в себе чувство стыда, произнес по тому случаю эти строфы, отбрось же самомнение, Гатама, два, с дороги к самомнению сойди всецело. Ведь ослепленный ранней дорогой к самомнению долгое время чувствовал себя ты виноватым. Люди, испачканные клеветою, сраженные тщеславием, рождаются в аду. Горюют они длительное время, сраженные тщеславием, рожденные в аду. Но истинный монах не плачет никогда, знаток пути, правильно его развивает. Встречает он приветствие и счастье, правдиво именуется правицем Дхаммы. Так будь тогда покладист и усерден, отбросив все помехи, будь же чист. Всецело самомнение оставив, будь умиротворенный знанием, сверши конец. Один, комментарий говорит о том, что у него возникло тщеславие за собственные учености. Однако достопочтенный Бодхи считает, что здесь имелась в виду не ученость в Дхамме, а его поэтический талант. Два, он обращается так к себе, поскольку происходил из клана Готам, как Будда и ряд других известных учеников. Ананда сутта, Ананда. СН 8.4. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И тогда, утром, достопочтенный Ананда, одевшийся взяв чашу и одеяние, вошел в Саваттхи за подаяниями вместе с сопровождавшим его достопочтенным Вангисой. И тогда неудовлетворенность видением святой жизни возникла в достопочтенном Вангисе, похоть наводнила его ум. И достопочтенный Вангис обратился к достопочтенному Ананде с трофами, «Сгораю я чувственной жаждой, мой ум охвачен огнем. Скажи, как его потушить, из сострадания ко мне, Агатама?» Один, достопочтенный Ананда, когда восприятие искажено, два, ум твой охвачен огнем. Образ красивого, три, ты убери, что провоцирует страсть. Все составное чужим ты увить, мукой, без всякого я. Похоть и пламя ты потуши, и не сгорай ум опять. Ум отвратительным ты развивай, однонастроенным, сосредоточенным. К телу осознанность также направь, и углубись в отвращении. Четыре. На беспредметном освой медитацию, пять, и к самомнению склонность отбрось. Если пробьешься ты сквозь самомнение, будешь в покое тогда пребывать. Один, Ананда был из семьи Готам, как и Вангиса, и сам Будда. Два. Искажение восприятия, Санья-Випариса, Четырехчасно, восприятие и постоянство, счастье, самости, красоты в том, что, соответственно, является непостоянным, страдательным, безличенственным, отвратительным. Смотри. Ан-два, пятьдесят два, четыре семь. Три. Примечание переводчика СВ, образ красивого, субханимитта. Означает некий привлекательный образ какого-либо объекта, улавливаемый восприятием. Четыре, здесь перечисляются практики восприятия страдательности и безличности, а также виды медитации на отвратительности, рассмотрение трупов в различных стадиях разложения, созерцание нечистот тела, созерцание частей тела. Пять, беспредметные, анимита. Согласно комментарию, речь идет о глубочайшей практике Випассаны, которая устраняет любые образы, постоянство, привлекательного и так далее, у рассматриваемого объекта. В СН 49 рассказывается об этой практике достопочтенным Махамагалланой. Субхасита сутта, хорошо произнесенной. СН 8 5. В Саваттхе. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал так, монахи, когда речь наделена четырьмя факторами, то она хорошо произнесена, а не плохо произнесена, она не подлежит порицанию, не порицается мудрыми. Какими четырьмя? Вот, монахи, монах говорит то, что хорошо произнесено, а не плохо произнесено. Он говорит только по Дхамме, а не потому, что не является Дхаммой. Он говорит только благозвучные, а не неблагозвучные. Он говорит только истинные, а не ложные. Когда речь наделена этими четырьмя факторами, то она хорошо произнесена, а не плохо произнесена, она не подлежит порицанию, не порицается мудрыми. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, благие люди говорят, что сказанное хорошо, превыше остального. Вторым является речь Дхаммы, а не Дхаммы. Третьим, сказать-то благозвучно, не иначе. Четвертым, истинное, а не ложь. И тогда Достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Благословенного, сказал ему, вдохновение снизошло оно меня, Благословенный. Вдохновение снизошло оно меня, счастливый. Благословенный сказал, в таком случае, вырази свое вдохновение, Вангиса. И тогда Достопочтенный Вангиса произнес восхваление прямо в лицо Благословенному этими уместными строфами, произносить нужно такую только речь, которой не поранишь ты себя, не причинишь вреда другим, воистину, хорошо сказана такая речь. Произносить нужно приятную лишь речь, такую речь, которой будут только рады. Когда она не принесет плохого, такое сказанное будет им приятно. Правда, воистину, является бессмертной речью, и в этом состоит древнейший принцип. Цель, как и Дхама, говорят благие люди, основана всегда и только лишь на правде. Спасительная речь, что Будда произносит для достижения людьми ниббаны, что положить конец страданиям, воистину, такая речь иные превосходит. Сарипутта сутта, Сарипутта. СН 8.6. Однажды Достопочтенный Сарипутта пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда Достопочтенный Сарипутта наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхаме, произносимой речью, которая была гладкой, беглой, четко сформулированной, превосходно раскрывающей смысл. И те монахи слушали Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Вангисе. Этот Достопочтенный Сарипутта обучает монахов Дхамме речью, которая гладкая, беглая, четко сформулированная, превосходно раскрывающая смысл. А те монахи слушают Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. Что если я произнесу восхваление прямо в лицо Достопочтенному Сарипутте этими уместными строфами? И тогда Достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Достопочтенного Сарипутты, сказал ему, вдохновение снизошло на меня, друг Сарипутта. Вдохновение снизошло на меня, друг Сарипутта. В таком случае, вырази свое вдохновение, друг Вангиса. И тогда Достопочтенный Вангиса произнес восхваление прямо в лицо Достопочтенному Сарипутте этими уместными строфами, умный, глубокий в мудрости, умелый в истинном пути и в пути ложном, один, он, Сарипутта, обладает мудростью великой, и обучает Дхаммион монахов. Он обучает кратко, как и говорит детально. И его голос, словно пение майны, льется на вдохновенную беседу. Он учит, а они склоняют ухо к сладкому его изречению. И одухотворенные умом и в радости, его чудесный глаз услышав, звучный и восхитительный, монахи слушают его. Один, примечание переводчика С.В., очевидно, здесь идет речь о том, что Достопочтенный Сарипутта превосходно знает, понимает, не только истинный путь к неббании, но и другие пути, которые к неббанию не приводят. Паварана Сутта, Паварана. С.Н. 8.7. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Восточном парке в особняке Матери Амигару вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый их которых был арахантом. И в то время, в Упасатху на пятнадцатый день, Благословенный сидел под открытым небом в окружении Сангхи монахов, намереваясь провести Паварану. Один. И тогда, обозрев молчаливую Сангху монахов, Благословенный обратился к монахам так, «Ну же, монахи, позвольте мне пригласить вас, есть ли какой-либо поступок, совершенный мною посредством тела или речи, который бы вы могли порицать?» Когда так было сказано, Достопочтенный Сарипутта поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Благословенного, сказал ему, «Учитель, нет какого-либо поступка благословенного, совершенного посредством тела или речи, который мы могли бы порицать. Ведь, учитель, благословенный, зачинатель не возникшего прежде пути, прокладчик не проложенного прежде пути, объявитель не объявленного прежде пути. Он знаток пути, открыватель пути, мастер пути. И его ученики теперь пребывают в следовании по этому пути и овладевают им после. И я, учитель, приглашаю благословенного, есть ли какой-либо поступок, совершенный мною посредством тела или речи, который благословенный мог бы порицать. Нет какого-либо твоего поступка, сарепута, совершенного посредством тела или речи, который я мог бы порицать. Ведь ты, сарепута, мудр, обладаешь великой мудростью, обширной мудростью, счастливой мудростью, стремительной мудростью, острой мудростью, проницательной мудростью. Подобно старшему сыну царя миродержца, который должным образом поддерживает вращение колеса владычества, которое было запущено его отцом, так и ты, Сарипутта, должным образом поддерживаешь вращение колеса Адхаммы, запущенного мной. Если, учитель, благословенный не порицает какого-либо моего поступка, совершенного посредством тела или речи, порицает ли он какой-либо поступок, совершенный посредством тела или речи, у кого-либо из этих пяти сотен монахов? Нет какого-либо поступка, у кого-либо из этих монахов, Сарипутта, совершенного посредством тела или речи, которые я мог бы порицать. Ведь из этих пяти сотен монахов, сарепута, шестьдесят монахов являются обладателями трех прямых знаний, шестьдесят монахов являются обладателями шести прямых знаний, шестьдесят монахов освобождены обоими путями, тогда как остальные освобождены мудростью. Два. И тогда достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии благословенного, сказал ему, вдохновение снизошло оно меня, благословенный. Вдохновение снизошло оно меня, счастливый. Благословенный сказал, в таком случае, вырази свое вдохновение, Вангиса. И тогда достопочтенный Вангиса произнес восхваление прямо в лицо благословенному этими уместными строфами. Пятьсот монахов собрались сегодня на день пятнадцатый, для очищения, невозмутимые провидцы, окончившие новое существование, отрезавшие всяческие путы и оковы. И точно царь, владыка миродержец, в сопровождении своих министров по всей земле великой странствует, глубоким темным океаном окруженной, так и они склоняют ухо к победившему, и к каравану жаку непревзойденному, ученики, носители трех знаний, те, позади кто смерть оставил. Все, истинные сыновья благословенного, и не найти средних никчемного. Я поклоняюсь родственнику солнца, уничтожителю стрелы желания. Один, упасадха проводится в соответствии с фазами луны. Главные дни упасадхи выдаются на полнолуние и новолуние. В эти дни монахи обычно собираются вместе и декламируют основную часть монашеского устава по Тимокху. Однако, в конце сезона дождей, в Ассы, вместо этой декламации проходит церемония повараны, приглашения, в процессе которой каждый монах в собрании в порядке старшинства приглашает поварете, других монахов, чтобы те указали ему на его проступки. Два, освобожденные обоими путями, это араханты, имеющие достижения бесформенных сфер, арупаджханы. Освобожденные мудростью, это те араханты, которые не имеют достижений бесформенных сфер. Парасахаса сутта, более тысячи. СН 8.8. Однажды Благословенный пребывал в Савадь, в роще джеты в монастыре на Тхапиндике вместе с Большой Санхой монахов, с 1250 монахами. И тогда Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Тхамме на тему Ниббаны. И те монахи слушали Тхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Вангисе, Благословенный обучает монахов беседой о Тхамме на тему Ниббаны. А те монахи слушают Тхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. Что если я произнесу о схвалении прямо в лицо Благословенному местными строфами. И тогда Достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Благословенного, сказал ему, вдохновение снизошло на меня, Благословенный. Вдохновение снизошло на меня, Счастливый. В таком случае, вырази свое вдохновение, Вангиса. И тогда Достопочтенный Вангиса произнес восхваление прямо в лицо Благословенному этими уместными строфами. Более тысячи монахов здесь отслеживают речь Счастливого, а учат он незапаленной Дхаме, небани, страху недоступной. Они склоняют ухо к чистой Дхаме наученной всецело просветленным. И, в самом деле, он сияет, просветленный, монахов Сангхой почитаемый. Благословенный, именуют тебя Нагой, лучшим провидцем всех провидцев. Подобно облаку дождем насыщенным ты изливаешь Дхамму на учеников. Оставив днем свою обитель из пожелания узреть учителя, твой ученик Вангиса, а герой, склоняется пред стопами твоими. «Ты продумал эти строфы заранее, Вангиса, или же они пришли к тебе спонтанно сейчас? Я не продумывал этих строф заранее, учитель, они пришли ко мне спонтанно. В таком случае, Вангиса, пусть еще какие-нибудь строфы, не продуманные тобой заранее, придут к тебе сейчас. Хорошо, учитель, ответил достопочтенный Вангиса. И затем он восхвалил благословенного несколькими новыми строфами, которые не были им продуманы заранее, преодолев уклончивый путь Мары, ты странствуешь, разрушив нищету ума. Узрите же его, освободителя от привязи, ничем не связанного и секущего на части. 1. Чтобы вывести нас за пределы наводнения, провозгласил ты путь со многими его деталями, провидцы Дхамы непоколебимы и устойчивы в бессмертном, что объявлено тобой было. Создатель света, тот, кто смог пробиться, увидел приходящую природу всех позиций. 2. Узнав и засвидетельствовав это для себя, он изложил всю суть пяти эскетам. 3. И когда Дхамме столь прекрасно научил он, может ли быть беспечность среди тех, кто ее понял? И потому прилежным пребывая в наставлении учителя, нужно всегда, с почтением, тренироваться в нем. 1. Под нищетой ума подразумевается ряд негативных качеств в МН 1, 101, 9-27. Это сомнение и замешательство в отношении Будды, Дхаммы, Сангхи, практики, а также злоба по отношению к товарищам по святой жизни. По поводу секущего на части, комментарий поясняет это как, тот, кто анализирует Дхамму группами, такими как основы осознанности, пять сил и т.д. Такая трактовка выглядит натянутой, но трудно понять, о чем идет речь в оригинале. 2. Согласно комментарию, речь идет о всех видах воззрений, а также о девяти опорах для размещения сознания во Вселенной, смотри. Ан 9.24.3. Согласно комментарию, речь идет о пяти первых учениках, которым он поведал первую проповедь, СН 56.11. Канданья Сутта, Канданья. СН 8.9. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой роще в Беличьем Свертилище. И тогда достопочтенный Ания Канданья после очень долгого отсутствия подошел к Благословенному, упал в ноги Благословенному, расцеловал стопы, погладил их руками и объявил свое имя. Я Канданья, Благословенный. Я Канданья, Счастливый. 1. И тогда мысль пришла к достопочтенному Вангисе, это достопочтенный Ания Канданья после очень долгого отсутствия подошел к Благословенному, упал в ноги Благословенному, целует стопы Благословенного, гладит их руками и объявляет свое имя. Что если я произнесу восхваление достопочтенному Ании Канданья в присутствии Благословенного уместными строфами. И тогда достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии благословенного, сказал ему, «Вдохновение снизошло на меня, благословенный. Вдохновение снизошло на меня, счастливый». В таком случае, выразил свое вдохновение, Вангиса. И тогда достопочтенный Вангиса произнес восхваление достопочтенному Ане и Канданье в присутствии благословенного этими уместными строфами, добившись просветления в преемственности Будды, старец Канданье и устремлением сильным обладает, он тот, кто обретает пребывание приятный, он тот, кто часто обретает все уединения. 2. Все то, что может ученик достичь, кто мастера учений практикуют, все это было им обретено, тем, кто практиковал прилежно. Великого могущества, трех знаний человек, умел и в чтении умов других, Канданья, истинный наследник Будды, к ногам мбав, почтение ему выражает. 3. 1. Канданья был первым из пяти первых учеников Будды, который понял Дхамму, и посему получил прозвище Анни, понявший, смотри. СН 56.11. Согласно комментарию, очень долгое отсутствие означает 12-летний срок, в течение которого он проживал на берегу Лотосового озера Мандакини в лесу Чхадданты в Гималаях, излюбленном месте Пачек-Буд. Ему очень нравилось одиночество, и он редко присоединялся к Санкт-Химонахов. 2. Комментарий поясняет фразу преемственность Будды так, в начале пробуждения достиг Будда, а после него нижнюю степень пробуждения первым получил именно Аня Канданья. Под приятными пребываниями понимаются Чханы и плоды духовной жизни, а под всеми видами уединений, три уединения, телесное как затворничество, умственное как Чханы, и уединение от загрязнений как полное просветление. 3. Комментарий поясняет, что, несмотря на упоминание лишь четырех сверхспособностей в строфе, Канданья обладал всеми шестью. Далее комментарий приводит легенду о том, что Канданья пришел, чтобы попрощаться с Буддой, так как чувствовал скорое наступление окончательной небыбаны. После прощания он вернулся в Гималайи, где скончался в своей хижине. Вначале почтить его пришли слоны, которые провезли на себе его тело по Гималаям. Затем дэва построили гроб и пронесли его через различные небесные миры, чтобы другие дэвы могли также выразить почтение, после чего гроб вернули на землю для кремации. Останки принесли Будде, который поместил их в Читию, ступу, и как говорят, это Чития стоит и поныне. Макгаллана сутта, Макгаллана. СН 8.10. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе у Черной скалы, что на склоне горы Исигилия, вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый из которых был Арахантом. И тогда Достопочтенный Махамакгаллана напрямую просматривал их умы своим собственным умом и увидел, что они были освобождены, лишены обретений. И тогда мысль пришла к Достопочтенному Вангисе, Благословенный пребывает в Раджагахе у Черной скалы. Достопочтенный Махамакгаллана напрямую просмотрел их умы своим собственным умом и увидел, что они освобождены, лишены обретений. Что если я произнесу восхваление Достопочтенному Махамакгаллане в присутствии Благословенного уместными строфами? И тогда Достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Благословенного, сказал ему, «Вдохновение снизошлое на меня, Благословенный! Вдохновение снизошлое на меня, Счастливый!» В таком случае, выразил свое вдохновение, Вангиса. И тогда Достопочтенный Вангиса произнес восхваление Достопочтенному Махамакгаллане в присутствии Благословенного этими уместными строфами, пока мудрец сидит на горном склоне, уйдя на дальний берег от страданий, его ученики сидят, вникая, имеющие тройку знаний, смерть уставив. И Махгаллана, обладающий большой духовной силой, окинув собственным умом все их сознания и изучив их, вот что он увидел, нет обретений в них, и все они свободны. Вот так те совершенные во многих свойствах Гатаму слушают, мудрейшего и совершенного во всем, ушедшего на дальний берег от страданий. Гатгара Сутта, Гатгара С.Н. 8.11 Однажды Благословенный пребывал в Чампе на берегу Лотосового пруда Гатгара вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, с семью сотнями мирян и семью сотнями мирянок, а также со многими тысячами божеств. Благословенный затмевал их всех в красоте и славе. И тогда мысль пришла к достопочтенному Вангисе, Благословенный пребывает в Чампе, затмевает их всех в красоте и славе. Что если я произнесу восхваление прямо в лицо Благословенному уместными строфами? И тогда достопочтенный Вангиса поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии Благословенного, сказал ему, «Вдохновение снизошло оно меня, Благословенный! Вдохновение снизошло оно меня, Счастливый!» В таком случае, вырази свое вдохновение, Вангиса. И тогда достопочтенный Вангиса произнес восхваление прямо в лицо Благословенному этой уместной строфой, словно в безоблачном небе луна, и словно солнце, лишённое пятен, ты, Ангираса, великий мудрец, мир целой славой своёю затмил. Вангиса сутта, Вангиса. СН 8.12. Однажды достопочтенный Вангиса пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время достопочтенный Вангиса, только что достигший араханства, переживая счастье от освобождения, произнёс по тому случаю эти строфы, поэзией упиваясь, по миру скитаться привык, из города в город, село за селом. И вот увидал просветлённого, вера возникла во мне. А он научил меня Дхаме, пяти совокупностям и сферам чувств, а также элементам. Услышав его эту Дхамму, в бездомную жизнь я ушёл. Воистину для блага многих мудрец обрёл просветление, ради монахов, монахинь, достигших, увидевших путь. Один. Воистину благо, что я пришёл и предстал перед Буддой. Три знания были получены мной исполнено Будду учение. Места я опознал прошлой жизни, очистил божественный глаз. И как обладатель трёх знаний, достигший психической силы, умелым являюсь я также в течение сознания чужих. Два. Один. В Тхирагатхе в строфах Вангисы содержится более развернутый стих, где в этом месте упоминаются также миряне и мирянки, помимо монахов и монахинь. Два. Согласно комментарию, хотя здесь Вангисы перечисляются только пять сверхспособностей, божественное ухо пропущено, Вангисы обладал всеми шестью. В ВЕКО СУТТА, ЗАТВОРНИЧЕСТВО СН 9.1 Так я слышал. Однажды некий монах пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда, по мере того, как тот монах пребывал в затворничестве, чтобы провести так остаток дня, он продолжал обдумывать плохие, неблагие мысли, связанные с мирской жизнью. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая пробудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему с трофами. Преследуя затворничество, ты вошел в леса, и все же ум твой мечется наружу. Отбрось же, человек, желание людей, и будешь счастлив, не имея страсти. Досаду должен ты оставить, будь осознан, позволь напомнить тебе путь ко благу. Воистину, непросто пересечь пыльную пропасть. Так не давай же пыль чувств тебя ослабить. Подобно птице, что запачкалась к землею, встряска избивает липнущую пыль, так и монах, осознанный, упорный, встряска избивает липнущую пыль. И тогда тот монах, получив от божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. Упаттхана сутта, подъем. СН 9.2. Однажды некий монах пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда, по мере того, как тот монах пребывал в затворничестве, чтобы провести так остаток дня, он заснул. Один. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая пробудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилась к нему с трофами, «Вставай, монах, зачем лежать? Зачем же нужен тебе сон? Как может допустить дремоту тот, кто ранен, кто поражен, и дротиком отравленным пронзен? Так развивай в себе ту веру, из-за которой ты оставил родной дом, и жить решил теперь бездомным, не попадая под вялость и контроль. Монах, у слады чувств непостоянны, нестабильны, хотя дурак ими порабощен. Когда свободен он, и не опутан среди тех, кто скован, зачем такого беспокоить, кто жизнь бездомную принял? Когда с уничтожением страсти и желания, с преодолением невежества, то знание было очищено, когда он знанием разбил невежество, и, уничтожив загрязнение, он беспечален, вне границ отчаяния. И если он усерден и решителен, всегда настойчив в приложении стараний, стремится к достижению ниббаны, зачем такого беспокоить, кто жизнь бездомную принял? 2. 1. Комментарий. Сказано, что этот монах был арахантом. После возвращения с далекого похода по сбору подаяний, он устал и прилег отдохнуть, но на самом деле не заснул. Божество, думая, что он спал в апатию и пренебрегал практикой медитации, решило упрекнуть его. 2. Хотя первые две страфы, как кажется, говорят об араханте, а секха, последняя, очевидно, говорит об ученике, секха. Касапагата сутта, Касапагата. СН 9.3. Однажды достопочтенный Касапагата пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда, по мере того, как он пребывал в затворничестве, чтобы провести так и остаток дня, достопочтенный Касапагата наставлял в Дхамме некоего охотника. 1. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая побудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему с трофами. «Этот монах, подобно дураку, сразил меня. Охотника решил он наставлять вне должного момента, который бродит труднопроходимыми горами, имея мало мудрости, и не имея чувств. Он слушает, но он не понимает. Хотя и смотрит, но не видит он. И несмотря на то, что Дхама говорится, дурак не может смысл уловить. И даже если ты поставишь десять ламп, Касапа, он все равно ведь не увидит форм, ведь у него нет глаз, чтобы их увидеть». И тогда достопочтенный Касапагата, получив от божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. 2. 1. Согласно комментарию, слово Чхета истолковывается как мегалуддека, охотник на оленей. Охотник бродил почаще, преследуя оленя, и наткнулся на монаха, который решил объяснить ему Дхамму. Однако, охотник хоть и смотрел и слушал, но ум его все еще гнался за оленьем. 2. Примечание переводчика СВ, очевидно, имеется в виду, что он перестал попусту тратить время и решил посвятить себя и медитации. Самбахула сутта, группа СН-9-4. Однажды группа монахов пребывала в стране Касал в определенной части леса. И после того, как они провели там сезон дождей, по прошествии трех месяцев эти монахи отправились в путешествии. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, не увидев тех монахов, сокрушаясь, произнесло следующую страфу. Досада. Вот что предо мной возникает, ведь вижу я столько сидений пустых. Куда же ушли те готамы адапты, ораторы познаний Дхаммы глубоких? 1. Когда так было сказано, другое божество ответило следующей страфой. Ушел кто в Магадху? Ушел кто в Касалу? Другие же ныне на Ваджи земле. Ведь точно олень, что без привязи бродит, живет монах, не имея жилья. 1. По мнению Достопочтенного Бодхи, иными словами, божество посчитало, что досада от ведения святой жизни стала причиной ухода, и, вероятно, растяжения, этих монахов. Ананда сутта, Ананда. СН 9.5. Однажды Достопочтенный Ананда пребывал в стране Касал в определенной части леса. В то время Достопочтенный Ананда чрезмерно увлекся наставлением в Дхаме Мирян. 1. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к Достопочтенному Ананде, желая ему благополучия, желая побудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему с трофой, войдя в лесную чащу, сев под дерево и поместив Нигбану в своем сердце, начни же медитировать, Готама, не будь беспечен. Что толку для тебя от шума всех этих людей? 2. И тогда Достопочтенный Ананда, получив от божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. 1. Согласно комментарию, эти события происходили незадолго до Первого Буддийского собора, когда Достопочтенный Махакаса попризвал Ананду усердно практиковать, чтобы тот стал арахантом до того, как начнется собор. Ананда отправился медитировать в страну Касал, но, когда миряне обнаружили его там, они стали приходить к нему толпами, сокрушаясь по поводу кончины Будды. Ананде приходилось постоянно их утешать и наставлять учение о непостоянстве. Божество увидело, что это мешает Ананде добиться цели, и поэтому оно решило упрекнуть его. 2. Данная строфа приписывается монаху Ваджипутты Китхере в Тхирогатхе 119. Там же, в Тхирогатхе, среди строф Ананды, данной строфы и не содержится. Анурутха сутта, Анурутха. СН 9.6. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда некое божество из мира Таватимсы по имени Джолини, бывшая супруга достопочтенного Анурутхи, один, подошло к нему и обратилась к нему строфой, направь свой ум туда, где уже жил ты в прошлом среде и во в мира Таватимсы, исполнено желание чьи. Будешь сиять и будешь почитаем ты, в компанию небесных дев. Анурутха, несчастны все эти небесные девицы, в самоопределении увязнув, как и несчастны все те существа, привязанные к этим девам неземным. 2. Джолини, они себе не представляют, что есть блаженство, все те, не видел кто Нанданы, обители величественных мужчин-девов из свита тридцати богов. Неужто ты не знаешь, дура, Архатов с величавой фразой, непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. 3. Я никогда уже не буду пребывать среди компаний богов, Джолини. Скитание по рождениям завершено, не будет нового существования. 1. Согласно комментарию, до рождения человека Манурутха был божеством мира Таватимсы, где она была его главной женой. 2. Комментарий, они являются несчастными, Дуггата, не в том смысле, что живут в плохих уделах, Дуггати, то есть нижних мирах, так как живут в счастливом мире, наслаждаясь своей удачей, они счастны из-за своего поведения, поскольку после окончания срока жизни в небесном мире они могут переродиться даже в аду. В самоопределении, в сакке, в синоним личности, или пяти совокупностей, подверженных цеплянию, которые являются страданием, поскольку непостоянны. 3. Будда произносит эту фразу в СН 15-20. Нагадатта сутта, Нагадатта. СН 9-7. Однажды достопочтенный Нагадатта пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда достопочтенный Нагадатта слишком рано входил в деревню, чтобы собирать подаяния, и слишком поздно ее покидал днем. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к достопочтенному Нагадатте, желая ему благополучия, желая побудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему строфой, входит в деревню слишком рано, а возвращается лишь поздно днем, уж слишком тесно Нагадатта общается с мирянами в деревне и разделяет их страдания и счастье. Боюсь, что этот Нагадатта бесстыден и привязан к семьям. Не попадайся под влияние того, кто ведет к краху, могущественного владыки смерти. И тогда достопочтенный Нагадатта, получив от божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. Кулакхара Несутта «Хозяйка дома» СН 9.8 Однажды некий монах пребывал в стране касал в определенной части леса. В то время тот монах стал чрезмерно близок с одной из семей. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая пробудить в нем ощущение безотлагательности практики, проявилось перед ним, приняв облик хозяйки дома этой семьи. Подойдя к этому монаху, она обратилась к нему с трофой, у берегов реки и в доме гостевом, в залах собраний, как и вдоль дорог, люди встречаются и шепчут вот об этом, произошло ли что-нибудь между тобой и мной? Монах, есть много звуков неприятных, которые отшельник терпеливо сносит. Это, не повод приходить в смятение, ведь не от этого ум загрязнен. Если напуган ты обилием звуков, подобно антилопе, проживающей в лесу, то будут звать тебя тем, ум чей ненадежен, и в практике не преуспеешь ты. Один. Один, согласно комментарию, этот монах стал арахантом, практикуя в этом участке леса. Однако по достижении араханства он продолжал жить в этом месте, а одна из семей постоянно обеспечивала его подаяниями. Девата, женщина-божество, не знала о достижении араханства, и посчитала, что у него была интимная связь с хозяйкой, Кулакхарыни, этого дома. Выражение Кулакхарыни очень ткай, но ни комментарий, ни подкомментарий не дают никаких пояснений на этот счет. Ваджипутта-сутта, Ваджийский принц. СН-99. Однажды некий монах, бывший Ваджийский принц, пребывал в стране касал в определенной части леса. В то время в Весале всю ночь шел праздник. И тогда тот монах, услышав гул инструментов, гонгов и музыки, доносящихся из Весали, произнес следующую страфу. В лесу живем совсем одни и точно полено, брошенное там. В такую восхитительную ночь неужто есть ли тот, кто был бы хуже нас? И тогда Божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая пробудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему с трофами. В лесу живешь совсем один и многие завидуют тебе, точно как существа в аду завидуют идущим к небесам. И тогда тот монах, получив от Божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. Саджихая Сутта, Декламация СН 9.10. Однажды некий монах пребывал в стране касал в определенной части леса. В то время этот монах чрезмерно погрузился в декламацию заученных текстов Дхаммы, но потом, некоторое время спустя, он проводил время, проживая беззаботно в молчании. И тогда Божество, проживавшее в этой части леса, переставшее слышать, как тот монах декламирует Дхамму, подошло к нему и обратилось к нему строфой. О, почему, монах, не декламируешь ты больше Дхаммы строф, не проживаешь в обществе других монахов? Услышав Дхамму, обретаешь ты доверие и в этой самой жизни обретаешь похвалу. Монах, раньше любил я строфы Дхаммы декламировать, покуда не обрел бесстрастий в себе. С момента обретения бесстрастия я пребываю в состоянии, которое благие люди называют так, отбросив знанием окончательным все видимое, слышимое, ощущаемое. Окусало Витаккасута, неблагие мысли. СН 9.11. Однажды некий монах пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда, по мере того, как тот монах пребывал в затворничестве, чтобы провести так остаток дня, он продолжал обдумывать плохие, неблагие мысли, то есть мысли, связанные с чувственностью, недоброжелательностью и причинением вреда. И тогда Божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучие, желая пробудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилось к нему с трофами, из-за того, что думаешь небрежно ты, съедаем ты своими мыслями. Сойдя с беспечного пути, ты думать должен осмотрительно. 1. Направив мысль свою к Учителю, а также к Дхаме, Сангхе, добродетелям, ты, вне сомнений, радости достигнешь, равно как счастья и восторга. Затем, как будешь радостью насыщен ты, положишь ты конец страданиям. 2. И тогда тот монах, получив от Божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. 1. На языке Пали в этой строфе идут выражения Иниса Монасикара, немудро направленное внимание, и Иниса Монасикара, мудро направленное внимание. Обычно комментарии поясняют их с позиции видения или невидения у трех характеристик существования, непостоянства, страдательности, безличности, Духха, Анича, Анатта. Примечание переводчика СВ, однако, очевидно, можно рассматривать эти выражения более широко. В данном случае, как умелое направление ума на какие-либо мысли или объекты, что не будет вызывать неблагие в состоянии сознания, или же как неумелое направление ума, которое будет вызывать неблагие состояния. 2. Примечание переводчика СВ, в начале строфы говорится о четырех видах практики памятования, о Будде, Дхаме, Сангхе, нравственности. Далее, вне всяких сомнений, речь идет о достижении джханы, перечисляются факторы первой джханы – радость, восторг, счастье, с помощью которой можно полностью уничтожить загрязнение ума, то есть достичь араханства. В описании первой джханы в ДН-2 говорится о том, что практикующий, в медитации, насыщает и пропитывает все свое тело восторгом и удовольствием, подобно тому, как банщик целиком пропитывает банный порошок влагой. Макджхенхика сутта, полдень. СН 9.12. Однажды некий монах пребывал в стране касал в определенной части леса. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, подошло к нему и обратилось к нему с трофами, когда приходит полдня час, и замолкает пение птиц, то шелестит могучий лес, вселяет страх это в меня. Монах, что столь чудесно для меня? Пакатиндрия сутта, слабое в сдерживании органов чувств. СН 9.13. Однажды группа монахов пребывала в стране касал в определенной части леса. Они были неугомонными, чванливыми, самовлюбленными, грубыми, беспорядочными в беседах, со спутанными умами, не имевшими бдительности, несосредоточенными, легкомысленными, слабыми в сдерживании своих органов чувств. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, и сострадание к этим монахам, желая им благополучия, желая побудить в них ощущение безотлагательности практики, подошло к ним и обратилось к ним с трофами. В прошлом монахи жили счастливо, ученики и готамы. Желания не имея, собирали подаяния, желания не имея, пользовались кровом. Познав непостоянство мира, конец страданиям положили. Но ныне, точно главные в деревне, делают они так, что их поддерживать непросто. Они едят, едят, затем ложатся, попав под чару щедрости чужих домов. Почтительно Сангху приветствуя, о некоторых говорю я так, они отвергнуты и нет у них защитника, стали они подобны мертвецам. И заявление мое направлено лишь тем, кто покорен беспечностью. А тот, кто пребывает в прилежании, тому смиренный мой поклон. И тогда те монахи, получив от божества упрек, обрели ощущение безотлагательности практики. Гандхатхена сутта, вор аромата. СН 9.14. Однажды некий монах пребывал в стране Касал в определенной части леса. И тогда, каждый раз как он возвращался с хождения за подаяниями, после принятия пищи этот монах погружался в пруд и нюхал красный лотос. И тогда божество, проживавшее в этой части леса, из сострадания к этому монаху, желая ему благополучия, желая побудить в нем ощущение безотлагательности практики, подошло к нему и обратилась к нему с трофой, один, когда ты нюхаешь сей лотоса цветок, берешь предмет, который не был дан, то кража один фактор в этом есть, а ты, почтенный, аромата вор. Монах, я не беру, я не ломаю, лотос я нюхаю издалека. Так почему же говоришь будто я аромата вор? Тот, стебли лотосов кто вырывает, тот, кто цветам наносит вред, кто наделен столь грубым поведением, его бы почему не рассмотреть? Божество, когда кто-либо яростный и грубый, испачкан, словно тряпка для ухода, то в этом случае мне нечего ему сказать. Но именно с тобой мне должно говорить. Ведь для того, кто недостатков не имеет стремиться к чистоте всегда, то даже зло, размером с кончик волосинки, будет казаться столь огромным, словно туча. Воистину, Дух, понимаешь ты меня, и сострадание ко мне имеешь. Прошу тебя, а Дух, поговори со мной опять, как только улечишь меня в таком деянии. Живем без помощи твоей, и вслуги мы тебе не нанимались. И ты, монах, знай должен сам дорогу к благу своему. И тогда тот монах, получив от божества упрек, обрел ощущение безотлагательности практики. Один, эта же история, включая острофы, содержится в джетаках, 392-3-370, но только вместо монаха там говорится об адхисатте. Согласно комментарию, божество решило покритиковать монаха, поскольку тот нюхал цветы, а не медитировал, а также, потому что считало, что возросшая жажда к запахам разрушит его благополучие. 2. Комментарий, божество, как сказано, подумало так, этот монах может стать беспечным, думая, что божество теперь будет присматривать за его благополучием. Я не соглашусь на его предложение. Однажды один монах, бывший небольшой князь из Ваджиана, пребывал в лесной чаще, рядом с Весали. И в тот момент в Весали шумел праздник всю ночь напролет. Жалуясь на доносящиеся, извисали звуки, музыки, ветра, струнных инструментов, и гонгов монах произнес. Я живу в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Кто такой ночью может быть более жалким, чем я? И тогда божество, обитавшее в густой чаще, из-за сострадания к монаху, желая ему благополучия, желая привести его в чувство, появилось перед ним и обратилось к нему так. Ты живешь в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Много кто завидует тебе, как, например, существа ада, как и те, кто оказались в раю. Получив упрек от Девы, монах пришел в чувство. Индака сутта, Индака. СН-10-1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе и утес Индра в обиталище Якхи Индаки. Один. И тогда Якхи Индака подошел к благословенному и обратился к нему этой строфой. Как Будды говорят, форма не есть душа, так как же кто-либо заполучает это тело? Откуда же берутся кости и печенка? Каким же образом в утробе он рожден? Благословенный, вначале появляется Калала, а из нее, Аббудда происходит. А из Аббудды, песь возникает. Из песье, Кхана возрастает. Из Кханы появляются все члены, и волосы на теле, голове, и ногти. И вся та пища, мать которую съедает, еда, питье, что она ест, все это существо там укрепляет, то личность в материнском лоне. Два. Один. Комментарий. Этот Якхха проживал на утесе Индры. Иногда утес называли по имени Якхи, иногда Якху по имени утеса. Два. Комментарий поясняет эти термины как различные стадии эволюции зародыша. Саканамака сутта, Саканамака. СН 10.2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе и утес ястребов. И тогда Якххаса Канамака, один, подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, отбросив всякие узлы, и полностью себя освободив, неблаго это для тебя, Аскет, заняться наставлением других. Благословенный, если, Осакка, по какой-либо причине возникне чувство близости к кому-то, мудрец не должен ум свой будоражить сочувствием к такой персоне. Но если с умом чистым, ясным другим дает он наставление, то в этом случае он не опутан своей симпатии и состраданием. Два. Один, комментарий поясняет, что этот Якхха входил в число сторонников Мары, Марапакхика Якхха. Два, смысл струв Будды такой, что мудрец не должен наставлять в Дхамме других, если для него есть риск привязаться к тем тому, кому он дает наставление. Но он может давать наставление из сострадания в том случае, если его ум чистый и ясный, и его симпатия не запятна на мирским влечением. Сучелома сутта, Сучелома. СН 10.3. Однажды Благословенный пребывал в Гае у постели Танкиты, обиталища Якххи Сучеломы. Один. И тогда неподалеку от Благословенного мимо проходили Якххакхара и Якххасучелома. И тогда Якххакхара обратился к Якххисучеломе, это отшельник. Это не отшельник. Это фальшивый отшельник. Вскоре я выясню, отшельник он или фальшивый отшельник. И затем Якххасучелома подошел к Благословенному и нагнулся над Благословенным. Благословенный отпрянул. И тогда Якххасучелома сказал Благословенному, боишься меня, отшельник? Я не боюсь тебя, друг. Просто твое прикосновение губительно. Задам тебе вопрос, отшельник. Если не ответишь мне, я сведу тебя с ума или раскалю твое сердце или схвачу тебя за ноги, раскручу и перекину через ганг. Я не вижу никого в этом мире, друг, с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто бы мог свести меня с ума или расколоть мое сердце или схватить меня за ноги, раскрутить и перекину через ганг. Но все же спрашивай, что пожелаешь, друг. В чем заключается причина злобы, страсти? Откуда возникают недовольство, наслаждение и страх? Откуда появившись, мысли увлекают, точно как дети ворона бросают? 2. Благословенный, злоба и страсть проистекают вот откуда, и вот откуда, недовольство, наслаждение и страх, отсюда же идут мысли, точно как дети ворона бросают, берут они и начало вовлечения, растут из самого себя, точно побеги из ствола баньяна. Их много разных, и, цепляясь к наслаждениям чувств, они похожи на малуву, что своей сетью расползлась по лесу. 3. Кто понимает их источник, послушай, якха, тот рассеет их. Пересечет он это наводнение, которое так сложно пересечь, чего не удавалось раньше, чтобы новому существованию положить конец. 4. Один, комментарий поясняет, что имя этого якхи означает «игловолосы». Он был так назван, поскольку все его тело было усеяно иглоподобными волосками. Когда-то давно он был монахом во времена Будды Кассапы, но не смог достичь каких-либо плодов пути. Во время Будды Гатамы он переродился якхой, петом, в мусорной кучей ворот деревни Гая. Будда увидел, что у него был потенциал достичь вступления в поток, и он отправился, чтобы обучить его, к месту его обиталища, постели танкиты, каменные плиты, водруженные на четыре других камня. 2. Комментарий поясняет, что у детей была забава привязывать к лапам вороны один конец веревки, а другой конец, к своей руке. Затем ворону отпускали, и она пыталась улететь. Через какое-то время она уставала и падала к ногам того, кто ее запустил. 3. Малува, ползучий растений. Комментарий поясняет, что подобно тому, как малува опутывает все дерево целиком сверху донизу, точно так же различные загрязнения чувственного желания цепляются к объектам чувственного желания. Или же живые существа цепляются к объектам аналогичным образом из-за этих чувственных желаний. По мнению достопочтенного Бодхи, здесь смысл скорее иной, подобно тому, как малува распространяется и перекидывается с одного дерева в лесу на другое, точно так же чувственная жажда перебрасывается с одного объекта над другой. 4. Комментарий поясняет, что этими строфами Будда объясняется у четырех благородных истин, говоря о личном существовании и загрязнении их ума как о страдании, указывая жажду и влечения как источник страдания, говоря о пересечении наводнения как о прекращении страдания и показывая, что рассеивание и загрязнение является путем. После этого объяснение сучилом остановится вступившим в поток, и, так как вступившие в поток не могут жить в ужасных телах, в этот самый миг все его иглы и волоски отвалились, и он обрел внешность Божества Земли Тхумадиватапарихара. Манибхадда сутта, Манибхадда. С.Н. 10.4. Однажды Благословенный пребывал в стране Магадхов возле святилища Манималаки, обиталища Якхи Манибхадды. И тогда Якха Манибхадда подошел к Благословенному и произнес эту строфу в присутствии Благословенного, тому, осознан кто, всегда этого блага, в осознанном преобладает счастье. Осознанному, каждый день все лучше, и он освобожден от неприязни. Благословенный, но не освобожден от неприязни он. Тот, чье сознание день и ночь не причинением вреда довольно, доброжелателен кто к существам, в том никому нет неприязни. С.Н. 10.5. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время у одной мирянки был сын по имени Сану, который был одержим Якхой. Один. И тогда та мирянка, родая, произнесла следующие строфы. Тот, кто ведет святую жизнь, кто соблюдает Упасадхи дни, кто восьми факторами наделен, четырнадцатый или пятнадцатый на день, или на восьмой по истечении двух недель, или в период особо важных дней, умом того не может Якхо овладеть, так слышала из уст самих рхатов я. Но вот сейчас как вижу я сама сознанием Сану Якхо овладел. Якхо, все верно слышала из уст самих рхатов ты. Как Сану пробудится, ты ему скажи, что предписание Якхов таково, нельзя поступков пагубных свершать, будь это на людях или когда никто не зрит. А если сделаешь такое зло, или же делаешь его уже сейчас, то от страданий тебе не утихать, взмоет в небо или прячься под землей. Сану, рыдают, мама, на похоронах или ради жизни тех, кого не видят уж давно. Но ты ведь видишь, мама, что я жив, зачем же, мать, оплакивать меня? Мать, рыдают, сын мой, на похоронах, но когда кто-либо идет назад домой после того, как отложил услады чувств, то плакать будут, сын, из-за него, ведь хоть и жив он, но на самом деле мертв. 3. Ведь из углей горящих тебя вытащили, дорогой, а ты желаешь в эти угли окунуться вновь. Из преисподней огненной тебя достали, дорогой, а ты желаешь ввергнуться в нее опять. Беги же, и удача будет пусть с тобой. Кому озвучить мы могли бы жалобный наш плач? Будучи вещью, спасена что из огня, ты хочешь, чтоб горела она вновь. 4. 1. Предысторию рассказывает комментарий, а также ее можно найти в комментарии на Дхаммападу, Дхама 4.18.25. Сану был самонерой, который, по достижении половой зрелости, разочаровался видением монашеской жизни, вернулся домой и намеревался снять обеты. Мать сказала, чтобы он вначале хорошо обдумал это решение, и пошла готовить ему обет. В это время его прежняя мать, из прошлой жизни, которая ныне родилась Яггхой, также не хотела, чтобы он снял монашеские обеты. Поэтому она вселилась в него, из-за чего тот упал в припадки и стал кататься по земле с пеной изо рта. Когда мать вернулась с кухни, она увидела сына в этом состоянии. 2. В этот момент Яггхо отпустил сознание Исану, и тот очнулся, не понимая, что происходит. 3. СН-2010, это, монахи, называется смертью в дисциплине благородных, когда кто-либо оставляет монашескую тренировку и возвращается к низшей жизни мирянина. 4. Согласно комментарию, Сану решил все же не растригаться, получил высшее монашеское посвящение, кхикху, и смог быстро достичь араханства. Он стал великим проповедником и дожил до ста двадцати лет. Пенкара сутта, Пенкара. СН-10-6. Однажды достопочтенный Анурутха пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда достопочтенный Анурутха, поднявшись с первыми лучами солнца, декламировал вслух по памяти строфы Дхаммы. И тогда мать Яггхи Пенкара убаюкивала, один, своего малыша так, ох, не шуми же, Пенкара, монах читает строфы Дхаммы, поняв хотя бы даже одну строфу Дхаммы, могли бы применять ее мы ради собственного блага. Не будем причинять вреда другим живым, не будем говорить намеренную ложь, и будем нравственность мы развивать, быть может, так мы мира духов избежим. Один, комментарий, она выдрузила своего сына Пенкару на бедро и выискивала пищу за рощей Джеты, где услышала приятный звук декламации старца, Анурутхи. Звук проник в самое ее сердце, и она замерла на том самом месте, слушая Дхамму, утратив интерес к поиску еды. Однако, ее малыш был слишком мал, чтобы оценить декламацию и, будучи голодным, стал капризничать. Пунаббасу сутта, Пунаббасу. СН 10.7. Однажды Благословенный пребывал в Савадь в рощи Джеты в монастыре на Дхапиндике. И тогда Благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхамме на тему Ниббаны. И те монахи слушали Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком. И тогда мать Ягкхи Пунаббасу убаюкивала, один, своего малыша так, тише, ут-тарика, молчи же, Пунаббасу. Хочу послушать Дхамму я учителя, владыки Будды. Когда Благословенная Ниббани говорит, освобождение от всяческих узлов, возникла вдруг внутри меня к учению этому глубокая приязнь. Свой сын, вот дорог в этом мире кто, и муж свой в этом мире дорог, но поиск этой Дхаммы для меня, вот что вдруг стало мне еще дороже. Ведь не свой собственный сын, и не муж, пусть даже если дороги тебе, не сделают тебя свободной от страданий. А Дхаммы слушание тебя освобождает от всех страданий, существам присущим. В страданиях утопшем этом мире, опутанным старением и смертью, хочу послушать Дхамму я, которую он, Будда, полностью постиг, чтобы получить свободу от старения и смерти. Так помолчи же, Пунаббасу. Пунаббасу, моя родная мать, не говорю ни слова я, да и у Тара молчаливо так же. Давай же уделять внимание только Дхамме, ведь Дхаммы слушание приятно. Не зная подлинную Дхамму, мы жили столь ужасно, мать. Он несет свет заблудшим людям и богам. И, просветленный, носит окончательное тело, видящий Дхамме обучает. Мать Пунаббасу, как благостно, что таким мудрым стал мой сын, которого я выносил и окормила грудью. Ведь любит сын мой чистое учение всецело просветленного владыки. Будь счастлив, Пунаббасу. Сегодня наконец-то я всплыла. Два. И ты меня услышь, Уттара, четыре благородных истины я вижу. Один, как и в случае с Якухой в предыдущей сути, С.Н. 10.6, это Якуха услышал речь Будды, а ее дети, дочь и сын, стали теребить ее из-за голода. Два. Комментарий. Выслушав проповедь Будды, Якуха и ее сын достигли плода вступления в поток. Хотя у дочери были также подходящие для этого условия, все же, она была слишком юной, чтобы понять проповедь. Судатта сутта, Судатта. С.Н. 10.8. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в прохладной пещере. И тогда домохозяин Анатхапиндика прибыл в Раджагаху по некоему делу. И он услышал, Будда, как говорят, появился в мире. Он захотел незамедлительно отправиться повидать благословенного, но мысль пришла к нему, сейчас неподходящий момент, чтобы пойти и повидать благословенного сегодня. Я пойду и повидаю благословенного завтра рано утром. Он лег, пометуя Будде, и три раза просыпался ночью, полагая, что уже наступил рассвет. Один. И затем домохозяин Анатхапиндика подошел к вратам кладбища. Нечеловеческие существа открыли врата. И затем, по мере того, как домохозяин Анатхапиндика уходил все дальше от города, свет исчез, и тьма наступила. Два. В нем возник страх и трепет, и он захотел вернуться назад. Но Як-Кхасивака, будучи сам невидимым, продекламировал, сотня слонов, сто жеребцов, сотня повозок с мулами, сто тысяч дев в серьгах и украшениях не стоят и шестнадцатой одной шага вперед. Иди же вперед, домохозяин. Иди же вперед, домохозяин. Идти вперед для тебя лучше, не поворачивай назад и пять. И тогда тьма рассеялась, и свет возник пред домохозяином Анатхапиндика, а появившиеся в нем страх и трепет угасли. И во второй раз, и третий раз свет исчез, и тьма наступила пред домохозяином Анатхапиндикой. В нем возник страх и трепет, и он захотел вернуться назад. Но Як-Кхасивака, будучи сам невидимым, продекламировал, сотня слонов. Идти вперед для тебя лучше, не поворачивай назад и пять. И тогда тьма рассеялась, и свет возник пред домохозяином Анатхапиндикой, а появившиеся в нем страх и трепет угасли. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к Благословенному в прохладную пещеру. И в то время Благословенный поднялся с первыми лучами солнца, медитируя, ходил под открытым небом вперед-назад. Издали увидев домохозяина Анатхапиндику, он сошел с дорожки, где ходил вперед-назад, и сел на подготовленное сидение. И затем он обратился к домохозяину Анатхапиндики, подойди же, сюда-то. И тогда, Анатхапиндика, подумав, Благословенный обратился ко мне по имени, упал в ноги Благословенному и сказал, «Надеюсь, господин спал спокойно». Будда ответил, «Всегда он, в самом деле, спит спокойно, брахман, который полностью угас, не льнущий к чувственным усладам, лишенный обретений всех, с невозмутимым сердцем. Привязанности все свои отрезав, заботу в сердце устранив, он, умиротворенный, спит спокойно, когда достиг спокойствия ума». 1. Эта история об Анатхапиндике, Судатте, рассказывается более подробно в Иначе в 6.4. 2. Комментарий. После первой стражи ночи он проснулся, помятуя Будде, полной веры и радости до такой степени, что возникло сияние и рассеяло тьму. Он подумал, что уже наступил рассвет, и отправился в монастырь, осознав свою ошибку только тогда, когда покинул пределы города. То же самое и случилось и в срединную стражу ночи. Комментарий далее поясняет, что прохладная пещера находилась неподалеку от кладбища, Сиватхика, и поэтому Анатхапиндике нужно было пройти через кладбище, чтобы дойти до монастыря, вот почему его охватил страх. Перемены в интенсивности света, как говорит комментарий, отражают его внутреннюю борьбу между верой и страхом. Патхама Сукка Сутта, Сукка 1. СН 10.9. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда монахиня Сукка, окруженная большим собранием слушающих, обучала Дхамме. И тогда Якха, полный доверия к монахине Сукке, ходил от улицы к улице, от площади к площади в Раджагахе и декламировал следующие строфы. Что же случилось с населением Раджагахе? Все спят они, как будто меда напились. 1. Ну почему не навещают они Сукку, ведь учит же бессмертному она? Но мудрый пьет совсем другое, то Дхамму что неотразимо, питательная и неземна, точно как путник выпивает тучу. 2. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о медовом хмельном напитке. 2. Комментарий, подобно путнику, одолеваемому жаждой, который выпивает воду, освобожденную из облака, упавшую вниз в виде дождя. Дутия Сукка Сутта, Сукка 2. СН 10.10. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда один мирянин подал еду у монахини Сукке. И тогда Якха, полный доверия к монахине Сукке, ходил от улицы к улице, от площади к площади в Раджагахе и декламировал следующую строфу. Он породил огромную заслугу, мудрейший, в самом деле, сей мирянин, который только что дал пищу Сукке, свободной от любых узлов. Чиро Сутта, Чиро. СН 10.11. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда один мирянин подарил одеяние монахине Чире. И тогда Якха, полный доверия к монахине Чире, ходил от улицы к улице, от площади к площади в Раджагахе и декламировал следующую строфу. Он породил огромную заслугу, мудрейший, в самом деле, сей мирянин, который только что дал одеяние Чире, свободной от любых оков. Алавака Сутта, Алавака. СН 10.12. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Алаве в обиталище Якхи Алаваки. И тогда Якха Алавака подошел к благословенному и сказал ему, выйди, отшельник. Хорошо, друг, сказал благословенный и вышел. Войди, отшельник. Хорошо, друг, сказал благословенный и вошел. И во второй раз, и в третий раз Якхал Алавака сказал благословенному, в четвертый раз Якхал Алавака сказал благословенному, я не выйду, друг. Поступай так, как считаешь нужным. Один. Задам тебе вопрос, отшельник. Если не ответишь мне, я сведу тебя с ума или раскалю твое сердце или схвачу тебя за ноги, раскручу и перекину через ганг. Два. Я не вижу никого в этом мире, друг, с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей, кто бы мог свести меня с ума или расколоть мое сердце или схватить меня за ноги, раскрутить и перекинуть через ганг. Но все же спрашивай, что пожелаешь, друг. А лавака, в чем заключается великое сокровище людей? Что практикуемое и хорошо приносит счастье? Какого в действительности самый сладкий вкус? Как живет тот, кто, говорят как, живет лучше всех? Благословенный, вера, великое сокровище людей. Коль тхамму хорошо практиковать, она приносит счастье. Истина, самый сладкий вкус. Кто живет мудростью, тот живет лучше всех, как говорят. Как можно наводнение пересечь? Суровое море как переплыть? Каким же образом страданий преодолеть? И способ ощущения каков? С помощью веры наводнения можно переплыть, а с прилежанием, суровые моря. Усердием, страданий преодолеть, мудрость. Вот способ ощущения каков? 4. Как мудрость облюсти? Богатство как найти? Достичь как одобрения? А как друзей к себе привлечь? Как не грустить, в мир уходя иной? В тхамму архатов веру утвердив, ведет что к достижению негбаны? Из жажды знаний можно мудрость обрести, коль проницателен, прилежен ты. 5. Свершая надлежащие, обязанности исполня, кто предприимчив, тот богатство получает. 6. Правдивостью он обретает одобрение, а раздавая, привлекает он друзей. И вот за счет чего не будет он грустить, оставив этот мир и направляясь в следующий. Тот, устремлен кто, верит, и живет домохозяйской жизнью, и кроме этого четверка этих качеств наделен, дхаммой, настойчивостью, щедростью и правдой, тот не печалится, когда приходит смерть. Ну же, спроси других также отшельников или жрецов, возможно ли найти что-либо лучше правды, самоконтроля, щедрости, терпения. 7. Зачем мне задавать этот вопрос разным отшельникам или жрецам? Ведь я сегодня и осознал, что к благу в жизни будущее ведет. Теперь я понимаю, ради блага моего Будда пришел, чтобы пожить в Алаве. Сегодня понял я, где дары несет великий плод. И что касается меня, то я решил, что буду проходить деревню за деревней, град за градом, и восхвалять благословенного, а также превосходство дхаммы. Один, комментарий поясняет, что Будда входил и выходил из пещеры, по требованию Ягкхи, потому что выполнение требования смягчает ум, что было необходимо в данном случае в отношении этого Ягкхи, чтобы тот смог достичь вступления в поток по мере беседы. Однако, поскольку Ягкхи намеревался очень долго так приказывать, в четвертый раз Будда отказал ему в подобном требовании. 2. Комментарий. Сказано, что когда он был ребенком, его родители научили его восьми вопросам и ответам, которые они выучили от Будды Кассапы. С течением времени он забыл ответы, но сохранил вопросы, записав их красной краской на золотом свитке, который он держал у себя в пещере. 3. Согласно комментарию, здесь Будды используют знания и всеведения, недоступные Пачикабуддам, главным ученикам или великим ученикам. 4. Комментарий распределяет ответы и вопросы так, что каждая пара соответствует одному из четырех типов наводнений, окха, воззрения, существования, чувственности, невежества. Смотри, например, СН 51-77-1, поскольку вера является базовым качеством среди четырех факторов вступления в поток, то первая пара вопроса и ответ говорит о вступившем в поток, который пересек наводнений и воззрений. 2. Вторая пара говорит об однажды возвращающемся, который посредством старания, почти, пересек наводнений и существования, так как ему осталось родиться в самцаре лишь еще один раз, и он достигнет полного просветления, прекратив существование. 3. Третья пара говорит о невозвращающемся, который пересек наводнений и чувственности, то есть уничтожил чувственные желания. 4. Четвертая пара говорит о пути араханства, который подразумевает полное очищение мудрости, за счет чего пересекается наводнение и невежество. Таким образом, Будда дал ответ на все восемь вопросов, которые Якуха заучил от своих родителей. Когда Будда закончил декламацию страфы, говоря об араханстве, то в этот момент Якуха обрел плод вступления в поток. Комментарий далее поясняет, когда Будда сказал мудрость, вот способ очищения каков, Якуха взял в рассмотрении слово мудрость и опираясь уже на собственную нахочивость, далее задал Будде ряд дополнительных вопросов мирского и сверхмирского значения. 5. Комментарий благословенный показывает четыре основания вера, жажда к знаниям, прилежание, проницательность, для обретения мудрости. Вначале формируется вера в Дхамму, посредством которой араханты, Будды, Пачикабудды и ученики достигли неббаны. Делая так, человек обретает мирскую и сверхмирскую мудрость для достижения неббаны. Но этого не происходит только лишь из-за веры. Когда зарождена вера, то человек подходит к учителю, склоняет ухо, слушает Дхамму. Так он обретает жажду к знаниям, сусусам. Когда он склоняет ухо и слушает жажды к знаниям, он обретает мудрость. Но он также должен быть прилежен, Абпаматта, в том смысле, что должен быть постоянно осознанным и проницательным, Вичекхана, чтобы суметь отличить хорошо сказанное от плохо сказанного. Посредством веры он приходит к практике, которая ведёт к обретению мудрости. Посредством жажды к знаниям он очень внимательно слушает о способах достижения мудрости. Посредством прилежания, Абпамадина, он не забывает то, что изучил. Посредством проницательности, вечер кханата, он может экстраполировать то, что он выучил. Или можно сказать иначе, посредством жажды к знаниям он склоняет ухо и слушает Дхамму, с помощью которой обретает мудрость. Посредством прилежания он удерживает уме, помнит, услышанную Дхамму. Посредством проницательности он изучает значение и затем постепенно постигает абсолютную истину. 6. Речь идет о мирском, материальном богатстве. Комментарий, исполняющий обязанности, Тхурава, означает, что он не пренебрегает своими обязательствами, а также прилагает умственное усердие. Предприимчивый, у Тхата, подразумевает физическое усердие. 7. Достопочтенный Бодхи отмечает, что достаточно проблематично соотнести друг с другом эти строфы и делает детальные попытки растолковать и сопоставить различные термины, используемые то в одной строфе, то в другой. Этот анализ я не стал переводить здесь. Примерные выводы этого анализа таковы, правдивость. Первая строфа, соответствует правде. Во второй и третьей строфах, мудрость. Первая строфа, соответствует Дхаме. Вторая, и самоконтролю. Третья строфа, даяния, раздавая. Первые строфы соответствуют щедрости. Во второй и третьей, совершение надлежащего и обязательства первой строфы соответствуют настойчивости. Вторая строфа, и терпению. Третья строфа. Короче говоря, суть такова, что во всех трех строфах ответа Будда речь идет об одной и той же четверке качеств. СУВИРА СУТТА, СУВИРА. СН 11.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, однажды в прошлом Асура отправились на битву против дэвов. И тогда Сакка, царь дэвов, обратился к Сувире, молодому дэве, дорогой Сувира, эти Асуры отправились на битву против дэвов. Да, ваше владычество, ответил Сувира, но стал беспечным. Во второй раз Сакка обратился к Сувире, но и во второй раз Сувира стал беспечным. В третий раз Сакка обратился к Сувире, но и в третий раз Сувира стал беспечным. И тогда, монахи, Сакка обратился к Сувири такими строфами, туда, где не нужно трудиться, стараться, но все же блаженство, где можно достичь, иди же туда, а Сувира, меня не забудь с собой взять. Сувира, чтобы ленивый не стал бы стараться, не стал выполнять чтоб свой долг, но все же исполнил желание, даруй мне сей дар, а царь Сакка, три, Сакка, блаженство, а дэва великий, что можем найти, не свершая работы, царь Сакка, так где ж нет печали, отчаяния, даруй мне сей дар, а царь Сакка. Так если бы было где место такое, работы где нет, и где нет и упадка, сия, в самом деле, небо она есть путь, четыре, так, монахи, если даже Сакка, царь дэвов, что кормится плодом своих прошлых заслуг, осуществляет высочайшее владычество и управление над богами Таватимсы, восхвалял инициативу и старание, так что уж говорить о том, насколько это уместно для вас, кто получил монашеское посвящение в столь хорошо провозглашенной Дхаме и Винае, чтобы трудиться, бороться и стараться для достижения еще не достигнутого, для обретения еще не обретенного, для осуществления еще не осуществленного. Один, тексты обычно говорят о постоянной борьбе дэвов и асуров. Дэвы олицетворяют силы света, покой, мир и гармонию. Асуры – силы жестокости, раздора и несогласия. Смотри также СН 35248. Комментарий поясняет, что дэвы защищены пятью линиями обороны – нагамы, супаннамы, кумбхандамы, якхамы, четырьмя царями сторон света, то есть, божествами самого нижнего уровня небесных миров. Когда асуры пробивают эти линии обороны, четыре царя сторон света оповещают Сакку, царя небесного мира Таватимса. Тогда он взбирается на колесницу и либо едет на битву сам, либо отправляет одного из сыновей. В данной сути он собирался отправить своего сына Сувиру. Два, комментарий поясняет, что он поддался чувственным наслаждением в небесных садах в компании нимф. Три, комментарий поясняет, что Сувира просит Сакку описать, показать ему это место, где такое было бы возможно. Четыре, по заметке Пхикху Бодхе, смысл этой страфы довольно странный, так как для достижения неббаны, находясь на пути к ней, требуется приложить немало усилий и стараний. Возможно, здесь речь идет о Бараханте, который напрямую знает путь неббаны саму неббану, и ему нет необходимости что-либо делать дальше, прилагать к чему-либо усилия. Сусима сутта, Сусима. Эсэн 11.2. Сутта идентична Эсэн 11.1, но здесь вместо Сувира в беседе участвует молодой дэва по имени Сусима. Тхаджага сутта, на вершье знамени. Эсэн 11.3. В Саваттхе. Один. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, как-то раз дэвы и асуры выстроились на битву. И тогда Саака, царь дэвов, обратился к богам Таватимсы так, многоуважаемые, когда дэвы пойдут в бой, если трепет или страх возникнут, то в этом случае вам следует обратить свой взор на на вершье моего знамени. Если вы обратите свой взор на на вершье моего знамени, то всяческий трепет или страх в вас будет отброшен. Если вы не сможете обратить свой взор на на вершье моего знамени, то вам следует обратить свой взор на на вершье знамени Божественного Царя Паджапати. Если вы обратите свой взор на на вершье знамени Божественного Царя Паджапати, то всяческий трепет или страх в вас будет отброшен. Если вы не сможете обратить свой взор на на вершье знамени Божественного Царя Паджапати, то вам следует обратить свой взор на на вершье знамени Божественного Царя Воруны. Если вы не сможете обратить свой взор на на вершье знамени Божественного Царя Воруны, то вам следует обратить свой взор на навешие знамени Божественного Царя Исаны. Если вы обратите свой взор на навешие знамени Божественного Царя Исаны, то всяческий трепет или страх в вас будет отброшен. 2. Монахи, в том, кто обратит свой взор на навешие знамени Царя Сакки. Поджапати. Воруны. Исаны, всяческий трепет или страх, может быть, будет отброшен или не отброшен. И почему? Потому что Сакка, царь Дэвов, не лишен жажды, не лишен злобы, не лишен заблуждения. Он может испугаться, остолбинить, вздрогнуть и убежать. Но, монахи, я говорю вам следующее, если, отправившись в лес или к подножию дерева или в пустую хижину, у вас возникнет трепет или страх, то в этом случае вам следует памятовать обо мне так, в самом деле, благословенный, достойный, всецело просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Если вы будете памятовать обо мне так, то всяческий трепет или страх в вас будет отброшен. Если вы не сможете памятовать обо мне, тогда вам следует памятовать Адхамме, Бхамма превосходно разъяснена благословенным, напрямую видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Если вы будете памятовать Адхамме так, то всяческий трепет или страх в вас будет так брошен. Если вы не сможете памятовать Адхамме, тогда вам следует памятовать о Сангхе, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Если вы будете памятовать о Сангхе так, то всячески трепет или страх в вас будет отброшен. И почему? Потому что, монахи, Татхагата, Арахант, полностью просветленный, лишен жажды, лишен злобы, лишен заблуждения. Он храбр, отважен, смел, способен настоять на своем. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, будь то в лесу, у подножия дерева, или в жилище пустом, о монахе, вы вспоминаете о качествах Будды и не возникнет тогда у вас страха. Если не сможете вспомнить о Будде, лучшем, главе всех людей в этом мире, то памятуйте тогда о Дхаме, освобождающей и разъясненной. Если не сможете вспомнить о Дхаме, освобождающей и разъясненной, то памятуйте тогда о Санхе, непревзойденном поле заслуг. Кто памятует о качествах Будды, качествах Дхамы и Санхе, монахи, в том не возникнет испуга или трепета, не проберет до костей его страх. Один, это известная сутта, входящая в паритты, защитной, в ланкийской традиции. Ее аналоги также сохранились в тибетском и китайском каноне, которые были переведены с санскрита. Также были найдены и фрагменты древней рукописи на санскрите с этой суттой. Два, комментарий поясняет, что Паджапати имеет такую же внешность, как и царь Сакка, и такой же срок жизни. Он занимает высокое положение в иерархии богов Таватимсы, идет вторым по счету после Сакки. Варуна и Сана идут третьим и четвертым соответственно. Паджапати в древности считался повелителем, творцом, высочайшим богом над всеми ведическими божествами. Варуна, один из древнейших ведических богов, часто считался высочайшим среди них. Исана, одно из древних имен Шаварудры. Випачитти сутта, Випачитти. Эсэн 11.4. В Саваттхе. Там благословенный обратился к монахам так, монахи, как Тараздаевы и Асуры выстроились на битву. И тогда Випачитти, царь Асуров, обратился к Асурам так, почтенные, если в этой грядущей битве Асуры победят, а дэвы будут повержены, то плените Сакку, царя дэвов, за его четыре конечности шею приведите ко мне в город Асуров. А Сакка, царь дэвов, обратился к дэвам Таватимсы, почтенные, если в этой грядущей битве дэвы победят, а Асуры будут повержены, то плените Випачитти, царя Асуров, за его четыре конечности шею приведите ко мне в Судхамму, в зал собрания дэвов. И в той битве, монахи, дэвы победили, а асуры были повержены. И тогда дэвы Тавасимса пленили Випачитти за его четыре конечности и шею привели к Сакке в Судхамму, зал собрания дэвов. Один. Когда Сакка входил и выходил из Судхаммы, зала собрания дэвов, Випачитти, плененный за четыре конечности и шею, оскорблял и осыпал его бранью, грубыми, резкими словами. И тогда, монахи, колесничий Матали обратился к Сакке, царю дэвов, следующими строфами, когда стоите к Випачитти вы лицом к лицу, то это, Макхава, от вашей слабости или страха, что терпите его столь снисходительно, слушая грубые его слова? Сакка, не из-за страха или слабости терпения к Випачитти проявляю я. Ведь может ли мудрец, подобный мне, вовлечься в битву с дураком? Матали, глупец даст волю своей злобе еще больше, если не будет никак сдержан в этом, поэтому серьезным наказанием мудрец обязан глупого сдержать. Все же я думаю иначе, и только этим можно усмирить глупца, что если знаешь ты, что враг твой негодует, осознанно поддерживать ты будешь мир. В этом изъян я вижу, Васава, в терпении и снисходительном подходе. Когда глупец считает тебя таковым, он терпит меня из-за собственного страха, преследовать тебя он будет еще больше, точно как бык бежит за трусом. Пусть даже если думает он так, и с целей, что ведут к благополучию, лучше терпения не найти. Ведь если наделенной силой человек с терпением выносит слабака, то это называется терпением великим, ну а слабак сам терпеливым должен быть всегда. 2. Есть те, кто не считают эту силу силой вовсе, считают силой легкомыслия ее, но невозможно париться от того, кто обладает силой от защиты Дхаммой. Отплачивает злобой кто на злобу, тот делает лишь хуже сам себе. Не отвечая злобою на злобу, одерживает верх он в битве трудной. Он практикует ради блага для обоих, для блага собственного и других, ведь если знаешь ты, что враг твой негодует, осознанно поддерживать ты будешь мир. Когда достиг он излечения обоих, как собственного, так другого, то мнящий его глупцом суть те, кто неумел и в Дхамме. Так, монахи, если даже Сака, царь Дэвов, что кормится плодом своих прошлых заслуг, осуществляет высочайшее владычество и управление над богами Таватимсы, восхвалял терпение и спокойствие. Так что уж говорить о том, насколько это уместно для вас, кто получил монашеское посвящение в столь хорошо провозглашенной Дхамме и Винае, чтобы быть терпеливым и спокойным. 1. Смотри также СН 35-248, где приводятся небольшие подробности этого эпизода. Комментарий поясняет, что Випачитти был самым старым из асуров. 2. По заметке достопочтенного Бодхи, смысл здесь такой, если сильный человек практикует терпение, то это является практикой добродетельного качества, тогда как в случае со слабым, терпение для него является необходимым минимумом, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию и тому подобное. Субхаситаджия сутта, победа хорошим советам. СН 11-5. В Саваттхе. Там благословенный обратился к монахам так, монахи, как-то раз Девы и Асуры выстроились на битву. И тогда Випачитти, царь Асуров, обратился к Сакке, царю Девов, повелитель Девов, пусть победа достанется тому, кто даст хороший совет. Сакка ответил, Випачитти, пусть победа достанется тому, кто даст хороший совет. И затем, монахи, Девы и Асуры назначили коллеги и судей, сказав, эти будут решать, хороший нами был дан совет или же плохой. И тогда Випачитти, царь Асуров, сказал Сакке, царю Девов, произнесе страфу, повелитель Девов. Когда так было сказано, Сакка сказал Випачитти, поскольку, Випачитти, вы здесь старший Дева, вы произносите страфу первыми. 1. Глупец даст волю своей злобе еще больше, если не будет никак сдержан в этом, поэтому серьезным наказанием мудрец обязан глупого сдержать. Когда, монахи, Випачитти, царь Асуров, произнес эту страфу, Асуры стали аплодировать, но Девы молчали. Затем Випачитти сказал Сакке, произнесе страфу, повелитель Девов. Когда так было сказано, Сакка, царь Девов, процитировал эту страфу, «Все же я думаю иначе, и только этим можно усмелить глупца, что если знаешь ты, что враг твой негодует, осознанно поддерживать ты будешь мир». Когда, монахи, Сакка, царь Девов, произнес эту страфу, Девы стали аплодировать, но Асуры молчали. Затем Сакка сказал Випачитти, произнесите страфу, Випачитти. Когда так было сказано, Випачитти, царь Асуров, процитировал эту страфу, «В этом изъян я вижу, Васава, в терпении и снисходительном подходе. Когда глупец считает тебя таковым, он терпит меня из-за собственного страха, преследовать тебя он будет еще больше, точно как бык бежит за трусом». Когда, монахи, Випачитти, царь Асуров, произнес эту страфу, Асуры стали аплодировать, но Девы молчали. Затем Випачитти сказал Сакке, произнеси страфу, «Повелитель Девов». Когда так было сказано, Сакка, царь Девов, процитировал эти страфы, пусть даже если думает он так. 2. Судьте, кто не умел и в Дхамме. Когда, монахи, Сакка, царь Девов, произнес эти страфы, Девы стали аплодировать, но Асуры молчали. И тогда коллегия судьи, назначенная Дэвами и Асурами, сказала, «Строфы, произнесенные Випачите, царем Асуров, относятся к области наказания и жестокости. Поэтому из них проистекает конфликт, раздор, вражда. Но строфы, произнесенные Саккой, царем Дэвов, относятся к области ни наказания и ни жестокости. Поэтому из них проистекает свобода от конфликта, свобода от раздора, свобода от вражды». Сакка, царь Дэвов, выиграл в битве хорошим советом. Вот так, монахи, Сакка, царь Дэвов, выиграл в битве хорошим советом. Один, под комментарий отмечает, что Випачитти родился в небесном мире Таватимс раньше, чем Сакка и его свита. Поэтому к нему обращаются как старший Дэва, Пупба Дэва, дословно прежний Дэва. Сакка обращается к Випачитти во множественном числе в знак уважения. Два, строфы идентичны тем, что Сакка произносит в СН 11.4. Кулавака сутта, птичьи гнезда. СН 11.6. В Саваттхе. Там благословенный обратился к монахам так, монахи, как-то раз Дэвы и Асуры выстроились на битву. В той битве Асуры победили, а Дэвы проиграли. Потерпев поражение, Дэвы отступали на север, а Асуры преследовали их. И тогда Сакка, царь Дэвов, обратился к своему колесничему мотали такими строфами. Ох, не за день, мотали, дышлом колесницы, гнезд птиц вод в этих хлопковых лесах. На милость Асуров уж лучше сдаться нам, чем стольких птиц лишать своих домов. Один. Да, ваше величество, ответил колесничий мотали, развернул колесницу с упряжкой из тысячи жеребцов. И тогда, монахи, Асуры подумали, колесница Сакки с упряжкой из тысячи жеребцов развернулась. Дэвы рянуться в битву с Асурами во второй раз. Поверженные страхом, они вошли в город Асуров. Вот так, монахи, Сакка, царь Дэвов, обрел победу посредством праведности как таковой. Один, комментарий поясняет, что колесница грохотала, подобно грому. Супанны, жившие в этих гнездах, испугались и улетели. Но старые и самые юные Супанны не смогли улететь и от страха подняли крик. Сакка спросил мотали о том, что это за звук, и мотали ему объяснил. Тогда сердце Сакки переполнилось состраданием, и он произнес данную страфу. На Дабхия Супта, не следует совершать проступок. СН 11.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как-то раз, когда Сакка, царь Дэвов, пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье возникло у него в уме, даже если кто-либо, мой заклятый враг, мне не следует совершать проступок даже по отношению к нему. И тогда, монахи, Випочитте, царь Асуров, напрямую познав своим собственным умом это раздумье в уме Сакки, отправился к Сакке, царю Дэвов. Сапка, увидев Випочитте издали, сказал ему, «Стой, Випочитте, ты пойман, один». Випочитте ответил, «Почтенный, не оставляй той мысли, что только что пришла к тебе. Поклянись, Випочитте, что не совершишь проступок по отношению ко мне. Випочитте, любое зло, что к Алгну приходит, любое зло к тому, кто оскорбляет благородных, любое зло к предателю друзей, любое зло к неблагодарному, именно самое то зло придет к тому, кто совершит проступок по отношению к тебе, муж Суджа». Один, комментарий поясняет, что как только Сакка сказал это, оковы сомкнулись на Випочитте. Верчинна Суринда Сутта, Верачана, Повелитель Асуров. СН 11.8. В Саваттхи в Рощи Джеты. В то время Благословенный ушел, чтобы провести в одиночестве остаток дня и пребывал в затворничестве. И тогда Сакка, царь Дейвов, и Верачана, царь Асуров, отправились к Благословенному и встали каждый возле притолоки двери. И тогда Верачана, царь Асуров, продекламировал следующие строфы в присутствии Благословенного. «Стараться должен человек, покуда цели не достиг». «Достигнутая цель сияет», таково слово Верачаны. Сакка, изобретенных целей, что сияют, нет лучше цели, нежели терпении. Верачана, все существа стремятся к цели, и здесь и там, как только могут, но среди всех существ общений, вот высочайшие из наслаждений». Аранье Танаяси Сутта, лесные провидцы. СН 11.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как-то раз группа провидцев, добродетельных и хороших, поселилась в хижинах из листьев в некой части леса. И тогда Сакка, царь Дейвов, и Випачитти, царь Асуров, отправились к этим провидцам. Випачитти, царь Асуров, надел свои сапоги, крепко пристегнул свой меч, и, держа над собой зонт, вошел к уединенным жилищам отшельников через главные ворота. Затем, повернувшись к ним левым боком, он прошел мимо тех провидцев, добродетельных и хороших. Один. Но Сакка, царь Дейвов, снял свои сапоги, передал меч другим, закрыл зонт и вошел к уединенным жилищам отшельников через обычные ворота. Он встал с подветренной стороны, сложил ладони в почтительном приветствии и поклонился тем провидцам, добродетельным и хорошим. И затем, монахи, эти провидцы обратились к Сакке такими строфами, запах провидцев, долгое время связанных обетами, что происходит от их тел, разносится, летит по ветру. Сойди же с этого-то места, а божество тысячачей, ведь омерзителен запах провидцев, царь богов. Сакка, что происходит от их тел, пускай разносится по ветру. Мы жаждем аромата этого, достопочтенные, точно гирлянды из цветов на голове. Нет, дэвы не воспринимают его отвратительным. 2. 1. Комментарий к Удании, где также встречается схожая фраза, поясняет, что повернуться к святым людям левой стороной означает выразить им неуважение. 2. В Дхаммападе 54-56 говорится о том, что запах нравственности, величайший из всех запахов и доносится даже до мира богов. Иса Самуддака Сутта, Прибрежные провидцы. СН 11-10. В Саваттхе. Благословенный сказал, Монахи, как-то раз группа провидцев, добродетельных и хороших, поселилась в хижинах из листьев на берегу океана. И в то время дэвы и асуры выстроились на битву. И тогда мысль пришла к тем провидцам, добродетельным и хорошим, дэвы праведны, а асуры неправедны. Нам может грозить опасность от асуров. Почему бы нам не отправиться к Самбаре, царю асуров, и не попросить у него гарантии безопасности? И тогда, монахи, точно так же быстро, как сильный человек выпрямляет согнутую руку или же сгибает выпрямленную. Те провидцы, добродетельные и хорошие, исчезли из своих хижин из листьев и возникли перед Самбарой, царем асуров. И затем те провидцы обратились к Самбаре с трофами. Провидцы, что пришли к Самбаре, просит его о безопасности и гарантии. Ведь что угодно можешь ты им дать, опасность или же сохранность. Самбара, не гарантирую сохранности провидцам я, сторонники ведь сакки ненавистны они. Хотя у сохранности просите меня, могу вам даровать я лишь опасность. Провидцы, хоть попросили о сохранности тебя, ты даровал нам лишь опасность. Вот получили что из твоих рук, опасность непрестанная придет к тебе. Ведь что за семя ты посеешь, такой же плод в итоге пожнешь, тот, сеет кто добро, добро получит, посеявший же зло, получит зло. Ты, уважаемый, зерно посеял, и в будущем получишь этот плод. И затем, монахи, наложив проклятие на Самбару, царя асуров, так же быстро, как сильный человек выпрямляет согнутую руку или же сгибает выпрямленную, те провидцы, добродетельные и хорошие, исчезли от Самбара и возникли в своих хижинах из листьев на берегу океана. И после наложения проклятия теми провидцами, добродетельными и хорошими, Самбару, царя асуров, три раза в течение ночи охватывала тревога. Один. Один, комментарий поясняет, что как только он ложился спать, он вскакивал, как будто его со всех сторон ударяли сотни копий. Ватапада сутта, обеты. Эсэн 11.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахе, в прошлом, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он принял и стал придерживаться семи обетов, придерживаясь которых, он обрел статус Сакки. И что это были за семь обетов? Один, покуда я жив, я буду поддерживать своих родителей. Два, покуда я жив, я буду уважать старших в семье. Три, покуда я жив, я буду говорить спокойно. Четыре, покуда я жив, я не буду говорить сеющих раз при речей. Пять, покуда я жив, я буду пребывать дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радоваться оставлению, буду предан благотворительности, буду радоваться дарению и разделению. Шесть, покуда я жив, я буду говорить правду. Семь, покуда я жив, я буду пребывать свободным от злобы, а если злоба возникнет во мне, я тут же рассею ее. В прошлом, монахи, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он принял и стал придерживаться этих семи обетов, придерживаясь которых, он обрел статус Сакки. И далее Благословенный добавил, когда родителей поддерживает он, и старших уважает он в семье, а речь его мягка и обходительна, и сплетен он не произносит. Когда в себе старается он подлость устранить, говорит только правду, покоряет злость, то Дэвы, проживающие в мире Таватимса зовут его воистину великим. Сакканама сутта, имена Сакки. Сн. 11.12. В Саваттхи в Роще Джеты. Там Благословенный сказал монахам, монахи, давным-давно, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он был молодым брахманом по имени Макха. Поэтому его именуют Макхава. 1. Монахи, давным-давно, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он дарил дары в одном городе и в другом. Поэтому его именуют Пуриндадой, городским дарителем. Монахи, давным-давно, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он дарил дары с предварительным намерением. Поэтому его именуют Саккой. Монахи, давным-давно, когда Сака, царь Дэйвов, был человеком, он подарил гостевой дом. Поэтому его именуют Васава. Монахи, Сака, царь Дэйвов, думают о тысяче дел единовременно. Поэтому его именуют Цахасакхой, тысячеаким. Монахи, супруга царя Саки, ассурийская дева по имени Суджа. Поэтому его именуют Суджампати, мужем Суджа. 2. Монахи, Сака, царь Дэйвов, осуществляет высочайшее владычество и управление над богами Туватимсы. Поэтому его именуют Царем Дэйвов. Монахи, давным-давно, когда Сака, царь Дэйвов, был человеком, он принял и стал придерживаться семи обетов, придерживаясь которых, он обрел статус Сакки. И что это были за семь обетов? 1. Покуда я жив, я буду поддерживать своих родителей. 2. Покуда я жив, я буду уважать старших в семье. 3. Покуда я жив, я буду говорить спокойно. 4. Покуда я жив, я не буду говорить сеющих распри речей. 5. Покуда я жив, я буду пребывать дома с умом, лишенным скупости, щедрым, открытым, радоваться оставлению, буду предан благотворительности, буду радоваться дарению и разделению. 6. Покуда я жив, я буду говорить правду. 7. Покуда я жив, я буду пребывать свободным от злобы, а если злоба возникнет во мне, я тут же рассею ее. 1. Комментарий поясняет, что Брахман Макха совершал благие поступки с компанией 33 его друзей, среди которых он считался главой. Исполнив семь обетов, упомянутый в СН 11.11, он переродился в мире Таватимса вместе со всеми своими друзьями. Отсюда этот мир берет свое название, Таватимса, то есть Небесный мир 33. Джатака 31 рассказывает ту же самую историю, но утверждает, что Бадхисатта, будущий Будда Гатама, был Макхой, и потом родился как Сакка. 2. История о том, как Сакка завоевал руку и сердце Суджи, дочери Асура Випачити, рассказана в комментарии на Дхаммападу 1.278-79, а также в Джатаке 1.206. Махали сутта, Махали. СН 11.13. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Висали в Великом лесу в зале с остроконечной крышей. И тогда Махали из клана Личхави отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин, видел ли Благословенный Сакку, царя Дэвов? Видел, Махали. Вне сомнений, господин, это, должно быть, был кто-то лишь похожий на Сакку, царя Дэвов. Ведь Сакку, царя Дэвов, трудно увидеть. Я знаю Сакку, Махали, и я знаю качества, которыми нужно обладать для того, чтобы стать Саккой, осуществляя которые, Сакка обрел статус Сакки. Давным-давно, Махали, когда Сакка, царь Дэвов, был человеком, он был брахманом по имени Макха. Поэтому его именуют Макхава. Один, покуда я жив, я буду пребывать свободным от злобы, а если злоба возникнет во мне, я тут же рассею ее. Один, здесь далее идет в точности тот же текст, что и в предыдущей сутте, СН 11-12. Далидда сутта, нищий. СН 11-14. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, однажды в прошлом в этой самой Раджагахе жил нищий, бедняк, неимущий. Он практиковал веру, нравственность, изучение, щедрость и мудрость в Дхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой. Сделав так, после распада тела, после смерти, он переродился в благому деле, в небесном мире среди дэвов Таватимсы, и там он превосходил других богов в красоте и славе. Посему дэвы Таватимсы придирались к нему, ворчали и жаловались по этому поводу, говоря друг другу, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. В прошлом этот дэвов был человеком, и он был нищим, бедняком, неимущим. И все же после распада тела, после смерти, он переродился в благому деле, в небесном мире среди дэвов Таватимсы, где превосходит других богов в красоте и славе. И тогда, монахи, сакка, царь дэвов, обратился к богам Таватимсы так, многоуважаемые, не придирайтесь к этому молодому дэве. Прежде, когда этот молодой дэвов был человеком, он практиковал веру, нравственность, изучение, щедрость и мудрость в Тхамме и Винае, что были провозглашены Татхагатой. Сделав так, после распада тела, после смерти, он переродился в благому деле, в небесном мире среди дэвов Таватимсы, где превосходит других богов в красоте и славе. И затем, монахи, прояснив это дэвам Таватимсы, сакка, царь дэвов, произнес следующие строфы по этому случаю, когда есть вера у него в Татхагату, прочная, непоколебимая, а также добродетельное поведение, что благородным мило, ими восхваляемо, когда доверие имеет к санхион, и наделен воззрением исправленным, то говорят, что он не беден, и жизнь его не прожит из-за зря. Поэтому тот, кто способен к пониманию, держа в уме учений Будды, пусть вере посвятит себя и добродетели, уверенности, равно как и тхам и видению. Романе Яка Сутта «Чудесное место» СН 11.15 В Саваттхе в роще джеты. И тогда сакка, царь дэвов, отправился к благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал, «Учитель, каково чудесное место?» Благословенный ответил, «Святилище, что в парках и лесах, умело созданные лотосов пруды, одной шестнадцатой не стоят все они чудесного рождения человеком. В деревне или же в лесу, в долине или на равнине, любое место, где живет Архат, является воистину чудесным». Яджамана Сутта «Дарение подаяний» СН 11.16 Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе и утес ястребов. И тогда сакка, царь дэвов, отправился к благословенному, поклонился ему и встал рядом. Стоя рядом, он обратился к благословенному этими строфами, «Для тех людей, дают что подаяние, для тех существ, что идут в поисках заслуг, мирской заслуги и накоплений, совершая, где этот дар великий плод приносит?» Благословенный ответил, «Те четверо, что практикуют путь, как и другие четверо, что получили плод, с праведным поведением Сангха это, нравственно и мудро. Для тех людей, дают что подаяние, дар этой Сангхи принесет великий плод». Буддхавандана сутта, «Восхваление Будды». Эсэн 11.17. В Саваттхи в роще Джеты. В то время благословенный ушел, чтобы провести остаток дня в затворничестве. И тогда сакка, царь дэвов, а также брахма Сахампати, подошли к благословенному и встали каждый возле притолоки двери. Затем сакка, царь дэвов, произнес эту строфу перед благословенным, «Восстань, герой, в сражении победивший». «Груз твой был сброшен, долг отдавший, скитайся же по миру. Твой ум освобожден всецело под стать луне пятнадцатой ночи». Брахма Сахампати сказал, «Не так следует восхвалять Татхагат, царь дэвов. Татхагат нужно восхвалять вот как, вожатый каравана, долг отдавший, скитайся же по миру. Учи же Дхаме, облагословенный, ведь будут те, которые поймут». 1.1. По заметке достопочтенного Бодхи, комментарий никак не поясняет этот момент не совсем понятно, почему Брахма поправляет Сахку, но, возможно, потому что царь дэвов восхвалял качества Будды, которые присущи Арахантам, а Брахма восхваляет его еще и как учителя богов и людей. Гахат Тхавандана Сутта, Восхваление домохозяев. СН 11.18. В Саваттхе. Там благословенный сказал так, «Монахи, когда-то в прошлом Сахка, царь дэвов, обратился к своему колесничему Матали, снаряди колесницу с упряжкой из тысячи лошадей, друг Матали. Поедем в парковые угодья полюбоваться красивыми видами». «Хорошо, ваше владычество», – ответил колесничий Матали. Он снарядил колесницу с упряжкой из тысячи лошадей и объявил Сакке, царю дэвов, колесница готова, господин. Вы можете отправляться, когда сочтете нужным». «И тогда, монахи, Сакка, царь дэвов, спустился из дворца Виджаянты, сложил руки в почтительном приветствии и поклонился различным сторонам света. Тогда колесничий Матали обратился к Сакке этими строфами. «Вам все они смиренно поклоняются, те, что обучены в трех ведах, все кхоте, господствующие на земле, цари света сторон и славные тридцать богов, так что это за дух. А Сакка, кому склоняетесь вы в почитании?» «Один, Сакка, мне все они смиренно поклоняются, но я чту тех, кто нравственностью наделен, и долго сосредоточен и ума практиковал, и праведно оставил жизнь мирскую, чтоб жизнь святую можно было бы вести. Помимо них я также чту, Матали, домохозяев, что заслуги совершают, мирян, что нравственностью обладают и праведно содержат жен. Матали, кого вы почитаете, мой повелитель Сакка, действительно, лучшая в этом мире. Что ж, буду я их тоже почитать, тех, поклоняетесь кому вы, васава. Благословенный, дав это объяснение, и поклонившись разным сторонам, правитель всеми божествами Макхава, муж Суджи, глава, затем взобрался в свою колесницу. Один, обученный в трех ведах, это брахманы. Цари сторон света, это четыре великих царя самого Нижнего Небесного Мира. Славные тридцать, это дэвы Небесного Мира Туватимзы. Слово «дух», Ягкха, используется в общем, самом широком смысле, не подразумевая какой-либо демонической силы. Садхара Вандана Сутта, Восхваление Учителя. СН 11.19. В Саваттхе. Там благословенный сказал так, монахи, когда-то в прошлом сапка, царь дэвов, обратился к своему колесничему мотали, снаряди колесницу с упряжкой из тысячи лошадей, друг мотали. Поедем в парковые угодья полюбоваться красивыми видами. Хорошо, ваше владычество, ответил колесничий мотали. Он снарядил колесницу с упряжкой из тысячи лошадей и объявил сапке, царю дэвов, колесница готова, господин. Вы можете отправляться, когда сочтете нужным. И тогда, монахи, сапка, царь дэвов, спустился из дворца Виджаянты, сложил руки в почтительном приветствии и поклонился благословенному. Тогда колесничий мотали обратился к сапке этими строфами, и божество и люди смиренно преклоняются пред вами, Васава. Так что это за дух, а сапка, кому склоняетесь вы в почитании? Сапка, всецело просветленный в этом самом мире с его дэвами, учитель с высочайшим именем, вот почитаю я кого, мотали. В ком страсть и ненависть, а также заблуждение, были удалены, архат и загрязнение устранившие, ученики, довольные с рванирм, что практику усердно выполняют, чтобы стереть и ненависть и страсть, и чтобы преодолеть невежество, вот почитаю я кого, мотали. Мотали, кого вы почитаете, мой повелитель Сапка, действительно, лучшие в этом мире. Что же, буду я их тоже почитать, тех, поклоняетесь кому вы, Васава. Благословенный, дав это объяснение, и благословенного почтив, правитель всеми божествами Макхава, муж Суджи, глава, затем взобрался в свою колесницу. Сангхавандана сутта, Восхваление Сангхи. СН 11.20. В Саваттхи. Там благословенный сказал так, монахи, когда-то в прошлом Сапка, царь Дэвов, обратился к своему колесничему Матали, снаряди колесницу с упряжкой из тысячи лошадей, друг Матали. Поедем в парковые угодья полюбоваться красивыми видами. Хорошо, ваше владычество, ответил колесничий Матали. Он снарядил колесницу с упряжкой из тысячи лошадей и объявил Сапке, царю Дэвов, колесница готова, господин. Вы можете отправляться, когда сочтете нужным. И тогда, монахи, Сапка, царь Дэвов, спустился из дворца Виджаянты, сложил руки в почтительном приветствии и поклонился Сангхи монахов. Тогда колесничий Матали обратился к Сапке этими строфами, вот должен почитать вас кто, люди, застрявшие в зловонном теле, те, погрузился кто вовнутрь трупа, подверженные голоду и жажде. Зачем тогда завидуете вы им, тем, кто живет бездомным, васава? О поведении правидцев расскажите нам. Пусть мы услышим, что хотите вы сказать. Сапка, вот почему завидую я им, Матали, тем, кто живет, но дома не имеет. Когда деревню эти люди покидают, то оставляют они ее без волнений. И нет у них вещей в запасе, нет ни в коробке, ни в горшке. Ищут они, что приготовлено другими, чем и живут, обеты прочно сохраняя, мудрейшее, дающее благой совет, хранящее молчание и идущее легко. Один. Девы воюют против асуров, люди сражаются друг с другом, они же не воюют средь воюющих, среди жестокости они охлаждены и не цепляются среди хватающих. Вот почитаю я кого, Матали. Матали, кого вы почитаете, мой повелитель Сапка, действительно, лучший в этом мире. Что же, буду я их тоже почитать, тех, поклоняетесь кому вы, васава. Благословенный, дав это объяснение, Санхи монахов поклонившись, правитель всеми божествами Макхава, муж Суджи, глава, затем взобрался в свою колесницу. Один. Комментарий, дающий благой совет, Сумантамантина, они произносят хорошо сказанные слова, говоря, мы будем повторять вслух по памяти Дхамму, осуществлять эскетические практики, наслаждаться бессмертным, совершать работу эскета. Хранящие молчание и идущие легко, Тунхипхута Саманчара, даже если они декламируют Дхамму громоподобным голосом в течение трех стражей ночи, все равно сказано, что они хранят молчание. Почему? Потому что избегают любых пустых разговоров. Чхетва сутта, убив. СН 11.21. В Саваттхи в Роще Джеты. И тогда Сака, царь Дэвов, отправился к благословенному, поклонился ему и встал рядом. Стоя рядом, Сака, царь Дэвов, обратился к благословенному этими строфами, что же убив, он спит спокойно? Что же убив, не знает он печали? Что же за вещи это, Гатама, убийство каковое ты одобряешь? Благословенный, злобу убив, он спит спокойно, злобу убив, не знает он печали, убийство злобы, Васава, как и отравленного ее корня, и сладкого ее конца, это и есть то самое убийство, что благородный восхваляет. Убей же это, и не будешь ты грустить. Дуббанья сутта, уродливый. СН 11.22. В Саваттхе в роще Джеты. Там благословенный сказал так, монахи, как-то раз, давным-давно, один изуродованный Ягкха, один, сел на трон Сакки, царя Дэвов. Посему Дэвы Таватимсы негодовали, ворчали и жаловались по этому поводу, говоря друг другу, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. Этот изуродованный Ягкха сел на трон Сакки, царя Дэвов. Но чем дольше Дэвы Таватимсы негодовали, ворчали и жаловались по этому поводу, тем больше этот Ягкха становился все более и более красивым, более и более миловидным, более и более привлекательным. И тогда, монахи, Дэвы Таватимсы подошли к Сакке, царю Дэвов, и сказали ему, «Господин, изуродованный Ягкха сел на ваш трон». Посему Дэвы Таватимсы негодовали, ворчали и жаловались по этому поводу, говоря друг другу, как удивительно, почтенный. Как поразительно, почтенный. Этот изуродованный Якуха сел на трон Сакхи, царя Дэвов. Но чем дольше Дэвы Таватимсы негодовали, ворчали и жаловались по этому поводу, тем больше этот Якуха становился все более и более красивым, более и более миловидным, более и более привлекательным. Сакха ответил, это, должно быть, Якуха-поедатель злости. И тогда, монахи, Сакха, царь Дэвов, отправился к этому Якухе-поедателю злости. Подойдя, он закинул свое верхнее одеяние за плечо, преклонил правое колено и, сложив ладони в почтительном приветствии этого самого Якуха, объявил свое имя три раза, Я, уважаемый, Сакха, царь Дэвов. Я, уважаемый, Сакха, царь Дэвов. И чем дольше Сакха объявлял свое имя, тем больше этот Якуха становился все более и более уродливым и более и более изуродованным, пока тут же не исчез. И тогда, монахи, сев на свой трон, наставляя Дэвов Таватимсы, Сакха, царь Дэвов, по тому случаю произнес следующие строфы, мой умний поражен, не просто его злобе закрутить. И злым я долго не бываю никогда, и злость не может устоять во мне. Когда я зол, я грубости не говорю, не восхваляю добродетелей своих. Держу я очень сдержанным себя, ради благополучия же своего. Один, согласно комментарию, на самом деле это был один из брахм, жителей мира форм, который хотел проверить царя Сакку подобным трюком. Майя сутта, магия. СН 11.23. В Саваттхе. Благословенный сказал так, монахи, как-то раз Випачитти, царь Асуров, был нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. И тогда Сакка, царь Дэвов, отправился к Випачитти, чтобы справиться о его здоровье. Випачитти увидел Сакку издали и обратился к нему, излечи меня, царь Дэвов. Сперва научи меня магии Самбари, Випачитти. Не научу, почтенный, покуда не спрошу Уасуров разрешения на это. И затем, монахи, Випачитти, царь Асуров, спросил Уасуров, могу ли я научить магии Самбари Сакку, царя Дэвов? А те ответили, не обучая его магии Самбари, господин. Один. И тогда, монахи, Випачитти, царь Асуров, обратился к Сакке, царю Дэвов, с трофами, колдун, Асака, Макхава, царь Дэвов и муж Суджи, отправится в ужасный ад, на сотню лет, как и Самбара. Один. Комментарий поясняет, что Асуры ответили так, потому что эта магия была одним из преимуществ сражений с Дэвами, и если бы Дэвы узнали о ней, то Асуры были бы всецело повержены. Два. Под комментарий поясняет, что Самбара был предыдущим царем Асуров, и именно он изобрел эту магию. Ачая сутта, проступок. СН 11.24. В Саваттхе. И тогда двое монахов поссорились друг с другом, и затем один из них совершил проступок повиная в отношении другого. И затем тот монах признался в совершении проступка тому другому монаху, но тот не простил его. Один. И тогда группа монахов отправилась к Благословенному, они поклонились ему, сели рядом и рассказали обо всем, что произошло. Благословенный ответил, монахи, есть два вида дураков, тот, кто не видит проступок как проступок, тот, кто не прощает в соответствии с Дхаммой того, кто сознался в совершении проступка. Таковы два вида дураков. Есть, монахи, два вида мудрых людей, тот, кто видит проступок как проступок, тот, кто прощает в соответствии с Дхаммой того, кто сознался в совершении проступка. Таковы два вида мудрых людей. Однажды в прошлом, монахи, Сака, царь Дэйвов, наставлял Дэйвов Таватимсы в Судхаме, зале для собраний, и по тому случаю произнес такую строфу, возьмите гнев свой под контроль, не дайте дружбе обветшать. Не порицайте тех, кто безупречен, не говорите слов, что сеют распри. Точно лавина, что несется с гор, людей порочных злоба сокрушает. Один, повиная, если монах признал проступок и попросил разрешения, то другой обязан простить его. Аткодха сутта, не злоба. СН 11.25. В Саваттхе. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. Там Благословенный сказал так, монахи, когда-то в прошлом Сака, царь Дэйвов, наставлял Дэйвов Таватимсы в Судхаме, зале для собраний, и по тому случаю произнес такую строфу, не допускайте, чтобы злоба одолела вас, не становитесь злым на тех, кто на вас злится. Не злоба и безвредность, один, постоянно пребывают внутри сердец тех, кто зовется благородным. Точно лавина, что несется с гор, людей порочных злоба сокрушает. Один, комментарий, не злоба, а кходха, это доброжелательность, мета, на начальной стадии своего развития. Безвредность, авихимса, это сострадание, коруна, на начальной стадии своего развития. Паттасамупада сутта, зависимое возникновение. СН 12.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал так, монахи, я научу вас зависимому возникновению. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, зависимое возникновение? С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Один, с волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Это, монахи, называется зависимым возникновением. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Так сказал благословенный. Водушевленные, монахи восхитились словами благословенного. Один, комментарий, когда сказано, с невежеством как условием, волевые формирователи, то значение следует понимать таким образом, это, невежество, и оно является условием, поэтому невежество как условий, авиджача-сапача-ачатя-авиджапача. Через это невежество как условия волевые формирователи возникают, тасма-авиджапача-сангхара-самбхаванти. Патича-самбхпада-Витханга-сутта, анализ зависимого возникновения. СН 12.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас зависимому возникновению и разберу его для вас. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал так, и что такое, монахи, зависимое возникновение? С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Старение и смерть. И что такое, монахи, старение и смерть? Старение различных существ в различных классах существ, их становление старыми, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизненной силы, ослабевание качеств, это называется старением. Исчезание различных существ из различных классов существ, их умирание, распад, исчезновение, смертность, кончина, окончание времени срока жизни, распад совокупностей, оставление тела, это называется смертью. Таким образом, это старение и эта смерть вместе называются старением и смертью. Рождение. И что такое, монахи, рождение? Рождение различных существ в различных классах существ, их рождение, нисхождение в утробу, происхождение, проявлении совокупностей, обретении органов чувств. Это называется рождением. Существованием. И что такое, монахи, существование? Есть три вида существования. Существование в мире чувств, существование в мире форм, существование в бесформенном мире. Это называется существованием. 1. Цепляние. И что такое, монахи, цепляние? Есть четыре вида цепляния. Цепляние к чувственным удовольствиям, цепляние к воззрениям, цепляние к правилам и предписаниям, цепляние к доктрине Я. Это называется цеплянием. 2. Жажда. И что такое, монахи, жажда? Есть шесть видов жажды. Жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда к вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к ментальным феноменам. Это называется жаждой. Чувства. И что такое, монахи, чувства? Есть шесть видов чувств, чувства, рожденные контактом глаза, контактом уха, контактом носа, контактом языка, контактом тела, контактом ума. Это называется чувством. Контакт. И что такое, монахи, контакт? Есть шесть видов контакта, контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума. Это называется контактом. Шесть сфер чувств. И что такое, монахи, шесть сфер чувств? Сфера глаза. Сфера уха, сфера носа, сфера языка, сфера тела, сфера ума. Это называется шестью сферами чувств. Имь и форма. И что такое, монахи, имь и форма? Чувства, восприятие, намерения, контакт, внимание – это называется именем. Четыре великих элемента и форма, выстроенная из четырех великих элементов, это называется формой. Таким образом, это имя и эта форма вместе называются именем и формой. Три. Сознание. И что такое, монахи, сознание? Есть шесть видов сознания. Сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. Это называется сознанием. Волевые формирователи. И что такое, монахи, волевые формирователи? Есть три вида волевых формирователей. Телесные волевые формирователи, речевые волевые формирователи, умственные волевые формирователи. Эти называются волевыми формирователями. 4. Невежество. И что такое, монахи, невежество? Незнание страдания, незнание источника страдания, незнание прекращения страдания, незнание пути, ведущего к прекращению страдания. Это называется невежеством. 5. Так, монахи, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. 6. С прекращением рождения, старения и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. 1. Пхава. У этой концепции двоякое значение. Во-первых, это активная сторона жизни, которая производит перерождение в конкретный вид чувственного существования. Другими словами, это кама, порождающая перерождение. Во-вторых, это само чувственное существование конкретного существа, в том или ином сансарном мире, который сформировалось благодаря этой каме. 2. Цепляние к чувственным удовольствиям есть не что иное, как влечение, чувственная жажда и т.д. Цепляние к воззрениям, принятие каких-либо ошибочных воззрений, кроме тех, которые относятся к третьему и четвертому виду цепляния. Выражение силаббатупадана часто переводят как цепляние к обрядам и ритуалам, но ни суты, ни канонические комментарии не поддерживают подобного мнения. Я перевожу в данном выражении слово «сила» как правило, «авата» как обеты, клятвы, хотя здесь имеется в виду само поведение, предписанное этими правилами и обетами. Дхамма Сангани поясняет, цепляние к правилам и обетам – это воззрение отшельников и брахманов вне учения Будды, считающих, что очищение достигается правилами, обетами, правилами и обетами. Здесь, однозначно, имеются в виду различные виды аскезы, которые, как верили современники Будды, ведут в небесные миры или к абсолютному очищению. В качестве примера можно привести собачьи правила и собачьи обеты – куккусила, куккуравата, в МН 1, 387, 18-20. Цепляние к доктрине «Я», от Тавадупадана, определяется двадцати видами воззрения личности, сакаядитхи, например, в СН 22-7 и т.д. Примечание переводчика СВ, я перевожу используемое достопочтенным Буддхи слово «ваус» в этом термянине не как обеты или клятвы, а как предписание. 3. Согласно Весудхимагге, имя «нама» обозначает три совокупности из пяти – чувства, восприятия, формации, которые названы вместе таким словом, поскольку склоняются «намана» к объекту, в акте познавания. 4. Волевое намерение, контакт, внимание входит в группу формации, и, согласно комментарию, были выбраны, среди прочих, как олицетворение группы формации, поскольку действуют даже в самых слабых актах познавания. 4. Сангхара Комментарий Волевые формирователи имеют характеристику формирования Абхисангхарана. Телесный волевой формирователь – это волевой формирователь, действующий через тело. Есть двадцать видов телесного волевого намерения – Касанчетана, восемь благих и двенадцать неблагих, которые выражаются через дверь тела. Словесный волевой формирователь – это волевой формирователь, действующий через речь. Есть двадцать видов словесного волевого намерения – Вачасанчетана, которые выражаются через произнесение слов. Умственный волевой формирователь – это волевой формирователь, действующий через ум. Есть двадцать девять видов благих и неблагих умственных волевых намерений, моносанчетана, которые выражаются через мысль без задействования тела или речи, помимо этого есть еще девять умственных волевых намерений. Пять относятся к миру форме четыре к бесформенному миру, и возникают исключительно в процессе глубокого медитативного опыта. Данную тройку сангхар, формирователи, следует отделять от формации другой тройки сангхар, упомянутые в СН 41-6, которая употребляется исключительно в контексте прекращения восприятия и чувствования, но никогда не употребляется в контексте зависимого возникновения. Примечание переводчика СВ, по поводу канонического разъяснения термина формирователя смотри. СН 22-79-5, Авиджа. Как видно, невежество, то есть отсутствие знания четырех истин, является основной причиной сансары. Хотя обычно под невежеством понимают наличие в уме и идея АЯ, все же, как показывает данная схема, воззрение АЯ относится к звену цепляния, которое обусловлено жаждой, а она, в свою очередь, обусловлена невежеством. 6. Здесь идут развернутые последовательности зависимого возникновения и прекращения в точности как в СН 12-1. Патипада сутта, два пути. СН 12-3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас неправильному пути и правильному пути. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каков, монахи, неправильный путь. С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Это, монахи, называется неправильным путем. И каков, монахи, правильный путь? С безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Это, монахи, называется правильным путем. Сутты СН 12.4.9 Сутты идентичны СН 12.10, но идут от третьего лица того или иного Будды, жившего в далеком прошлом, монахе, до его просветления, когда он все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, мысль пришла к Витпасе, благословенному, Араханту, полностью просветленному, увы, этот мир попал в беду. СН 12.4, мысль пришла к Сикхе, благословенному, Араханту, полностью просветленному. СН 12.5, мысль пришла к Виссабху, благословенному, Араханту, полностью просветленному. СН-12-6, мысль пришла к Кокусантхе, благословенному, Араханту, полностью просветленному. СН-12-7, мысль пришла к Канагамане, благословенному, Араханту, полностью просветленному. СН-12-8, мысль пришла к Касапе, благословенному, Араханту, полностью просветленному. СН-12-9. Гатама-сутта, Будда-Гатама. СН-12-10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, когда я все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, увы, этот мир попал в беду в том смысле, что он рождается, стареет и умирает, он прекращается и перерождается, и все же не понимает спасения от этого страдания, причиняемого старением и смертью. Так когда же будет выявлено спасение от этого страдания, причиняемого старением и смертью? Возникновение. И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает старение и смерть. Чем обусловлено старение и смерть? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть рождение, то старение и смерть возникает. Старение и смерть имеет рождение своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает рождение? Чем обусловлено рождение? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть существование, то рождение возникает. Рождение имеет существование своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает существование? Чем обусловлено существование? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть цепляние, то существование возникает. Существование имеет цепляние своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает цепляние? Чем обусловлено цепляние? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть жажда, то цепляние возникает. Цепляние имеет жажду своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает жажда? Чем обусловлено жажда? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть чувство, то жажда возникает. Жажда имеет чувство своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает чувство? Чем обусловлено чувство? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть контакт, то чувство возникает. Чувство имеет контакт своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает контакт? Чем обусловлен контакт? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть шесть сфер чувств, то контакт возникает. Контакт имеет шесть сфер чувств своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает шесть сфер чувств. Чем обусловлено шесть сфер чувств? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть имя и форма, то шесть сфер чувств возникают. Шесть сфер чувств имеют имя и форму своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает имя и форма? Чем обусловлено имя и форма? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть сознание, то имя и форма возникает. Имя и форма имеет сознание своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает сознание? Чем обусловлено сознание? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть волевые формирователи, то сознание возникает. Сознание имеет волевые формирователи своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникают волевые формирователи? Чем обусловлено волевые формирователи? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть невежество, то волевые формирователи возникают. Волевые формирователи имеют невежество своим условием. Так, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Возникновение, возникновение, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Прекращение. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает старение и смерть. С прекращением чего происходит прекращение старения и смерти? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение и посредство мудрости возникло во мне, когда нет рождения, то старение и смерть не возникает. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает рождение. С прекращением чего происходит прекращение рождения? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение и посредство мудрости возникло во мне, когда нет существования, то рождение не возникает. С прекращением существования происходит прекращение рождения. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает существования. С прекращением чего происходит прекращение существования? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет цепляния, то существования не возникает. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. зажда. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает цепляния. С прекращением чего происходит прекращение цепляния? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет жажды, то цепляния не возникает. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает жажда? С прекращением чего происходит прекращение жажды? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда не чувство, то жажда не возникает. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает чувство? С прекращением чего происходит прекращение чувства? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение и посредство мудрости возникло во мне, когда нет контакта, то чувство не возникает. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает контакта. С прекращением чего происходит прекращение контакта? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение и посредство мудрости возникло во мне, когда нет шести сфер чувств, то контакта не возникает. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникают шесть сфер чувств. С прекращением чего происходит прекращение шести сфер чувств? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет имени и формы, то шести сфер чувств не возникает. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает имени и форма. С прекращением чего происходит прекращение имени и формы? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет сознания, то имени и формы не возникает. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает сознание. С прекращением чего происходит прекращение сознания? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне. Когда нет волевых формирователей, то сознание не возникает. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникают волевые формирователи. С прекращением чего происходит прекращение волевых формирователей? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет невежества, то волевых формирователей не возникает. С прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Так, с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Прекращение, прекращение, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинные знания и свет. Ахара сутта, питание. СН 12.11. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савваддхи в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. Там он обратился к монахам, монахи, есть четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть, один. Какие четыре? Питание в виде съедобной материальной пищи, грубой или утонченной, второе, это контакт, третье, это умственное и волевое намерение, четвертое, это сознание. Таковы четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть, два. Монахи, и в отношении этих четырех видов питания, что является их источником, что является их началом, из чего они порождаются и проистекают? Эти четыре вида питания имеют своим источником жажду. Жажда, их начало, они порождаются и проистекают из жажды. И в отношении этой жажды, что является ее источником, что является ее началом, из чего она порождается и проистекает? Эта жажда имеет своим источником чувства. чувство, ее начало, она порождается и проистекает из чувства. И в отношении этого чувства, что является его источником. Контакт. И в отношении этого контакта, что является его источником. Шесть сфер чувств. И в отношении этих шести сфер чувств, что является их источником. Име и форма. И в отношении этой имени и формы, что является ее источником. Сознание. И в отношении этого сознания, что является его источником. Волевые формирователя. И в отношении этих волевых формирователей, что является их источником, что является их началом, из чего они порождаются и проистекают? Эти волевые формирователи имеют своим источником невежества. Невежество, их начало, они порождаются и проистекают из невежества. Так, монахи, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий, 3. 1. Комментарий, которые возникли, то есть, которые родились в том или ином мире существования, собираются возникнуть это те, которые ищут новое существование, рождение, продуцирование. 2. Комментарий, питание являются условиями, пача. Они называются питанием, ахара, потому что питают, порождают, ахаранти, свои последствия. Хотя существуют иные условия для поддержания жизни существ, все же, эти четыре особо обозначаются как питание, потому что являются особыми условиями для личностного жизненного потока. Материальная пища, еда, является особым условием для поддержания физического тела тех существ, которые живут на физической еде. В ментальной группе, контакт является особым условием для чувства, волевой намерения, для контакта, сознания, для имени и формы. Теперь, что касается их следствий. Материальная пища, как только помещена в рот, производит виды формы с питательной сущностью, это более подробно разбирается в комментариях на Пхидхаму. Питание и контакт производят три вида чувства. Питание и волевое намерение производят три вида существования, в трех мирах сенсары. Питание и сознание производят ими и форму в момент перерождения. Три, этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. В Хадгуна-сутта, к Пхадгуне. СН-12-12. В Саваттхе. Монахи, есть четыре вида питания для поддержания существ, которые родились, и для поддержания существ, которые ищут место для рождения. Какие четыре? Первый вид – это физическая еда, грубая или утонченная, второй вид – контакт, третий вид – умственное намерение, четвертый вид – сознание. Таковы четыре вида питания для обеспечения существ, которые родились, и для поддержания существ, которые ищут место для того, чтобы родиться. Когда так было сказано, достопочтенный Мальёб Хадгуна обратился к благословенному, учитель, кто кормится сознанием как видом питания. «Это неправильный вопрос», – ответил благословенный. «Я не говорю «кормиться». Если бы я сказал «кормиться», тогда бы вопрос «кто кормится сознанием» был бы верным. Но я не говорю так. Поскольку я не говорю так, то правильный вопрос таков – сознание как питание для чего? И правильный ответ таков – сознание как питание для воспроизводства будущего прихода к существованию. Когда это имя и форма возникает и существует, то возникают шесть сфер чувств. Из шести сфер чувств как необходимого условия возникает контакт. «Учитель, кто делает контакт?» «Это неправильный вопрос», – ответил благословенный. «Я не говорю «делает контакт». Если бы я сказал «делает контакт», тогда бы вопрос «кто делает контакт» был бы верным. Но я не говорю так. Поскольку я не говорю так, то правильный вопрос таков, из какого необходимого условия возникает контакт? И правильный ответ таков, из шести сфер чувств как необходимого условия возникает контакт. Из контакта как необходимого условия возникает чувство. Учитель, кто чувствует? Это неправильный вопрос, ответил благословенный. Я не говорю «чувствует». Если бы я сказал «чувствует», тогда бы вопрос «кто чувствует» был бы верным. Но я не говорю так. Поскольку я не говорю так, то правильный вопрос таков, из какого необходимого условия возникает чувство? И правильный ответ таков, из контакта как необходимого условия возникает чувство. Из чувства как необходимого условия возникает жажда. Учитель, кто жаждет? Это неправильный вопрос, ответил благословенный. Я не говорю «жаждет». Если бы я сказал «жаждет», тогда бы вопрос «кто жаждет» был бы верным. Но я не говорю так. Поскольку я не говорю так, то правильный вопрос таков, из какого необходимого условия возникает жажда? И правильный ответ таков, из чувства как необходимого условия возникает жажда. Из жажды как необходимого условия возникает цепляние. Учитель, кто цепляется? Это неправильный вопрос, ответил благословенный. Я не говорю «цепляется». Если бы я сказал «цепляется», тогда бы вопрос «кто цепляется» был бы верным. Но я не говорю так. Поскольку я не говорю так, то правильный вопрос таков, из какого необходимого условия возникает цепляние? И правильный ответ таков, из жажды как необходимого условия возникает цепляние. Из цепляния как необходимого условия возникает приход к существованию. Из прихода к существованию как необходимого условия возникает рождение. Из рождения как необходимого условия возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, беспокойство и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды горя и страдания. И с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение прихода к существованию. С прекращением прихода к существованию происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания. Патхама Саманабрахамана Сутта, Жрецы и Отшельники 1. СН 12.13. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают старение и смерти, его происхождение, его прекращение, и пути, ведущего к его прекращению, которые не понимают рождение, существование, цепляние, жажды, чувства, контакта, шести сфер чувств, имени и формы, сознания, волевых формирователей, их происхождение, их прекращение, и пути, ведущего к их прекращению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают старение и смерть, его происхождение, его прекращение, и путь, ведущий к его прекращению, которые понимают рождение, волевые формирователи, их происхождение, их прекращение, и путь, ведущий к их прекращению, таких я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутия Самана Брахмана Сутта, Жрецы и Отшельники 2. СН 12.14. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые не понимают этих вещей, источника этих вещей, прекращения этих вещей и пути, ведущего к прекращению этих вещей, что же это за вещи, которые они не понимают, источника которых они не понимают, прекращения которых они не понимают, и пути, ведущего к прекращению которых они не понимают. Они не понимают старения и смерти, его происхождения, его прекращения, и пути, ведущего к его прекращению. Они не понимают рождения, существования, цепляния, жажды, чувства, контакта, шести сфер чувств, имени формы, сознания, волевых формирователей, их происхождение, их прекращение, и пути, ведущего к их прекращению. Таковы вещи, которых они не понимают, источника которых они не понимают, прекращение которых они не понимают, и пути, ведущего к прекращению которых, они не понимают. Таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые понимают эти вещи, источник этих вещей, прекращение этих вещей, и путь, ведущий к прекращению этих вещей, что же это за вещи, которые они понимают, источник которых они понимают, прекращение которых они понимают, и путь, ведущий к прекращению которых они понимают? Они понимают старение и смерть, его происхождение, его прекращение, и путь, ведущий к его прекращению. Они понимают рождение. Волевые формирователи, их происхождение, их прекращение, и путь, ведущий к их прекращению. Таковы вещи, которые они понимают, источник которых они понимают, прекращение которых они понимают, и путь, ведущий к прекращению которых они понимают. Таких я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Качаинагата сутта Качаинагате. СН 12.15 В Саваттхе Достопочтенный Качаинагата подошел к Благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к Благословенному, Господин, правильное воззрение, правильное воззрение, так говорят. В каком смысле говорится, что это правильное воззрение? В целом, Качаина, этот мир разиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании. Когда человек видит возникновение мира в соответствии с действительностью правильной мудростью, то идея несуществования и по отношению к миру у него не возникает. Когда он видит прекращение мира в соответствии с действительностью правильной мудростью, идеи существования и по отношению к миру у него не возникает. В целом, Качаина, этот мир находится в рабстве привязанностей, цеплянии и склонностей. Но такой человек с правильными воззрениями не вовлекается и не цепляется к этим привязанностям, к цепляниям, к завязкам ума, к его склонностям или одержимостям. Также он не утверждает, что это «я». У него нет неуверенности и сомнений, что только лишь страданий, возникая, возникает. Что только лишь страданий, угасая, угасает. И в этом своём знании он независим от других. Вот до какой степени говорится, что это правильное воззрение. Всё существует, это одна крайность. Всё не существует, это другая крайность. Избегая этих крайностей, Татхагата учит Дхамми срединным способом, из невежества как необходимого условия возникают волевые формирователи. Из волевых формирователей как необходимого условия возникает сознание. Из сознания как необходимого условия возникает имя и форма. Из имени и формы как необходимого условия возникают шесть сфер чувств. Из шести сфер чувств в качестве необходимого условия возникает контакт. Из контакта в качестве необходимого условия возникает чувство. Из чувства в качестве необходимого условия возникает жажда. Из жажды в качестве необходимого условия возникает цепляние. Из цепляния в качестве необходимого условия возникает приход к становлению. Из прихода к становлению в качестве необходимого условия возникает рождение. Из рождения в качестве необходимого условия возникают старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды горя и страдания. Теперь, при безостаточном угасании и прекращении этого самого невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение прихода к становлению. С прекращением прихода к становлению происходит прекращение рождения. С прекращением рождения прекращаются старение и смерть, печаль, стинание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания. Тхамакат Дхиха-Сутта, проповедник Дхаммы. С.Н. 12-16. В Сават-Тхе. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, проповедник проповедник Дхаммы, проповедник Дхаммы, так говорят. Кто такой, учитель? Проповедник Дхаммы? Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к старению и смерти, ради угасания и прекращения этого, то его можно назвать монахом, который является проповедником Дхаммы. Если кто-либо практикует ради разочарования по отношению к старению и смерти, ради угасания и прекращения этого, то его можно назвать монахом, который практикуют в соответствии с Дхаммой. Если, посредством разочарования по отношению к старению и смерти, посредством угасания и прекращения этого, он освобождается из-за отсутствия цепляния, то его можно назвать монахом, который достиг Ниббаны в этой самой жизни. Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к рождению. Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к существованию. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к цеплянью. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к жажде. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к чувству. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к контакту. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к шести сферам чувств. Монах, если кто-либо учит Дхами ради разочарования по отношению к имени и форме. Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к сознанию Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к формирователям Монах, если кто-либо учит Дхамме ради разочарования по отношению к невежеству, ради его угасания и прекращения то его можно назвать монахом, который является проповедником Дхаммы Если кто-либо практикует ради разочарования по отношению к невежеству, ради его угасания и прекращения то его можно назвать монахом, который практикуют в соответствии с Дхаммой. Если, посредством разочарования по отношению к невежеству, посредством его угасания и прекращения, он освобождается из-за отсутствия цепляния, то его можно назвать монахом, который достиг Нигбаны в этой самой жизни. Отчилокасыпа сутта, Голоскеткас сапа. СН 12.17. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда, утром, благословенный оделся, взяв чашу и одеяние, вошел в Раджагаху собирать подаяния. Голый аскеткас сапа издали увидел благословенного. Увидев его, он подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он встал рядом и сказал, мы бы хотели кое о чем спросить мастера Готаму, если бы он соизволил ответить на наш вопрос. Сейчас неподходящее время для вопроса, кассапа. Мы вошли туда, где находятся жилые дома. И во второй раз и в третий раз голый аскеткас сапа сказал благословенному, мы бы хотели кое о чем спросить мастера Готаму, если бы он соизволил ответить на наш вопрос. Тогда голый аскеткас сапа сказал благословенному, мы не станем чрезмерно много раз спрашивать мастера Готаму. В таком случае, кассапа, спрашивая о чем хотел спросить. Так как же, мастер Готама, страдания созданы собой? Не так оно, кассапа, сказал благословенный. В таком случае, мастер Готама, страдания созданы другим? Так не выходит ли, мастер Готама, что страдания созданы собой и другим? Значит, мастер Готама, страдания возникли случайным образом, будучи созданными ни собой, ни другим? Так не выходит ли, мастер Готама, что страданий нет? Не так оно, кассапа, что страданий нет? Страдания есть. Значит, мастер Гатама не знает и не видит страданий? Не так оно, Кассапа, что я не знаю и не вижу страданий. Я знаю страдания, я вижу страдания. Будучи спрошенным, так как же, мастер Гатама, страдания созданы собой, другим, собой другим, не собой, не другим? В каждом случае вы говорите так, не так оно, Кассапа. Будучи спрошенным, так не выходит ли, мастер Гатама, что страданий нет? Вы говорите, не так оно, Кассапа, что страданий нет. Страдания есть. Будучи спрошенным, значит, мастер Гатама не знает и не видит страданий? Вы говорите, не так оно, Кассапа, что я не знаю и не вижу страданий. Я знаю страдания, я вижу страдания. Господин, пусть благословенный объяснит мне страдания. Пусть благословенный научит меня пониманию страданий. Кассапа, если кто-либо считает, тот, кто совершает поступок, это тот же самый, кто испытывает результат поступка, то он утверждает так, подразумевая кого-то, существующего с самого начала, страдания созданы собой. Когда он утверждает так, то это относится к этернализму. Но, Кассапа, если кто-либо считает, тот, кто совершает поступок, это один, а тот, кто испытывает результат поступка, это другой, то он утверждает так, подразумевая того, кто пронзаем конкретным чувством, страдания созданы другим. Когда он утверждает так, что это относится к анекелицинизму, 1. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата учит Дхамме срединным способом, 2. С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий, 3. Когда так было сказано, голый аскет Кассапа обратился к благословенному, великолепно, господин. Великолепно, господин. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Могу ли я получить младшее посвящение у благословенного, господин, могу ли я получить высшее монашеское посвящение? Кассапа, тот, кто прежде принадлежал к группе приверженцев иных учений и желает получить младшее и высшее посвящение в Дхамме и Винае, проходит испытательный срок в четыре месяца. По истечении четырех месяцев, если монахи довольны им, они могут, если пожелают, дать ему младшее и высшее посвящение в монахи. Но я признаю индивидуальные различия. Четыре. Если, господин, тот, кто прежде принадлежал к группе приверженцев иных учений и желает получить младшее и высшее посвящение в этой Дхаме Винае, проходит испытательный срок в четыре месяца, и по истечении четырех месяцев, если монахи довольны им, они могут, если пожелают, дать ему младшее и высшее посвящение в монахе, то тогда я готов пройти испытательный срок в четыре года. По истечении четырех лет, если монахи будут довольны мной, пусть они дадут мне младшее посвящение и высшее посвящение в монахе. И тогда голый аскет Касапа получил младшее посвящение под учительством благословенного и получил высшее посвящение. И затем, вскоре после получения высшего посвящения, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Кассапа, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так достопочтенный Кассапа стал одним из арахантов. Один, комментарий, если вначале он думает, тот, кто совершает поступок, это один, а тот, кто переживает результат, это другой, то в таком случае, впоследствии возникает вера в то, что страдания созданы другим. Пронзаем чувством, это чувство, ощущение, в аннигелиционистическом воззрении, возникающее так, истинная сущность живого существа прямо тут же и уничтожается, и кто-либо иной, другой, переживает результаты его поступков. Утверждая так, он с самого начала объявляет аннигелиционизм, цепляется за аннигелиционизм. Почему? Потому что его воззрение соответствует этому. На него не сходит аннигелиционизм. Два, согласно комментарию, имеется в виду формула зависимого возникновения, которая показывает, как из причин возникают следствия без участия агента, я, самости, истинной сущности существа. Три, этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Четыре, более детальная процедура принятия аскетов-приверженцев иных учений описана в Винае. Однако, Будда по своей воле может отменить длительную апробацию, если видит, что кандидат подходит. В этом случае с Касапой он сразу же дал ему младшее посвящение, чуть позже, собрав монахов, высшие. Тимбарука сутта, Тимбарука. СН-12-18. В Саваттхе. И тогда странник Тимбарука подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, так как же, мастер Гатама, удовольствие и боль созданы собой? Не так оно, Тимбарука, сказал благословенный. В таком случае, мастер Гатама, удовольствие и боль созданы другим? Так не выходит ли, мастер Гатама, что удовольствие и боль созданы собой и другим? Значит, мастер Гатама, удовольствие и боль возникли случайным образом, будучи созданными ни собой, ни другим? Так не выходит ли, мастер Гатама, что удовольствия и боли нет? Не так оно, Тимбарука, что удовольствия и боли нет. Удовольствие и боль есть. Значит, мастер Гатама не знает и не видит удовольствия и боли? Не так оно, Тимбарука, что я не знаю и не вижу удовольствия и боли. Я знаю удовольствие и боль, я вижу удовольствие и боль. Будучи спрошенным, так как же, мастер Гатама, удовольствие и боль созданы собой, другим, собой другим, не собой, не другим? В каждом случае вы говорите так, не так оно, Тимбарука. Будучи спрошенным, так не выходит ли, мастер Гатама, что удовольствия и боли нет? Вы говорите, не так оно, Тимбарука, что удовольствия и боли нет. Удовольствие и боль есть. Будучи спрошенным, значит, мастер Гатама не знает и не видит удовольствия и боли? Вы говорите, не так оно, Тимбарука, что я не знаю и не вижу удовольствия и боли. Я знаю удовольствие и боль, я вижу удовольствие и боль. Господин, пусть Благословенный объяснит мне удовольствие и боль. Пусть Благословенный научит меня понимание удовольствия и боли. Тимбарука, если кто-либо считает, чувствует тот, кто чувствует, это одно и то же, то он утверждает так, подразумевая кого-то, существующего с самого начала, удовольствие и боль созданы собой, один. Но я не говорю так. Но, Тимбарука, если кто-либо считает, чувство, это одно, а тот, кто чувствует, это иное, то он утверждает так, подразумевая того, кто пронзаем конкретным чувством, удовольствие и боль созданы другим, два. Но и так я тоже не говорю. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит Дхамме срединным способом, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой грудостраданий. 3. Когда так было сказано, Тимбарука обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». 1. Комментарий. Если с самого начала он думает, чувствуя тот, кто чувствует, это одно и то же, то тогда возникает мнение и удовольствие и боль созданы собой. Потому что в этом случае чувство создано самим же чувством, и утверждает так, он утверждает существование этого же самого чувства уже в прошлом. Он утверждает этернализм, цепляется к этернализму. 2. Комментарий. Если с самого начала он думает, чувство – это одно, а тот, кто чувствует, это иное, то у того, кто испытывает конкретные чувства, тогда возникает мнение и удовольствие и боль созданы другим. Это мнение связано с нигилиционизмом. Чувство агента, краковедано, в прошлом было уничтожено, и кто-то иной, другой, переживает результаты его действий. Утверждая так, он объявляет и цепляется к анекилиционистическому воззрению о том, что агент, я, душа, сущность, самость, личность, уничтожается, а перерождается кто-то другой, другая душа, личность, самость и так далее. 3. Этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Балапандита сутта, глупец-мудрец. СН-12-19. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, глупец охвачен невежеством и опутан жаждой, и из-за этого его тело возникло. Так, есть это тело и внешнее имя и форма, такова эта двойка. В зависимости от этой двойки существует контакт. Есть всего лишь шесть сфер чувств, контактируя через которые, или через одну из которых, глупец испытывает удовольствие и боль, один. Монахи, мудрец охвачен невежеством и опутан жаждой, и из-за этого его тело возникло. Так, есть это тело и внешнее имя и форма, такова эта двойка. В зависимости от этой двойки существует контакт. Есть всего лишь шесть сфер чувств, контактируя через которые, или через одну из которых, мудрец испытывает удовольствие и боль. Так в чем же, монахи, разница, в чем несоответствие, в чем отличие между глупцом и мудрецом? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемый благословенным, находят пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, глупец охвачен невежеством и опутан жаждой, и из-за этого его тело возникло. У глупца это невежество не было отброшено, и та жажда не была полностью уничтожена. И почему? Потому что глупец не жил святой жизнью ради полного уничтожения страданий. Таким образом, после распада тела, глупец отправляется к другому телу, 2. Отправляясь к другому телу, он не освобожден от рождения, старения и смерти. Он не освобожден от печали, стенания, боли, недовольства и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю вам. Монахи, мудрец охвачен невежеством и опутан жаждой, и из-за этого его тело возникло. У мудреца это невежество было отброшено, и та жажда была полностью уничтожена. И почему? Потому что мудрец жил святой жизнью ради полного уничтожения страданий. Таким образом, после распада тела, мудрец не отправляется к другому телу. Не отправляясь к другому телу, он освобожден от рождения, старения и смерти. Он освобожден от печали, стенания, боли, недовольства и отчаяния. Он освобожден от страданий, я говорю вам. В этом, монахи, разница, несоответствие, отличие между глупцом и мудрецом, то есть, житил святой жизнью. Один, согласно комментарию, это тело означает собственное тело человека, а внешнее имя и форма это другие существа. По заметке Пхикху Бодхе, такая комментаторская интерпретация внешней имени и формы представляется сомнительной, и, скорее всего, в этом фрагменте текста используется редкое значение терминоморупа в плане обозначения всей сферы опыта, которая доступна сознанию, где внешнее имя это концепт для обозначения познанных внешних предметов. Два, по заметке Пхикху Бодхе, это сутта является доказательством того, что троичная интерпретация схемы зависимого возникновения, рассматривающая три жизни, не является, как считают некоторые, исключительно комментаторской придумкой. Здесь четко говорится о том, что прошлое невежество и жажда привели существо к новому рождению, а нынешние приведут к будущему рождению. Пачая сутта, условия. СН 12.20. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас зависимому возникновению и зависимо возникшим феноменам. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, зависимое возникновение? С рождением как условием, старение и смерть возникает, если появление в мире Татхагат или нет появления в мире Татхагат, этот элемент все равно имеет место быть. Это устойчивость Дхаммы, четкая последовательность Дхаммы, особая обусловленность. Один. Татхагата пробудился в это и пробился к этому. Сделав так, он объяснил, научил, провозгласил, утвердил, раскрыл, рассмотрел и прояснил это. И он говорит, смотрите. С рождением как условием, монахи, старение и смерть возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С контактом как условием, чувство возникает. Шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С именем и формой как условием, – шесть сфер чувств возникают. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С волевыми формирователями как условием, сознание и возникает. С невежеством как условием, волевые формирователи возникают, если появление в мире Тадхагат или нет появления в мире Тадхагат, этот элемент все равно имеет место быть. Это устойчивость Тхаммы, четкая последовательность Тхаммы, особая обусловленность. Тадхагат пробудился в это и пробился к этому. Сделав так, он объяснил, научил, провозгласил, утвердил, раскрыл, рассмотрел и прояснил это. И он говорит, смотрите. С невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Так, монахи, реальность этого, безошибочность, не иначесть, особая обусловленность, это называется зависимым возникновением. И что такое, монахи, зависимо возникшие феномены? Старение и смерть, монахи, является непостоянным, обусловленным, возникшим зависимо, подверженным уничтожению, исчезновению, угасанию и прекращению. Рождение является непостоянным. Существование является непостоянным. Цепляние является непостоянным. Жажда является непостоянной. Чувство является непостоянным. Контакт является непостоянным. Шесть сфер чувств являются непостоянными. Имя и форма являются непостоянными. Сознание является непостоянным. Волевые формирователи являются непостоянными. Невежество является непостоянным, обусловленным, возникшим зависимо, подверженным уничтожению, исчезновению, угасанию и прекращению. Все это, монахи, называется зависимо возникшими феноменами. Когда, монахи, ученик благородных четко увидел правильной мудростью в соответствии с действительностью зависимое возникновение и эти зависимо возникшие феномены, то не может быть такого, чтобы он убегал в прошлое с такими думами. Был ли я в прошлом? Не было ли меня в прошлом? Чем я был в прошлом? Каким я был в прошлом? Будучи чем я был таким в прошлом? Или же убегал бы в будущее с такими думами? Буду ли я в будущем? Не будет ли меня в будущем? Чем я буду в будущем? Каким я буду в будущем? Будучи чем я буду таким в будущем? Или же вместо этого, чтобы он был бы внутренне запутан в настоящем? Есть ли яд? Нет ли меня? Что яд? Каков яд? Откуда взялось это существо? которая есть Я? Куда оно уйдет? Два, и почему же такого не может быть? Потому что, монахи, ученик благородных четко увидел правильной мудростью в соответствии с действительностью это зависимое возникновение и эти зависимые возникшие феномены. Один, согласно комментарию, не может быть такого, чтобы старение и смерть возникли бы без такого феномена как рождение, поэтому рождение является обязательным условием старения и смерти, особая обусловленность, и допоча это, это набор особых условий для наличия старения и смерти и так далее. Под комментарий поясняет, что татхагаты не создают эти феномены, старение и смерть, рождение и так далее, а просто лишь открывают их существование и провозглашают об этом открытии. Два, примечания переводчика СВ, подобные мысли обозначаются в МН2 как неправильно направляемое внимание, а и не сама на сикара. Патхама Дасабала Сутта, 10 сил 1. СН 12-21. В Саваттхе. Благословенный сказал, Монахи, обладая десятью силами и четырьмя опорами уверенности в себе, 1. Татхагата занимает место быкова Жакастада, рычит львиным рыком на собраниях и приводит в движение колесо Брахмы, 2. Такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, восприятие, формации ума, сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таким образом, когда это существует, возникает и то, с возникновением этого, возникает то, когда этого не существует, то не возникает и того, с прекращением этого, прекращается то, то есть, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий, 3.1, 10 сил Тадхагата являются прямыми сверхчеловеческими знаниями, они разъясняются в МН 1, 69-71. В СН 52-15-24 эти силы приписываются также Достопочтенному Анурутхе, хотя комментарий поясняет, что тот обладает ими лишь частично. Четыре опоры уверенности в себе, висараджи, объяснены в МН 1, 71-72. 2. Вкратце, это уверенность в том, что 1. Никто в мире не может бросить вызов его заявлению о том, что он пробудился во все феномены, 2. Никто не может бросить вызов его заявлению о том, что он уничтожил все загрязнения, 3. Никто не может бросить вызов его заявлению в отношении состояния ума, которые он обозначает как помехи, 4. Никто не может бросить вызов его заявлению о том, что его учение приводит того, кто практикует соответствующее, к освобождению от страданий. 2. Колесо Брахмы объясняется комментарием как чистейшее колесо Дхаммы. Оно двояко, это знание и постижение, Патевитханьена, и знание и учение, Дисананьена. Первое знание проистекает из мудрости и было плодом собственного достижения Будды. Второе знание проистекает из сострадания Будды и позволяет ему обучать других Дхамме так, что его ученики достигают плодов. Первое знание является сверхмирским, Лакуттара, а второе мирским, Лакия. Оба знания получены Буддами и присущи исключительно Буддам, и никто иной ими не владеет. 3. Этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Дутияда Сабала Сутта, 10 сил 2. СН-12-22. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, обладая десятью силами и четырьмя опорами уверенности в себе, Татхагата занимает место быкова Жакастада, рычит львиным рыком на собраниях и приводит в движение колесо Брахмы. Такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение. Таково чувство, восприятие, формации ума. Сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Таким образом, когда это существует, возникает и то. С возникновением этого, возникает то. Когда этого не существует, то не возникает и того. С прекращением этого, прекращается то. То есть, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий, 1. Монахи, Бхамма хорошо провозглашена мною, разеснена, раскрыта, выявлена, освобождена от неувязок, 2. Когда, монахи, Бхамма была столь хорошо провозглашена мною, разеснена, раскрыта, выявлена, освобождена от неувязок, то этого достаточно для того, чтобы представитель клана, из веры покинувший мирскую жизнь ради жизни бездомной, зародил бы усердие так, пусть останутся только кожа, сухожилия и кости, пусть высохнет плоти кровь в моем теле, но я не позволю своему усердию ослабнуть, пока не достигну того, что может быть достигнуто человеческой силой, человеческим старанием, человеческим рвением. Монахи, ленивый человек пребывает в страдании, он не спачкан плохими, неблагими состояниями, и велико-то его личное благо, которое он упускает. Но усердный человек пребывает счастливым, отлученный от плохих, неблагих состояний, и велико-то его личное благо, которое он обретает. Не за счет низшего достигается высочайшее, но за счет высшего достигается высочайшее, 3. Монахи, святая жизнь, это напиток со сливками, 4. Учитель здесь. Поэтому, монахи, зарождайте усердие к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного с мыслью. Так, это наше оставление мирской жизни ради жизни бездомной не будет бесплодным, но будет продуктивным и плодотворным. И когда мы будем использовать одеяния, иду с подаянией, жилища и лекарства, подаренные нам другими, все эти услуги, оказываемые ими, принесут им великий плод и благо. Вот так, монахи, вы должны тренировать себя. Пометование о своем собственном благополучии, монахи, достаточно для того, чтобы бороться ради цели с прилежанием, 5. Пометование о благополучии других достаточно для того, чтобы бороться ради цели с прилежанием. Пометование о благополучии обоих достаточно для того, чтобы бороться ради цели с прилежанием, 1. Вся эта часть является предыдущей суттой, СН 12.21. Все примечания к этому фрагменту текста смотри. В СН 12.21. 2. Примечания переводчика СВ. Здесь в оригинале идет слово «потелока», который комментарий поясняет как порванную старую ткань, подшитую и заштопанную в многочисленных местах. Тхаммани является схожей с такой тканью. 2. Говоря на современный лад, Тхаммани является шитой белыми нитками, то есть не является нелогичной, внутренне противоречивой, она не имеет ни состыковок и ни увязок и тому подобное. 3. Комментарий объясняет это так, что нельзя достичь араханства, не имея пяти качеств, развитых до наивысшей степени. Смотри СН 48.18. 4. Комментарий, есть три вида сливок. 1. Сливки учения, Дисанаманда, то есть четыре истинные тридцать семь факторов, ведущих к просветлению. 2. Сливки получателей, Патикгахаманда, то есть ученики, способные понять эти учения. 3. Сливки святой жизни, Брахмачарияаманда, то есть благородный восьмеричный путь. 5. Примечание переводчика СВ, слово «прилежание», Аппамада, объясняется в СН 48.56. Упаниса сутта, непосредственная причина. СН 12.23. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен, загрязнение ума возможно только у того, кто знает и видит, а не у того, кто не знает и не видит. И что же он знает, что же он видит, благодаря чему происходит уничтожение пятен?» Такова форма, таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие, таковы формации, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. У того, кто знает так, у того, кто видит так, происходит уничтожение пятен. Я говорю вам, монахи, что знание уничтожения пятен в отношении уничтожения пятен имеет непосредственную причину. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для знания уничтожения? На это следует ответить так, освобождении. Я говорю вам, монахи, что у освобождения также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для освобождения? На это следует ответить так, бесстрастии. Я говорю вам, монахи, что у бесстрастия также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для бесстрастия? На это следует ответить так, разочарование. Я говорю вам, монахи, что у разочарования также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для разочарования? На это следует ответить так, знание и видение вещей в соответствии с действительностью. Я говорю вам, монахи, что у знания и видения вещей в соответствии с действительностью также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для знания и видения вещей в соответствии с действительностью? На это следует ответить так, сосредоточение. Я говорю вам, монахи, что у сосредоточения также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для сосредоточения? На это следует ответить так, счастье. Я говорю вам, монахи, что у счастья также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для счастья? На это следует ответить так – безмятежность. Я говорю вам, монахи, что у безмятежности также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у нее не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для безмятежности? На это следует ответить так – восторг. Я говорю вам, монахи, что у восторга также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для восторга? На это следует ответить так – радость. Я говорю вам, монахи, что у радости также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у нее не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для радости? На это следует ответить так – вера. Я говорю вам, монахи, что у веры также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у нее не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для веры? На это следует ответить так, страданий, один. Я говорю вам, монахи, что у страдания также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для страдания? На это следует ответить так, рождении. Я говорю вам, монахи, что у рождения также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для рождения? На это следует ответить так, существование. Я говорю вам, монахи, что у существования также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для существования? На это следует ответить так, цыплянии. Я говорю вам, монахи, что у цыпляния также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у него не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для цепляния? На это следует ответить так, жажда. Я говорю вам, монахи, что у жажды также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у нее не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для жажды? На это следует ответить так, чувства. Для чувства на это следует ответить так, контакт. Для контакта – шесть сфер чувств. Для шести сфер чувств – имя и форма. Для ремня и формы – сознание. Для сознания – волевые формирователи. Я говорю вам, монахи, что у волевых формирователей также есть непосредственная причина. Не так оно, чтобы у них не было непосредственной причины. И какова непосредственная причина для волевых формирователей? На это следует ответить так – невежество. Так, монахи, с невежеством как непосредственной причиной, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как непосредственной причиной, сознание возникает. С сознанием как непосредственной причиной, имя и форма возникает. С именем и формой как непосредственной причиной, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как непосредственной причиной, контакт возникает. С контактом как непосредственной причиной, чувство возникает. С чувством как непосредственной причиной, жажда возникает. С жаждой как непосредственной причиной, цепляние возникает. С цеплянием как непосредственной причиной, существование возникает. С существованием как непосредственной причиной, рождение возникает. С рождением как непосредственной причиной, страдание возникает. Со страданием как непосредственной причиной, вера возникает. С верой как непосредственной причиной, радость возникает. С радостью как непосредственной причиной, восторг возникает. С восторгом как непосредственной причиной, безмятежность возникает. С безмятежностью как непосредственной причиной, счастье возникает. С счастьем как непосредственной причиной, сосредоточение возникает. С сосредоточением как непосредственной причиной, знание и видение вещей, возникает. С сознанием и видением вещей, как непосредственной причиной, разочарование возникает. С разочарованием как непосредственной причиной, бесстрастие возникает. С бесстрастием как непосредственной причиной, освобождение возникает. С освобождением как непосредственной причиной, знание и уничтожение возникает. Подобно тому, монахи, как ливень проливается тяжелыми каплями на вершину горы, и водяные потоки устремляются вниз по склону, заполняя расселины, канавки и протоки, а по заполнению этих, заполняют пруды, а по заполнению этих, заполняют озера, а по заполнению этих, заполняют ручьи, а по заполнению этих, заполняют реки, а по заполнению этих, заполняют Великий океан, то точно так же с невежеством как непосредственной причиной, волевые формирователи возникают, с освобождением как непосредственной причиной, знание и уничтожение возникает. Один, комментарий дает краткое пояснение всех этих факторов, начиная со страдания. Страдание здесь понимается в максимальном масштабе, как бесконечная круговерть сансарных прирождений. Вера объясняется как доверие для того, чтобы начать практику пути. Радость, помоджи, объясняется как слабый восторг, тогда как восторг, питье, как сильный восторг. Безмятежность, пассаттхи, объясняется как подавление беспокойности, что является предварительным условием достижения полного сосредоточения, джханы. Счастье, это начальная стадия джханового сосредоточения, где счастье является одним из факторов. Сосредоточение объясняется как, уже достаточно устойчивая, джхана, которая используется в качестве базиса для прозрения. Знание и видение вещей в соответствии с действительностью, это слабая степень прозрения. Разочарование, небобида, это сильное прозрение, когда формации тела и ума видятся опасными, пугающими и так далее. Бестрастие, вирага, это путь, возникающий после устранения загрязнений. Аннититхия сутта, страники привержен с других учений. СН 12.24. В Раджагахе в бамбуковой роще. И тогда, утром, достопочтенный сарепутт оделся, взяв чашу и одеяние, вошел в Раджагаху собирать подаяния. И тогда мысль пришла к нему, слишком рано ходить по Раджагахе в поисках подаяний. Что если я отправлюсь в парк, где собираются странники привержен с других учений? И тогда достопочтенный сарепутт отправился в парк, где собираются странники привержен с других учений. Он обменялся с теми странниками вежливыми приветствиями, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, сел рядом. Тогда странники обратились к нему, друг Сарипутта, некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы собой. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы другим. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы собой другим. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Каммы, утверждают, что страдания возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, один. Итак, друг Сарипута, что же отшельник Гатама говорит об этом? Чему он учит? Как нам отвечать, если бы нам пришлось говорить о том, что говорил отшельник Гатама, так чтобы не сказать того, что было бы противоположным действительности? Как нам следует объяснять в соответствии с Дхаммой, так чтобы наше утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики? Друзья, Благословенный сказал, что страдание является возникшим зависимо. Зависимым от чего? Зависимым от контакта. Если кто-либо сказал бы так, то он утверждал бы то, как это было сказано Благословенным, и не исказил бы его слов, так что это было бы противоположным действительности. Он объяснял бы в соответствии с Дхаммой так, что его утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики. В этом отношении, друзья, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Камы, которые утверждают, что страдание создано собой, этого зрения обусловлено контактом, два. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Камы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, этого зрения также обусловлено контактом. В этом отношении, друзья, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано собой, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Достопочтенный Ананда услышал эту беседу между достопочтенным Сарипуттой и странниками-приверженцами других учений. И затем, после того, как он походил по Раджагахе в поисках подаяния и вернулся с хождением за подаяниями, после обеда он отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал Благословенному всю беседу между достопочтенным Сарипуттой и странниками-приверженцами других учений. Благословенный ответил, «Хорошо, хорошо, Ананда. Всякий, кто отвечал бы правдиво, ответил бы точно так же, как это сделал Сарипутта. Ведь я говорил, Ананда, что страдание является возникшим зависимо. Зависимым от чего? Зависимым от контакта. Если кто-либо сказал бы так, то он утверждал бы то, как это было сказано мной, и не исказил бы моих слов, так что это было бы противоположным действительности. Он объяснял бы в соответствии с Дхаммой так, что его утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики. В этом отношении, Ананда, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано собой, это воззрение обусловлено контактом. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, это воззрение также обусловлено контактом. В этом отношении, Ананда, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано собой, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Однажды, Ананда, я проживал здесь же, в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда утром я оделся, взяв чашу и одеяние, я вошел в Раджагаху собирать подаяния. И тогда мысль пришла ко мне, слишком рано ходить по Раджагаху в поисках подаяний. Что если я отправлюсь в парк, где собираются странники-приверженцы других учений? 3. Не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Как удивительно, учитель! Как поразительно, учитель, что все значение может быть объяснено одной единственной фразой. А можно ли это же самое значение объяснить в подробностях так, чтобы это было глубоким и глубоким в следствиях? Что же, Ананда, проясни этот вопрос сам. 4. Учитель, если бы они спросили меня. Друг Ананда, каков источник старения и смерти? Каково его происхождение? А чего оно появилось и зародилось? То, будучи спрошенным так, я бы ответил. Друзья, старение и смерть имеют рождение своим источником, рождение своим происхождением. Оно появилось и зародилось из рождения. Будучи спрошенным так, вот как я бы ответил. Учитель, если бы они спросили меня. Друг Ананда, каков источник рождения? То, будучи спрошенным так, я бы ответил. Друзья, рождение имеет существование своим источником, существование своим происхождением. Оно появилось и зародилось из существования. Существование имеет цепляние своим источником, цепляние имеет жажду своим источником, жажда имеет чувство своим источником, чувство имеет контакт своим источником, контакт имеет шесть сфер чувств своим источником, шесть сфер чувств своим происхождением. Он появился и зародился из шести сфер чувств. Но с безостаточным угасанием и прекращением шести сфер чувств для контакта, происходит прекращение контакта. С прекращением контакта – прекращение чувства. С прекращением чувства – прекращение жажды. С прекращением жажды – прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения старения и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания. Будучи спрошенным так, вот как я бы ответил. 1. Смотри примечание к СН 12.18. 2. По заметке достопочтенного Бодхи, здесь, судя по всему, идет отсылка к ДН1, где Будда говорит о происхождении и воззрении на основе контакта. 3. Здесь в точности повторяется история, но в беседе участвует не Сарипутта, а сам Будда. Тхумиджа сутта, Тхумиджа. СН 12.25. И тогда, вечером, достопочтенный Пхумиджа вышел из затворничества и отправился к достопочтенному Сарипутте. Он обменялся с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом и сказал ему, друг Сарипутта, некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что удовольствие и боль созданы собой. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что удовольствие и боль созданы другим. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что удовольствие и боль созданы собой и другим Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что удовольствие и боль возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, один Итак, друг Сарепута, что же Благословенный говорит об этом? Чему он учит? Как нам отвечать, если бы нам пришлось говорить о том, что говорил Благословенный, чтобы не сказать того, что было бы противоположным действительности? Как нам следует объяснять в соответствии с Дхамой, чтобы наше утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики? В этом отношении, друг, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Камы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы собой, этого зрения обусловлено контактом, 2. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Камы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы другим, и собой другим, возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, этого зрения также обусловлено контактом. В этом отношении, друг, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы собой, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы другим, и собой другим, возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Достопочтенный Ананда услышал эту беседу между Достопочтенным Сарипуттой и Достопочтенным Пхумиджей. И тогда он отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал Благословенному всю беседу между Достопочтенным Сарипуттой и Достопочтенным Пхумиджей. Благословенный ответил «Хорошо, хорошо, Ананда». Всякий, кто отвечал бы правдиво, ответил бы точно так же, как это сделал Сарипутта. Ведь я говорил, Ананда, что удовольствие и боль являются возникшими зависимо. Зависимыми от чего? Зависимыми от контакта. Если кто-либо сказал бы так, то он утверждал бы то, как это было сказано мной, и не исказил бы моих слов, так что это было бы противоположным действительности. Он объяснял бы в соответствии с Дхаммы так, что его утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики. В этом отношении, Ананда, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы собой, это воззрение обусловлено контактом. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы другим, и собой другим, возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, это воззрение также обусловлено контактом. В этом отношении, Ананда, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы собой, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что удовольствие и боль созданы другим, и собой другим, возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Ананда, когда есть тело, то из-за телесного намерения внутренние возникают удовольствие и боль. Когда есть речь, то из-за словесного намерения внутренние возникают удовольствие и боль. Когда есть ум, то из-за умственного намерения внутренние возникают удовольствие и боль, с невежеством как условием. 3. Либо по своей инициативе, Ананда, кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо из-за побуждения другими кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо осмотрительно, Ананда, кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо неосмотрительно, Ананда, кто-либо порождает этот телесный волевой формирователь, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствие и боль. 4. Либо по своей инициативе, Ананда, кто-либо порождает этот словесный волевой формирователь, внутренне возникают удовольствие и боль. Либо по своей инициативе, Ананда, кто-либо порождает этот умственный волевой формирователь. 5. Внутренне возникают удовольствие и боль. 6. Невежество включено в эти состояния. 7. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества этого тела не существует, будучи обусловленными которым внутренние возникают удовольствия и боль. Этой речи не существует, будучи обусловленными которой внутренние возникают удовольствия и боль. Этого ума не существует, будучи обусловленными которым внутренние возникают удовольствия и боль. Этого поля не существует, этой области не существует, этой сферы не существует, этого основания не существует, будучи обусловленными которым, внутренне возникают удовольствия и боль. 1. Смотри примечание КСН 12-18. 2. По заметке Достопочтенного Бодхи, здесь, судя по всему, идет отсылка к ДН-1, где Будда говорит о происхождении и воззрении на основе контакта. 3. Этот же фрагмент есть в Ангуттаране Кайан 2, 157-59. Комментарий поясняет, что Будда говорит о том, что удовольствие и боль возникают не только из-за одного лишь контакта, то есть контакт не является единственной причиной, но также из-за действия каммы. В данном случае телесные, словесные и умственные намерения являются тремя видами валений, которые создают камму, результаты которой могут быть приятными или болезненными, и, таким образом, также являются условием для удовольствия и боли. 4. Примечание переводчика СВ – осмотрительно, сампаджано, и не осмотрительно, а сампаджано. В других контекстах, например, в описании практики осознанности, сатипаддхана, это слово я перевожу как «бдительность», «сампаджание». Комментарий поясняет, что в первом случае имеется в виду, что человек знает о камме и ее плодах, и совершает поступок с этим знанием. Во втором случае человек не знает об этом и совершает поступок без этого знания. 5. Здесь используется термин «монасангхара», но из контекста четко видно, что он является синонимом Читтосангхара в СН-12-2. Однако, нет никаких текстовых оснований считать его аналогом Читтосангхара в СН-41-6, где этот термин объясняется как «санне и ведана». 6. Фрагменты раскрываются в точности как с телесным волевым формирователем. 7. Комментарий поясняет это как звено схемы зависимого возникновения, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Упована сутта, Упована. СН-12-26. В Саваттхе. И тогда достопочтенный Упована отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы собой». Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы другим. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Камы, утверждают, что страдания созданы собой другим. Некоторые жрецы и отшельники, сторонники доктрины Хамы, утверждают, что страдания возникли случайно, не будучи созданными ни собой, ни другим, один Так как же, учитель, что же Благословенный говорит об этом? Чему он учит? Как нам отвечать, если бы нам пришлось говорить о том, что говорил Благословенный, чтобы не сказать того, что было бы противоположным действительности Как нам следует объяснять в соответствии с Хамой, чтобы наше утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики? У Павана, я говорил, что страдание является возникшим зависимо Зависимым от чего? Зависимым от контакта Если кто-либо сказал бы так, то он утверждал бы то, как это было сказано мной, и не исказил бы моих слов, так что это было бы противоположным действительности Он объяснял бы в соответствии с Хамой так, что его утверждение не повлекло бы за собой уместной почвы для критики В этом отношении, у Павана, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано собой, этого зрения обусловлено контактом, два. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, этого зрения также обусловлено контактом. В этом отношении, у Павана, в случае с теми жрецами и отшельниками, сторонниками доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано собой, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. Также, в отношении тех жрецов и отшельников, сторонников доктрины Каммы, которые утверждают, что страдание создано другим, и собой другим, возникло случайно, не будучи созданным ни собой, ни другим, не может быть такого, чтобы они испытывали бы что-либо без контакта. 1. Смотри примечание к СН-12-18. 2. По заметке достопочтенного Бодхи, здесь, судя по всему, идет отсылка к ДН-1, где Будда говорит о происхождении и воззрении на основе контакта. Пачая сутта, условия. СН-12-27. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. 1. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Старение и смерть. И что такое, монахи, старение и смерть? Старение различных существ в различных классах существ, их становление старыми, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизненной силы, ослабевание качеств, это называется старением. Исчезание различных существ из различных классов существ, их умирание, распад, исчезновение, смертность, кончина, окончание времени срока жизни, распад совокупностей, оставление тела, это называется смертью. Таким образом, это старение и эта смерть вместе называются старением и смертью. С возникновением рождения происходит возникновение старения и смерти. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению старения и смерти, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Рождение. И что такое, монахи, рождение? Рождение различных существ в различных классах существ, их рождение, нисхождение в утробу, происхождение, проявление совокупностей, обретение органов чувств. Это называется рождением. С возникновением существования происходит возникновение рождения. С прекращением существования происходит прекращение рождения. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению рождения. Существование. И что такое, монахи, существование? Есть три вида существования. Существование в мире чувств, существование в мире форм, существование в бесформенном мире. Это называется существованием. С возникновением цепляния происходит возникновение существования. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению существования. Цеплянии. И что такое, монахи, цепляние? Есть четыре вида цепляния, цепляние к чувственным удовольствиям, цепляние к воззрениям, цепляние к правилам и предписаниям, цепляние к доктрине Я. Это называется цеплянием. С возникновением жажды происходит возникновение цепляния. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению цепляния. Жажда. И что такое, монахи, жажда? Есть шесть видов жажды – жажда к формам, жажда к звукам, жажда к запахам, жажда к вкусам, жажда к тактильным ощущениям, жажда к ментальным феноменам. Это называется жаждой. С возникновением чувства происходит возникновение жажды. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению жажды. Чувство. И что такое, монахи, чувство? Есть шесть видов чувств – чувство, рожденное контактом глаза, контактом уха, контактом носа, контактом языка, контактом тела, контактом ума. Это называется чувством. С возникновением контакта происходит происхождение чувства. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению чувства. Контакт. И что такое, монахи, контакт? Есть шесть видов контакта, контакт глаза, контакт уха, контакт носа, контакт языка, контакт тела, контакт ума. Это называется контактом. С возникновением шести сфер чувств происходит возникновение контакта. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению контакта. Шесть сфер чувств. И что такое, монахи, шесть сфер чувств? Сфера глаза, сфера уха, сфера носа, сфера языка, сфера тела, сфера ума. Это называется шестью сферами чувств. С возникновением имени и формы происходит возникновение шести сфер чувств. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению шести сфер чувств. Имя и форма. И что такое, монахи, имя и форма? Чувство, восприятие, намерение, контакт, внимание, это называется именем. Четыре великих элемента и форма, выстроенная из четырех великих элементов, это называется формой. Таким образом, это имя и эта форма вместе называются именем и формой. С возникновением сознания происходит возникновение имени и формы. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению имени и формы. Сознание. И что такое, монахи, сознание? Есть шесть видов сознания – сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, сознание тела, сознание ума. Это называется сознанием. С возникновением волевых формирователей происходит происхождение сознания. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению сознания. Волевые формирователи. И что такое, монахи, волевые формирователи? Есть три вида волевых формирователей. Телесные волевые формирователи, словесные волевые формирователи, умственные волевые формирователи. Эти называются волевыми формирователями. С возникновением невежества происходит возникновение волевых формирователей. С прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. И именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению волевых формирователей. Когда, монахи, ученик благородных таким образом понимает условий, таким образом понимает источник условия, таким образом понимает прекращение условия, таким образом понимает путь, ведущий к прекращению условия, то тогда он зовется учеником благородных, который совершенен в воззрениях, совершенен в видении, который пришел к этой истинной Дхамме, который видит эту истинную Дхамму, который обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, который вступил в поток Дхаммы, благородный с проницательной мудростью, тот, кто стоит прямо возле дверей к бессмертному. Один, раскрывается так же, как в СН 12.1. Тхикхусута, монах. СН 12.28. В Саваттхе. Благословенный сказал, вот, монахе, монах понимает старение и смерть, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению. Он понимает рождение, существование, цепляние, жажду, чувство. Контакт, шесть сфер чувств, имя и форму, сознание, волевые формирователи, их происхождение, их исчезновение, и путь, ведущий к их прекращению. И что такое, монахе, старение и смерть? Один, именно этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению волевых формирователей, то есть правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда, монахе, монах понимает старение и смерть, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, он понимает рождение, существование, цепляние, жажду, чувство, контакт, шесть сфер чувств, имя и форму, сознание, волевые формирователи, их происхождение, их исчезновение, и путь, ведущий к их прекращению, то тогда он зовется монахом, который совершенен в воззрении их, совершенен в видении, который пришел к этой истинной Дхамме, который видит эту истинную Дхамму, который обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, который вступил в поток Дхаммы, благородный с проницательной мудростью, тот, кто стоит прямо возле дверей к бессмертному. Один, здесь перечисляются все звенья в точности как в предыдущей сутте, СН 12.27. Под Дхамма Саманабрахамана сутта, жрецы и отшельники один. СН 12.29. Сутта идентична СН 12.13, но вместо «не понимают» здесь идет «не полностью понимают». Дутиеса Манабрахамана сутта, жрецы и отшельники два. СН 12.30. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые не понимают старения и смерти, его происхождения, его исчезновения, и пути, ведущего к его исчезновению, не может быть такого, чтобы они пребывали, преодолев старение и смерть. Что касается тех жрецов и отшельников, которые не понимают рождения, существования, цепляния, жажды, чувства, контакта, шести сфер чувств, имени и формы, сознания, волевых формирователей, их происхождение, их исчезновение, и пути, ведущего к их исчезновению, не может быть такого, чтобы они пребывали, преодолев волевые формирователя. Но, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые понимают старение и смерть, его происхождение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению. Волевые формирователи, их происхождение, их исчезновение, и путь, ведущий к их прекращению, может быть так, что они будут пребывать, преодолев волевые формирователи. Тхута сутта, появившийся. СН 12.31. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе. Там он обратился к достопочтенному Сарипутте. Так, Сарипутта, в вопросах Аджиты Параяны было сказано, 1. Постегшие Дхамму, и многие ученики, об образе их поведения спрошу я, любезности ради, ответь же, почтенный, 2. Как следует в подробностях понимать значение этого краткого утверждения? Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта ничего не ответил. Во второй раз и в третий раз благословенный спросил достопочтенного Сарипутту так, Сарипутта, в вопросах Аджиты. Как следует в подробностях понимать значение этого краткого утверждения? И во второй раз и в третий раз достопочтенный Сарипутта ничего не ответил. 3. Сарипутта, видишь ли ты следующий, это появилось? Сарипутта, видишь ли ты, это появилось? Учитель, вот кто-либо видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, это появилось. 4. Увидев в соответствии с действительностью правильной мудростью, это появилось, он практикует ради разочарования по отношению к тому, что появилось, ради угасания и прекращения этого. Он видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, происхождение этого возникает посредством этого как питания. 5. Увидев в соответствии с действительностью правильной мудростью, происхождение этого возникает посредством этого как питания, он практикует ради разочарования по отношению к происхождению этого посредством питания, ради его угасания и прекращения. Он видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, с прекращением питания, это появившееся также подвержено прекращению. Увидев в соответствии с действительностью правильной мудростью, с прекращением питания, это появившееся также подвержено прекращению, он практикует ради разочарования по отношению к тому, что подвержено прекращению, ради угасания и прекращения этого. Вот каким образом кто-либо является учеником. И кто, учитель, является постигшим в хамму? Учитель, вот кто-либо видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, это появилось. Увидев в соответствии с действительностью правильной мудростью, это появилось, благодаря разочарованию по отношению к появившемуся, благодаря его угасанию и прекращению, он освобожден посредством нецепляния. Он видит в соответствии с действительностью правильной мудростью, происхождение этого возникает посредством этого как питания. Увидев это в соответствии с действительностью правильной мудростью, происхождение этого возникает посредством этого как питания, благодаря разочарованию по отношению к происхождению этого посредством питания, благодаря его угасанию и прекращению, он освобожден посредством нецепляния. Он видит в соответствии с действительностью, с прекращением питания, это появившееся также подвержено прекращению. Увидев в соответствии с действительностью правильной мудростью, с прекращением питания, это появившееся также подвержено прекращению, благодаря разочарованию по отношению к тому, что подвержено прекращению, благодаря угасанию и прекращению этого, он освобожден посредством нецепляния. Вот каким образом кто-либо является постигшим Дхамму. Таким образом, учитель, когда так было сказано в вопросах Аджиты Параяны, любезности ради, ответь же, почтенный. То вот каким образом я понимаю в подробностях значение этого краткого утверждения. Хорошо, хорошо, Сарипутта. Кто-либо видит в соответствии с действительностью. 6. Вот каким образом следует понимать в подробностях значение этого краткого утверждения. 1. Параяна Путешествие на Дальний Берег, является последней главой сутты Непаты. Она состоит из 16 разделов, плюс пролог-епилог, в каждом из которых Будда отвечает на вопросы, заданные ему 16 брахманскими учениками. Вопрос Аджиты – это первое из 16 разделов, то есть СНП 5.1.2, под комментарий объясняет, что постигшие Дхамму – это араханты. Ученики, Секха, это семь благородных личностей, те, что на четырех путях, и те, что достигли трех плодов. 3. Комментарий, почему он ничего не ответил даже в третий раз? Его озадачил не вопрос Будды, а намерение, с которым Будда задавал этот вопрос, потому что можно было разными способами ответить, через объяснение совокупностей, элементов, сфер чувств или причинности, и он хотел уловить намерение учителя. Когда учитель осознал причину его молчания, он подсказал ему метод словами «видишь ли ты?». 4. Согласно комментарию, это появилось «тхутамидам» означает «пять совокупностей». Таким образом, Будда намекнул, что нужно отвечать посредством объяснения пяти совокупностей. 5. Насчет питания смотри. СН 12.11 и СН 12.12. Вне сомнений, именно из-за темы зависимости пяти совокупностей от питания эту сутту включили в эту саньюту. 6. Будда повторяет все утверждение сарипутты целиком. Калара сутта, Калара. СН 12.32. И тогда монах Калара-кхатти подошел к достопочтенному сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и обратился к достопочтенному сарипутте, друг сарипутта, монах Малийбхагуна, один, оставил монашескую тренировку и вернулся к низшей жизни мирянина. В таком случае, вне всяких сомнений, этот достопочтенный не нашел утешения в этой дхаме и винае. Так выходит, достопочтенный сарипутта обрел утешение в этой дхаме и винае? У меня нет замешательства в отношении дхаммы, друг. А в отношении будущего, друг. У меня нет сомнений, друг. И тогда монах Каларакхатти поднялся со своего сиденья и отправился к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, сел рядом и сказал ему, учитель, достопочтенный сарипутта объявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования, два. Тогда благословенный обратился к одному из монахов, ну же, монах, скажи сарипутте от моего имени, что учитель зовет его. Да, учитель, ответил монах, отправился к достопочтенному сарипутте и сказал, друг сарипутта, учитель зовет тебя. Да, друг, ответил достопочтенный Сарепута, отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, правда ли, Сарепута, что ты объявила достижение окончательного знания так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования? Учитель, я не говорил об этом в таких выражениях и фразах. Каким бы образом, Сарепута, монах не объявлял бы об окончательном знании, то, о чем он заявил, следует таковым и понимать. Учитель, но не сказал ли я разве еще это, учитель, я не говорил об этом в таких выражениях и фразах. Если, Сарепута, тебя бы спросили, друг Сарепута, как ты узнал, как ты увидел, что ты объявил о своем окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования, то, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, с уничтожением источника, из которого проистекает рождение, я понял, когда причина уничтожена, то следствие уничтожено. Поняв так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил. Но, Сарепута, если бы тебя спросили, но, друг Сарепута, что является источником рождения, что является его началом, из чего оно порождается и проистекает, то, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, рождение, друзья, имеет своим источником существования, существование является его началом, оно порождается и проистекает из существования. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил. Но, Сарепута, если бы тебя спросили, но, друг Сарепута, что является источником существования? То, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, существование, друзья, имеет своим источником цепляния. Но, Сарепута, если бы тебя спросили, но, друг Сарепута, что является источником цепляния? Если бы меня спросили так, учитель, Я бы ответил так, цыпляни, друзья, имеют своим источником жажду. Но, Сарипутта, если бы тебя спросили, но, друг Сарипутта, что является источником жажды? Если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, жажда, друзья, имеет своим источником чувство, чувство является его началом, оно порождается и проистекает из чувства. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил. Но, Сарипутта, если бы тебя спросили, друг Сарипутта, Как ты узнал, как ты увидел, что наслаждение чувствами боли не наличествует в тебе? То, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Три, если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, друзья, есть эти три чувства. Какие три? Приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Эти три чувства, друзья, непостоянны. Все, что непостоянно, то страдательно. Когда это было понято мной, наслаждение чувствами боли не наличествовало во мне. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил. Хорошо, хорошо, Сарипутта. А вот еще один способ объяснения вкратце того же самого, все, что чувствуется, включено в страдании, 4. Но, Сарипутта, если бы тебя спросили, друг Сарипутта, посредством какого вида освобождения ты объявил об окончательном знании так, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования? То, будучи спрошенным так, как бы ты ответил? Если бы меня спросили так, учитель, я бы ответил так, друзья, посредством внутреннего освобождения, посредством уничтожения всяческого цепляния я пребываю осознанно таким образом, что пятна загрязнения ума не наводняют меня, и я не отношусь к себе с презрением. Будучи спрошенным так, учитель, вот как я бы ответил, 5. Хорошо, хорошо, Сарипутта. А вот еще один способ объяснения вкратце того же самого, у меня нет замешательства в отношении пятен загрязнений ума, о которых говорил отшельник. У меня нет сомнений в отношении того, что они были отброшены мной. Так сказал благословенный. Сказав так, счастливейший поднялся со своего сиденья и ушел в свою хижину. Затем, вскоре после того, как благословенный ушел, достопочтенный Сарипутта обратился к монахам так, друзья, первый вопрос, который благословенный задал мне, прежде не был продуман мной, поэтому я колебался с ответом, 6. Но когда благословенный одобрил мой ответ, мысль пришла ко мне, если бы благословенный задавал мне вопросы на этот счет в различных выражениях и разными способами целый день, то я мог бы отвечать ему целый день в различных выражениях и различными способами. Если бы он задавал мне вопросы на этот счет в различных выражениях и различными способами целую ночь, день и ночь, два дня и две ночи, три, четыре, пять, шесть, семь дней и ночей, в течение семи дней и ночей я мог бы отвечать ему в различных выражениях и различными способами. Тогда монах Каларак-Хатти поднялся со своего сидения и отправился к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, сел рядом и сказал, «Учитель, достопочтенный Сарипутта произнес свой львиный рык, поэтому я колебался с ответом, но когда Благословенный одобрил мой ответ, мысль пришла ко мне, если бы Благословенный задавал бы мне вопросы на этот счет, целый день, ночь, день и ночь, два дня и две ночи, три, четыре, пять, шесть, семь дней и ночей, в течение семи дней и ночей я мог бы отвечать ему в различных выражениях и различными способами». Монах, достопочтенный Сарипутта тщательно постиг этот элемент Дхаммы, благодаря тщательному постижению которого, если бы я задавал ему вопросы на этот счет в различных выражениях и различными способами целый день, семь дней и ночей, в течение семи дней и ночей он мог бы отвечать мне в различных выражениях и различными способами. 1. Беседа с Малейбхагной записана в СН 12.12. 2. Сарипутта не объявляла достижением окончательного знания таким образом, но монах Калара понял достопочтенного Сарипутту именно так. Окончательные знания, а не это араханство. 3. Комментарий поясняет, что Будда делает здесь специальный поворот, отличный от стандартного изложения схемы зависимого возникновения, чтобы Сарипутта произнес свой львиный рык в своих владениях, совисая, то есть, в отношении постижения трех видов чувств, ведана. Комментарий, очевидно, ссылается на МН 74, в которой Будда дает проповедь о непостоянстве и отбрасывании всех трех видов чувств, приятного, болезненного, неприятного и неболезненного, и в конце сутты говорится, что Сарипутта, поняв это наставление, становится арахантом. По заметке достопочтенного Тханиссара, МН 74 интересно сопоставить с МН 111, в которой также говорится о достижении араханства Сарипуттой, но уже с иного ракурса. В МН 111 повествуется о медитативном мастерстве Сарипутты в плане четырех джхан и четырех бесформенных сфер. Если сопоставить эти две сутты, то можно сделать такой вывод, до того, как Сарипутта услышал наставление в МН 74, он полностью освоил все восемь медитативных уровней, включая сферу невосприятия и невосприятия. Во время слушания наставления МН 74, он осознал, что Будда говорит о полном оставлении всех видов чувств посредством прямого знания. Это позволило ему войти в сферу прекращения восприятия и чувствования, во время чего он, конечно же, уже не слышал наставления, которое давалось в МН 74 не ему, а Дикханаки, и таким образом в тот самый момент он и достиг Нигбаны, то есть плода араханства. Примечание переводчика СВ, здесь также небезынтересно отметить полное соответствие с СН 48-40, в которое утверждается, что полное понимание и постижение последнего из трех видов чувств, неприятного и неболезненного чувства, осуществляется именно в сфере прекращения восприятия и чувствования, не Радхасамапатти. Другими словами, до достижения этой сферы, постижение трех видов чувств будет неполным. 4. Эта фраза более детально объясняется в СН 36-11. 5. Комментарий, внутреннее освобождение, от Джхатамвимокха, то есть он достиг араханства, созерцая внутренней формации. 5. На загрязнении ума не наводняют меня, а Саванамус Саванти, то есть, три вида пятен как чувственность и так далее, не наводняют его через шесть дверей и чувств в отношении шести объектов чувств, другими словами, они не возникают во мне. Я не отношусь к себе с презрением, а Тананчанаваджанами, то есть, здесь подразумевается отбрасыванием презрения к самому себе, Амана. 6. Комментарий поясняет, что Сарипутта колебался не из-за незнания предмета, а из-за непонимания намерения, с которым его спрашивает Будда. Аналогичная ситуация была в СН-12-31. Подхамани на Ваттфу сутта, предметы знания 1. СН-12-33. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас сорока четырем предметам знания. Слушайте внимательно, я буду говорить». Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, и каковы сорок четыре предмета знания? Знание старения и смерти, знание его источника, знание его прекращения, знание пути, ведущего к его исчезновению. Знание рождения. Знание существования. Знание цепляния. Знание жажды. Знание чувства. Знание контакта. Знание шести сфер чувств. Знание имени и формы. Знание сознания. Знание волевых формирователей. Знание их источника. Знание их прекращения. Знание пути, ведущего к их исчезновению. Таковы, монахи, сорок четыре предмета знания. Старение и смерть. И что такое, монахи, старение и смерть? Старение различных существ в различных классах существ, их становление старыми, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизненной силы, ослабевание качеств, это называется старением. Исчезание различных существ из различных классов существ, их умирание, распад, исчезновение, смертность, кончина, окончание времени срока жизни, распад совокупностей, оставление тела, это называется смертью. Таким образом, это старение и эта смерть вместе называются старением и смертью. С возникновением рождения существует возникновение старения и смерти. С прекращением рождения существует прекращение старения и смерти. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению старения и смерти, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает старение и смерть, его возникновение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, то это является его знанием принципа «один». Посредством этого принципа в отношении всего увиденного, познанного, мгновенно достигнутого, постигнутого, он применяет этот метод к прошлому и к будущему так, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не познавали бы напрямую старение и смерть, его возникновение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, все они напрямую познали это точно таким же образом, как и я сейчас. Какие бы жрецы и отшельники в будущем не познают напрямую старение и смерть, его возникновение, его исчезновение, и путь, ведущий к его исчезновению, все они напрямую познают это точно таким же образом, как и я сейчас. Таково его знание наследования, 2. Когда, монахи, ученик благородных очистил и выправил эти два вида знания, знание принципа и знание наследования, то тогда он зовется учеником благородных, который совершенен в воззрениях, совершенен в видении, который пришел к этой истинной Дхамме, который видит эту истинную Дхамму, который обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, который вступил в поток Дхаммы, благородный с проницательной мудростью, тот, кто стоит прямо возле дверей к бессмертному. Остальные звенья. И что такое, монахи, рождение? И что такое, монахи, существование? И что такое, монахи, цепляние? И что такое, монахи, жажда? И что такое, монахи, чувства? И что такое, монахи, контакт? И что такое, монахи, шесть сфер чувств? И что такое, монахи, имя и форма? И что такое, монахи, сознание? Три, и что такое, монахи, волевые формирователи? Есть три вида волевых формирователей, телесные волевые формирователи, словесные волевые формирователи, умственные волевые формирователи. Эти называются волевыми формирователями. С возникновением невежества происходит возникновение волевых формирователей. С прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Этот самый благородный восьмеричный путь является путем, ведущим к прекращению волевых формирователей, то есть, правильное воззрение, правильное сосредоточение. Когда, монахи, ученик благородных так понимает волевые формирователи, их возникновение, их исчезновение, и путь, ведущий к их исчезновению, то это является его знанием принципа. Посредством этого принципа в отношении всего увиденного, познанного, мгновенно достигнутого, постигнутого, он применяет этот метод к прошлому и к будущему так, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не познавали бы напрямую волевые формирователи, их возникновение, их исчезновение, и путь, ведущий к их исчезновению, все они напрямую познали это точно таким же образом, как и я сейчас. Какие бы жрецы и отшельники в будущем не познают напрямую волевые формирователи, их возникновение, их исчезновение, и путь, ведущий к их исчезновению, все они напрямую познают это точно таким же образом, как и я сейчас. Таково его знание наследования. Когда, монахи, ученик благородных очистил и выправил эти два вида знания, знаний принципа и знания наследования, то тогда он зовется учеником благородных, который совершенен в воззрении их, совершенен в видении, который пришел к этой истинной Дхамме, который видит эту истинную Дхамму, который обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, который вступил в поток Дхаммы, благородный с проницательной мудростью, тот, кто стоит прямо возле дверей к бессмертному. 1. Комментарий поясняет, что это является знанием пути Макганьяна. 2. Комментарий объясняет это знание как знание пересмотра, которое возникает вслед за знанием принципа. Однако, по замечанию достопочтенного Бодхи, такое объяснение плохо состыкуется с объяснением знания пересмотра в Весудхимагге, где оно объясняется как пересмотр пройденного, пути, плода, отброшенных и оставшихся загрязнений и неббаны. 3. Все формулировки звеньев раскрываются так же, как в СН-12-2 с добавлением источника, прекращение, пути и объяснение знаний принципа и наследования, точно так же, как это объясняется чуть выше в случае со звеном старения и смерть. Дутиянинаваттфу сутта, предметы знания 2. СН-12-34. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас 77 предметам знания. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, и каковы 77 предметов знания? Знание, старение и смерть имеет рождение своим условием. Знание, когда нет рождения, то нет старения и смерти. Знание, в прошлом тоже старение и смерть имело рождение своим условием. Знание, в прошлом тоже, если не было рождения, то не было и старение и смерти. Знание, в будущем тоже старение и смерть будет иметь рождение своим условием. Знание, в будущем тоже, если не будет рождения, не будет старения и смерти Знание, это знание непреложности Дхамы также подвержено разрушению, пропаданию, исчезновению и прекращению, один Знание рождения имеет существование своим условием Знание существования имеет цепляние своим условием Знание цепляние имеет жажду своим условием Знание и жажда имеют чувство своим условием Знание и чувство имеют контакт своим условием Знание контакт имеет шесть сфер чувств своим условием. Знание и шесть сфер чувств имеют ими и форму своим условием. Знание ими и форма имеют сознание своим условием. Знание и сознание имеют волевые формирователи своим условием. Знание и волевые формирователи имеют невежество своим условием. Знание, когда нет невежества, то нет волевых формирователей. Знание, в прошлом тоже волевые формирователи имели невежество своим условием. Знаний, в прошлом тоже, если не было невежества, то не было и волевых формирователей. Знаний, в будущем тоже волевые формирователи будут иметь невежество своим условием. Знаний, в будущем тоже, если не будет невежества, не будет волевых формирователей. Знаний, это знание непреложности Дхамы также подвержено разрушению, пропаданию, исчезновению и прекращению. Это, монахи, называется семью-десятью семью предметами знания. 1. Комментарий. Знание непреложности Дхаммы, Дхамадхитинина, то есть знание принципа обусловленности. Этот принцип называется непреложностью Дхаммы, поскольку является причиной продолжающегося проистечения феноменов, Павадхитхитикараната. Далее комментарий поясняет, что знание и разрушение этого вида знания является контрпрозрением в прозрении, випассана-патевипассана, то есть прозрением в распад самого акта знания прозрения, который, в свою очередь, познал распад наблюдаемого объекта. Патхама и Виджадипачи сутта, с невежеством как условием 1. СН 12.35. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием. чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Когда так было сказано, один монах обратился к благословенному, учитель, что такое старение и смерть и для кого есть старение и смерть? Это неправильный вопрос, ответил благословенный, один. Монах, когда кто-либо утверждает так, что такое старение и смерть? И для кого есть старение и смерть? Или же так, старение и смерть является одним, а тот, для кого есть это старение и смерть, является иным, то оба эти утверждения совпадают в сути, а отличаются только в формулировке. Если у кого-либо есть воззрение, душа и тело суть одно и то же, то нет жития святой жизнью. Если у кого-либо есть воззрение, душа – это одно, а тело – это иное, то нет жития святой жизнью, два. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата учит Дхамме срединным способом, с рождением как условием, старение и смерть возникает. Учитель, что такое рождение и для кого есть рождение? Это неправильный вопрос. Учитель, что такое существование и для кого есть существование? Учитель, что такое цепляние и для кого есть цепляние? Учитель, что такое жажда и для кого есть жажда? Учитель, что такое чувство и для кого есть чувство? Учитель, что такое контакт и для кого есть контакт? Учитель, что такое шесть сфер чувств и для кого есть шесть сфер чувств? Учитель, что такое имя и форма и для кого есть имя и форма? Учитель, что такое сознание и для кого есть сознание? Учитель, что такое волевые формирователи и для кого есть волевые формирователи? Это неправильный вопрос, ответил благословенный. Монах, когда кто-либо утверждает так, что такое волевые формирователи и для кого есть волевые формирователи? Или же так, волевые формирователи являются одним, а тот, для кого есть эти волевые формирователи, является иным, то оба эти утверждения совпадают в сути, а отличаются только в формулировке. Если у кого-либо есть воззрение, душа и тело суть одно и то же, то нет жития святой жизнью. Если у кого-либо есть воззрение, душа – это одно, а тело – это иное, то нет жития святой жизнью. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата учит Дхамме срединным способом, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества, каких бы видов искривлений, из воротов, колебаний не было, как то что такое старение и смерть и для кого есть старение и смерть? Что такое волевые формирователи и для кого есть волевые формирователи? Или же волевые формирователи – это одно, а тот, для кого есть эти волевые формирователи, иное или душа и тело суть одно или душа – это одно, а тело – иное, все это отбрасывается, обрубается под корень, делается подобным обрубку пальмы, уничтожается так, что боли не может возникнуть в будущем. Один, комментарий поясняет, что монах подразумевал наличие некой истинной сущности существа в безличностных процессах, поэтому вопрос был задан неправильно, так как подразумевал то, чего не существует. Аналогичная ситуация происходит в СН 12.12. Два, комментарий, житие святой жизнью, Брахмачарь и Васа, является житием с практикой благородного пути. Тот, кто имеет воззрение, душа и тело суть одно и то же, там дживом, там сариром, тот считает, что душа и тело уничтожаются совместно, в момент смерти. Тот, кто считает так, у того возникает аникелиционистическое воззрение, и он начинает утверждать, существо уничтожается. Благородный путь возникает для того, чтобы остановить круговерть перерождений, но, согласно аннигелиционистическому воззрению, круговерть прекращается даже без развития пути, таким образом, развитие пути становится бессмысленным. Во втором случае, когда кто-либо имеет воззрение душа, это одно, а тело, это иное, аним дживом и аним сариром, он считает, что только тело уничтожается, а душа улетает, подобно освободившейся из клетки птицы. Такое воззрение является этернализмом. Но если была бы хоть одна постоянная, устойчивая и вечная формация, то путь в принципе не смог бы завершить круговерть перерождений. Поэтому, опять-таки, развитие пути было бы бессмысленным. Дутия Виджадипачи и сутта, с невежеством как условием 2. СН 12.36. Сутта аналогична предыдущей СН 12.35, но здесь Будда сам обращается к монахам и нет монаха, который бы задавал ему эти вопросы. Будда цитирует сам неправильные вопросы и дает на них собственный ответ. На Тумха сутта, не ваше. СН 12.37. В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, это тело не ваше, но не принадлежит другим, один. Это старая кама, которую следует видеть как порожденную и созданную намерением, как нечто, что ощущалось бы. Поэтому, монахи, обученный ученик благородных тщательно и пристально уделяет внимание самому зависимому возникновению так, когда есть это, появляется и то. С возникновением этого, возникает то. Когда этого нет, не появляется и то. С прекращением этого, прекращается и то. То есть, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Один, комментарий, поскольку в действительности нет такой вещи как я, то ничего-либо, что могло бы принадлежать я. Поэтому он говорит, это не ваше, на Тумхакам. Поскольку в действительности нет такой вещи, как я и у других, то он говорит, но и не принадлежит другим, на Пипниесам. Смотри также СН 22.33. Патхама читана сутта, намерение 1. СН 12.38. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахе, то, что человек намеревается делать, что он планирует, и к чему у него имеется скрытая склонность, 1, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется продуцирование нового существования в будущем. Когда есть продуцирование нового существования в будущем, возникает будущее рождение, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды страданий. Если, монахе, человек не намеревается, не планирует, но все еще имеет скрытую склонность к чему-либо, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется продуцирование нового существования в будущем. Когда есть продуцирование нового существования в будущем, возникает будущее рождение, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но, монахи, если человек не намеревается, не планирует, и не имеет склонности к чему-либо, то нет основания для поддержания сознания. Когда нет основания, то нет опоры для утверждения сознания. Когда сознание не утверждено и не начинает разрастаться, нет продуцирования нового существования в будущем. Когда нет продуцирования нового существования в будущем, будущее рождение, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. 1. По заметке достопочтенного Бодхи, здесь речь идет о скрытой склонности, Анусая. Есть семь скрытых склонностей, скрытая склонность к чувственной жажде, к недовольству, к воззрениям, к скептическим сомнениям, к самомнению, к существованию, к невежеству. Дутия Шитана Сутта, Намерение 2. СН 12.39. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, то, что человек намеревается делать, что он планирует, и к чему у него имеется скрытая склонность, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется нисхождение имени и формы. Один. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Шестью сферами чувств как условием, контакт, чувство, жажда, цепляние, существование, рождение. С рождением как условием старения и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Если, монахи, человек не намеревается, не планирует, но все еще имеет скрытую склонность к чему-либо, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется нисхождение имени и формы. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Но, монахи, если человек не намеревается, не планирует и не имеет склонности к чему-либо, то нет основания для поддержания сознания. Когда нет основания, то нет опоры для утверждения сознания. Когда сознание не утверждено и не начинает разрастаться, нет нисхождения имени и формы. С прекращением имени и формы шесть сфер чувств прекращаются, рождение, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой грудостраданий. 1. Намарупа саваканти. В СН-12-12 продуцирование нового существования в будущем идет между звеньями сознания и шесть сфер чувств, то есть, вместо намарупы. Если взять СН-12-12 и данную суту, то получается, что нисхождение имени и формы, а также продуцирование нового существования в будущем являются взаимозаменяемыми формулировками, несмотря на то, что комментарий всегда рассматривает последнее как комически активное существование. Комментарий трактует звено сознания как комически активное сознание прошлой жизни, которое породило следующее звено имя и форму в этой жизни. Однако, на мой взгляд, звено сознания охватывает и прошлую и настоящую жизнь как принцип продолжительности личности. Татья Читана сутта, Намерение 3. СН-12-40. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, то, что человек намеревается делать, что он планирует, и к чему у него имеется скрытая склонность, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется склонение. Когда есть склонение, то есть приход и уход, один. Когда есть приход и уход, есть умирание и перерождение. Когда есть умирание и перерождение, рождение, старение или смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Если, монахи, человек не намеревается, не планирует, но все еще имеет скрытую склонность к чему-либо, это становится основанием для поддержания сознания. Когда есть это основание, имеется опора для утверждения сознания. Когда сознание утверждено и начало разрастаться, имеется склонение. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но, монахи, если человек не намеревается, не планирует и не имеет склонности к чему-либо, то нет основания для поддержания сознания. Когда нет основания, нет опоры для утверждения сознания. Когда сознание не утверждено и не начинает разрастаться, нет склонения. Когда нет склонения, нет прихода и ухода. Когда нет прихода и ухода, нет умирания и перерождения. Когда нет умирания и перерождения, рождение, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство. и отчаяния прекращаются. Таково прекращение всей этой груди страданий. Один, комментарий, склонение, Нати, это жажда. Она называется так, потому что склоняется, на Манадхина, к приятным формам и так далее. Приход и уход, аготи-готи, то есть, приход сознания через перерождение к тому, что возникло, в момент смерти, представленному как кама или образ, немита, камы, или предсмертный образ дальнейшей участи. Падхама Панчепха и Вера Сутта, Пять ужасающих враждебностей 1. СН 12.41. В Саваттхе. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, когда в ученике благородных успокоены пять ужасающих враждебностей, когда он обладает четырьмя факторами вступления в поток, когда он четко увидел тщательно проник мудростью в благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с обителью страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не прикованный более к нижним мирам, не преклонный в своей участи, устремленный к просветлению. Пять ужасающих враждебностей. И каковы эти пять ужасающих враждебностей, что успокоены в нем? Домохозяин, тот, кто уничтожает жизнь, этим своим поведением вызывает ужасающую враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни, и ужасающую враждебность, имеющую отношение к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и недовольство. Поэтому у того, кто воздерживается от уничтожения жизни, эта ужасающая враждебность успокоена. Тот, кто берет то, что ему не было дано. Тот, кто пускается в неблагое сексуальное поведение. Тот, кто говорит ложь. Тот, кто потакает распятие вина, спиртного, опьяняющих напитков или веществ, что создают основания для беспечности, этим своим поведением вызывает ужасающую враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни, и ужасающую враждебность, имеющую отношение к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и недовольство. Поэтому у того, кто воздерживается от распятия вина, спиртного, опьяняющих напитков или веществ, что создают основания для беспечности, эта ужасающая враждебность успокоена. Таковы пять ужасающих враждебностей, что успокоены в нем. Четыре фактора вступления в поток. И каковы четыре фактора вступления в поток, которыми он обладает? Вот ученик благородных наделен подтвержденной верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, всецело просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен подтвержденной верой в Дхамму. Дхамма превосходна разъяснена благословенным, напрямую видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Он наделен добродетелями, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятненными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таковы четыре фактора вступления в поток, которыми он обладает. Благородный метод. И каков благородный метод, который он четко увидел и который тщательно проник мудростью? Вот, домохозяин, ученик благородных тщательно и пристально уделяет внимание самому зависимому возникновению так, когда есть это, появляется и то. С возникновением этого, возникает то. Когда этого нет, не появляется и то. С прекращением этого, прекращается и то. То есть, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием, сознание возникает. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств как условием, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С сцеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение существования. С прекращением существования происходит прекращение рождения. с прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Таков благородный метод, который он четко увидел и в который тщательно проник мудростью. Когда, домохозяин, в ученике благородных успокоены пять ужасающих враждебностей, когда он обладает четырьмя факторами вступления в поток, когда он четко увидел тщательно проник мудростью в благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе, «Я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с обителью страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не прикованный более к нижним мирам, не преклонный в своей участи, устремленный к просветлению». Дутия Панчепха и Вера Сутта «Пять ужасающих враждебностей 2» СН 12.42. Сутта идентична предыдущей СН 12.41, но здесь Будда обращается не канадхапиндики, а группы монахов. Дукха сутта «Страдании». СН 12.43. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас возникновению и исчезновению страдания. Слушайте внимательно, я буду говорить. «Да, учитель», ответили монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, возникновение страдания? В зависимости от глаза и форм возникает сознание и глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Таково возникновение страдания. В зависимости от уха и звуков. В зависимости от носа и запахов. В зависимости от языка и вкусов. В зависимости от тела и тактильных ощущений. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Таково возникновение страдания. И каково, монахи, исчезновение страдания? В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния, прекращение существования. С прекращением существования, прекращение рождения. С прекращением рождения старения и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково исчезновение страдания. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения – старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково исчезновение страдания. Лока Сутта – Мир. СН 12.44. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас возникновению и исчезновению мира. Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», – ответили монахи. Благословенный сказал, «И каково, монахи, возникновение мира? В зависимости от глаза и форм возникает сознание глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С сцеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково, монахи, возникновение мира – один. В зависимости от уха и звуков. В зависимости от носа и запахов. В зависимости от языка и вкусов. В зависимости от тела и тактильных ощущений. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С сцеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково, монахи, возникновение мира. И каково, монахи, исчезновение мира? В зависимости от глаза и форм возникает сознание и глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния, прекращение существования. С прекращением существования, прекращение рождения. С прекращением рождения старения и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания. Это, монахи, является исчезновением мира. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения старения и смерть, печаль, стинание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания. Это, монахи, является исчезновением мира. Один, согласно комментарию, речь идет о мире формации, другими словами, о внутреннем мире существа. Натика сутта, в Натике. СН 12.45. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Натике в кирпичной зале. И тогда, по мере того, как Благословенный находился уединенным в затворничестве, он произнес следующее изложение Дхаммы, «В зависимости от глаза и форм возникает сознание и глаза». Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. Таково происхождение всей этой груды страданий. В зависимости от уха и звуков. В зависимости от носа и запахов. В зависимости от языка и вкусов. В зависимости от тела и тактильных ощущений. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. Таково происхождение всей этой груды страданий. В зависимости от глаза и форм возникает сознание и глаза. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания. В зависимости от ума и ментальных феноменов возникает сознание и ума. Встреча этих трех – это контакт. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. Но с безостаточным угасанием и прекращением этой самой жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения старение и смерть, печаль, стинание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страдания. И в тот момент один монах стоял и подслушивал то, что говорит Благословенный. Благословенный увидел его стоящим там и подслушивающим и сказал ему, «Слышал ли ты это изложение Дхаммы, монах?» «Да, учитель. Выучи это изложение Дхаммы, монах, освой его и запомни». Это изложение Дхаммы является благотворным и значимым в отношении основ святой жизни. Аньятра Сутта, 1 Брахман. СН 12.46. В Саваттхе. И тогда один Брахман подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Так как же, мастер Гатама, тот, кто совершает действия, является тем же, кто и переживает результат?» Один. Тот, кто совершает действия, является тем же, кто и переживает результат. Это, Брахман, одна крайность. В таком случае, мастер Гатама, тот, кто совершает действия, является одним, а тот, кто переживает результат, другим. Тот, кто совершает действия, является одним, а тот, кто переживает результат, другим. Это, Брахман, другая крайность. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит Дхамме срединным способом, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий. Два, когда так было сказано, то Брахман обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, смотри. СН-12-17 и СН-12-18, а также комментарии к ним. Два, этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Джинус Сони Сутта, Джинус Сони. СН-12-47. В Саваттхе. И тогда Брахман Джинус Сони подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, так как же, мастер Гатама, все существует? Один, все существует, это, Брахман, одна крайность. В таком случае, мастер Гатама, все не существует? Все не существует, это, Брахман, другая крайность. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Татхагата учит Дхамме срединным способом, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий, 2. Когда так было сказано, Брахман Джануссони обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Смотри. СН-12-17 и СН-12-18, а также комментарии к ним. 2. Этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Лакаятика сутта, космолог. СН-12-48. В Саваттхе. И тогда Брахман-космолог подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, так как же, мастер Гатама, все существует? Все существует, это, Брахман, старейшая космология. В таком случае, мастер Гатама, все не существует? Все не существует, это, Брахман, вторая космология. Так как же, мастер Гатама, все является единым? Все является единым, это, Брахман, третья космология. В таком случае, мастер Гатама, все является множественностью. Все является множественностью, это, Брахман, четвертая космология. 1. Не склоняясь ни к одной из этих крайностей, Тадхагата учит Дхамме срединным способом, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. Таково прекращение всей этой груды страданий. 2. Когда так было сказано, то Брахман обратился к благословенному «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». 1. Согласно комментарию, первое и третье воззрения относятся к этионализму, а второе и четвертое – к негилицинизму. 2. Этот фрагмент раскрывается по стандартной схеме зависимого возникновения, как в СН-12-1. Патхамария Савва Касутта, ученик благородных 1. СН-12-49. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, обученный ученик благородных не думает, что существует, так чтобы это возникло? С возникновением чего это возникает? Что существует, так чтобы имя и форма возникло? Что существует, так чтобы шесть сфер чувств, контакт, чувство, жажда, цепляние, существование, рождение, старение или смерть возникло? Но, монахи, обученный ученик благородных обладает знанием об этом, которое независимо от мнений других, когда есть это, возникает и то. С возникновением этого, появляется и то. Когда есть сознание, имя и форма возникает. Когда есть имя и форма, шесть сфер чувств, контакт, чувство, жажда, цепляние, существование. Когда есть рождение, старение или смерть возникает. Он понимает так, вот каким образом возникает мир, один. Монахи, обученный ученик благородных не думает, чего не существует, так что это не возникает? С прекращением чего это прекращается? Чего не существует, так чтобы имя и форма не возникало? Чего не существует, так чтобы шесть сфер чувств, контакт, чувство, жажда, цепляние, существование, рождение, старение или смерть не возникало? Но, монахи, обученный ученик благородных обладает знанием об этом, которое независимо от мнений других, когда нет этого, нет и того. С прекращением этого, прекращается и то. Когда нет сознания, имя и форма не возникает. Когда нет имени и формы, шести сфер чувств, контакта, чувства, жажды, цепляния, существования. Когда нет рождения, старения и смерть не возникает. Он понимает так, вот каким образом мир прекращается. Монахи, когда ученик благородных таким образом понимает в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения мира, то тогда он зовется учеником благородных, который совершенен в воззрении их, совершенен в видении, который пришел к этой истинной Дхамме, который видит эту истинную Дхамму, который обладает знанием ученика, истинным знанием ученика, который вступил в поток Дхаммы, благородный с проницательной мудростью, тот, кто стоит прямо возле дверей к бессмертному. Один, примечание переводчика СВ, имеется в виду внутренний мир, то есть конкретное живое существо. Смотри также СН 12.44. Дутияри Савока Сутта, ученик благородных два. СН 12.50. Сутта идентична СН 12.49, но здесь в перечислении звеньев зависимого возникновения добавлены еще два звена невежества и волевые формирователя. Паримамсана Сутта, тщательное исследование. СН 12.51. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так. «Монахи! Учитель!» Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, когда монах осуществляет тщательное исследование, то каким образом он должен тщательно исследовать так, чтобы полностью уничтожить страдания?» «Учитель, наши учения укоренены в Благословенном, направляемы Благословенным, находит пристанище в Благословенном. Было бы хорошо, если бы Благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить». «Да, учитель», ответили монахи. Благословенный сказал, «Монахи, когда он осуществляет тщательное исследование, монах тщательно исследует так, различные виды страданий возникают в мире, возглавляемые старением и смертью, в чем же источник этого страдания, в чем его происхождении, откуда они родились и произвелись? Что наличествует, так чтобы старение и смерть возникло? Когда чего не наличествует, что старение и смерть не возникает? По мере того, как он тщательно исследует это, он понимает так, различные виды страданий возникают в мире, возглавляемые старением и смертью, эти страдания имеют рождение своим источником, рождение своим происхождением, они родились и произвелись из рождения. Когда есть рождение, старение и смерть возникает. Когда нет рождения, старение и смерти не возникает. Он понимает старение и смерть, его происхождение, его прекращение, и то, что путь, ведущий к этому, соответствует его прекращению. Он практикует таким образом и ведет себя соответствующе. Такой монах зовется монахом, который практикует ради абсолютно полного прекращения страданий, ради прекращения старения и смерти. Затем, исследуя далее, он тщательно исследует так. Каков источник этого рождения? Каков источник этого существования? Каков источник этого цепляния? Каков источник этой жажды? Каков источник этого чувства? Каков источник этого контакта? Каков источник этих шести сфер чувств? Каков источник этой имени и формы? Каков источник этого сознания? Каков источник этих волевых формирователей? Каково их происхождение, откуда они родились и произвелись? Что наличествует, так чтобы волевые формирователи возникли? Когда чего не наличествует, так что волевых формирователей не возникает? По мере того, как он тщательно исследует это, он понимает так, волевые формирователи имеют невежество своим источником, невежество своим происхождением, они родились и произвелись из невежества. Когда есть невежество, волевые формирователи возникают. Когда нет невежества, волевых формирователей не возникает. Он понимает волевые формирователи, их происхождение, их прекращение и то, что путь, ведущий к этому, соответствует их прекращению. Он практикует таким образом и ведет себя соответствующе. Такой монах зовется монахом, который практикует ради абсолютно полного прекращения страданий, ради прекращения волевых формирователей. Монахи, если человек, погруженный в невежество, порождает благотворный волевой формирователь, сознание направляется к благому. Если он порождает пагубный волевой формирователь, сознание направляется к пагубному. Если он порождает непоколебимый волевой формирователь, сознание направляется к непоколебимости, один. Но когда монах отбросил невежество и зародил истинное знаний, то тогда, с угасанием невежества и возникновением истинного знания, он не порождает благотворного волевого формирователя или же пагубного волевого формирователя или же непоколебимого волевого формирователя. Так как он не порождает и не формирует волевых формирователей, он ни к чему не цепляется в мире. Не цепляясь, он не становится взволнованным, 2. Будучи невзволнованным, он лично достигает неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Если он чувствует приятное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует болезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. Он понимает, за него не стоит цепляться. Он понимает, им не стоит наслаждаться. Если он чувствует неприятное и неболезненное чувство, он понимает, оно непостоянно. он понимает, за него не стоит цепляться он понимает, им не стоит наслаждаться, если он чувствует приятные чувства, он чувствует его будучи отсоединенным от него если он чувствует болезненное чувство он чувствует его будучи отсоединенным от него, если он чувствует неприятное и неболезненное чувство он чувствует его будучи отсоединенным от него, когда он чувствует чувство прекращающееся вместе с телом он понимает, я чувствую чувство прекращающееся вместе с телом Когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, я чувствую чувство, прекращающееся вместе с жизнью, 3. Он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь и угаснет. Одни лишь телесные останки останутся, 4. 4. Представьте, монахи, как если бы человек вынул бы горячий глиняный горшок из гончарской печи для обжига и поставил бы его на ровную поверхность земли, его тепло тут же бы иссякло, и одни глиняные черепки бы остались. Точно так же, когда он чувствует чувство, прекращающееся вместе с телом, прекращающееся вместе с жизнью, он понимает, после распада тела, после истощения жизни, все, что чувствуется, при отсутствии наслаждения в этом, прямо здесь и угаснет. Одни лишь телесные останки останутся. Как вы думаете, монахи, может ли монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены, породить благотворный волевой формирователь или же пагодный волевой формирователь или же непоколебимый волевой формирователь? Нет, учитель. Когда нет абсолютно никаких волевых формирователей, с прекращением волевых формирователей можно ли распознать сознание? Когда нет абсолютно никакого сознания, с прекращением сознания можно ли распознать имя и форму? Когда нет абсолютно никакой имени и формы, Когда нет абсолютно никаких шести сфер чувств. Когда нет абсолютно никакого контакта. Когда нет абсолютно никакого чувства. Когда нет абсолютно никакой жажды. Когда нет абсолютно никакого цепляния. Когда нет абсолютно никакого существования. Когда нет абсолютно никакого рождения. С прекращением рождения можно ли распознать старение и смерть? Хорошо, хорошо, монахи. Все именно так и не иначе. Укрепите доверие ко мне в отношении этого, монахи, настройтесь на это. Станьте свободными от замешательства и сомнений в отношении этого. Именно это и есть окончание страданий. 1. Согласно комментарию, под благотворным волевым формирователем, пуньям Сангхарам, понимается 13 видов волений, 8 волей неблагих видов читт, относящихся к миру чувств, 5 волей неблагих видов читт мира форм. Под пагубными, а пуньям Сангхарам, понимаются 12 видов волений, 12 неблагих читт. Непоколебимый волевой формирователь, а нянь Джим Сангхарам, это 4 вида волений, относящихся к 4 благим видам сознания бесформенного мира. 2. Взволнованный, паритасати, четко соответствует санскритскому слову паритрашяти, жаждать, страстно желать. Этимологически связано с палийским словом танха, жажда. Однако, в языке пали корень этого слова объединился с тасати, бояться, трепетать. Чтобы уловить оба нюанса, я перевожу этот глагол как быть взволнованным, а существительное как волнение – на англоджитейшн. 3. Комментарий, чувства, прекращающиеся вместе с телом, Кайпорьянтиком Веданом – это чувства, ограниченные телом. Чувства, прекращающиеся жизнью, Джи-Ветопорьянтиком Веданом – это чувства, ограниченные рамками жизни. Покуда тело с его пятью дверями чувств продолжается, чувства, возникающие через пять дверей чувств также продолжаются. Покуда продолжается жизнь, чувства, возникающие через дверь ума, также продолжаются. 4. Дословно, прямо здесь охладеют, и Тхева, в Ситипхависанте. Комментарий поясняет, что не следуя куда-либо далее, они прямо здесь и охладеют, угаснут, то есть боли и никогда не возникнут. Упадана сутта, цепляний. СН 12.52. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, как если бы полыхаял большой костер, потребляющий 10, 20, 30 или 40 связок дров. И человек время от времени подбрасывал бы в него сухую траву или сухой коровий навоз или сухую древесину. Так, будучи поддерживаемым этим материалом, подпитываемым, этот большой костер полыхаял бы в течение долгого времени. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании и наслаждении в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, как если бы полыхал бы большой костер, потребляющий 10, 20, 30 или 40 связок дров. И человек время от времени не подбрасывал бы в него сухую траву или сухой коровьен навоз или сухую древесину. Так, когда прежний запас топлива истощится, этот большой костер, не подпитываемый болей каким-либо топливом, не имея поддержки, погаснет. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Патхама Санииджана Сутта, Путы 1. СН 12.53. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, которые могут опутать, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, масляную лампу, что горела бы в зависимости от масла и фитиля, и человек подливал бы в нее масло и подгонял фитиль время от времени Так, будучи поддерживаемой этим маслом, подпитываемой им, эта масляная лампа горела бы в течение долгого времени Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, которые могут опутать, жажда возрастает С жаждой как условием, цепляние возникает, боль, недовольство и отчаяние возникают Таково происхождение всей этой груды страданий Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, жажда прекращается С прекращением жажды происходит прекращение цепляния С прекращением цепляния – прекращение существования С прекращением существования – прекращение рождения С прекращением рождения – старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются Таково прекращение всей этой груды страданий Представьте, монахи, масляную лампу, что горела бы в зависимости от масла и фитиля, и человек не подливал бы в нее масло и не подгонял бы фитиль время от времени. Так, когда прежний запас топлива истощится, эта масляная лампа, не подпитываемая болей каким-либо топливом, не имея поддержки, погаснет. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, жажда прекращается, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой грудостраданий. Дутия Санииджана сутта, Пут 2. СН 1254. Сутта идентична предыдущей СН 1253, но здесь метафора идет в начале, а объяснение уже вслед за ней, а не перед ней, как в СН 1253. Патхама Махарукха сутта, Большое Дерево 1. СН 1255. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стянание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Представьте, монахи, большое дерево, и все его уходящие вниз и по бокам корни направляли бы сок вверх. Так, будучи поддерживаемым этим соком, подпитываемым, это большое дерево простояло бы долгое время. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения – старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, большое дерево. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил это дерево под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал дерево на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, это большое дерево было бы срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Один. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Один. Комментарий приводит детальное объяснение примера. И, в частности, отмечает, что зола в данном примере с деревом является остаточными формациями араханта, пока он еще жив. Развеяние золы по ветру является метафорой смерти араханта. Дутио Махарукха сутта «Большое дерево 2». СН 1256. Сутта идентична предыдущей СН 1255, но здесь метафора идет в начале, а объяснение уже вслед за ней, а не перед ней, как в СН 1255. Тарунна-рукха сутта «Молодой деревцы». СН 1257. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании и наслаждении в вещах, которые могут опутать, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, молодой деревцы. И время от времени человек подметал бы участок возле корней, время от времени посыпал бы его хорошей почвой, время от времени поливал бы его. Так, будучи поддерживаемым этой заботой, подпитываемым ей, это молодое деревце стало бы расти, увеличиваться и разрастаться. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, которые могут опутать, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния, прекращение существования. С прекращением существования, прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, молодой деревцы. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил это дерево под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал дерево на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, это молодое деревце было бы срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, жажда прекращая боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груди страданий. Намарупа сутта, имя и форма. СН 12.58. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, которые могут опутать, то происходит нисхождение имени и формы, один. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Шестью сферами чувств, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груди страданий. Представьте, монахи, большое дерево, и все его уходящие вниз и по бокам корни направляли бы сок вверх. Так, будучи поддерживаемым этим соком, подпитываемым, это большое дерево простояло бы долгое время. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, то происходит нисхождение имени и формы, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, то нет нисхождения имени и формы. С прекращением имени и формы шесть сфер чувств прекращаются. С прекращением шести сфер чувств – прекращение контакта. С прекращением контакта – прекращение чувства. С прекращением чувства – прекращение жажды. С прекращением жажды – прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стинание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, большое дерево. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил это дерево под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал дерево на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, это большое дерево было бы срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, то нет нисхождения имени и формы, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Один, комментарий никак не поясняет этот фрагмент, но можно предположить, что жажда, которая лежит в основе этого наслаждения, является движущей силой процесса перерождения, которая начинается с нисхождения имени и формы. Виньяна сутта «Сознание» С.Н. 12.59 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, которые могут опутать, то происходит нисхождение сознания, один. С сознанием как условием, имя и форма возникает. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. С шестью сферами чувств, контакт возникает. С контактом как условием, чувство возникает. С чувством как условием, жажда возникает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой грудостраданий. Представьте, монахи, большое дерево, и все его уходящие вниз и по бокам корни направляли бы сок вверх. Так, будучи поддерживаемым этим соком, подпитываемым, это большое дерево простояло бы долгое время. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, то происходит нисхождение сознания, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Монахи, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, то нет нисхождения сознания. С прекращением сознания имя и форма прекращается. С прекращением имя и формы шесть сфер чувств прекращаются. С прекращением шести сфер чувств – прекращение контакта. С прекращением контакта – прекращение чувства. С прекращением чувства – прекращение жажды. С прекращением жажды – прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стинание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представьте, монахи, большое дерево. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил это дерево под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал дерево на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, это большое дерево было бы срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, которые могут опутать, то нет нисхождения сознания, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой грудостраданий. 1. Виннинасаваканти В ДН 2, 63, 2-4 говорится о том, что если не было бы нисхождения сознания в утробу матери, то ими и форма не обрели бы очертания в утробе. В ряде сутт, например, в МН 1, 265-266, говорится о нисхождении Эмбриона, Габхасаваканти. Вероятно, это означает нисхождение сознания, которое запускает зачатие. Не дано сутта, причинность. СН 12, 60. Однажды Благословенный пребывал в стране Куру, где был город под названием Каммасадамма. И тогда достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Как удивительно, учитель! Как поразительно, учитель! Это зависимое возникновение такое глубокое, с таким глубоким смыслом, и в то же время, оно кажется мне столь ясным, насколько это возможно. Не так оно, Ананда! Не так оно, Ананда! Это зависимое возникновение глубокое и с глубоким смыслом. Именно из-за непонимания и непостижения этой Дхаммы, Ананда, это поколение богов и людей запутано как моток пряжа, как спутанный клубок ниток, как переплетенный тростник и камыш, и оно не может выйти за пределы состояния решений, плохих уделов, нижних миров, сенсары. Ананда, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает. С цеплянием как условием, существование возникает. С существованием как условием, рождение возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Представь, Ананда, большое дерево, и все его уходящие вниз и по бокам корни направляли бы сок вверх. Так, будучи поддерживаемым этим соком, подпитываемым, это большое дерево простояло бы долгое время. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании наслаждения в вещах, к которым можно прицепиться, жажда возрастает. С жаждой как условием, цепляние возникает, боль, недовольство и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груди страданий. Ананда, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния – прекращение существования. С прекращением существования – прекращение рождения. С прекращением рождения – старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Представь, Ананда – большое дерево. И мимо проходил бы человек с лопатой и ведром. Он бы срубил это дерево под корень, выкопал бы его, вытащил бы корни, включая даже небольшие корешки и корневые нити. Он бы разрезал дерево на части, расколол бы эти части на куски и превратил бы в щепки. Затем он бы высушил эти щепки на ветру и солнце, сжег бы их в костре и собрал бы залу. Сделав так, он бы развеял залу по ветру или же бросил бы ее в поток быстрой реки. Таким образом, это большое дерево было бы срублено под корень, сделано подобным обрубку пальмы, уничтожено так, что боли не сможет возникнуть в будущем. Точно так же, когда кто-либо пребывает в созерцании опасности в вещах, к которым можно прицепиться, жажда прекращается. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Патхама Асутава Сутта, Необученный 1. СН 1261. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Аваттхи в Рощаджеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи, Необученный заурядный человек может разочароваться этим телом, состоящим из четырех великих элементов, может стать беспристрастным по отношению к нему, может освободиться от него. Почему? Потому что очевидно развитие и упадок, подхватывание при рождении и отбрасывание при смерти этого тела, состоящего из четырех великих элементов. Поэтому Необученный заурядный человек может разочароваться этим телом, состоящим из четырех великих элементов, может стать беспристрастным по отношению к нему, может освободиться от него. Но что касается того, что называется умом, интеллектом, сознанием, то необученный заурядный человек не способен разочароваться этим, не способен стать беспристрастным по отношению к этому, не может освободиться от этого. Почему? Слишком долгое время необученный заурядный человек это лелеял, удерживал и ухватывал таким образом, это, мое, я таков, это мое я. Так необученный заурядный человек не способен разочароваться этим, не способен стать беспристрастным по отношению к этому, не может освободиться от этого. Было бы лучше, если бы необученный заурядный человек считал бы собой тело, состоящее из четырех великих элементов, нежели ум. Почему? Потому что видно, как это тело, состоящее из четырех великих элементов, держится год, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто лет или более. Но то, что называется умом, интеллектом или сознанием, днем и ночью возникает как одно, а исчезает как иное. Подобно обезьяне, что хватается за ветку, пробираясь через джунгли. Отпуская одну, она хватается за другую ветку. Отпуская то, она хватается за следующую. Отпуская следующую, она хватается за еще одну. Точно так же и то, что называется умом, интеллектом или сознанием, днем и ночью возникает как одно, а исчезает как иное, один. Однако обученный ученик благородных тщательно и правильно обращает внимание на зависимое возникновение, когда есть это, есть то. С возникновением этого, возникает то. Когда этого нет, нет и того. С прекращением этого, прекращается то. Другими словами, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают. Два, таково происхождение всей этой груда страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груда страданий. Видя так, обученный ученик благородных разочаровывается в форме, разочаровывается в чувстве, разочаровывается в восприятии, разочаровывается в формациях ума, разочаровывается в сознании. Отбросив очарованность, он становится беспристрастным. Через беспристрастность он полностью освобождается. С полным освобождением приходит знание, полностью освобожден. Он видит, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Один, ум, интеллект, сознание, мана, чита, виньяна, перечисляются как синонимы. Согласно комментарию, пример с обезьяной, которая хватает ту одну ветку, ту другую, означает, что сознание не может существовать без соответствующего ему объекта, само по себе. Обязательно должно быть что-то, что оно познает. 2. Схема раскрывается как в СН-12-1. Дутия Сутава Сута, Необученный 2. СН-12-62. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи, Необученный заурядный человек может испытать разочарование по отношению к этому телу, состоящему из четырех великих элементов, может стать беспристрастным по отношению к нему, может освободиться от него. Почему? Потому что очевидно развитие упадок, подхватывание при рождении и отбрасывание при смерти этого тела, состоящего из четырех великих элементов. Поэтому Необученный заурядный человек может испытать разочарование по отношению к этому телу, состоящему из четырех великих элементов, может стать беспристрастным по отношению к нему, может освободиться от него. Но что касается того, что называется умом, разумом, сознанием, то Необученный заурядный человек не способен испытать разочарование по отношению к этому, не способен стать беспристрастным по отношению к этому, не может освободиться от этого. Почему? Слишком долгое время Необученный заурядный человек это лелеял, удерживал и ухватывал таким образом, это, мое, я таков, это мое я. Так Необученный заурядный человек не способен испытать разочарование по отношению к этому, не способен стать беспристрастным по отношению к этому, не может освободиться от этого. Было бы лучше, если бы Необученный заурядный человек считал бы собой тело, состоящее из четырех великих элементов, нежели ум. Почему? Потому что видно, как это тело, состоящее из четырех великих элементов, держится год, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто лет или даже дольше. Но то, что называется умом, разумом, сознанием, днем и ночью возникает как одно, а исчезает как иное. Поэтому, монахи, обученный ученик благородных тщательно и пристально уделяют внимание самому зависимому возникновению так, когда есть это, появляется и то, с возникновением этого, возникает то, когда этого нет, не появляется того. С прекращением этого, прекращается и то, монахи, в зависимости от контакта, переживаемого как приятный, возникает приятное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как приятный, соответствующее чувство, то есть приятное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как приятный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как болезненный, монахи, возникает болезненное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как болезненный, соответствующие чувства, то есть болезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как болезненный, прекращается и затухает. В зависимости от контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, монахи, возникает неприятное и неболезненное чувство. С прекращением этого контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, соответствующие чувства, то есть неприятное и неболезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, прекращается и затухает. Монахи, подобно тому, как порождается тепло и возникает огонь соединением и трением двух палок для розжига, но когда палки разъединены и отложены, то результатное тепло прекращается и затухает, то точно так же, в зависимости от контакта, переживаемого как приятный, переживаемого как болезненный, переживаемого как неприятный и неболезненный, соответствующие чувства, то есть неприятное и неболезненное чувство, которое возникло в зависимости от этого контакта, переживаемого как неприятный и неболезненный, прекращается и затухает. Видя так, монахи, обученный ученик благородных испытывает разочарование по отношению к контакту, разочарование по отношению к чувству, разочарование по отношению к восприятию, разочарование по отношению к формациям ума, разочарование по отношению к сознанию. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Через беспристрастие его ум освобождается. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Путтамамса сутта, плод сына. СН 12.63. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть. Какие четыре? Питание в виде съедобной материальной пищи, грубой или утонченной, второе – это контакт, третье – это умственное и волевое намерение, четвертое – это сознание. Таковы четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть. Материальная пища. И как, монахи, следует рассматривать питание в виде съедобной материальной пищи? Питание. Что если мы убьем нашего единственного сына, дорогого и любимого, и сделаем запас сушеного и жареного мяса? Питаясь плотью нашего сына, мы смогли бы пройти остаток пути через эту пустыню. Не стоит гибнуть всем троим. И тогда, монахи, муж с женой убили бы своего единственного сына, дорогого и любимого, сделали бы запас сушеного и жареного мяса, и, питаясь плотью своего сына, они прошли бы остаток пути через пустыню. И, поедая плоть своего сына, они били бы себя в грудь и рыдали, «Где же ты теперь, наш единственный сын?» «Где же ты теперь, наш единственный сын, один?» Как вы думаете, монахи, разве ели бы они эту пищу для развлечения и наслаждения, или же ради своей телесной красоты и привлекательности? Нет, учитель. Разве не ели бы они ее только ради того, чтобы пересечь пустыню? Так оно, учитель. Вот таким способом, монахи, я утверждаю, следует рассматривать питание в виде съедобной материальной пищи. 2. Когда питание в виде съедобной материальной пищи было полностью понято, жажда к пяти нитям чувственного удовольствия также была полностью понято. Когда жажда к пяти нитям чувственного удовольствия была полностью понято, то нет более оков, из-за которых ученик благородных вернулся бы обратно в этот мир. Контакт. И как, монахи, следует рассматривать контакт как питание? Представьте корову с содранной шкурой. Если бы она стояла у стены, то ее бы закусали существа, обитающие в стене. Если бы она стояла у дерева, то ее бы закусали существа, обитающие в дереве. Если бы она стояла в воде, то ее бы закусали существа, обитающие в воде. Если бы она стояла на открытом воздухе, то ее бы закусали существа, обитающие на открытом воздухе. Где бы ни стояла эта корова с содранной шкурой, существа, обитающие там, закусали бы ее. Вот таким способом, монахи, я утверждаю, следует рассматривать контакт как питание. Когда контакт как питание полностью понят, то три вида чувства полностью поняты. Когда три вида чувства полностью поняты, то, я говорю вам, нет более чего-либо, что еще нужно было бы сделать ученику благородных. Три. Волевое намерение. И как, монахи, следует рассматривать умственное волевое намерение как питание? Представьте яму с горячими углями, глубже человеческого роста, полный углей, без дыма и пламени. И человек проходил бы мимо, желающий жить, не желающий умирать, любящий удовольствие и не выносящий боли. И два сильных человека схватили бы его за руки и потащили к этой яме углей. Намерением этого человека было бы убраться подальше, его устремлением было бы убраться подальше, его пожеланием было бы убраться подальше от этой ямы. И почему? Потому что он знает, если я упаду в эту яму горячих углей, то из-за этого я повстречаю смерть или смертельную боль. Вот таким способом, монахи, я утверждаю, следует рассматривать умственное волевое намерение как питание. Четыре. Когда умственное волевое намерение как питание полностью понято, то три вида жажды полностью поняты. Пять. Когда три вида жажды полностью поняты, то, я говорю вам, нет более чего-либо, что еще нужно было бы сделать ученику благородных сознаний. И как, монахи, следует рассматривать сознание как питание? Представьте, как если бы арестовали бандита, преступника, и привели бы его к царю, сказав, «Ваше Величество, это человек, бандит, преступник. Наложите на него такое наказание, которое сочтете нужным». Царь сказал бы, «Ну же, почтенные, утром ударьте его сотней копий». Утром его бы ударили сотней копий. Тогда днем царь спросил бы, «Почтенные, что с тем человеком?» Ему бы ответили, «Еще жив, Ваше Величество». Царь бы сказал, «Тогда идите и днем ударьте его еще одной сотней копий». Тогда днем они бы ударили его еще одной сотней копий. Вечером царь бы спросил, «Почтенные, что с тем человеком?» Они бы ответили, «Все еще жив, Ваше Величество». Царь бы сказал, тогда идите и вечером ударьте его еще одной сотней копий. Тогда вечером они ударили бы его еще одной сотней копий. Как вы думаете, монахи, пережив удар трехсот копий, ощущал бы этот человек из-за этого боли и недовольства? Учитель, даже если бы его ударили одним копьем, он ощущал бы из-за этого боли и недовольства, что уж говорить про триста копий. Вот таким способом, монахи, я утверждаю, следует рассматривать сознание как питание. Когда сознание как питание полностью понято, имя и форма полностью понято. Когда имя и форма полностью понято, то, я говорю вам, нет более чего-либо, что еще нужно было бы сделать ученику благородных. Один, согласно комментарию, Будда выбрал такую жесткую метафору, чтобы пробудить в монахах осмотрительность в отношении еды, которую они стали получать в избытке от мирян. Стандартная формула, описывающая подобную осмотрительность, многократно повторяется в каноне и звучит так, вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни. Два, комментарий поясняет этот момент, что подобно отвратительности поедания плоти сына, следует практиковать и медитацию на отвратительности еды, которая иногда упоминается в суттах, приводя 9 аспектов этой отвратительности. 1. Отвратительность отправления за поисками еды, 2. Отвратительность поиска еды, 3. Ее поедание, 4. Телесных выделений, 5. Содержимого желудка, 6. Процессов пищеварения, 7. Несварения, 8. Размазанности, 9. Дефекации. 3. Примечание переводчика СВ, сфера прекращения контакта, или же сфера прекращения шести сфер чувств, упоминается в суттах как неббана, например в СН 35-117. Полное постижение трех чувств, согласно СН 48-40, достигается посредством вхождения в сферу прекращения восприятия и чувствования. Судя по всему, сфера неббана и сфера прекращения восприятия и чувствования являются синонимами, на что также намекают и другие факты из сутт, хотя напрямую об этом не говорится. 4. Комментарий. Яма с углями представляет собой круговерть перерождений, то есть три мира. Человек, желающий жить, это заурядный человек, привязанный к сансаре. Два сильных человека, это благая и неблагая камма. Когда они хватают человека за обе руки и тащат к яме, то это подобно накоплению заурядным человеком каммы, так как камма вовлекает существо в процесс перерождений. Боль от падения в яму с углями, это страдания, которые существо переживает в сансаре. Примечание переводчика СВ, из этой метафоры также видно, что определенный вид волевого намерения, то есть намерение практиковать путь, ведет к выходу из сансары, то есть прочь от ямы с углями. 5. Комментарий. Три вида жажды, это жажда к чувственности, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Они полностью поняты, потому что жажда, это корень умственного волевого намерения. Аптхирага сутта, если есть страсть. СН 12.64. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть. Какие четыре? Питание в виде съедобной материальной пищи, грубой или утонченной. Второе, это контакт. Третье, это умственное волевое намерение. Четвертое, это сознание. Таковы четыре вида питания для поддержания существ, которые уже возникли, и для содействия тем, которые собираются возникнуть. Если, монахи, есть страсть к питанию в виде съедобной материальной пищи, если есть наслаждение ей, если есть жажда к ней, то сознание утверждается там и начинает разрастаться, один. Там, где сознание утверждается и начинает разрастаться, там происходит нисхождение имени и формы. Где имеется нисхождение имени и формы, там происходит разрастание волевых формирователей. Где имеется разрастание волевых формирователей, там происходит продуцирование нового существования в будущем. Там, где имеется продуцирование нового существования в будущем, там есть будущее и рождение, старение и смерть. Когда есть будущее и рождение, старение и смерть, то это, я говорю вам, сопровождается печалью, болью и отчаянием. Если, монахи, есть страсть к контакту как к питанию или же к умственному волевому намерению как к питанию или же к сознанию как к питанию, если есть наслаждение этим, если есть жажда к этому, то сознание утверждается там и начинает разрастаться. Сопровождается печалью, болью и отчаянием. Представьте, монахи, как художник, используя краску или лак или куркуму или индиго или кармазин, нарисовал бы фигуру мужчины или женщины, законченную во всех ее чертах, на тщательно отполированной доске или стене или холсте. Точно так же, когда имеется страсть к питанию в виде съедобной материальной пищи или контакту как к питанию или же к умственному волевому намерению как к питанию или же к сознанию как к питанию, если есть наслаждение этим, если есть жажда к этому, то сознание утверждается там и начинает разрастаться. Сопровождается печалью, болью и отчаянием. Если, монахи, нет страсти к питанию в виде съедобной материальной пищи или контакту как к питанию или же к умственному волевому намерению как питанию или же к сознанию как питанию. Если нет наслаждения этим, если нет жажды к этому, то сознание не утверждается там и не начинает разрастаться. Там, где сознание не утверждается и не начинает разрастаться, там нет нисхождения имени и формы. Где нет нисхождения имени и формы, там нет разрастания волевых формирователей. Где нет разрастания волевых формирователей, там нет продуцирования нового существования в будущем. Где нет продуцирования нового существования в будущем, там нет будущего рождения, старения и смерти. Когда нет будущего рождения, старения и смерти, то это, я говорю вам, не сопровождается печалью, болью и отчаянием. Представьте, монахи, дом или зал с остроконечной крышей с окнами, выходящими на север, юг и восток. Когда всходило бы солнце, и луч света попадал бы в окно, где бы он утверждался? На западной стене – учитель. А если бы не было западной стены, где бы он утверждался? На земле – учитель. А если бы не было земли, где бы он утверждался? На воде – учитель. А если бы не было воды, где бы он утверждался? Он нигде бы не утверждался – учитель. Точно так же, монахи, если нет страсти к питанию в виде съедобной материальной пищи, контакту, умственному волевому намерению, сознанию, сознание не утверждается там и не начинает разрастаться. Когда нет будущего рождения, старения и смерти, то это, я говорю вам, не сопровождается печалью, болью и отчаянием. 2. 1. Комментарий объясняет страсть, наслаждение и жажду, рага, нанди, танха, как синонимы жадности, лобха. 2. Согласно комментарию, под лучом света понимается Камара Ханта. Поскольку луч света есть, но нет места, где бы он утверждался, сказано, что он нигде не утверждается, аппатит-тхита. Но говорится, что Камара Ханта является не утвержденной, потому что таковой, попросту, не существует. Хотя у него есть тело и ум, новый Камара Хант не создает. Его действия чисто функциональны и не приносят плодов, кириям от титхатва випа камхати. Надо заметить, что комментарий объясняет, что сознание Араханта является не утвержденным в том смысле, что его Камара является не утвержденной. Это мне видится несколько вольной трактовкой. Тем не менее, я считаю, что было бы ошибочно толковать эту сутту, говоря о том, что после окончательной ниббаны сознание Араханта остается в некоем особом состоянии, которое может быть описано только как не утвержденной. Данный отрывок четко говорит о сознании Араханта в тот момент, когда он еще жив. Смысл сутты не в том, чтобы показать наличие неутвержденного сознания после смерти Араханта, а в том, чтобы показать, что сознание, лишенное жажды, не становится утвержденным каким-либо образом в четырех видах питания, которые, в свою очередь, могли бы сформировать будущую жизнь, существование. Нагара сутта «Город» СН 1265 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, когда я все еще был не полностью просветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, увы, этот мир попал в беду в том смысле, что он рождается, стареет и умирает, он прекращается и перерождается, и все же не понимает спасения от этого страдания, причиняемого старения ими и смертью. Так когда же будет выявлено спасение от этого страдания, причиняемого старения ими и смертью? И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает старение и смерть. Чем обусловлено старение и смерть? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть рождение, то старение и смерть возникает. Старение и смерть имеет рождение своим условием. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает рождение, существование, цепляние, жажда, чувство, контакт, шесть сфер чувств. И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает имя и форма. Чем обусловлена имя и форма? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть сознание, то имя и форма возникает. Имя и форма имеют сознание своим условием. И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, что наличествует, так что возникает сознание? Чем обусловлено сознание? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда есть имя и форма, то сознание возникает. Сознание имеет имя и форму своим условием. И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, это сознание поворачивает обратно. Оно не выходит за пределы имени и формы. 1. Вот до какой степени кто-либо может родиться, состариться и скончаться, умереть и переродиться, 2. То есть, когда есть сознание с именем и формой как условием, и есть имя и форма с сознанием, как условием. С именем и формой как условием, шесть сфер чувств возникают. Контакт, чувство, жажда, цепляние, существование, рождение, старение и смерть. Таково происхождение всей этой груды страдания. Возникновение, возникновение, так, монахи, в отношении вещей, неслыханных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знание и свет. Затем, монахи, мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает старение и смерть. С прекращением чего происходит прекращение старения и смерти? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет рождения, то старение и смерть не возникает. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти. Мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает рождений, существований, цепляния, жажда, чувства, контакт, шесть сфер чувств, имени и форма. С прекращением чего происходит прекращение имени и формы? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет сознания, то имени и формы не возникает. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. Мысль пришла ко мне, что не наличествует, так что не возникает сознание. С прекращением чего происходит прекращение сознания? И тогда, монахи, через тщательно направленное внимание, постижение посредства мудрости возникло во мне, когда нет имени и формы, то сознание не возникает. С прекращением имени и формы происходит прекращение сознания. Тогда, монахи, мысль пришла ко мне, я открыл этот путь к просветлению, то есть, с прекращением имени и формы происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств, контакта, чувства, жажды, цепляния, существования, рождения, старения и смерти. Таково прекращение всей этой груды страдания, 3. Прекращение, прекращение, так, монахи, в отношении вещей, не слышанных прежде, видение возникло во мне, знание, мудрость, истинное знаний и свет. Представьте, монахи, как если бы человек, скитающийся по лесу, увидел бы древний путь, древнюю дорогу, по которой путешествовали люди в прошлом. Он бы пошел этой дорогой и увидел бы древний город, древнюю столицу, в прошлом населенную людьми, с парками, рощами, прудами, бастионами, восхитительное место. И то человек сообщил бы царю или царскому министру, Ваше Величество, знайте же, что по мере того, как я скитался по лесу, я увидел древний путь, древнюю дорогу, по которой путешествовали люди в прошлом. Я пошел этой дорогой и увидел древний город, древнюю столицу, в прошлом населенную людьми, с парками, рощами, прудами, бастионами, восхитительное место. Восстановите этот город, Ваше Величество. И тогда царь или царский министр восстановил бы этот город, и через некоторое время этот город стал бы успешным и процветающим, густо населенным, переполненным людьми, разрастающимся и расширяющимся. Точно так же, монахи, я увидел древний путь, древнюю дорогу, по которой шли полностью просветленные прошлого. И что это за древний путь, древняя дорога? Это именно этот самый благородный восьмеричный путь, то есть, правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. Я пошел этим путем, сделав так, я напрямую познал старение и смерть, его возникновение, его прекращение, и путь, ведущий к его прекращению. Я напрямую познал рождение, существование, цепляние, жажду, чувство, контакт, шесть сфер чувств, имя и форму, сознание, волевые формирователи, их возникновение, их прекращение, и путь, ведущий к их прекращению. 4. Напрямую познав их, я объяснил их монахам, монахиням, мирянам и мирянкам. Эта святая жизнь, монахи, стала успешной и процветающей, распространенной, знаменитой, известной и хорошо провозглашенной среди богов и людей. Один, вероятно, Бодхисатты Сиддхаттха искал, я, описываемый в упанишадах, то есть, некую самодостаточную сущность, состоящую из чистейшего сознания, которой для существования не требовалось бы ничего, кроме самой себя. Его открытие, которое заключалось в том, что сознание неизбежно зависит от имени и формы, показало ему тщетность подобных поисков и вывело, что даже сознание, наитончайшие основы ощущения, я, смотри. СН-1261, является обусловленным, а значит непостоянным, страдательным и безличенственным. Два, комментарий поясняет, что за пределами этого нет ничего, что бы рождалось и перерождалось. Только имя и форма с сознанием рождаются и перерождаются. Под комментарий поясняет, что нет никакого существа вне имени и формы сознания, которое бы перерождалось. Три, подобное взаимное прекращение имени и формы сознания есть также в ДН-2, 34, 21, 35, 13. Комментарий, где Кханикая поясняет фразу «Я открыл этот путь к просветлению так, путь означает путь прозрения». Просветление означает пробуждение в четыре благородные истины, или пробуждение в Ниббану. В ДН-14 после подобного прозрения Бодхисатта Випасси далее продолжает созерцание непостоянства пяти совокупностей, в результате чего его ум освободился посредством нецепляния. Четыре, здесь наконец-таки вводится еще одна причина происхождения сознания, то есть, волевые формирователя. А также упоминается об их источнике, то есть, невежестве. Самма-сана сутта, изучение. СН-12-66. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Куру, где находился город под названием Камма-сайдамма. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, занимаетесь ли вы внутренним изучением, монахи? Когда так было сказано, один монах ответил Благословенному, Учитель, я занимаюсь внутренним изучением. И каким образом, монах, ты занимаешься внутренним изучением? Затем монах объяснил, но то, как он объяснил это, не устроило Благословенного, один. Тогда достопочтенный Ананда сказал, сейчас подходящий момент для этого, Благословенный. Сейчас подходящий момент для этого, счастливый. Пусть Благословенный объяснит внутреннее изучение. Услышав это от Благословенного, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, Ананда, я буду говорить. Да, Учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, вот, монахи, занимаясь внутренним изучением, монах изучает так, многочисленные различные виды страдания, которые возникают в мире, возглавляемые старением и смертью. В чем источник этого страдания, в чем его происхождение, из чего оно порождается и проистекает? Что наличествует, так что старение или смерть возникает? Чего не наличествует, так что старение или смерть и не возникает? По мере того, как он изучает, он понимает так, многочисленные различные виды страдания, которые возникают в мире, возглавляемые старением и смертью. Это страдание имеет обретение своим источником, обретение своим происхождением, оно порождается и проистекает из обретения. Когда есть обретение, то старение или смерть возникает. Когда нет обретения, то старение или смерть не возникает, два. Он понимает старение и смерть, его источник, его прекращение, и то, что путь, ведущий к этому, соответствует его прекращению. Он практикует таким образом и ведет себя соответствующе. Такой монах зовется монахом, который практикует ради абсолютно полного прекращения страданий, ради прекращения старения и смерти. Затем, занимаясь внутренним изучением, он изучает так. В чем источник этого обретения, в чем его происхождение, из чего оно порождается и проистекает? Что наличествует, так что обретение возникает? Чего не наличествует, так что обретение не возникает? По мере того, как он изучает, он понимает так, обретение имеет жажду своим источником, жажду своим происхождением, оно порождается и проистекает из жажды. Когда есть жажда, то обретение возникает. Когда нет жажды, то обретение не возникает. Он понимает обретение, его источник, его прекращение, и то, что путь, ведущий к этому, соответствует его прекращению. Он практикует таким образом и ведет себя соответствующе. Такой монах зовется монахом, который практикует ради абсолютно полного прекращения страданий, ради прекращения обретений. Затем, занимаясь внутренним изучением, он изучает так, когда возникает эта жажда, где она возникает? Когда она утверждается, то на чем она утверждается? По мере того, как он изучает, он понимает так, что-либо в мире, имеющее приятную и неприятную природу. Вот где эта жажда возникает, когда она возникает. Именно здесь она утверждается, когда она утверждается. И что в мире имеет приятную и неприятную природу? Глаз имеет приятную и неприятную природу в мире, именно здесь эта жажда возникает, когда она возникает. Именно здесь она утверждается, когда она утверждается. Точно так же ухо, нос, язык, тело, ум имеет приятную и неприятную природу в мире, именно здесь эта жажда возникает, когда она возникает. Именно здесь она утверждается, когда она утверждается. Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, которые считали что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как постоянные, как счастье, как я, как здоровые, как надежные, все они взращивали жажду. Взращивая жажду, они взращивали обретение. Взращивая обретение, они взращивали страдание. Взращивая страдание, они не были свободны от рождения, старения и смерти. Они не были свободны от печали, стенания, боли, недовольства и отчаяния. Они не были свободны от страданий, я говорю вам. Любые жрецы и отшельники в будущем, которые будут считать что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как постоянные, как счастье, как я, как здоровые, как надежные, все они будут взращивать жажду. Взращивая жажду, они будут взращивать обретение. Взращивая обретение, они будут взращивать страдания. Взращивая страдания, они не будут свободны от рождения, старения и смерти. Они не будут свободны от печали, стинания, боли, недовольства и отчаяния. Они не будут свободны от страданий, я говорю вам. Любые жрецы и отшельники в настоящем, которые считают что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как постоянные, как счастье, как я, как здоровые, как надежные, все они взращивают жажду. Взращивая жажду, они взращивают обретение. Взращивая обретение, они взращивают страдания. Взращивая страдания, они не свободны от рождения, старения и смерти. Они не свободны от печали, стинания, боли, недовольства и отчаяния. Они не свободны от страданий, я говорю вам. Представьте, монахи, бронзовую чашу с напитком, имеющим утонченный цвет, аромат и вкус, но смешанным с ядом. И мимо проходил бы человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить. И ему сказали бы, почтенный, этот напиток в бронзовой чаше обладает утонченным цветом, ароматом и вкусом, но смешан с ядом. Если хочешь, пей. Если выпьешь, он доставит тебе удовольствие своим цветом, ароматом и вкусом, но, выпив, ты повстречаешь смерть или смертельные муки. И тут же, не обдумав, он выпил бы напиток, не отверг бы его, и посему повстречал бы смерть или смертельные муки. Три. Точно так же, монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем, которые считают что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как постоянные, как счастье, как я, как здоровые, как надежные, все они взращивают жажду. Они не свободны от страданий, я говорю вам. Монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, монахи, любые жрецы и отшельники в будущем, монахи, любые жрецы и отшельники в настоящем, которые считают что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как непостоянные, страдательные, безличностные, как болезнь, как ужасающие, все они отбрасывают жажду. Отбрасывая жажду, они отбрасывают обретение. Отбрасывая обретение, они отбрасывают страдания. Отбрасывая страданий, они свободны от рождения, старения и смерти. Они свободны от печали, стенания, боли, недовольства и отчаяния. Они свободны от страданий, я говорю вам. Представьте, монахи, бронзовую чашу с напитком, имеющим утонченный цвет, аромат и вкус, но смешанным с ядом. И мимо проходил бы человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить. И ему сказали бы, почтенный, этот напиток в бронзовой чаше обладает утонченным цветом, ароматом и вкусом, но смешан с ядом. Если хочешь, пей. Если выпьешь, он доставит тебе удовольствие своим цветом, ароматом и вкусом, но, выпив, ты повстречаешь смерть или смертельные муки. И то человек подумал бы, я могу утолить свою жажду водой, сывороткой, кашей или супом, но мне не стоит пить этот напиток, поскольку, если я сделаю так, это приведет меня к вреду и страданию в течение долгого времени. Обдумав, он бы не выпил напиток, но отверг бы его, и посему не повстречал бы смерть или смертельные муки. 4. Точно так же, монахи, любые жрецы и отшельники в прошлом, будущем, настоящем, которые считают что-либо в мире, имеющие приятную и неприятную природу, как непостоянные, страдательные, безличностные, как болезнь, как ужасающие, все они отбрасывают жажду. Они свободны от страданий, я говорю вам. 1. Согласно комментарию, монах ответил, объясняя практику рассмотрения составных частей тела, но Будда хотел услышать ответ о зависимом возникновении. 2. Согласно комментарию, под обретением понимается обретение пяти совокупностей. 3. Комментарий проводит аналогию, чаша, это мирские вещи, обладающие приятной и неприятной природой. 4. Человек, это обычный заурядный человек, привязанный к сансаре. 5. Другой человек, приглашающий выпить напиток, это другие заурядные люди, которые предлагают ему наслаждаться сансарными вещами. 6. Человек, рассказывающий про яд, это духовный друг, наставник, учитель, который объясняет наслаждение и опасность в пятенитих чувственных удовольствий. 7. Точно так же, как-то человек выпивает чашу, залпом и без раздумий, и встречает смерть или муки, то точно так же заурядный человек. 8. Человек, жаждущий чувственных удовольствий, отвергает советы наставника или учителя, оставляет монашескую практику и возвращается к жизни домохозяина. 9. Там он совершает преступление, его наказывает в царь, а в следующей жизни он переживает огромные страдания в нижних мирах. 9. Человек, отвергнувший напиток, мудрый монах, который отбросил чувственное удовольствие и выпил четыре этапа пути, которые ведут к неббане. 10. Имеется в виду путь ко вступлению в поток, к однажды возвращению, к невозвращению и караханству. 10. Налакалапия сутта, связки тростника. 10. СН 1267. Однажды Достопочтенный Сарипутта и Достопочтенный Махакоттхита пребывали рядом с Варанаси Валеньем Парки и Сипатаны. И тогда, вечером, выйдя из своего затворничества, Достопочтенный Махакоттхита отправился к Достопочтенному Сарипутте и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. 11. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Затем он обратился к Достопочтенному Сарипутте, скажи мне, друг Сарипутта, старение и смерть самосотворяются, сотворяются кем-то, или и самосотворяются и сотворяются кем-то, или же без самосотворения или сотворения кем-то они возникают спонтанно? Нет, друг Катхита, не так оно, что старение и смерть самосотворяются, сотворяются кем-то, или и самосотворяются и сотворяются кем-то, или же без самосотворения или сотворения кем-то они возникают спонтанно. Но, имея рождение в качестве необходимого условия, возникают старение и смерть. Скажи мне, друг Сарипутта, рождение. Скажи мне, друг Сарипутта, становление. Скажи мне, друг Сарипутта, цепляние. Скажи мне, друг Сарипутта, жажда. Скажи мне, друг Сарипутта, чувства. Скажи мне, друг Сарипутта, контакт. Скажи мне, друг Сарипутта, шесть сфер чувств самосотворяются, сотворяются кем-то, или и самосотворяются и сотворяются кем-то, или же без самосотворения или сотворения кем-то они возникают спонтанно? Нет, друг Катхита, не так оно, что шесть сфер чувств самосотворяются, сотворяются кем-то, или и самосотворяются и сотворяются кем-то, или же без самосотворения или сотворения кем-то они возникают спонтанно. Но, имея имя и форму в качестве необходимого условия, возникают шесть сфер чувств. Скажи мне, друг Сарипутта, имя и форма самосотворяется, возникает спонтанно? Нет, друг Катхита, не так оно, что имя и форма самосотворяется, возникает спонтанно. Но, имея сознание в качестве необходимого условия, возникает имя и форма. Скажи мне, друг Сарипутта, сознание самосотворяется, возникает спонтанно? Нет, друг Катхита, не так оно, что сознание самосотворяется, возникает спонтанно. Но, имея имя и форму в качестве необходимого условия, возникает сознание. Друг Сарипутта, я понял твое утверждение так, не так оно, друг Катхита, что имя и форма самосотворяется, возникает спонтанно. Но, имея сознание в качестве необходимого условия, возникает имя и форма. Но затем я понял следующее твое утверждение таким образом. Не так оно, друг Катхита, что сознание самосотворяется, возникает спонтанно. Но, имея имя и форму в качестве необходимого условия, возникает сознание. Как понимать значение этих утверждений? Хорошо, друг Катхита, я приведу для тебя пример, поскольку бывает так, что с помощью примера умный человек может понять значение того, что было сказано. Представь, как если бы две связки тростника стояли, опираясь друг на друга. Точно так же, имея имя и форму в качестве необходимого условия, возникает сознание, а имея сознание в качестве необходимого условия, возникает имя и форма. Имея имя и форму в качестве необходимого условия, возникают шесть сфер чувств. Имея шесть сфер чувств в качестве необходимого условия, возникает контакт. Имея контакт в качестве необходимого условия, возникает чувство. Имея чувство в качестве необходимого условия, возникает жажда. Имея жажду в качестве необходимого условия, возникает цепляние. Имея цепляние в качестве необходимого условия, возникает становление. Имея становление в качестве необходимого условия, возникает рождение. Имея рождение в качестве необходимого условия, возникают старение и смерть, печаль, стенание, боль, беспокойство и отчаяние. Вот как возникает вся эта груда страданий. Если кто-либо выдернул бы одну из этих связок тростника, то другая бы упала. Если бы он выдернул другую, то упала бы первая. Точно так же, с прекращением имени и формы происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния. Вот так прекращается вся эта груда страданий. Удивительно, друг Сарепутта, поразительно, друг Сарепутта, как хорошо все это было сказано достопочтенным Сарепуттой. Я радуюсь хорошим утверждением достопочтенного Сарипуты по отношению к этим 36 темам. 1. Если монах учит Дхамме ради устранения очарованности, ради бесстрастия прекращения в отношении старения и смерти, то он заслуживает того, чтобы его называли оратором Дхаммы. Если он практикует ради устранения очарованности, ради бесстрастия прекращения в отношении старения и смерти, то он заслуживает того, чтобы его называли монахом, практикующим Дхамму в соответствии с Дхаммой. Если через устранение очарованности, бесстрастия и прекращения по отношению к старению и смерти он освобожден, то он заслуживает того, чтобы его называли достигшим Неббана здесь и сейчас. Если монах учит Дхаме ради устранения очарованности, ради бесстрастия и прекращения в отношении рождения, становления, цепляния, жажды, чувства, контакта, шести сфер чувств, имени и формы, сознания, формирователей, невежества, то он заслуживает того, чтобы его называли оратором Дхаммы. Если он практикует ради устранения невежества, ради бесстрастия и прекращения в отношении невежества, то он заслуживает того, чтобы его называли монахом, практикующим Дхамму в соответствии с Дхаммой. Если через устранение очарованности, бесстрастия и прекращений по отношению к невежеству он освобожден, то он заслуживает того, чтобы его называли достигшим Неббан и здесь и сейчас. 1.36 тем – это три качества, изучение, практика, достижение, помноженные на каждый фактор двенадцатизенной формулы зависимого возникновения. Касамби-сутта, Касамби. С.Н. 12.68. Однажды достопочтенный Мусила, достопочтенный Савиттха, достопочтенный Нарада и достопочтенный Ананда пребывали в Касамби в парке Кхаситы. И тогда достопочтенный Савиттха обратился к достопочтенному Мусиле, друг Мусила, не опираясь на веру, не опираясь на личные предпочтения, не опираясь на устную традицию, не опираясь на обоснованные рассмотрения, не опираясь на согласие с мнением после размышления над ним. 1. Имеет ли достопочтенный Мусила такое личное знание, с рождением как условием, старение и смерть возникают? Друг Савитха, не опираясь на веру, не опираясь на личные предпочтения, не опираясь на устную традицию, не опираясь на обоснованные рассмотрения, не опираясь на согласие с мнением после размышления над ним, я знаю так, я вижу так, с рождением как условием, старение и смерть возникает. Друг Мусила, не опираясь на веру, имеет ли достопочтенный мусила такое личное знание, с существованием как условием, рождение возникает? 2. С невежеством как условием, волевые формирователи возникают? Друг Савитха, не опираясь на веру, я знаю так, я вижу так, с невежеством как условием, волевые формирователи возникают? Друг мусила, не опираясь на веру, имеет ли достопочтенный мусила такое личное знание, с прекращением рождения, старение и смерть прекращается? 3. С прекращением невежества волевые формирователи прекращаются? Друг Савиддха, не опираясь на веру. Я знаю так, я вижу так, с прекращением невежества волевые формирователи прекращаются. Друг Мусила, не опираясь на веру, не опираясь на личные предпочтения, не опираясь на устную традицию, не опираясь на обоснованные рассмотрения, не опираясь на согласие с мнением после размышления над ним, имеет ли достопочтенный Мусила такое личное знание, Ниббана, это прекращение существования? Четыре, друг Савиттха, не опираясь на веру, я знаю так, я вижу так, не Бабана, это прекращение существования. В таком случае, Достопочтенный Мусила, Арахант, чьи пять на загрязнении ума уничтожены. Когда так было сказано, Достопочтенный Мусила ничего не ответил, пять. Тогда Достопочтенный Нарада сказал Достопочтенному Савиттхе, друг Савиттха, было бы хорошо, если бы мне задали эти же вопросы. Задай мне эти же вопросы, и я отвечу тебе. В таком случае, пусть Достопочтенный Нарада соизволит ответить на эти вопросы. Я задам Достопочтенному Нараде эти вопросы, и пусть он ответит мне. Друг Нарада, не опираясь на веру, имеет ли Достопочтенный Нарада такое личное знание, с рождением как условием, старение и смерть возникают? 6. Небана, это прекращение существования? В таком случае, Достопочтенный Нарада, Арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены. Друг, хотя я четко увидел в соответствии с действительностью правильной мудростью, не Бубана, это прекращение существования, все же, я не Арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены. Представь, друг, как если бы в пустыне у дороги стоял бы колодец, но в нем не было бы ни веревки, ни ведра. И мимо проходил бы человек, подавленный и страдающий от жары, уставший, обезвоженный, жаждущий пить. Он заглянул бы в колодец, и знание возникло бы в нем, там есть вода. Но он не мог бы коснуться ее телом. Точно так же, друг, хотя я четко увидел в соответствии с действительностью правильной мудростью, не Бубана, это прекращение существования, все же, я не Арахант, чьи пятна загрязнения ума уничтожены. 7. Когда так было сказано, Достопочтенный Ананда спросил Достопочтенного Савиттху, когда он говорит так, друг Савиттха, чтобы ты сказал о Достопочтенном Нараде. Когда он говорит так, друг Ананда, я бы ничего не сказал о Достопочтенном Нараде, кроме хорошего и благого. 8. 1. Пять оснований считать что-либо истинным. Здесь эти основания противопоставляются прямому опыту знанию, почеттами Ваньена. Комментарий поясняет, некий человек принимает что-то за истину, опираясь на веру, садха, доверяя кому-либо другому и считая то, что он говорит, истиной. Другой принимает что-то, опираясь на личное предпочтение, Ручи, когда он одобряет некий тезис, обдумав его и посчитав, что он истинный. Третий человек принимает что-то, опираясь на устную традицию, а Нус Сава, когда рассуждает так, это дошло до нас с древних времен благодаря устной традиции, поэтому это должно быть истинным. Четвертый человек по мере рассуждения считает что-либо верным и заключает, так оно и есть, то есть соглашается с этим, опираясь на обоснованное рассмотрение «Акарапривитака». В пятом случае по мере рассуждений возникает некое воззрение, основанное на определенной гипотезе. Это называется согласие с мнением-воззрением после размышления над ним, диктхенитчханакханте. Два, здесь идут все промежуточные звенья схемы зависимого возникновения, существования вплоть до невежества. Смотри. СН 12.1.3, здесь также перечисляются последовательно все звенья. Четыре, комментарий поясняет, что Ниббана, это прекращение пяти совокупностей. Пять, комментарий поясняет, что Достопочтенный Мусила действительно был арахантом, но предпочел ничего не отвечать. Шесть, здесь повторяются все те вопросы, что и выше, и даются в точности такие же ответы. Семь, комментарий. Прямое видение воды в колодце обозначает прямое видение Ниббаны невозвращающимся. Человек, страдающий от жары, это невозвращающийся. Ведро, это путь к араханству. Страдающий от жары человек видит воду в колодце, невозвращающийся знает знанием пересмотра, там существует постижение пути к араханству. Точно так же, как человек не может добыть воды из колодца и коснуться ее телом, так и невозвращающийся, не имея пути к араханству, не может сесть в медитации, будучи поглощенным в достижении плода араханства, которое имеет Ниббану своим объектом. Примечание переводчика СВ, пояснение комментария здесь хорошо согласуется с МН 64, где Будда говорит о том, что когда практикующий входит в Чхану и рассматривает непостоянство формации, то, по мере этой практики, он прорывается к Ниббане и видит ее напрямую. В результате этого прямого видения Ниббаны, он либо становится арахантом, либо, если у него остаются еще какие-то цепляния, обретает плод невозвращения. 8. Примечание переводчика СВ, последнее предложение сутта аналогично последнему предложению в СН 55-23. Упаянити сутта, заводнение. СН 12-69. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный сказал, монахи, заводнение океана вызывает заводнение рек. Заводнение рек вызывает заводнение ручьев. Заводнение ручьев вызывает заводнение озер. Заводнение озер вызывает заводнение прудов. Точно так же, заводнение невежества вызывает заводнение волевых формирователей. Заводнение волевых формирователей вызывает заводнение сознания, имени и формы, шести сфер чувств, контакта, чувства, жажды, цепляния, существования, рождения. Заводнение рождения вызывает заводнение старения и смерти. Монахи, обмеление океана вызывает обмеление рек. Обмеление рек вызывает обмеление ручьев. Обмеление ручьев вызывает обмеление озер. Обмеление озер вызывает обмеление прудов. Точно так же, обмеление невежества вызывает обмеление волевых формирователей, обмеление старения и смерти. Сусима сутта, Сусима. СН 1270. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И в тот момент Благословенный был восхваляем, почитаем, уважаем, ценим и обожаем людьми, и он получал одеяние, еду, жилище и лекарства. Сангха монахов также была восхваляема, почитаема, уважаема, ценима и обожаема, и монахи тоже получали одеяние, еду, жилище и лекарства. Но странники-приверженцы других учений не были восхваляемы, почитаемы, уважаемы, ценимы и обожаемы, и они не получали одеяний, еды, жилищ и лекарств. И тогда странник Сусима пребывал в Раджагахе вместе с большой группой странников. Они обратились к страннику Сусиме, ну же, друг Сусима, давай, веди святую жизнь под учительством отшельника Гатамы. Освои его Дхаму и научи нас ей. Мы тогда тоже освоим его Дхаму и будем наставлять в ней мирян. Таким образом, мы тоже будем восхваляемы, почитаемы, уважаемы, ценимы и обожаемы, и мы тоже будем получать одеяние, еду, жилище и лекарства. Хорошо, друзья, ответил странник Сусима. И тогда он отправился к достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, друг Ананда, я хочу вести святую жизнь в этой Дхаме и Винае. И тогда достопочтенный Ананда взял с собой странника Сусиму и отправился к благословенному. Он поклонился благословенному, сел рядом и сказал ему, учитель, этот странник Сусима утверждает, что хочет вести святую жизнь в этой Дхаме и Винае. Что ж, Ананда, дай ему посвящений. И тогда странник Сусима получил младшее и высшее монашеское посвящение под учительством благословенного, один. И в то время группа монахов объявила о достижении окончательного знания в присутствии благословенного, сказав, мы понимаем, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Достопочтенный Сусима услышал об этом, отправился к тем монахам, обменялся с ними вежливыми приветствиями, сел рядом и сказал им, правда ли, что вы, достопочтенные, объявили о достижении окончательного знания в присутствии благословенного, сказав, мы понимаем, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так оно, друг. В таком случае, зная видя так, достопочтенные, обладаете ли вы различными видами сверхъестественной силы, как то, будучи одними, вы становитесь многими, будучи многими, вы становитесь одними. Вы появляетесь. Вы исчезаете. Вы беспрепятственно проходите сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шли сквозь пустое пространство. Вы ныряете и выныриваете земли, как если бы она была водой. Вы ходите по воде и не тонете, как если бы вода была суши. Сидя со скрещенными ногами, вы летите по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой вы касаетесь и ударяете даже солнце и луну, настолько вы сильны и могущественны. Вы так влияете на тело, что достигаете даже миров Брахмы? Нет, друг. В таком случае, зная-видя так, достопочтенные, слышите ли вы за счет божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, различные виды звуков, божественные и человеческие, далекие и близкие? В таком случае, зная-видя так, достопочтенные, знаете ли вы умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум? Должно быть, вы различаете ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Вы различаете ум с отвращением, как ум с отвращением, а ум без отвращения, как ум без отвращения. Вы различаете ум с невежеством, как ум с невежеством, а ум без невежества, как ум без невежества. Вы различаете суженный ум как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Вы различаете увеличенный ум как увеличенный ум, а не увеличенный ум как не увеличенный ум. Вы различаете сильный ум, который еще не достиг на высшего уровня как сильный ум, и непревзойденный в силе ум как непревзойденный в силе ум. Вы различаете сосредоточенный ум как сосредоточенный ум, а не сосредоточенный ум как несосредоточенный ум. Вы различаете освобожденный ум как освобожденный ум, а не освобожденный ум как не освобожденный ум, В таком случае, зная и видя так, достопочтенные, вспоминаете ли вы свои многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился теперь уже здесь. Вспоминаете ли вы так свои многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях? В таком случае, зная и видя так, достопочтенные, видите ли вы за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти-перерождений существ, различаете ли вы низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, видите ли вы смерть и перерождение существ, различаете низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой? В таком случае, зная и видя так, достопочтенные, пребываете ли вы в тех умиротворенных освобождениях, которые выходят за пределы форм, то есть в бесформенных достижениях, коснувшись их телом? Так как же, достопочтенные, такой ответ и отсутствие достижений этих состояний? Как такое может быть, друзья? Мы освобождены мудростью, Сусима, 2. Я не понимаю в подробностях значение того, друзья, что было сказано вкратце достопочтенными. Было бы хорошо, если бы достопочтенные объяснили мне это так, чтобы я смог понять в подробностях то, о чем было сказано вкратце. Понимаешь ли ты, друг Сусима, или же нет, все равно мы освобождены мудростью. И тогда достопочтенный Сусима поднялся со своего сидения и отправился к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, сел рядом и рассказал благословенному обо всей беседе, которая состоялась у него с теми монахами. Благословенный ответил, «Вначале, Сусима, возникает знание непреложности Дхаммы, а затем, знание Нигбаны, 3. Я не понимаю в подробностях значение того, учитель, что было сказано вкратце благословенным. Было бы хорошо, если бы благословенный объяснил мне это так, чтобы я смог понять в подробностях то, о чем было сказано вкратце. Понимаешь ли ты, Сусима, или же нет, все равно вначале возникает знание непреложности Дхаммы, а затем, знание Нигбаны, 4. Как ты думаешь, Сусима, Форма постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то страдательно или приятно? Страдательно, учитель. Можно ли считать непостоянной, страдательной и подверженной изменению таковым, это моё, я таков, это моё я? Нет, учитель. Чувство, восприятие, формации, сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно, учитель. Поэтому, сусима, любой вид формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью, «Это не мое, я не таков, это не мое я». Видя так, Сусима, обученный ученик благородных испытывает разочарование по отношению к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия его ум освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Видишь ли ты так, Сусима, с рождением как условием, старение и смерть возникает? Да, учитель. Видишь ли ты так, Сусима, с существованием как условием, цеплянием, жаждой, чувством, контактом, шестью сферами чувств, именем и формой, сознанием, волевыми формирователями, невежеством как условием, волевые формирователи возникают? Видишь ли ты так, Сусима, с прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти? Да, учитель. Видишь ли ты так, Сусима, с прекращением существования? С прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей? Зная и видя так, Сусима, обладаешь ли ты различными видами сверхъестественных сил, как то, будучи одним, ты становишься многими? В таком случае, зная и видя так, Сусима, слышишь ли ты за счет божественного уха? В таком случае, зная и видя так, Сусима, знаешь ли ты умы других существ? В таком случае, зная и видя так, Сусима, вспоминаешь ли ты свои многочисленные прошлые обители? В таком случае, зная и видя так, Сусима, видишь ли ты за счет божественного глаза? В таком случае, зная и видя так, Сусима, пребываешь ли ты в тех умиротворенных освобождениях, которые выходят за пределы форм, то есть в бесформенных достижениях, коснувшись их телом? Так как же, «Сусима, такой ответ и отсутствие достижений этих состояний. Как такое может быть, Сусима?» И тогда достопочтенный Сусима упал в ноги благословенному и сказал, «Учитель, я совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым я был, что подобно вору я получил посвящение в этой хорошо провозглашенной Дхаме и Винае. Учитель, пусть благословенный простит меня за мой проступок, который я теперь увидел как проступок, чтобы впредь я себя сдерживал в этом. Вне сомнений, Сусима, ты совершил проступок, столь глупым, столь запутанным, столь нелепым ты был, что подобно вору ты получил посвящение в этой хорошо провозглашенной Дхаме и Винае. Представь, Сусима, как если бы арестовали бандита, преступника, и привели бы его к царю, сказав, «Ваше Величество, это человек, бандит, преступник. Наложите на него такое наказание, которое и сочтете нужным». Царь сказал бы, «Ну же, почтенный, скрутите его руки за спиной крепкой веревкой, постригите его на лысо, водите его под дробь звонкового барабана по улицам, от перекрестка до перекрестка, введите его через южные ворота и там, к югу от города, отрубите ему голову». Как ты думаешь, Сусима, испытал бы в этом случае этот человек боль и недовольство? И хотя этот человек испытал бы в этом случае боль и недовольство, все же если получение посвящения в этой хорошо провозглашенной Дхаме и Винае осуществляется как воровство, то это имеет куда более болезненные, куда более мучительные последствия, и ведет в нижние миры. Но поскольку ты увидел свой проступок как проступок и исправил его в соответствии с Дхамой, мы прощаем тебя за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхамой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. Один, комментарий поясняет, что Ананда уже знал, что Сусима был учителем в своей группе странников и испугался, что если даст ему монашеское посвящение, то тот дискредитирует Дхаму и Сангху, поэтому он решил не рисковать, а отвести его к Будде. Будда увидел, что истинным мотивом Сусимы было своровать Дхамму и знал, что посвящение будет нечистым в этом плане. Однако, он также увидел, что Сусима сможет исправить себя и достичь араханства. Поэтому он разрешил дать ему посвящение. По заметке достопочтенного Бодхи, довольно странно, что Будда не просит Сусиму пройти испытательный срок в четыре месяца, обязательный в подобных случаях, и разрешает сразу дать ему полное посвящение. Вероятно, Будда также увидел, что если Сусима будет проходить стандартную апробацию перед посвящением, то не завершит ее и не станет монахом, а значит, не сможет исправиться и потеряет шанс стать арахантом. Два, примечаний переводчика СВ. Два, многие, кто считает возможным достижение араханства без джхан, пытаются приводить в доказательство эту сутту. Однако, здесь араханты не говорят о том, что не достигают первых четырех джхан. А если обратиться к МН 64, то становится очевидным, что даже плотное возвращение, не говоря уже об араханстве, не может быть достигнут хотя бы без первой джханы. Три, под комментарий поясняет, что знание непреложности дхаммы, это знание трех характеристик существования, то есть изменчивости, страдательности, безличности. Комментарий к другим суттам объясняет это знание как знание и принцип о взаимосвязи между звеньями схемы зависимого возникновения. Четыре, по заметке достопочтенного Бодхи, судя по всему, Будда таким ответом дает понять, что достижение Нигбана не подразумевает достижение психических сил или же бесформенных сфер, что и раскрывает далее, ниже по тексту. Джирамарана сутта, старение и смерть. С.Н. 12.71 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают старения и смерти, его возникновения, его прекращения, и пути, ведущего к его прекращению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают старение и смерть, его возникновение, его прекращение, и путь, ведущий к его прекращению, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, входят и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Сутты СН 12.72-81 Сутты идентичны СН 12.71 но в каждой из них обсуждается одно из звеньев схемы зависимого возникновения, те жрецы и отшельники, которые не понимают рождение. СН 12.72, те жрецы и отшельники, которые не понимают существование. СН 12.73, те жрецы и отшельники, которые не понимают цепляние. СН 12.74, те жрецы и отшельники, которые не понимают жажды. СН 12.75, те жрецы и отшельники, которые не понимают чувства. СН-1276 – те жрецы и отшельники, которые не понимают контакта. СН-1277 – те жрецы и отшельники, которые не понимают шести сфер чувств. СН-1278 – те жрецы и отшельники, которые не понимают имени и формы. СН-1279 – те жрецы и отшельники, которые не понимают сознание. СН 12.80 – те жрецы и отшельники, которые не понимают волевых формирователей. СН 12.81. САТЬТХА-СУТТА – УЧИТЕЛЬ. СН 12.82. В САВАТТХЕ. Благословенный сказал, монахи, тот, кто не знает и не видит в соответствии с действительностью старение и смерть, его возникновение, его прекращение, и путь, ведущий к его прекращению, должен найти учителя, чтобы познать это в соответствии с действительностью. Монахи, тот, кто не знает и не видит рождение, существование, цепляние, жажды, чувства, контакта, шести сфер чувств, имени и формы, сознания, волевых формирователей, их возникновения, их прекращение, и пути, ведущего к их прекращению, должен найти учителя, один, чтобы познать это в соответствии с действительностью. Один, комментарий, будь то Будда или ученик, тот, в зависимости от кого кто-либо обретает знание и пути, тот называется учителем, саддха. Такового следует искать. Слово саддха в суттах обычно используется только по отношению к Будде. Сикха сутта, тренировка. СН 1283. В саваддхе. Благословенный сказал, монахи, тот, кто не знает и не видит в соответствии с действительностью старение и смерть, рождение, существование, цепляние, жажду, чувство, контакт, шесть сфер чувств, имя и форму, сознание, волевые формирователи, их возникновение, их прекращение, и путь, ведущий к их прекращению, должен осуществлять тренировку, чтобы познать это в соответствии с действительностью. Сутта СН 1284-93. Сутта идентична СН 1283, но вместо «должен осуществлять тренировку» идет иная фраза, должен прилагать усилия. СН 1284, должен порождать желание. СН 1285, должен порождать энтузиазм. СН 1286, должен быть упорным. СН 1287, должен порождать рвение. СН 1288, должен прилагать усердие. СН 1289, должен практиковать настойчивость. СН 1290, должен практиковать сознанность. СН 12-91, должен практиковать бдительность. СН 12-92, должен практиковать при лежании. СН 12-93. Качаяна Готта, Сутта. Качаяна Готте. СН 12-15. В Савадхе. Достопочтенный Качаяна Готта подошел к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Господин, правильные взгляды, правильные взгляды, так говорят, до какой степени говорится, что это правильные взгляды?» В целом, Качаяна, этот мир зиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании, «когда человек видит возникновение мира, так как есть, на самом деле, правильной мудростью, то взгляда несуществования по отношению к миру у него не возникает. Когда он видит прекращение мира, так как есть, правильной мудростью, взгляда существования по отношению к миру у него не возникает. В целом, Качияна, этот мир находится в рабстве привязанностей, цепляний и склонностей, но такой человек с правильными взглядами не вовлекается и не цепляется к этим привязанностям, к цепляниям, к завязкам ума, к его склонностям или одержимостям. Также он не утверждает, что «это я». У него нет уверенности и сомнений, что только лишь страдание, возникая, возникает, что только лишь страдание, угасая, угасает. И в этом своем знании он независим от других. Вот до какой степени говорится, что это правильные взгляды. Все существует. Это одна крайность. Все не существует. Это другая крайность. Избегая этих крайностей, Тадхагатта учит Дхамме срединным способом. Из невежества, как необходимого условия, возникают формирователи. Из формирователей, как необходимого условия, возникает сознание. Из сознания, как необходимого условия, возникает имя и форма. Из имени и формы, как необходимого условия, возникают шесть чувственных опор. Из шести чувственных опор в качестве необходимого условия возникает контакт. Из контакта в качестве необходимого условия возникает чувствование. Из чувствования в качестве необходимого условия возникает жажда. Из жажды в качестве необходимого условия возникает цепляние и удержание. Из цепляния и удержания в качестве необходимого условия возникает становление. Из становления в качестве необходимого условия возникает рождение. Из рождения в качестве необходимого условия возникают старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды горя и страдания. Теперь при безостановочном угасании и прекращении этого самого невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувствования. С прекращением чувствования происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния и удержания. С прекращением цепляния и удержания происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения прекращаются старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания. Набхасикха сутта, на ногте. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, Великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг суть Дхаммы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождением. Пакхарани сутта, пруд. СН 13.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в пятьдесят йоджин, один, длиной, пятьдесят йоджин шириной и пятьдесят йоджин глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Один, Еджана составляет примерно 10 километров. Под Дхамасом в Хеджи Сутта, вода в месте слияния и рек один. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды в месте слияния этих великих рек? Учитель, воды в месте слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой в месте слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды в месте слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, только, обрести видение Дхаммы. ДУТИЕ САМПХЕДЖИ СУТТА, ВОДА ВМЕСТИ СЛИЯНИЕ РЕК ДВА. СН 13.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Ачаравати, Сарабху, Махи, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трёх капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трёх капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше. Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхамма Махападха Весутта, Великая Земля 1. СН 13.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, Великой Земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страдания в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махападха Висутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной и юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерной и юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом океане? Учитель, воды в Великом океане больше. Извлеченные две или три капли воды – практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиомы Хасамудга Сутта, Великий океан 2. СН 13.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхаматаббатупама сутта, гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиепа Батупама Сутта, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималаев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Ямалаев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Ямалаев, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Памбатупама сутта, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя Всегор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или Синеру, царь Всегор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников, приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. 1. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. 1. Не безинтересно, что окончание в этой последней сутте отличается от стандартной концовки в предыдущих суттах этой санюты. 1. Тхаттунанатта сутта, разнообразие элементов. СН 14.1. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я научу вас разнообразию элементов. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, и что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент глаза, элемент формы, элемент сознания глаза, элемент уха, элемент звука, элемент сознания уха, элемент носа, элемент запаха, элемент сознания носа, элемент языка, элемент вкуса, элемент сознания языка, элемент тела, элемент тактильного ощущения, элемент сознания тела, элемент ума, элемент ментального феномена, элемент сознания ума. Это, монахи, называется разнообразием элементов. В Хасананатта сутта, разнообразие контактов. СН 14.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент глаза, элемент уха, элемент носа, элемент языка, элемент тела, элемент ума Это, монахи, называется разнообразием элементов И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов? В зависимости от элемента глаз возникает контакт глаза В зависимости от элемента уха возникает контакт уха. В зависимости от элемента носа возникает контакт носа. В зависимости от элемента языка возникает контакт языка. В зависимости от элемента тела возникает контакт тела. В зависимости от элемента ума возникает контакт ума. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов. Но бхасананатта сутта – не разнообразие контактов. СН 14.3 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов. Разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент глаза, элемент уха, элемент носа, элемент языка, элемент тела, элемент ума. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов, и как разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов. В зависимости от элемента глаза возникает контакт глаза. Элемент глаза не возникает в зависимости от контакта глаза. В зависимости от элемента уха возникает контакт уха. Элемент уха не возникает в зависимости от контакта уха. В зависимости от элемента носа возникает контакт носа. Элемент носа не возникает в зависимости от контакта носа. В зависимости от элемента языка возникает контакт языка. Элемент языка не возникает в зависимости от контакта языка. В зависимости от элемента тела возникает контакт тела. Элемент тела не возникает в зависимости от контакта тела. В зависимости от элемента ума возникает контакт ума. Элемент ума не возникает в зависимости от контакта ума. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов. Разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов. Ведану Нанатта сутта, разнообразие чувств. СН 14.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов. В зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент глаза, элемент уха, элемент носа, элемент языка, элемент тела, элемент ума. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов, и как в зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств, в зависимости от элемента глаза возникает контакт глаза. В зависимости от контакта глаза возникает чувство, рожденное контактом глаза. В зависимости от элемента уха возникает контакт уха. В зависимости от контакта уха возникает чувство, рожденное контактом уха. В зависимости от элемента носа возникает контакт носа. В зависимости от контакта носа возникает чувство, рожденное контактом носа. В зависимости от элемента языка возникает контакт языка. В зависимости от контакта языка возникает чувство, рожденное контактом языка. В зависимости от элемента тела возникает контакт тела. В зависимости от контакта тела возникает чувство, рожденное контактом тела. В зависимости от элемента ума возникает контакт ума. В зависимости от контакта ума возникает чувство, рожденное контактом ума. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов, в зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. Дутью ведану на Нанатта сутта, разнообразие чувств 2. СН 14.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов. В зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. Разнообразие контактов не возникает в зависимости от разнообразия чувств. Разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент глаза, элемент уха, элемент носа, элемент языка, элемент тела, элемент ума. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов, и как в зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств? Как разнообразие контактов не возникает в зависимости от разнообразия чувств, и как разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов? В зависимости от элемента глаза возникает контакт глаза. В зависимости от контакта глаза возникает чувство, рожденное контактом глаза. Контакт глаза не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом глаза. Элемент глаза не возникает в зависимости от контакта глаза. В зависимости от элемента уха возникает контакт уха. В зависимости от контакта уха возникает чувство, рожденное контактом уха. Контакт уха не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом уха. Элемент уха не возникает в зависимости от контакта уха. В зависимости от элемента носа возникает контакт носа. В зависимости от контакта носа возникает чувство, рожденное контактом носа. Контакт носа не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом носа. Элемент носа не возникает в зависимости от контакта носа. В зависимости от элемента языка возникает контакт языка. В зависимости от контакта языка возникает чувство, рожденное контактом языка. Контакт языка не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом языка. Элемент языка не возникает в зависимости от контакта языка. В зависимости от элемента тела возникает контакт тела. В зависимости от контакта тела возникает чувство, рожденное контактом тела. Контакт тела не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом тела. Элемент тела не возникает в зависимости от контакта тела. В зависимости от элемента ума возникает контакт ума. В зависимости от контакта ума возникает чувство, рожденное контактом ума. Контакт ума не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом ума. Элемент ума не возникает в зависимости от контакта ума. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие контактов, в зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. Разнообразие контактов не возникает в зависимости от разнообразия чувств, разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия контактов. Бахиратхату нанатта сутта – Разнообразие внешних элементов. СН 14.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас разнообразию элементов». «Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», – ответили монахи. Благословенный сказал, «И что такое, монахи, разнообразие элементов?» «Элемент формы, элемент звука, элемент запаха, элемент вкуса, элемент тактильного ощущения, элемент ментального феномена. Это, монахи, называется разнообразием элементов. Саньянанатта сутта, разнообразие восприятий. СН 14.7 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий. В зависимости от разнообразия восприятий возникает разнообразие намерений. В зависимости от разнообразия намерений возникает разнообразие желаний. В зависимости от разнообразия желаний возникает разнообразие страстей. В зависимости от разнообразия страстей возникает разнообразие поисков. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент формы, элемент звука, элемент запаха, элемент вкуса, элемент тактильного ощущения, элемент ментального феномена. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости Разнообразие поисков В зависимости от элемента формы возникает восприятие формы В зависимости от восприятия формы возникают намерения по отношению к форме В зависимости от намерения по отношению к форме возникает желание к форме В зависимости от желания к форме возникает страсть к форме В зависимости от страсти к форме возникает поиск формы В зависимости от элемента звука В зависимости от элемента запаха В зависимости от элемента вкуса В зависимости от элемента тактильного ощущения. В зависимости от элемента ментального феномена возникает восприятие ментального феномена. В зависимости от восприятия ментального феномена возникает намерение по отношению к ментальному феномену. В зависимости от намерения по отношению к ментальному феномену возникает желание к ментальному феномену. В зависимости от желания к ментальному феномену возникает страсть к ментальному феномену. В зависимости от страсти к ментальному феномену возникает поиск ментального феномена. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие поисков. Но при есану на нато сутта, не разнообразие поисков. С.Н. 14.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий. В зависимости от разнообразия восприятий возникает разнообразие намерений. В зависимости от разнообразия намерений возникает разнообразие желаний. В зависимости от разнообразия желаний возникает разнообразие страстей. В зависимости от разнообразия страстей возникает разнообразие поисков. Разнообразие страстей не возникает в зависимости от разнообразия поисков. Разнообразие желаний не возникает в зависимости от разнообразия страстей. Разнообразие намерений не возникает в зависимости от разнообразия желаний. Разнообразие восприятий не возникает в зависимости от разнообразия намерений. Разнообразие элементов не возникает в зависимости от разнообразия восприятий. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент формы, элемент звука, элемент запаха, элемент вкуса, элемент тактильного ощущения, элемент ментального феномена. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие поисков? И как разнообразие страстей не возникает в зависимости от разнообразия поисков, разнообразии. В зависимости от разнообразия восприятий. В зависимости от элемента формы возникает восприятие формы. В зависимости от восприятия формы возникает намерение по отношению к форме. В зависимости от намерения по отношению к форме возникает желание к форме. В зависимости от желания к форме возникает страсть к форме. В зависимости от страсти к форме возникает поиск формы. В зависимости от элемента звука. В зависимости от элемента запаха. В зависимости от элемента вкуса. В зависимости от элемента тактильного ощущения. В зависимости от элемента ментального феномена возникает восприятие ментального феномена. В зависимости от восприятия ментального феномена возникает намерение по отношению к ментальному феномену. В зависимости от намерения по отношению к ментальному феномену возникает желание к ментальному феномену. В зависимости от желания к ментальному феномену возникает страсть к ментальному феномену. В зависимости от страсти к ментальному феномену возникает поиск ментального феномена. Страсть к форме не возникает в зависимости от поиска формы. Желание к форме не возникает в зависимости от страсти к форме. Намерение к форме не возникает в зависимости от желания к форме. Восприятие формы не возникает в зависимости от намерения к форме. Элемент формы не возникает в зависимости от восприятия формы. Страсть к звуку. Страсть к запаху. Страсть к вкусу. Страсть к тактильному ощущению. Страсть к ментальному феномену не возникает в зависимости от поиска ментального феномена. Желание к ментальному феномену не возникает в зависимости от страсти к ментальному феномену. Намерение к ментальному феномену не возникает в зависимости от желания к ментальному феномену. Восприятие ментального феномена не возникает в зависимости от намерения к ментальному феномену. Элемент ментального феномена не возникает в зависимости от восприятия ментального феномена. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие поисков. Разнообразие страстей не возникает в зависимости от разнообразия поисков, разнообразии. В зависимости от разнообразия восприятий. Бахира Бхасана Натта Сутта, разнообразие внешних контактов. СН 14.9. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий. В зависимости от разнообразия восприятий возникает разнообразие намерений. В зависимости от разнообразия намерений возникает разнообразие контактов. В зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. В зависимости от разнообразия чувств возникает разнообразие желаний. В зависимости от разнообразия желаний возникает разнообразие страстей. В зависимости от разнообразия страстей возникает разнообразие поисков. В зависимости от разнообразия поисков возникает разнообразие обретений. И что такое, монахи, разнообразие элементов, Элемент формы, элемент звука, элемент запаха, элемент вкуса, элемент тактильного ощущения, элемент ментального феномена. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие обретений, в зависимости от элемента формы возникает восприятие формы, в зависимости от восприятия формы возникает намерение по отношению к форме, В зависимости от намерения к форме возникает контакт с формой. В зависимости от контакта с формой возникает чувство, рожденное контактом с формой. В зависимости от чувства, рожденного контактом с формой, возникает желание к форме. В зависимости от желания к форме возникает страсть к форме. В зависимости от страсти к форме возникает поиск формы. В зависимости от поиска формы возникает обретение формы. В зависимости от элемента звука. В зависимости от элемента запаха. В зависимости от элемента вкуса. В зависимости от элемента тактильного ощущения. В зависимости от элемента ментального феномена возникает восприятие ментального феномена. В зависимости от восприятия ментального феномена возникает намерение по отношению к ментальному феномену. В зависимости от намерения к ментальному феномену возникает контакт с ментальным феноменом. В зависимости от контакта с ментальным феноменом возникает чувство, рожденное контактом с ментальным феноменом. В зависимости от чувства, рожденного контактом с ментальным феноменам, возникает желание к ментальному феномену. В зависимости от желания к ментальному феномену возникает страсть к ментальному феномену. В зависимости от страсти к ментальному феномену возникает поиск ментального феномена. В зависимости от поиска ментального феномена возникает обретение ментального феномена. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие обретений. Дутия Бахира Бхасана Натта Сутта, Разнообразие Внешних Контактов 2. СН 14.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий. В зависимости от разнообразия восприятий возникает разнообразие намерений. В зависимости от разнообразия намерений возникает разнообразие контактов. В зависимости от разнообразия контактов возникает разнообразие чувств. В зависимости от разнообразия чувств возникает разнообразие желаний. В зависимости от разнообразия желаний возникает разнообразие страстей. В зависимости от разнообразия страстей возникает разнообразие поисков. В зависимости от разнообразия поисков возникает разнообразие обретений. Разнообразие поисков не возникает в зависимости от разнообразия обретений. Разнообразие. Не возникает в зависимости от разнообразия восприятий. И что такое, монахи, разнообразие элементов? Элемент формы, элемент звука, элемент запаха, элемент вкуса, элемент тактильного ощущения, элемент ментального феномена. Это, монахи, называется разнообразием элементов. И как, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости разнообразие обретений. И как разнообразие поисков не возникает в зависимости от разнообразия обретений, разнообразие не возникает в зависимости от разнообразия восприятий, В зависимости от элемента формы возникает восприятие формы. В зависимости от восприятия формы возникает намерение по отношению к форме. В зависимости от намерения к форме возникает контакт с формой. В зависимости от контакта с формой возникает чувство, рожденное контактом с формой. В зависимости от чувства, рожденного контактом с формой, возникает желание к форме. В зависимости от желания к форме возникает страсть к форме. В зависимости от страсти к форме возникает поиск формы. В зависимости от поиска формы возникает обретение формы. В зависимости от элемента звука. В зависимости от элемента запаха. В зависимости от элемента вкуса. В зависимости от элемента тактильного ощущения. В зависимости от элемента ментального феномена возникает восприятие ментального феномена. В зависимости от восприятия ментального феномена возникает намерение по отношению к ментальному феномену. В зависимости от намерения к ментальному феномену возникает контакт с ментальным феноменом. В зависимости от контакта с ментальным феноменом возникает чувство, рожденное контактом с ментальным феноменом. В зависимости от чувства, рожденного контактом с ментальным феноменом, возникает желание к ментальному феномену. В зависимости от желания к ментальному феномену возникает страсть к ментальному феномену. В зависимости от страсти к ментальному феномену возникает поиск ментального феномена. В зависимости от поиска ментального феномена возникает обретение ментального феномена. Поиск формы. Поиск ментального феномена не возникает в зависимости от обретения ментального феномена. Страсть к ментальному феномену не возникает в зависимости от поиска ментального феномена. Желание ментального феномена не возникает в зависимости от страсти к ментальному феномену. Чувство, рожденное контактом с ментальным феноменом, не возникает в зависимости от желания ментального феномена. Контакт с ментальным феноменом не возникает в зависимости от чувства, рожденного контактом с ментальным феноменом. Намерение к ментальному феномену не возникает в зависимости от контакта с ментальным феноменом. Восприятие ментального феномена не возникает в зависимости от намерения к ментальному феномену. Элемент ментального феномена не возникает в зависимости от восприятия ментального феномена. Таким образом, монахи, в зависимости от разнообразия элементов возникает разнообразие восприятий, в зависимости. Разнообразие обретений. Разнообразие поисков не возникает в зависимости от разнообразия обретений, разнообразие. Не возникает в зависимости от разнообразия восприятий. САТТАТХАТУ СУТТА – СЕМЬ ЭЛЕМЕНТОВ СН 14.11 В САВАТТХЕ Благословенный сказал, «Монахи, есть эти семь элементов. Какие семь? Элемент света, элемент красоты, элемент сферы безграничного пространства, элемент сферы безграничного сознания, элемент сферы отсутствия всего, элемент сферы невосприятия, неневосприятия, элемент прекращения восприятия и чувствования. Таковы семь элементов, один. Когда так было сказано, один монах спросил благословенного, учитель, что касается элемента света, красоты, сферы безграничного пространства, сферы безграничного сознания, сферы отсутствия всего, сферы невосприятия, неневосприятия, прекращения восприятия и чувствования, в зависимости от чего эти элементы можно различить. Монах, элемент света распознается в зависимости от темноты. Элемент красивого распознается в зависимости от непривлекательности. Элемент сферы безграничного пространства распознается в зависимости от форм. Элемент сферы безграничного сознания распознается в зависимости от сферы безграничного пространства. Элемент сферы отсутствия всего распознается в зависимости от сферы безграничного сознания. Элемент сферы невосприятия, не невосприятия распознается в зависимости от сферы отсутствия чего бы то ни было. Элемент сферы прекращения восприятия и чувствования распознается в зависимости от прекращения, 2. Но, учитель, что касается элемента света, прекращения восприятия и чувствования, как обретается достижение этих элементов? Элемент света, элемент красоты, элемент сферы безграничного пространства, элемент сферы безграничного сознания, элемент сферы отсутствия всего, эти элементы обретаются как медитативные достижения с восприятием. Элемент сферы невосприятия, не невосприятия, этот элемент обретается как медитативное достижение с остаточными формациями. 3. Элемент прекращения восприятия и чувствования, этот элемент обретается как достижение прекращения формаций. 1. Согласно комментарию, элемент цвета и элемент красоты относятся к медитативным достижениям, джханам, как и все остальные элементы, упомянутые в сути. 2. Согласно комментарию, элемент прекращения распознается как полное прекращение четырех совокупностей ума, нама, ретроспективным познанием, патисингха павоти. Именно прекращение этих четырех совокупностей следует понимать под достижением прекращения. 3. Согласно комментарию, это называется достижением с остаточными формациями, сангхарвасисосамапаттия, по причине наличия остатка утонченных формаций. Согласно Весудхимагге, в этом состоянии восприятия и другие умственные факторы существуют в утонченном остаточном виде и не могут нормально функционировать, откуда и проистекает название этой сферы. Санедана сутта, благодаря причине. Сан 14.12. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, мысль, основанная на чувственном желании, возникает благодаря причине, а не беспричинно. Мысль, основанная на недоброжелательности, возникает благодаря причине, а не беспричинно. Мысль о причинении вреда возникает благодаря причине, а не беспричинно. И как? В зависимости от элемента чувственности возникает чувственное восприятие. 1. В зависимости от чувственного восприятия возникает чувственное устремление. В зависимости от чувственного устремления возникает чувственное желание. В зависимости от чувственного желания возникает чувственная страсть. В зависимости от чувственной страсти возникает чувственный поиск. Вовлеченный в чувственный поиск, не обученный заурядный человек ведет себя неправильно тремя способами – телом, речью, умом. В зависимости от элемента недоброжелательности возникает восприятие недоброжелательности. 2. В зависимости от восприятия недоброжелательности возникает недоброжелательное устремление. В зависимости от недоброжелательного устремления возникает недоброжелательное желание. В зависимости от недоброжелательного желания возникает страсть недоброжелательности. В зависимости от страсти недоброжелательности возникает недоброжелательный поиск. Вовлеченный в недоброжелательный поиск, не обученный заурядный человек ведет себя неправильно тремя способами – телом, речью, умом. В зависимости от элемента причинения вреда возникает восприятие и причинение вреда, 3. В зависимости от восприятия причинения вреда возникает устремление и причинение вреда. В зависимости от устремления причинения вреда возникает желание и причинение вреда. В зависимости от желания причинения вреда возникает страсть причинения вреда. В зависимости от страсти причинения вреда возникает поиск причинения вреда. Вовлеченный в поиск причинения вреда, необученный заурядный человек ведет себя неправильно тремя способами – телом, речью, умом. Представьте, монахи, как если бы человек уронил бы пылающий травяной факел на груду сухой травы. Если бы он тут же не потушил бы его своими руками и ногами, то живых существ, живущих в траве и в лесу, ждала бы беда и катастрофа. Точно так же, если любой жрец или отшельник быстро нять бросит, не рассеет, не удалит и не изничтожит неблагие восприятия, что возникли в нем, то он будет пребывать в страдании в этой самой жизни, с недовольством, отчаянием, взбудораженностью. А после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в плохой удел. Монахи, мысль об отречении возникает благодаря причине, а не беспричинно. Мысль, основанная на доброжелательности возникает благодаря причине, а не беспричинно. Мысль, основанная на безвредности возникает благодаря причине, а не беспричинно. И как? В зависимости от элемента отречения возникает восприятие отречения, 4. В зависимости от восприятия отречения возникает устремление отречения. В зависимости от устремления отречения возникает желание отречения. В зависимости от желания отречения возникает страсть к отречению. В зависимости от страсти к отречению возникает поиск отречения. Вовлеченный в поиск отречения, обученный ученик благородных ведет себя правильно тремя способами – телом, речью, умом. В зависимости от элемента недоброжелательности возникает восприятие недоброжелательности, 5. В зависимости от восприятия ненедоброжелательности возникает устремление ненедоброжелательности. В зависимости от устремления ненедоброжелательности возникает желание ненедоброжелательности. В зависимости от желания ненедоброжелательности возникает страсть к ней недоброжелательности. В зависимости от страсти к ней недоброжелательности возникает поиск ненедоброжелательности. Вовлеченный в поиск ненедоброжелательности, обученный ученик благородных ведет себя правильно тремя способами – телом, речью, умом. В зависимости от элемента безвредности возникает восприятие безвредности, 6. В зависимости от восприятия безвредности возникает устремление безвредности. В зависимости от устремления безвредности возникает желание безвредности. В зависимости от желания безвредности возникает страсть к безвредности. В зависимости от страсти к безвредности возникает поиск безвредности. Вовлеченный в поиск безвредности, обученный ученик благородных ведет себя правильно тремя способами – телом, речью, умом. Представьте, монахи, как если бы человек уронил бы пылающий травяной факел на груду сухой травы. Если бы он тут же потушил бы его своими руками и ногами, то живых существ, живущих в траве и в лесу, не ждала бы беда и катастрофа. Точно так же, если любой жрец или отшельник быстро отбросит, рассеет, удалит и изничтожит неблагие восприятия, что возникли в нем, то он будет пребывать в счастье в этой самой жизни, без недовольства, отчаяния, взбудораженности. А после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он попадет в благой удел. Один, согласно комментарию, элемент чувственности, Камадхату, это мысль, основанная на чувственности, а также все феномены чувственной сферы в целом, то есть, в частности, все, кроме элемента недоброжелательности и причинения вреда, которые здесь упомянуты отдельно. Чувственные восприятия возникают в зависимости от элемента чувственности либо путем того, что последний становится объектом первого, либо ассоциативным образом, то есть, когда чувственные восприятия соотносятся с мыслью, основанной на чувственности. Примечание переводчика СВ, в начале сутты говорится о возникновении определенной мысли, витака, а после, о соответствующем устремлении, санкапа. Два, согласно комментарию, элемент недоброжелательности, бьипа датхату, это мысль, основанная на недоброжелательности, или само состояние недоброжелательности, под комментарий поясняет, то есть Доса. Согласно Абхидхаме, это две разных ментальных составляющих, читасика Дхама, первое, это умственный фактор злобы, Доса, а второе, это мысль, витака, связанная с этим умственным фактором. Аналогично далее поясняется и причинение вреда. Три, согласно комментарию, элемент причинения вреда, вихим садхату, это мысль о причинении вреда или само состояние причинения, нанесения, вреда. Согласно Абхидхаме, этот элемент поясняется как нанесение вреда живым существам самыми разными способами. Четыре, согласно комментарию, элемент отречения, никхамадхату, это мысль об отречении и все благие состояния, кроме двух элементов, которые объясняются отдельно. Пять, согласно комментарию, не недоброжелательность, а бьипадатхату, это мысль и состояние доброжелательности по отношению к живым существам. 6. Согласно комментарию, элемент безвредности, авихюмсадхату, это мысль, основанная на безвредности, а также сострадании. Гинджикова садхасутта, кирпичное зало. СН 14.13. Однажды Благословенный пребывал в натике в кирпичной зале. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, в зависимости от элемента возникает восприятие, возникает воззрение, возникает мысль. 1. Когда так было сказано, достопочтенный садхакачьяна обратился к благословенному, учитель, когда у тех, кто не является полностью пробужденным, возникает воззрение, это, полностью пробужденные, то в зависимости от чего можно увидеть возникновение этого воззрения. 2. Могущественен, качьяна, этот элемент, элемент невежества. В зависимости от низшего элемента, качьяна, возникает низшее восприятие, низшее воззрение, низшее мысль, низшее намерение, низшее хотение, низшее пожелание, низшая личность, низшая речь. 3. Он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, анализирует, истолковывает низшее. 4. Его перерождение, я говорю, является низшим. В зависимости от среднего элемента, качьяна, возникает среднее восприятие, среднее воззрение, среднее мысль, среднее намерение, среднее хотение, среднее пожелание, средняя личность, средняя речь. 5. Он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, анализирует, истолковывает среднее. 6. Его перерождение, я говорю, является средним. В зависимости от высшего элемента, качьяна, возникает высшее восприятие, высшее воззрение, высшее мысль, высшее намерение, высшее хотение, высшее пожелание, высшая личность, высшая речь. 7. Он объясняет, обучает, провозглашает, утверждает, раскрывает, анализирует, истолковывает высшее. 8. Его перерождение, я говорю, является высшим. 1. Согласно комментарию, здесь под элементом понимается склонность, аджхасая. 2. Согласно комментарию, этот вопрос можно понять двумя способами. 1. Почему у шести учителей, современников Будды, возникает воззрение мы, полностью пробужденные, самосамбудхаса. 2. Почему у их учеников появляется воззрение в отношении своих учителей, которые не являются полностью пробужденными и они, полностью пробужденные, то есть Будды. Хинатхимуттика сутта, худшие предрасположенности. СН 14.14. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с худшими предрасположенностями, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого худшие предрасположенности. Те, что с хорошими предрасположенностями, сходятся и объединяются с теми, у кого хорошие предрасположенности. 1. В прошлом из-за элементов существа сходились вместе и объединялись. В будущем также из-за элементов существа будут сходиться вместе и объединяться. И теперь также, в настоящем, из-за элементов существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с худшими предрасположенностями, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого худшие предрасположенности. Те, что с хорошими предрасположенностями, сходятся и объединяются с теми, у кого хорошие предрасположенности. 1. Согласно комментарию, здесь под элементом понимается склонность. Аджхасая, смотри предыдущую сутту СН 14-13. Чингама сутта «Ходьба вперед-назад». СН 14-15. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе Нагаре Утес Ястребов. И тогда неподалеку от благословенного Достопочтенный Сарепутта, Медсиро, ходил вперед и назад с группой монахов. Достопочтенный Махамагалана. Достопочтенный Махакасапа. Достопочтенный Анурудха. Достопочтенный Пуннаманданипутта. Достопочтенный Упали. Достопочтенный Ананда, Медсиро, ходил вперед и назад с группой монахов. И неподалеку от благословенного Идивадатта, тоже, Медсиро, ходил вперед и назад с группой монахов. И тогда благословенный обратился к монахам, «Монахи, видите ли вы Сарепуту, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Да, учитель. Все те монахи обладают великой мудростью. Видите ли вы Макгаллану, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все те монахи обладают великой духовной силой. Видите ли вы Кассапу, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все те монахи – сторонники аскетических практик. Видите ли вы Анурутфу, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все эти монахи обладают божественным глазом. Видите ли вы Пуннамантанипуту, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все эти монахи – оратры Дхаммы. Видите ли вы Упали, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все эти монахи – приверженцы Винаи. Видите ли вы Ананду, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? Все эти монахи – высокоученые. Видите ли вы Дивадатту, что ходят вперед и назад вместе с группой монахов? У всех тех монахов – порочное желание. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с худшими предрасположенностями, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого худшие предрасположенности. Те, что с хорошими предрасположенностями, сходятся и объединяются с теми, у кого хорошие предрасположенности. Так они делали в прошлом, так они будут делать в будущем, и так они поступают теперь и в настоящем. Сагатха сутта, с астрофами. СН 14.16. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с худшими предрасположенностями, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого худшие предрасположенности. Так они делали в прошлом, так они будут делать в будущем, и так они поступают теперь и в настоящем. Подобно тому, как фекалии объединяются с фекалиями, моча с мочой, слюна со слюной, гной с гноем, кровь с кровью, то точно так же, монахи, из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с худшими предрасположенностями, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого худшие предрасположенности. Так они делали в прошлом, так они будут делать в будущем, и так они поступают теперь и в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с хорошими предрасположенностями, сходятся и объединяются с теми, у кого хорошие предрасположенности. Так они делали в прошлом, так они будут делать в будущем, и так они поступают теперь и в настоящем. Подобно тому, как молоко объединяется с молоком, масло с маслом, топленое масло с топленым маслом, мед с медом, меласса с мелассой, то точно так же, из элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, что с хорошими предрасположенностями, сходятся и объединяются с теми, у кого хорошие предрасположенности. Так они делали в прошлом, так они будут делать в будущем, и так они поступают теперь в настоящем. Так сказал Благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, далее добавил, из-за общения лес похоти растет, один, а при отсутствии общения он срублен. Точно как тот, взобравшийся на доску, потонет в волнах океана, так нравственный человек потонет, общаясь с тем, кто апатичен. Так избегайте же такого, лишенного усердия, вялого. Общайтесь с мудрецом, усердным в медитации, с тем благородным, что живет отшельником, свое усилие сохраняющим. 1. Согласно комментарию, здесь речь идет об общении с лицами противоположного пола. Ассаддха сутта, недостаточная вера. СН 14.17. В Саваддхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, бесстыдные, с бесстыдными, не боящиеся проступков, с теми, кто не боится проступков, необученные, с необученными, ленивые, с ленивыми, те, у кого замутнен ум, с теми, у кого замутнен ум, немудрые, с немудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, те, у кого есть чувство стыда, с теми, у кого есть чувство стыда, те, кто боятся совершить проступок, с теми, кто боится совершить проступок, ученые, с учеными, усердные, с усердными, осознанные, с осознанными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Ассаддхамулака сутта, укорененный в недостаточной вере. СН 14.18. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, бесстыдные, с бесстыдными, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, те, у кого есть чувство стыда, с теми, у кого есть чувство стыда, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, небоящиеся проступков, с теми, кто не боится проступков, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, те, кто боится совершить проступок, с теми, кто боится совершить проступок, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, не ученые, с неучеными, не мудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, ученые, с учеными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, ленивые, с ленивыми, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, усердные, с усердными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, те, у кого замутнен ум, с теми, у кого замутнен ум, немудрый, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, осознанные, с осознанными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Ахирика Мулака Сутта, укорененный в бесстыдстве. С.Н. 14.19. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Бесстыдные сходятся и объединяются с бесстыдными, не боящиеся проступков, с теми, кто не боится проступков, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть чувство стыда, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть чувство стыда, те, кто боится совершить проступок, с теми, кто боится совершить проступок, мудрый, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Бестыдные сходятся и объединяются с бесстыдными, не обученные, с не обученными, не мудрые, с не мудрыми. Те, у кого есть чувство стыда, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть чувство стыда, ученые, с учеными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Бестыдные сходятся и объединяются с бесстыдными, ленивые, с ленивыми, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть чувство стыда, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть чувство стыда, усердные, с усердными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Бестыдные сходятся и объединяются с бесстыдными, те, у кого замутнен ум, с теми, у кого замутнен ум, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть чувство стыда, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть чувство стыда, осознанные, с осознанными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Анатапа Мулака Сутта, укорененный в безбоязненности. С.Н. 14.20 Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Небоящиеся проступков сходятся и объединяются с теми, кто не боится проступков, неученые, с неучеными, не мудрые, с не мудрыми. Те, кто боится совершить проступок, сходятся и объединяются с теми, кто боится совершить проступок, обученные, с обученными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Не боящиеся проступков сходятся и объединяются с теми, кто не боится проступков, ленивые, с ленивыми, немудрые, с немудрыми. Те, кто боится совершить проступок, сходятся и объединяются с теми, кто боится совершить проступок, усердные, с усердными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Небоящиеся проступков сходятся и объединяются с теми, кто не боится проступков, те, у кого замутнён ум, с теми, у кого замутнён ум, немудрые, с немудрыми. Те, кто боится совершить проступок, сходятся и объединяются с теми, кто боится совершить проступок, осознанные, с осознанными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так как оно и ныне, в настоящем. Аппа-сута-мулака-сута, укоренённый в необученности. СН 14.21. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Неучёные сходятся вместе и объединяются с неучёными, ленивые – с ленивыми, немудрые – с немудрыми. Учёные сходятся и объединяются с учёными, усердные – с усердными, мудрые – с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Неучёные сходятся вместе и объединяются с неучёными, те, у кого замутнён ум, с теми, у кого замутнён ум, немудрые – с немудрыми. Обученные сходятся и объединяются с обученными, осознанные – с осознанными, мудрые – с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. Куси-таму-лака-сута, укоренённый в лени. СН 14.22. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Ленивые сходятся вместе и объединяются с ленивыми, те, у кого замутнен ум, с теми, у кого замутнен ум, немудрые, с немудрыми. Усердные сходятся и объединяются с усердными, осознанные, с осознанными, мудрые, с мудрыми. Так было в прошлом, так будет в будущем, и так оно и ныне, в настоящем. А сама хита сутта, несосредоточенный. СН 14.23. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, бесстыдные, с бесстыдными, не боящиеся проступков, с теми, кто не боится проступков, несосредоточенные, с несосредоточенными, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, те, у кого есть чувство стыда, с теми, у кого есть чувство стыда, те, кто боится совершить проступок, с теми, кто боится совершить проступок, сосредоточенные, с сосредоточенными, мудрые, с мудрыми. Дусила сутта, безнравственный. СН 14.24. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, у кого нет достаточной веры, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого нет достаточной веры, бесстыдные, с бесстыдными, не боящиеся проступков, с теми, кто не боится проступков, безнравственные, с безнравственными, немудрые, с немудрыми. Те, у кого есть вера, сходятся вместе и объединяются с теми, у кого есть вера, те, у кого есть чувство стыда, с теми, у кого есть чувство стыда, те, кто боится совершить проступок, с теми, кто боится совершить проступок, нравственные, с нравственными, мудрые, с мудрыми. Панчи Сикхапада Сутта, Пять правил тренировки. СН 14.25. В Савадхи. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, кто уничтожает жизнь, сходятся вместе и объединяются с теми, кто уничтожает жизнь. Те, кто берет то, что ему не было дано. Те, кто пускается в неблагое сексуальное поведение. Те, кто говорит неправду. Те, кто употребляет вино, спиртные напитки и одурманивающие вещества, что являются причиной беспечности, сходятся вместе и объединяются с теми, кто это употребляет. Те, кто воздерживается от уничтожения жизни, сходятся вместе и объединяются с теми, кто воздерживается от уничтожения жизни. Те, кто воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Те, кто воздерживается от неблагого сексуального поведения. Те, кто воздерживается от лживых речей. Те, кто воздерживается от употребления вина, спиртных напитков, одурманивающих веществ, что являются причиной беспечности, сходятся вместе и объединяются с теми, кто от этого воздерживается. Садта-камма-падха-сутта, Семь путей каммы. СН 14.26. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, кто уничтожает жизнь, сходятся вместе и объединяются с теми, кто уничтожает жизнь. Те, кто берет то, что ему не было дано. Те, кто пускается в неблагое сексуальное поведение. Те, кто говорит неправду. Те, кто говорит сеющий раз при речи. Те, кто говорит грубые слова. Те, кто занимается пустословием, сходятся вместе и объединяются с теми, кто так делает. Те, кто воздерживается от уничтожения жизни, сходятся вместе и объединяются с теми, кто воздерживается от уничтожения жизни. Те, кто воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Те, кто воздерживается от неблагого сексуального поведения. Те, кто воздерживается от лживых речей. Те, кто воздерживается от сеющий раз при речи. Те, кто воздерживается от грубых слов. Те, кто воздерживается от пустословия, сходятся вместе и объединяются с теми, кто так воздерживается. Даса Кама Патха Сутта, Десять Путей Каммы СН 14.27 В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, кто уничтожает жизнь, сходятся вместе и объединяются с теми, кто уничтожает жизнь. Те, кто берет то, что ему не было дано. Те, кто пускается в неблагое сексуальное поведение. Те, кто говорит неправду. Те, кто говорит сеющий раз при речи. Те, кто говорит грубые слова. Те, кто пускается в пустую болтовню. Те, кто скуп. Те, кто питает неприязнь. Те, кто имеет неправильные воззрения, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет неправильные воззрения. Те, кто воздерживается от уничтожения жизни, сходятся вместе и объединяются с теми, кто воздерживается от уничтожения жизни. Те, те, кто воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Те, кто воздерживается от неблагого сексуального поведения. Те, кто воздерживается от лживых речей. Те, кто воздерживается от сеющей распри речи. Те, кто воздерживается от грубых слов. Те, кто воздерживается от пустой болтовни. Те, кто не скуп. Те, кто не питает неприязни. Те, кто не имеет неправильных воззрений, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет правильные воззрения. Аптхангика сутта, восемь факторов. СН 14.28. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, кто имеют неправильное воззрение, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет неправильное воззрение. Те, кто имеет неправильное устремление. Те, кто имеет неправильную речь. Те, кто имеет неправильное действие. Те, кто имеет неправильное средство к жизни. Те, кто имеет неправильное усердие. Те, кто имеет неправильную осознанность. Те, кто имеет неправильное сосредоточение, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет неправильное сосредоточение. Те, кто имеет правильное воззрение, устремление, речь, действие, средство к жизни, усердие, осознанность, сосредоточение, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет правильное сосредоточение. Дасангика сутта, 10 факторов. СН 14.29. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, именно из-за элементов эти существа сходятся вместе и объединяются. Те, кто имеет неправильное воззрение, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет неправильное воззрение. Те, кто имеет неправильное устремление. Те, кто имеет неправильную речь. Те, кто имеет неправильное действие. Те, кто имеет неправильное средства к жизни. Те, кто имеет неправильное усердие. Те, кто имеет неправильную осознанность. Те, кто имеет неправильное сосредоточение. Те, кто имеет неправильные знания. Те, кто имеет неправильное освобождение, сходятся вместе и объединяются с теми, кто имеет неправильное освобождение. Те, кто имеет правильное воззрение, устремление, речь, действие, средства к жизни, усердие, осознанность, сосредоточение, знание, освобождение, сходятся вместе объединяются с теми, кто имеет правильное освобождение. Чатутхату сутта, четыре элемента. СН 14.30. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель, отвечали монахи. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре элемента. Какие четыре? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха. Таковы четыре элемента. Один. Один, комментарий толкует каждый элемент путем объяснения его физической функции или характеристики. Элемент земли, это свойство твердости материи. Элемент воды, это свойство сцепления материи. Элемент огня, свойство температуры материи. Элемент воздуха, свойство движения и расширения материи. Пубба сутта, до просветления. СН 14.31. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, в чем привлекательность, в чем опасность, в чем спасение и в отношении элемента земли? В чем привлекательность, в чем опасность, в чем спасение и в отношении элемента воды, огня, воздуха? И тогда, монахи, мысль пришла ко мне, удовольствие и радость, что возникают в зависимости от элемента земли, это является привлекательностью. привлекательностью элемента земли. То, что элемент земли непостоянен, страдателен, подвержен изменению, это является опасностью элемента земли. Устранение и отбрасывание желания и жажды к элементу земли, это является спасением от элемента земли. 1. Удовольствие и радость, что возникают в зависимости от элемента воды. Элемента огня. Элемента воздуха, это является привлекательностью элемента воздуха. То, что элемент воздуха непостоянен, страдателен, подвержен изменению, это является опасностью элемента воздуха. Устранение и отбрасывание желания и жажды к элементу воздуха, это является спасением от элемента воздуха. Пока, монахи, я полностью напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, спасение в отношении этих четырех элементов, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал все это в соответствии с действительностью, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Один, согласно комментарию, поскольку только Ниббана устраняет полностью жажду, то именно она является спасением от элемента земли. Ассада Париесана Сутта отправился на поиски СН 1432 в Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, я отправился на поиски привлекательности элемента земли. Какая бы привлекательность элемента земли не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается привлекательность элемента земли. Монахи, я отправился на поиски опасности элемента земли. Какая бы опасность элемента земли не существовала, ее я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается опасность элемента земли. Монахи, я отправился на поиски спасения от элемента земли. Какое бы спасение от элемента земли не существовало, его я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается спасение от элемента земли. Монахи, я отправился на поиски привлекательности, спасения от элемента воды. «Монахи, я отправился на поиски привлекательности, спасения от элемента огня. Монахи, я отправился на поиски привлекательности, опасности, спасения от элемента воздуха. Какое бы спасение от элемента воздуха не существовало, его я открыл. Я четко увидел мудростью то, насколько далеко простирается спасение от элемента воздуха. Пока, монахи, я полностью напрямую не узнал в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, спасения в отношении этих четырех элементов, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я напрямую узнал все это в соответствии с действительностью, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденное и совершенное просветление в этом мире богов и людей. Знание и видение возникло во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет нового существования. Начедан сутта, если бы не было. СН 14.33. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, если бы не было привлекательности элемента земли, то существа не могли бы очароваться им. Но поскольку существует привлекательность элемента земли, существа становятся очарованными им. Если бы не было опасности элемента земли, то существа не могли бы ощутить разочарование по отношению к нему. Но поскольку существует опасность элемента земли, существа испытывают разочарование в отношении него. Если бы не было спасения от элемента земли, то существа не могли бы спастись от него. Но поскольку существует спасение от элемента земли, существа спасаются от него. Монахи, если бы не было привлекательности, опасности, спасения от элемента воды. Монахи, если бы не было привлекательности, опасности, спасения от элемента огня. Монахи, если бы не было привлекательности, опасности, спасения от элемента воздуха, то существа не могли бы спастись от него. Но поскольку существует спасение от элемента воздуха, существа спасаются от него. Пока, монахи, существа напрямую не узнали в соответствии с действительностью привлекательности как привлекательности, опасности как опасности, спасения как спасения в отношении этих четырех элементов, они не спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Они не отделились от него, не освободились от него, не пребывают с умом, лишенным преград. Но когда они напрямую узнали все это в соответствии с действительностью, то они спаслись от этого мира с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Они отделились от него, освободились от него, пребывают с умом, лишенным преград. 1. Преграды, Марияда. Согласно комментарию, преграды двояки, это загрязнение в уме и круговерть с перерождений. Дук Халакхана сутта, всецелострадательный. СН 14.34. В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, если бы этот элемент земли был бы всецелострадательным, погруженным в страдание, пропитан страданием, и если бы он не был также пропитан удовольствием, то существа не очаровывались бы им. Но поскольку элемент земли также приятен, один, погружен в удовольствие, пропитан удовольствием и не пропитан только лишь страданием, то существа очаровываются им. Монахи, если бы элемент воды. Монахи, если бы элемент огня. Монахи, если бы элемент воздуха был бы всецелострадательным, погруженным в страдание, пропитан страданием, и если бы он не был также пропитан удовольствием, то существа не очаровывались бы им. Но поскольку элемент воздуха также приятен, погружен в удовольствие, пропитан удовольствием и не пропитан только лишь страданием, то существа очаровываются им. Монахи, если бы этот элемент земли был бы всецело приятным, погруженным в удовольствие, пропитан удовольствием, и если бы он не был также пропитан страданием, то существа не испытывали бы разочарования по отношению к нему. Но поскольку элемент земли также страдателен, погружен в страдании, пропитан страданием, то существа испытывают разочарование по отношению к нему. Монахи, если бы элемент воздуха был бы всецело приятным, погруженным в удовольствие, пропитан удовольствием, И если бы он не был также пропитан страданием, то существа не испытывали бы разочарования по отношению к нему. Но поскольку элемент воздуха также страдателен, погружен в страдании, пропитан страданием, то существа испытывают разочарование по отношению к нему. Один, согласно комментарию, он является приятным в том смысле, что является причиной для возникновения приятного ощущения. Абхинандана сутта «Наслаждений» СН 14.35 В Савадхи Благословенный сказал, монахи, тот, кто ищет наслаждение в элементе земли, также ищет наслаждение в страдании. Тот, кто ищет наслаждение в страдании, тот, я говорю вам, не освобожден от страдания. Тот, кто ищет наслаждение в элементе воды, огня, воздуха, тот ищет наслаждение в страдании. Тот, кто ищет наслаждение в страдании, тот, я говорю вам, не освобожден от страдания. Тот, кто не ищет наслаждения в элементе земли, в элементе воды, в элементе огня, в элементе воздуха, тот не ищет наслаждения в страдании. Тот, кто не ищет наслаждения в страдании, тот, я говорю вам, освобожден от страдания. Упада сутта «Возникновение». СН 14.36. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, возникновение, продолжительность, образование, и проявление элемента земли является также возникновением страдания. продолжительностью болезни, и проявлением старения в смерти. Возникновение, продолжительность, образование, и проявление элемента воды, огня, воздуха является также возникновением страдания, продолжительностью болезни, и проявлением старения в смерти. Прекращение, угасание, исчезновение элемента земли, воды, огня, воздуха является также прекращением страдания, угасанием болезни, исчезновением старения в смерти. Самана Брахмана Сутта, Жрец и Отшельники С.Н. 14.37 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре элемента. Какие четыре? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха. Те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью привлекательности, опасности, спасения в отношении этих четырех элементов, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают в соответствии с действительностью привлекательность, опасность, спасение в отношении этих четырех элементов, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Дутие Самана Брахмана Сутта, жрецы и отшельники 2. СН 14.38. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре элемента. Какие четыре? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха. Те жрецы и отшельники, которые не понимают в соответствии с действительностью происхождения и исчезновения, привлекательности, опасности, спасения в отношении этих четырех элементов, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Татья Самана Брахмана Сутта, жрецы и отшельники 3. С.Н. 14.39. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, те жрецы и отшельники, которые не понимают элемента земли, его происхождения, его прекращения и пути к его прекращению, которые не понимают элемента воды, огня, воздуха, его происхождения, его прекращения и пути к его прекращению, таких я не считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, и эти почтенные не входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и не пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Но, монахи, те жрецы и отшельники, которые понимают это, тех я считаю жрецами среди жрецов и отшельниками среди отшельников, эти почтенные входят, познав это для себя самостоятельно посредством прямого знания в этой самой жизни, и пребывают в цели отшельничества или в цели жречества. Тинакат Тхасута, Трава и Лес. СН-15-1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайт-Тхевроще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала, один. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Представьте, монахи, как если бы человек срезал бы всю траву, ветви, листья, что есть на этой джин-будипе и собрал бы все это вместе в одну кучу. Сделав так, он стал бы разбирать эту кучу, говоря, вот это, моя мать, это, мать моей матери. Череда матерей и бабушек этого человека не подошла бы к концу, тогда как вся трава, ветви и листья, что есть на этой джин-будипе, израсходовались бы и не стратились. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Один, согласно комментарию, даже если кто-нибудь сидел бы тысячу лет непрерывно, пытаясь найти первоначало сансара с помощью сверхспособности видения цепочки прошлых рождений, то не смог бы этого сделать. Патхаве сутта, Земля. СН 15.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Представьте, монахи, как если бы человек разделил бы всю эту великую землю на глиняные комочки размером зерною и убы и раскладывал бы их, говоря, «Это мой отец, это отец моего отца». Череда отцов и дедушек этого человека не подошла бы к концу, тогда как вся эта великая земля израсходовалась бы и не тратилась. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Ассу сутта, слезы. СН 15.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше потока слез, что вы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, этого, или же воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, который научил благословенный, одного только этого куда больше, чем воды в четырех великих океанах, а именно, потока слез, что мы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно. Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, который я научил. Одного только этого куда больше, чем воды в четырех великих океанах, а именно, потока слез, что вы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно. Долгое время, монахи, вы переживали смерть матери. Поток и слез, что вы пролили, переживая это, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех великих океанах. Долгое время, монахи, вы переживали смерть отца. Смерть брата. Смерть сестры. Смерть сына. Смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Поток и слез, что вы пролили, переживая это, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех великих океанах. И почему так? Потому что, монахи, эта самсара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Матутханья сутта, молоко матери. СН 15.4. В Каватксе. Благословенный сказал, монахи, эта самсара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше, молока матери, которого вы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, или же воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, который научил благословенный, куда больше молока матери, которого мы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, а не воды в четырех великих океанах? Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, который я научил таким образом. Молока матери, которого вы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, куда больше, чем воды в четырех океанах. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Падбата сутта, скала. СН 15.5. В Саваддхе. Один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, как долго длится цикл существования мира? Один. Цикл существования мира очень длинный, монах. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах, ответил благословенный. Представь, монах, огромную скалу Еджану длиной, Еджану шириной и Еджану высотой, без полостей и трещин, единый цельный кусок скалы. И в конце каждого столетия приходил бы человек и один раз проводил бы по ней куском косийской ткани. Два. И эта великая скала за счет этих усилий стерлась бы и исчезла, но цикл существования мира так бы и не окончился. Вот насколько цикл существования мира длинный, монах. И циклов существования мира такой длины, в течение которых мы блуждали и скитались в круговерте перерождений, много, много сотен, много тысяч, много сотен тысяч. Почему? Потому что, монах, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монах, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Один. Каппа. Здесь имеется в виду Махакаппа, то есть цикл существования мира. Одна Махакаппа состоит из четырех асангхееков, то есть четырех периодов, когда мир разворачивается, существует, сжимается, распадается. Два. Ткань из касси считалась самой лучшей, самой мягкой и нежной. Сасаппа сутта, горчичное зерно. СН 15.6. В Саваттхе. Один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, как долго длится цикл существования мира? Цикл существования мира очень длинный, монах. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах, ответил благословенный. Представь, монах, стоял бы город, окруженный железными стенами, что яджану длиной, яджану шириной и яджану высотой, наполненный до самого вверха горчичными зернами. И в конце каждого столетия приходил бы человек и забирал бы оттуда одно зернышко. Эта великая груда горчичных зерен за счет этих усилий стащилась бы и исчезла, но цикл существования мира так бы и не окончился. Вот насколько цикл существования мира длинный, монах. И циклов существования мира такой длины, в течение которых мы блуждали и скитались в круговерте перерождений, много, много сотен, много тысяч, много сотен тысяч. Почему? Потому что, монах, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монах, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Савака-сутта, ученики. СН. 15.7. В Саваттхе. И тогда несколько монахов подошли к благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали, учитель, сколько циклов существования мира уже истекло и прошло? Монахи, много циклов существования мира уже истекло и прошло. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Но можно ли привести пример, учитель? «Можно, монахи», – ответил благословенный. Представьте, монахи, как если бы здесь сидели четыре ученика, и срок жизни каждого из них составлял бы тысячу лет, он жил бы тысячу лет, и каждый день каждый из них вспоминал бы сто тысяч циклов существования мира. И все еще остались бы неподсчитанные ими циклы, когда эти ученики, срок жизни каждого из которых составлял бы тысячу лет, и которые жили бы тысячу лет, по истечении этой тысячи лет умерли бы. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Ганга сутта, река Ганг. СН 15.8. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда один брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, сколько циклов существования мира уже истекло и прошло». Брахман, много циклов существования мира уже истекло и прошло. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Но можно ли привести пример, «Мастер Гатама»? «Можно, Брахман», — ответил благословенный. Представь себе, Брахман, все те песчинки между тем местом, где река Ганг начинается, и тем местом, где она впадает в Великий океан. Не просто сосчитать их и сказать, «Вот столько-то здесь песчинок, или столько-то сотен песчинок, или столько-то тысяч песчинок, или столько-то сотен тысяч песчинок». Брахман, циклов существования мира, что уже прошло, куда больше, чем этих песчинок. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Почему? Потому что, Брахман, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, схованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, Брахман, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Великолепно, Мастер Гатама! Великолепно, Мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхи Монахов. Пусть Мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Данда Сутта, Паука. СН 15.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Подобно тому, как подброшенная в воздух палка, пада, ударяется о землю то одним концом, то другим, то серединой, то точно так же существа, блуждающие и скитающиеся в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой, идут из этого мира в тот, из того мира, в этот. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Якапуггаласута, Человек. СН 15.10. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на горе под названием Тес Ястребов. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Один человек, блуждающий и скитающийся в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой, оставил бы после себя склад костей, кучу костей, груду костей размером с эту гору Випула, если бы кто-нибудь собирал бы их, и если бы собранная не разлагалась. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, далее добавил, кучу костей, что каждый оставляет за прохождение мирового цикла, была бы грудой высотой из гору, вот рассказала чемной мудрейшей. Была бы столь массивной эта груда, как эта стройная гора Випула, что к северу от пика ястребов лежит среди Магатхской горной цепи. Но когда мудростью он видит четыре благородных правды, страданий, его причины, преодоление и путь, что из восьми составлен звеньев, ведущий к устранению мук, то человек этот, скитаясь, как максимум еще семь жизней, конец положит всем страданиям, все путы полностью искоренив. Дуггата сутта, несчастный. СН 15.11. Однажды, пребывая в Саваттхе, благословенный сказал, «Монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Когда вы видите кого-либо несчастного и унывающего, то можете делать такой вывод, мы тоже переживали это в течение длительного скитания в сансаре. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. СУКХИТА СУТТА СЧАСТЛИВЫЙ СН 15.12 Однажды, пребывая в Саваттхе, благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Когда вы видите кого-либо счастливого и удачливого, то можете делать такой вывод, мы тоже переживали это в течение длительного скитания в круговерте перерождений. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Тинсаматта сутта, тридцать монахов. СН 15-13. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда тридцать монахов из Павы подошли к благословенному. Все они были проживающими в лесу, питающимися подаяниями, носящими одеяния из лохмотьев, использующими только три одежды, и все же, все они все еще имели оковы. Один. Подойдя, они поклонились благословенному и сели рядом. И мысль пришла к благословенному, эти тридцать монахов из Павы являются проживающими в лесу, питающимися подаяниями, носящими одеяния из лохмотьев, использующими только три одежды, и все же, все они все еще имеют оковы. Что если я научу их Дхамме так, чтобы они, сидя прямо здесь на своих сиденьях, освободили бы свои умы от пятен загрязнений ума посредством нецепляния? И тогда благословенный обратился к этим монахам так, «Монахи! Учитель!» Ответили те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше, крови, что вы пролили, когда вам отрубали головы по мере ваших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, или воды в четырех великих океанах? Учитель, как мы понимаем Дхамму, который научил благословенный, куда больше крови, что мы пролили, когда нам отрубали головы по мере наших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, а не воды в четырех великих океанах? Хорошо, хорошо, монахи! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, которой я научил таким образом? Крови, что вы пролили, когда вам отрубали головы по мере ваших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, куда больше, чем воды в четырех великих океанах. Долгое время, монахи, вы были коровами, и когда, будучи коровами, вам отрубали голову, то крови, что вы пролили этим образом в течение длительности сансары, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время вы были буйволами, овцами, козами, оленями, курицами, свиньями. Долгое время вас арестовывали как воров, разбойников, прелюбодеев, и когда вас обезглавливали в качестве наказания, то крови, что вы пролили этим образом в течение длительности самсары, больше, чем воды в четырех великих океанах. И почему? Потому что, монахи, эта самсара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. Вдохновленные, эти монахи возрадовались утверждению благословенного. И пока это объяснение излагалось, умы тридцати монахов и спава освободились от пятен загрязнений ума посредством нецепляния. Один, то есть, они следовали четырем видам аскетических практик, которые разрешал практиковать Будда. Согласно комментарию, все они имели сенсорные оковы, то есть, были вступившими в поток, однажды возвращающимися, не возвращающимися, но не были арахантами и не были обычными заурядными людьми. Матту сутта, мать. СН. 15.14. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Не просто, монахи, найти существо, которое в течение этого длинного течения круговерти перерождений не было бы прежде вашей матерью. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Сутты СН 15.15.19 Сутты в точности аналогичны СН 15.14 за исключением одного слова, вашим отцом. СН 15.15 Питу Сутта, отец. Вашим братом. СН 15.16 Пхату Сутта, брат. Вашей сестрой. СН 15.17 Пхагини Сутта, сестра. Вашим сыном. СН 15.18 Путта Сутта, сын. Вашей дочерью. СН 15.19 Хиту Сутта, дочь. Випула Пагбата Сутта, гора Випула. СН 15.20 Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе под названием «Утез ястребов». Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. В прошлом, монахи, эта гора Випула называлась Починавансой, и в то время эти люди звались Тиварами. Жизненный срок Тивар составлял 40 тысяч лет. Они взбирались на гору Починавансу за четыре дня и спускались за четыре дня. В то время Будда Кокусанда, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Ветхура и Санжива, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В иное время в прошлом, монахи, эта гора Векула называлась Ванкакой, и в то время эти люди звались Рахитасами. Жизненный срок Рахитаса составлял тридцать тысяч лет. Один. Они взбирались на гору Ванкаку за три дня и спускались за три дня. В то время Будда Канагамана, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Пхелиос и Уттара, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В иное время в прошлом, монахи, эта гора Векула называлась Супассой, и в то время эти люди звались Суппиями. Жизненный срок Суппиев составлял 20 тысяч лет. Они взбирались на гору Супассу за два дня и спускались за два дня. В то время Будда Кассапа, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Тиса и Пхарадваджи, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В наше время, монахи, эта гора Випула называется Випулой, и сейчас эти люди зовутся Магадхами. Жизненный срок Магадхов короток, ограничен, скоротичен. Долгожитель живет сто лет или чуть больше. Магадхи взбираются на гору Випула за один час и спускаются за один час. И в настоящее время я появился в мире, Арахант, полностью просветленный. Моих двух главных учеников зовут Сарипутта и Маггаллана, великолепная пара. Придет время, монахи, когда название этой горы исчезнет, эти люди вымрут, а я обрету окончательную небыбану. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, починаванца, вот звали как Ютивары, Ванкак и звали Рахитасы, Супасай, Народ Супиев, Витулой, Людмагадхов. Непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. Один, один цикл существования мира, Махакапа, длится четыре Асангхи-Якапы. Срок жизни людей в каждой Асангхи-Якапе варьируется от 80 тысяч лет до 10 лет, а затем обратно повышается с 10 лет до 80 тысяч. Согласно комментарию, неправильно считать, будто Тивары и Рахитасы жили в одну и ту же Асангхи-Якапу, но последние жили же в следующей Асангхи-Якапе. То есть после существования Тивар срок жизни постепенно падал с 40 тысяч лет до 10 лет, затем стал возрастать до 80 тысяч лет, затем опять падать до 30 тысяч лет и в это время и появились Рахитасы. Аналогично объясняются времена возникновения Супиев и Магадхов. Санью-Таникая, 15, 3. Слезы. В Савадхи Благословенный сказал, «С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше? Слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах». Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. «Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше. Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды, в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери. Слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стеная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, Смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого-долгого времени, стеная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долгого испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Сэмтуддхи сутта, довольствующийся. СН 16.1. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, этот кассапа довольствуется любым одеянием, один, он восхваляет довольствование любым одеянием и не пускается в неправильные поиски, в недолжные, ради одеяния. Если ему не удается заполучить одеяние, он не волнуется, а если заполучает, он не волнуется. Он использует его, будучи непривязанным к нему, не очаровываясь им, без слепой поглощенности в нем, видя опасность в нем и понимая спасение. 2. Монахи, этот кассапа довольствуется любым жилищем. Монахи, этот кассапа довольствуется любыми лекарствами, а если заполучает, он использует их, будучи непривязанным к ним, не очаровываясь ими, без слепой поглощенности в них, видя опасность в них и понимая спасение. 3. Таким образом, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем довольствоваться любым одеянием, мы будем восхвалять довольствование любым одеянием и не будем пускаться в неправильные поиски, в недолжные, ради одеяния. 4. Если нам не удастся заполучить одеяние, мы не будем волноваться, а если получим, то будем использовать его, будучи непривязанными к нему, не очаровываясь им, без слепой поглощенности в нем, видя опасность в нем и понимание спасения. 5. Мы будем довольствоваться любой пищей, любым жилищем, любыми лекарствами, видя опасность в них и понимание спасения. Вот как вам следует тренировать себя. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример кассапу или такого монаха, как кассапа. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 1. Примечание переводчика СВ, имеется в виду монашеская одежда любого качества, не только хорошего, но, в том числе, и очень плохого. 2. Согласно комментарию, опасность заключается в совершении проступков, совершенных при желании заполучить одеяние. 3. Спасение объясняется стандартной формулой пометования, только лишь, чтобы защититься от холода и т.д. Анатапи сутта, не боящиеся совершения проступка. СН-16-2. Так я слышал. Однажды Достопочтенный Махакасапа и Достопочтенный Сарипутта пребывали в Воронай с уволением парки возле Сипатаны. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакасапе. Он обменялся вежливыми приветствиями с Достопочтенным Махакасапой, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Друг, говорят, что тот, кто не усерден, и кто не боится совершения проступка, не способен на просветление, не способен на ниббану, не способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Но тот, кто усерден, кто боится совершения проступка, тот способен на просветление, способен на ниббану, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Каким образом это так, друг? Друг, вот монах не порождает венья ни путем такого размышления, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если уже возникшие во мне плохие, неблагие состояния не будут отброшены, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если не возникшие благие состояния не возникнут во мне, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если уже возникшие во мне благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот так он не усерден. И как, друг, он не боится совершения проступка? Вот, друг, монах не пугается при мысли, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот так он не боится совершения проступка. Таким образом, друг, тот, кто не усерден, и кто не боится совершения проступка, не способен на просветление, не способен на небану, не способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. И каким образом, друг, кто-либо усерден? Вот, друг, монах порождает вене и путем такого размышления, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот как он усерден. И каким образом, друг, кто-либо боится совершения проступка? Вот, друг, монах пугается при мысли, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот как он боится совершения проступка. Таким образом, друг, тот, кто усерден, кто боится совершения проступка, тот способен на просветление, способен на ниббану, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Чандупама сутта, подобная Луне. СН 16.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, вам следует посещать семье подобно Луне, один, сдерживая тело и ум, каждый раз действуя так, как если бы вы приходили впервые, без наглости в отношении семей. Подобно тому, как если бы человек смотрел бы вниз в старый колодец или в пропасть или с крутого обрыва берега реки, сдерживая тело и ум, точно так же и вы должны посещать семьи. Монахи, Касапа посещает семье подобно Луне, сдерживая тело и ум, каждый раз действуя так, как если бы приходил впервые, без наглости в отношении семей. Как вы думаете, монахи, какой монах достоин того, чтобы посещать семье? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. И тогда благословенный провел по воздуху рукой, два, и сказал, монахи, подобно тому, как эта рука не застревает в воздухе, не сдерживается им, не связывается им, то точно так же, когда монах посещает семьи, его ум не застревает, не сдерживается, не связывается в семьях, а думает так, пусть те, кто желают обретений, получат обретения. Пусть те, кто желают заслуг, совершат заслуги. Подобным образом он воодушевлен и счастлив в отношении обретений других, как и в отношении обретений собственных. Такой монах достоин того, чтобы посещать семьи. Монахи, когда Касапа посещает семьи, его ум не застревает, не сдерживается, не связывается в семьях, а думает так, пусть те, кто желают обретений, получат обретения. Пусть те, кто желают заслуг, совершат заслуги. Подобным образом он воодушевлен и счастлив в отношении обретений других, как и в отношении обретений собственных. Как вы думаете, монахи, в каком случае обучение монахам Дхамми является нечистым, и в каком случае обучение имени Дхамми является чистым? Учитель, наши учения укоренены в благословенном. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, вот монах обучает Дхамми других с мыслью, о, пусть они услышат от меня Дхамму. Услышав, пусть они обретут доверие к Дхамме. Обладая доверием, пусть они смогут выразить свое доверие мне. Вот каким образом обучение монахам Дхамми является нечистым. Но бывает, когда монах обучает других Дхамми с иной мыслью, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. О, пусть они услышат от меня Дхамму. Услышав, пусть они поймут Дхамму. Поняв, пусть они практикуют соответствующе. Так он обучает Дхамми других из-за присущего Дхамми совершенства. Он обучает Дхамми других из сострадания и сочувствия, с благосклонным намерением. Вот каким образом обучение монахам Дхамми является чистым. Монахи, Кассапа обучает других Дхамми с мыслью, Дхамма превосходно разъяснена, пусть они практикуют соответствующе. Он обучает Дхамми других из-за присущего Дхамми совершенства. Он обучает Дхамми других из сострадания и сочувствия, с благосклонным намерением. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример Кассапа или такого монаха, как Кассапа. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 1. Комментарий поясняет, что Луна, скользя по небосводу, не питает привязанности и влечения к кому-либо, но, все же, является милой и приятной для многих. Точно так же и монахи должны приходить в семьи, без жажды и влечения, но, при этом, являясь милыми и приятными для людей. Далее, подобно тому, как Луна рассеивает тьму, точно так же и монахи рассеивают загрязнение светом знания. 2. Комментарий делает здесь заметку, что фраза провел по воздуху рукой, а самхин напада, встречается только единожды в каноне, здесь, именно в этой суте. 3. Кулупага сутта, посетитель семей. СН 16.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как вы думаете, какой монах достоин быть посетителем семей, и какой монах недостоин быть посетителем семей? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. 4. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. 5. Благословенный сказал, монахи, монах может посещать семья с мыслью, пусть они мне отдадут, они спрячут. 6. Пусть дадут мне много, они мало. 7. Пусть дадут мне хорошие вещи, они потрепанные. 8. Пусть дадут мне сразу, они мешкая. 9. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. 10. Когда монах посещает семья с такой мыслью, но они не дают, то его это обижает. 11. И в этом случае он испытывает боль и недовольство. 12. Если они дают ему мало, они много, потрепанные вещи, они хорошие, мешка, они сразу, спонтанно, они с намерением, то его это обижает. 12. И в этом случае он испытывает боль и недовольство. 13. Такой монах не достоин быть посетителем семей. 14. Монахи, монах может посещать семьи с мыслью, когда я нахожусь среди семей других, как я могу допустить такую мысль? 15. Пусть они мне отдадут, они спрячут. 15. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. 16. Когда монах посещает семьи с такой мыслью, но они не дают, спонтанно, они с намерением, то из-за этого он не обижается. 16. Из-за этого он не испытывает боль и недовольство. 16. Такой монах достоин быть посетителем семей. 17. Монахи, Касапа посещает семьи с такой мыслью, когда я нахожусь среди семей других, как я могу допустить такую мысль? 17. Пусть они мне отдадут, они спрячут. 18. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. 18. Когда он посещает семьи с такой мыслью, но они не дают, спонтанно, они с намерением, то из-за этого он не обижается. 19. Из-за этого он не испытывает боль и недовольство. 19. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример Касапа или такого монаха, как Касапа. 20. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 20. Джинна сутта, старый. 21. СН 16. Так я слышал. 21. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. 22. И тогда и достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. 23. Затем Благословенный сказал ему, ныне ты стар, Касапа, и эти изношенные одежды из пеньковых лоскутов, должно быть, обременяют тебя. 24. Посему, Касапа, тебе следует носить одеяния, подаренные домохозяевами, принимать приглашение на обеды и проживать рядом со мной, один. 25. Долгое время, учитель, я был тем, кто проживает в лесу, и я восхвалял проживание в лесу. 26. Я был тем, кто ест только ту еду, что получено схождение за подаяниями и восхвалял употребление только той еды, что получено схождение за подаяниями. 27. Я носил одеяния из обносков и восхвалял ношение одеяния из обносков. 28. Я был тем, кто использует комплект только из трех одежд и восхвалял использование комплекта из трех одежд. 29. У меня было мало пожеланий, и я восхвалял малое количество пожеланий. Я довольствовался тем, что у меня было и восхвалял такое довольствование. Я проживал в уединении и восхвалял уединение. Я сторонился общества и восхвалял отчужденность от общества. Я был усердным и восхвалял зарождение усердия, два. Рассматривая какие преимущества, Кассапа, ты долгое время проживал в лесу, восхвалял зарождение усердия? Рассматривая два преимущества, Учитель. Для себя я вижу в этом приятное пребывание в этой самой жизни, а также состраданием отношусь к будущим поколениям. Размышляя так, пусть и будущее поколение следуют моему примеру. Ведь когда они услышат, просветленные ученики Будды долгое время были теми, кто проживает в лесу, пребывают усердными и восхваляют зарождение усердия, то они будут практиковать соответствующее, что приведет их к длительному благополучию и счастью. Рассматривая эти два преимущества, учитель, я долгое время был тем, кто проживает в лесу, и восхвалял зарождение усердия. Хорошо, хорошо, Кассапа. Ты практикуешь ради благополучия и счастья многих, и сострадания к миру, ради пользы, блага и счастья богов и людей. Посему, Кассапа, носи изношенные одежды из пинковых лоскутов, ходи за подаяниями и живи в лесу. Один, очевидно, Будда предлагает Кассапе оставить три осуществляемые москетические практики – ношение одежд из обносков, принятие только той пищи, что получено с подаяний, жизнь в лесу. Сам Будда носил одежды, подаренные домохозяевами, принимал приглашение на обеды, жил в монастырях. Согласно комментарию, истинное намерение Будды было не в том, чтобы Кассапа оставил эскезу, а в том, чтобы расшевелить его, чтобы тот произнес свой львиный рык. Подобно тому, как барабан не зазвучит, если в него не ударить, точно так же и такие личности, как Кассапа, не произносили львиного рыка, если не побудить их к этому. Два, это львиный рык Кассапы. Вначале он перечисляет четыре аскетических практики, а затем те четыре добродетели, которые развиваются посредством таковых практик. Будда объявлял Махакасапу величайшим среди монахов сторонников аскетических практик. Патхама Авада Сутта, Наставление 1. С.Н. 16.6. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Кассапа, поведай Мадхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Кассапа, либо тебе. Либо мне следует поведать и Мадхамме, либо тебе, один. Учитель, ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять, два. Они нетерпеливо и без уважения принимают наставления. Вот же, учитель, я видел монаха по имени Бханда, ученика Ананды, и монаха по имени Абхенджика, ученика Анрутхи, которые состязались друг с другом в плане собственной учености, говоря, ну же, монах, давай посмотрим, кто сможет говорить на тему Бхаммы больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. И тогда Благословенный обратился к одному из монахов так, ну же, монах, отправляйся к монаху Абхенджики и скажи от моего имени, что учитель зовет их. Да, учитель, ответил тот монах, отправился к тем монахам и сказал им, учитель зовет достопочтенных. «Хорошо, друг», – ответили те монахи. Они отправились к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Благословенный сказал им, правда ли, монахи, что вы состязались друг с другом в плане собственной учёности, говоря, ну же, монах, давай посмотрим, кто сможет говорить больше? Кто сможет говорить лучше? Кто сможет говорить дольше? Да, учитель. Слышали ли вы, чтобы я когда-нибудь обучал Батхаме так, ну же, монахи, состязайтесь друг с другом в плане вашей учёности и смотрите, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше? Нет, учитель. В таком случае, если вы никогда не слышали, чтобы я когда-нибудь обучал Батхаме так, то что же такого вы знаете и видите, никчёмные, уйдя в бездомную жизнь в этой хорошо провозглашённой Батхаме и Винае, так что вы состязаетесь друг с другом в плане вашей учёности, чтобы увидеть, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше? И тогда те монахи упали в ноги благословенному и сказали, «Учитель, мы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми мы были, что, уйдя в бездомную жизнь и в этой хорошо провозглашенной Дхами и Винае, мы состязались друг с другом в плане своей учености, чтобы увидеть, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. Учитель, пусть благословенный простит нас за наш проступок, который мы теперь увидели как проступок, чтобы впредь мы себя сдерживали в этом». «Вне сомнений, монахи, вы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми вы были, что, уйдя в бездомную жизнь и в этой хорошо провозглашенной Дхаме и Винае, вы состязались друг с другом. Но поскольку вы видите ваш проступок как проступок и исправляете его в соответствии с Дхамой, мы прощаем вас за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхамой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем». 1. Комментарий. Он говорит так, чтобы поставить на свое место Махакасапу вместо себя. Но разве не были рядом Сарипутта и Мадгаллана? Они были рядом, но он подумал, они не проживут долго, а Касапа проживет 120 лет. После моей пари Ниббаны он проведет декламацию Дхама и Винаев в пещере Сатапани, в результате чего мое учение продержится в мире в течение полных 5000 лет. Почему бы мне не поставить Махакасапу вместо себя? Тогда монахи будут считать, что его стоит слушаться. Несмотря на эту комментаторскую ремарку, нужно отметить, что Будда недвусмысленно выражался, что не оставит после себя личного преемника, но место такового займут Дхамма и Виная, ДН 2, 154, 2. Список этих качеств смотри. В МН 1, 95, 18, 96, 16. Дутия Авада сутта, наставление 2. СН 16, 7. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда Достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Касапа, поведай Мадхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Касапа, либо тебе. Либо мне следует поведать им Адхамме, либо тебе. Учитель, ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять. Они нетерпеливы и без уважения принимают наставления. Учитель, ведь у того, в ком нет веры в отношении благих качеств, не чувство стыда, нет боязни совершить проступок, нет усердия, нет мудрости, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь упадка в отношении благих качеств, а не роста. Подобно тому, как в течение периода убывающей луны, один, будь то день или ночь, луна пребывает в упадке своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, учитель, у того, в ком нет веры в отношении благих качеств, не чувство стыда, нет боязни совершить проступок, нет усердия, нет мудрости, будь то день или ночь, можно ожидать лишь упадка в отношении благих качеств, а не роста. Человек не имеет веры, учитель, это, случай упадка. Человек не имеет чувства стыда, это, случай упадка. Человек не имеет боязни совершить проступок, это, случай упадка. Человек ленивый, это, случай упадка. Человек немудрый, это, случай упадка. Человек злобный, это, случай упадка. Человек мстительный, это, случай упадка. Когда нет монахов, которые способны наставлять в Дхамме, это – случай упадка. Учитель – у того, в ком есть вера в отношении благих качеств, есть чувство стыда, есть боязнь совершить проступок, есть усердие, есть мудрость, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь роста в отношении благих качеств, а не упадка. Подобно тому, как в течение периода возрастающей Луны, будь то день или ночь, Луна пребывает в росте своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, Учитель – у того, в ком есть вера в отношении благих качеств, есть чувство стыда, есть боязнь совершить проступок, есть усердие, есть мудрость, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь роста в отношении благих качеств, а не упадка. Человек имеет веру, Учитель – это случай не упадка. Человек имеет чувство стыда, это случай не упадка. Человек имеет боязнь совершить проступок, это случай не упадка. Человек усердный, это случай не упадка. Человек мудрый, это случай не упадка. Человек незлобный, это случай не упадка. Человек немстительный, это случай не упадка. Когда есть монахи, которые способны наставлять в Дхамме, это – случай неупадка. Хорошо, хорошо, Кассапа. Ныне монахов трудно наставлять. Два, когда есть монахи, которые способны наставлять в Дхамме, это – случай неупадка. Один, имеется в виду средний двухнедельный срок между полнолунием и новолунием, и далее по тексту наоборот. Два, Будда целиком повторяет все, что сказал выше Маха Кассапа. Татья Авада Сутта, Наставление 3. С.Н. 16.8. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда Достопочтенный Маха Кассапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Кассапа, поведай Мадхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Кассапа, либо тебе. Либо мне следует поведать и Мадхамме, либо тебе. Учитель, ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять. Они нетерпеливо и без уважения принимают наставления. Именно так, Кассапа. В прошлом старшие монахи были теми, кто проживал в лесу и восхвалял проживание в лесу. Они были теми, кто ел только ту еду, что получено схождение за подаяниями и восхвалял употребление только той еды, что получено схождение за подаяниями. Они были теми, кто носил одеяние из обносков и восхвалял ношение одеяния из обносков. Они были теми, кто использовал комплект только из трех одежд и восхвалял использование комплекта из трех одежд. Они были теми, у кого было мало пожеланий, и кто восхвалял малое количество пожеланий. Они были теми, кто довольствовался только тем, что у него было и восхвалял такое довольствование. Они были теми, кто проживал в уединении и восхвалял уединение. Они сторонились общества и восхваляли очужденность от общества. Они были усердными и восхваляли зарождение усердия. И вот, когда монах был тем, кто проживал в лесу, был усердным и восхвалял за рождение усердия, старшие монахи приглашали его присесть и говорили, иди же, монах! Как монаха зовут? Какой отличный монах! Всецело посвящает себя практике. Иди же, монах, вот здесь есть сиденье, присядь! И тогда мысль приходила к недавно получившим посвящение монахам, похоже, что вот ведь как оно, когда монах проживает в лесу и восхваляет проживание в лесу. Когда он усердный и восхваляет за рождение усердия, то старшие монахи приглашают его присесть. И тогда они тоже практиковали соответствующее, и это приводило их к длительному благополучию и счастью. Но ныне, кассапа, старшие монахи более не являются теми, кто проживает в лесу и не восхваляют проживание в лесу. Неусердные не восхваляют за рождение усердия. Ныне того монаха, который известен и знаменит, который добывает одеяния, пищу с подаяний, жилища и лекарства, старшие монахи приглашают присесть, говоря, иди же, монах! Как монаха зовут? Какой отличный монах! Радуется обществу своих братьев по святой жизни! Иди же, монах, вот здесь есть сиденье! Присядь! И тогда мысль приходит к недавно получившим посвящение монахам, похоже, что вот ведь как оно, когда монах известен и знаменит, добывает одеяния, пищу с подаяний, жилища и лекарства, то старшие монахи приглашают его присесть. И тогда они тоже практикуют соответствующее, и это ведет их к длительной беде и страданию. Если, Кассапа, кто-либо, говоря правдиво, говорил бы так, те, кто ведет святую жизнь были погублены гибелью тех, кто ведет святую жизнь, те, кто ведет святую жизнь были подавлены подавленностью тех, кто ведет святую жизнь, то именно так он мог бы правдиво сказать об этом. Чханапхинья сутта, Чханы и прямые знания. СН 16.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, четыре Чханы. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вхожу и пребываю в первой Чхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой Чхане. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием направления и удержания ума на объекте, я вхожу и пребываю во второй Чхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствий, которые возникли посредством сосредоточения. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, с угасанием направления и удержания входит и пребывает во второй джхане. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием восторга я пребываю невозмутимым, осознанным, бдительным. Я ощущаю приятное телом. Я вхожу и пребываю в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в третьей джхане. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с оставлением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, я вхожу и пребываю в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, и в которой наличествует ощущение осознанности посредством невозмутимости. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в четвертой джхане. Бесформенные сферы Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением восприятий форм, с укасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращая внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, я вхожу и пребываю в сфере безграничного пространства. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере безграничного пространства Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы безграничного пространства Осознавая, сознание безгранично, я вхожу и пребываю в сфере безграничного сознания Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере безграничного сознания Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, здесь ничего нет, я вхожу и пребываю в сфере отсутствия всего. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы отсутствия всего я вхожу и пребываю в сфере невосприятия, не невосприятия. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия, прекращения восприятия и чувствования. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия я вхожу и пребываю в прекращении восприятия и чувствования. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Шесть видов сверхспособностей. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я овладеваю различными видами сверхъестественных сил, будучи одним я становлюсь многими, будучи многими, я становлюсь одним. Я появляюсь. Я исчезаю. Я беспрепятственно прохожу сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Я ныряю и выныриваю земли, как если бы она была водой. Я хожу по воде и не тону, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, я лечу по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой я касаюсь и ударяю даже солнце и луну, настолько я силен и могущественен. Я так влияю на тело, что достигаю даже миру в Брахме. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, овладевает различными видами сверхъестественных сил. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я слышу за счет элемента божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, оба вида звуков, божественные и человеческие, как далекие, так и близкие. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, слышит за счет элемента божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, оба вида звуков. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я знаю умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Я различаю ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Я различаю ум с отвращением, как ум с отвращением, а ум без отвращения, как ум без отвращения. Я различаю ум с невежеством, как ум с невежеством, а ум без невежества, как ум без невежества. Я различаю суженный рум как суженный рум, расширенный рум как расширенный рум. Я различаю увеличенный рум как увеличенный рум, а не увеличенный рум как не увеличенный рум. Я различаю сильный рум, который еще не достиг на высшего уровня, как сильный рум, и непревзойденный в силе рум как непревзойденный в силе рум. Я различаю сосредоточенный рум как сосредоточенный рум, а несосредоточенный рум как несосредоточенный рум. Я различаю освобожденный рум как освобожденный рум, а не освобожденный рум как не освобожденный рум. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, знает умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вспоминаю многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умерив в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так я вспоминаю многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, вспоминает свои многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вижу за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерти перерождений существ, я различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшее благородных, придерживавшееся неправильных воззрений и действовавшее под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшее благородных, придерживавшееся правильных воззрений и действовавшее под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, я вижу смерть и перерождений существ, различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождений существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Монахи, за счет уничтожения пятен загрязнений ума прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Касапа тоже, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Тхикхунаупасовая сутта, жилище монахинь. СН 16.10. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакасапа пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. И тогда, утром, достопочтенный Ананда, одевшись, взяв чашу и одеяние, отправился к достопочтенному Махакасапе и сказал, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь, один. Друг Ананда, лучше ты отправляйся сам, ты занят многочисленными обязанностями, два. И во второй раз достопочтенный Ананда сказал достопочтенному Махакасапе, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь. Друг Ананда, лучше ты отправляйся сам, ты занят многочисленными обязанностями. И в третий раз достопочтенный Ананда сказал достопочтенному Махакасапе, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь. И тогда, утром, Достопочтенный Махакасапа, одевшись, взяв чашу и одеяние, отправился в жилище монахинь в сопровождении Достопочтенного Ананды. По прибытии он сел на подготовленное сидение. И тогда группа монахинь подошла к Достопочтенному Махакасапе, они поклонились ему и сели рядом. По мере того, как они сидели там, Достопочтенный Махакасапа наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахинь беседой о Дхамме, после чего встал со своего сидения и ушел. И затем монахиня Тхулатиса, будучи недовольной, объявила о своем недовольстве так, как может учитель Кассапа помышлять о том, чтобы давать лекции под Хамме в присутствии учителя Ананды, мудреца из Ведехи. Это ведь все равно, что торговец иглами помышлял бы о том, чтобы продать иглу изготовителю игл. Достопочтенный Махакасапа случайно услышал, как монахиня Тхулатиса объявила об этом, и сказал Достопочтенному Ананде, то есть как это так, друг Ананда? Это я, торговец иглами, а ты, изготовитель игл? Или, быть может, я, изготовитель игл, а ты, торговец иглами? Проявите терпение, Достопочтенный Кассапа, женщины глупы, 3. Спокойно, друг Ананда. Не давая Сангхи повода для будущего вопрошения тебя, 4. Как ты думаешь, друг Ананда, тебя ли выделял благословенный в присутствии Сангхи монахов, говоря, «Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вхожу и пребываю в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Ананда тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане? Нет, достопочтенный. Меня, друг, выделял благословенный в присутствии Сангхи монахов, говоря, «Монахи, до той степени, до которой я пожелаю». Кассапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане. Тебя ли выделял благословенный в присутствии сангхи монахов, говоря, монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вхожу и пребываю во второй джхане, третьей, четвертой, сфере безграничного пространства, безграничного сознания, отсутствия всего, ни восприятия, ни невосприятия, прекращение восприятия и чувствования, овладеваю различными видами сверхъестественных сил, слышу за счет элемента божественного уха, знаю умы других существ, вспоминаю многочисленные прошлые обители, вижу за счет божественного глаза, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятненном освобождении ума. 5. Меня, друг, выделял благословенный в присутствии сангхи монахов, говоря, монахи, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Касапа тоже, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Друг, подобно тому, как кто-либо полагал бы, что огромного слона высотой в семь или в семь с половиной локтей можно было бы скрыть за пальмовым листом, точно так же он мог бы полагать, что мои шесть прямых знаний могут быть сокрыты. Шесть. Но монахиня Тхулатисса отпала от святой жизни. Семь. Один, судя по отсутствию упоминания Будды, действие происходит после окончательной небыбаны Будды. Комментарий поддерживает эту же позицию. Кроме того, Ананда обращается к Касапе словом «достопочтенный», как младший к старшему, тогда как во время жизни Будды монахи обращались друг к другу словом «друг», вне зависимости от старшинства. Два. Согласно комментарию, Ананда не был занят какими-либо строительными работами и тому подобное, но к нему приходили миряне, мирянки, монахи и монахини, сокрушаясь по поводу смерти Будды, и Ананда должен был их успокаивать. Три. Кхамадхабхантикассапа Бала Матугама. Я перевел это предложение с абсолютной точностью в соответствии с палийским оригиналом, при этом, осознавая, что некоторым такой перевод покажется провокационным. Один из консультантов сказал мне, «Только что ты потерял половину своих читателей, и предложил, чтобы я перевел Бала Матугама иначе, она – глупая женщина». Но это исказило бы то, что написано в оригинале, и я не вижу иных способов, как еще можно было бы это перевести без искажения. Пусть читатель сам решает, действительно ли Ананда произнес такую фразу, или же ее вложили в его уста редакторы канона. Три. Согласно комментарию, достопочтенный Кассапа имеет в виду то, что Ананда предложил сдержаться Кассапе, а не монахини, что могло бы намекать на связь или влечение между ними двумя, что, в свою очередь, может стать причиной созыва Санхира с спроса Ананды на этот счет. Пять. Здесь диалог полностью раскрывается в соответствии с СН 16 9. Шесть. Это одно из редких мест в Никаях, где слово Абхиньи используется для обозначения сразу всех шести высших знаний, сверхспособностей. Семь. Согласно комментарию, сразу же после того, как она раскритиковала Махакасапу, в тот момент, пока Махакасапа произносил свой львиный рык, монашеские одежды Тхулатиссы стали вызывать раздражение на ее теле, подобно терновому кусту или растению с колючками. Только когда она сняла их и оделась в белые одежды мирянки, только тогда она ощутила облегчение. Чивара сутта, о деянии. СН 16 11. Однажды достопочтенный Махакасапа пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время достопочтенный Ананда странствовал под Акхинагири, один, вместе с Большой Санхой монахов. И в то время тридцать монахов, учеников достопочтенного Ананды, по большей части еще юные, оставили монашескую тренировку и вернулись к низшей жизни домохозяев. Когда достопочтенный Ананда постранствовал под Акхинагири столько, сколько счел нужным, он вернулся в Раджагаху в бамбуковую рощу в Беличьем свертилище. Он отправился к достопочтенному Махакасапе, поклонился ему, сел рядом и достопочтенный Махакасапа сказал ему, друг Ананда, поскольку причинам благословенный установил правило, чтобы монахи группой более чем трое не обедали среди семей. Два, благословенный установил это правило по трем причинам. Достопочтенный Махасапа, ради сдерживания плохо себя ведущих монахов, ради благополучия хорошо себя ведущих монахов с намерением, пусть те, у кого порочные желания, группируясь, не создадут расколов санхи, и сочувствия к семьям. По этим трем причинам, достопочтенный Махасапа, благословенный установил это правило. В таком случае, почему, друг Ананда, ты странствуешь с этими молодыми монахами, которые не сдержаны в своих органах чувств, неумеренны в виде, не предаются бодрствованию? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы потоптать урожай? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы разрушить семьи? Твоя свита распадается, друг Ананда, твои юные последователи уходят. Но, несмотря на это, этот юнец не знает своей меры. У меня растут седые волосы на голове, достопочтенный Кассапа. Неужто нам не избежать того, чтобы достопочтенный Махакасапа не называл бы нас юнцом? Три, друг Ананда, это потому, что ты странствуешь с этими молодыми монахами, которые не сдержаны в своих органах чувств, неумеренны в еде, не предаются бодрствованию. Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы потоптать урожай? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы разрушить семьи? Твоя свита распадается, друг Ананда, твои юные последователи уходят. Но, несмотря на это, этот юнец не знает своей меры. 4. Монахиня Тхул Ананда услышала, учитель Махакасапа унизил учитель Ананду, мудреца Ведехи, обозвав его юнцом. И тогда, будучи недовольной этим, она выразила свое недовольство так, как мог учитель Махакасапа, который прежде был привержен сам другого учения. 5. Помыслить о том, чтобы унизить учитель Ананду, мудреца Ведехи, обозвав его юнцом. Достопочтенный Махакасапа случайно услышал, как монахиня Тхул Ананда объявила об этом, и сказал достопочтенному Ананде, вне сомнений, друг Ананда, монахиня Тхул Ананда сделала такое заявление поспешно, необдуманно. Ведь я обрил волосы и бороду, надел желтое одеяние монаха и покинул мирскую жизнь, уйдя в жизнь бездомную. Но я не припоминаю, чтобы я признавал какого-либо другого учителя, кроме благословенного, Араханта, полностью просветленного. В прошлом, друг, когда я все еще был домохозяином, мысль пришла ко мне, домохозяйская жизнь ограничена, это пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь, в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно отполированная морская раковина. Что если я, обрив волосы и бороду, и, надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, я сшил верхние одеяния, сделанные из кусков ткани. И затем, признавая существование тех, кто были арахантами в мире, обрив волосы и бороду, я надел желтые одежды и оставил домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. После того, как я ушел жить жизнью бездомной, я странствовал по дороге и увидел благословенного, сидящего у святилища Бахапутты, что между Раджагахой и Наландой. Увидев его, я подумал, если мне когда-либо доведется увидеть учителя, то это будет сам благословенный, которого я увижу. Если мне когда-либо доведется увидеть счастливого, то это будет сам благословенный, которого я увижу. Если мне когда-либо доведется увидеть полностью просветленного, то это будет сам благословенный, которого я увижу. И тогда прямо там я упал в ноги благословенному и сказал ему, достопочтенный, благословенный, мой учитель, а я его ученик. Достопочтенный, благословенный, мой учитель, а я его ученик. Когда я сказал так, благословенный ответил мне, Кассапа, если кто-либо, кто не знает и не видит, сказал бы такому искреннему ученику, как ты, я знаю, я вижу, то его голова раскололась бы на куски. Но, зная, Кассапа, я говорю, я знаю, видя, я говорю, я вижу. Один, поэтому, Кассапа, вот как ты должен тренировать себя, я буду зарождать острое чувство стыда и боязни совершить проступок по отношению к старцам, к только что посвященными к тем, что по статусу между ними. Вот как ты должен тренировать себя. Два, поэтому, Кассапа, вот как ты должен тренировать себя, каждый раз, когда я буду слушать любую Дхамму, связанную с благостью, я буду слушать, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком. Шесть. Вот как ты должен тренировать себя. Три. Поэтому, Кассапа, вот как ты должен тренировать себя, я никогда не оставлю осознанности, направленной к телу, связанной с радостью. Вот как ты должен тренировать себя. Семь. И затем, дав мне это наставление, Благословенный встал со своего сиденья и ушел. В течение семи дней, друг, я ел пищу, полученную как подаяние, будучи должником. Восемь. Но на восьмой день во мне возникло окончательное знание. И затем, друг, Благословенный сошел с дороги и направился к подножию одного из деревьев. Девять. Я сложил вчетверо свое верхнее одеяние из кусков ткани и сказал ему, «Учитель, пусть Благословенный сядет здесь. Это приведет к моему благополучию и счастью на долгое время». Благословенный сел на подготовленное сиденье и сказал мне, «Твое верхнее одеяние из кусков ткани мягкой, Кассапа». Учитель, пусть благословенный согласится принять мое верхнее одеяние из кусков тканей из сострадания ко мне. В таком случае, согласен ли ты носить мою изношенную одежду из пинковых лоскутов? Согласен, учитель. Так я предложил принять благословенному мое верхнее одеяние из кусков тканей и получил от него его изношенную одежду из пинковых лоскутов. 10. Если, друг, кто-либо правдиво заявлял бы о ком-либо так, он, сын благословенного, рожденный из его груди, рожденный из его рта, рожденный из Дхаммы, созданный Дхаммой, наследник Дхаммы, получатель изношенной одежды из пеньковых лоскутов, то это обо мне он мог бы правдиво так сказать. Друг, до той степени, до которой я пожелаю, я вхожу и пребываю в первой джхане, во второй джхане, третьей, четвертой, сфере бесконечного пространства, безграничного сознания, отсутствие всего, невосприятия и невосприятия, прекращение восприятия и чувствования, овладеваю различными видами сверхъестественных сил, слышу за счет элемента божественного уха, знаю мы других существ, вспоминаю многочисленные прошлые обители, вижу за счет божественного глаза, за счет уничтожения, пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно, одиннадцать, друг, подобно тому, как кто-либо полагал бы, что огромного слона высотой в семь или в семь с половиной локтей можно было бы скрыть за пальмовым листом, точно так же он мог бы полагать, что мои шесть прямых знаний могут быть сокрыты. Но монахиня Тхулананда отпала от святой жизни. Один, Дакхинагири, страна, лежащая к югу от холмов, что возле Раджагахи. После окончательной небыбаны Гудананда отправился в Саваттхе, чтобы объявить жившим там людям об этом. Потом он направился в Раджагаху через Дакхинагири. Два, правила Винаи, Патичия 32. За исключением особых случаев, монахи не должны обедать в домах у мирян, если их больше, чем трое. В противном случае они нарушают данное правило Винаи. Правило было установлено для пресечения попыток Девадатты сплотить монахов вокруг себя, тем самым расколов Сангху на враждующие фракции. Три, комментаторская традиция считает, что Ананда родился в тот же самый день, что и Бодхисатта Сиддхаттхагатама. Однако, если бы это было правдой, то сейчас ему было бы за 80 лет, и едва ли ему пришлось бы, указывая на несколько седых волос на голове, доказывать, что он уже не юнец. Другие факты, записанные в каноне, указывают на то, что Ананда должен был быть значительно младше Будды, возможно, где-то на 30 лет. Ранние школы также высказывали различные мнения на предмет возраста Ананды. 4. Комментарий объясняет фразу Махакасапу так, поскольку ты странствуешь с недавно получившими посвящение монахами, которые не практикуют сдержанность чувств, странствуешь с инецами, то посему и сам заслуживаешь того, чтобы называться юцом. 5. У Махакасапу не было наставников Дхами, кроме самого Будды, а также, до встречи с ним, он сам отринул мирскую жизнь и надел желтые одежды, чтобы стать эскетом, без какого-либо учителя. Однако, из-за своего негодования, а также из-за этих его биографических фактов, монахиня Тхуллананда обозвала его приверженцами нового учения. 6. Согласно комментарию, то есть предельно внимательно, не отвлекаясь ни на мгновение. Смотри также и о СН 46-38. 7. Согласно комментарию, речь идет об удовольствии, переживаемом в первой джхане, которая достигнута посредством медитации на отвратительности тела и медитации на дыхании. Это троичное наставление от Будды было тождественно получению Кассапы младшего и полного монашеского посвящения. 8. Согласно комментарию, есть четыре степени использования четырех монашеских принадлежностей. 1. Как вор, Тхия Парибхага, когда их использует безнравственный монах. 2. Как должник, инопарибхога, когда их использует нравственный монах, но без должного пометования. 3. Как наследник, Дэджи Парибхага, когда их используют семь видов благородных личностей, являющихся учениками. 4. Как владелец, сами Парибхога, когда их использует восьмой вид благородных личностей, то есть Арахант. Таким образом, только Арахант использует их не будучи должником, а будучи владельцем. Тхира говорит, что использовал их как должник, будучи обычным заурядным человеком. 9. Согласно комментарию, это происходит в тот же день, когда Касапа повстречал Будду. Касапа чуть выше говорит о достижении Араханства на восьмой день, но это, его семидневная практика и достижение, произойдет уже позже. Будда сошел с дороги и направился в лес, чтобы наставить Касапу в тройственную аскезию с самого первого дня его монашества, проживание в лесу, ношение обносков, употребление еды только один раз в день, и полученные только посредством хождения за подаяниями. 10. Комментарий Благословенный захотел обменяться одеяниями с Касапой, поскольку хотел поставить старца вместо себя. Когда он спросил его о том, хочет ли старец носить его обноски, то он намекал не на физическую выносливость, а на решимость в практике. Будда сделала ту одежду из савана, которым было покрыто тело рабыни Пунны, выброшенной на площадку для кремации. Когда он подобрал его, саван, стряхнул ползающих по нему насекомых и утвердился в линии благородных, земля сотряслась, прогремело грохотание, а дэвы аплодировали. Предлагая одежду Касапе, Будда подразумевал, это одеяние должен носить тот монах, который с рождения является блюстителем аскетических практик. Сможешь ли ты правильным образом использовать его? Согласие Касапа означало, я буду осуществлять эту практику. В момент обмена одеждами великая земля сотряслась и загрохотала вплоть до самых берегов океана. Одиннадцать, этот фрагмент раскрывается в соответствии с СН-16-9. Парамаруна сутта, после смерти. СН-16-12. Однажды Достопочтенный Махакасапа и Достопочтенный Сарипутта пребывали в Воронайсе в Оленьем парке возле Сипатаны. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакасапе. Он обменялся вежливыми приветствиями с Достопочтенным Махакасапой, после обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал ему, так как же, друг Касапа, существует ли Татхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, друг, Татхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг, что Татхагатай существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагатай существует и не существует после смерти? Значит, друг, Татхагатай не существует, не не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагатай не существует, не не существует после смерти? Почему благословенный не утверждал такого, друг? Потому что это не полезно, не имеет ничего общего с основами святой жизни, не ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Поэтому благословенный не утверждал такого. А что, друг, благословенный утверждал? Друг, благословенный утверждал, это, страдание это, источник страдания это, прекращение страдания это, путь, ведущий к прекращению страдания. И почему же, друг, благословенный утверждал это? Друг, потому что это полезно, имеет отношение к основам святой жизни, ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Поэтому Благословенный утверждал это. Сабдхама Патеру Пакасута, Искаженная Дхама. С.Н. 16.13. Однажды Благословенный пребывал рядом с Саваддхиврощаджетой в монастыре Анадхайпиндике. И достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. И затем он обратился к Благословенному, в чем источник, в чем причина, учитель, того, что прежде было меньше дисциплинарных правил, но больше монахов, достигших конечной цели, тогда как сейчас больше дисциплинарных правил. Но меньше монахов, достигших конечной цели, один, именно так, Кассапа. Когда благородных существ становится меньше и подлинная Дхама исчезает, то появляется больше дисциплинарных правил, и, несмотря на это, меньше монахов достигает конечной цели. Исчезновение подлинной Дхаммы не наступает, покуда в мире не возникает искаженная Дхама. Но когда появляется искаженная Дхама, два, подлинная Дхама исчезает. Подобно тому, как золото не исчезает, покуда поддельное золото не появляется в мире, но золото исчезает, когда поддельное золото появляется в мире, то точно так же и подлинная Дхама не исчезает, покуда искаженная Дхама не появляется в мире, и подлинная Дхама исчезает, когда искаженная Дхама возникает в мире. 3. Не элемент земли заставляет подлинную Дхамму исчезнуть. Не элемент воды, не элемент огня, не элемент воздуха заставляет подлинную Дхамму исчезнуть. 4. Но никчемные люди, которые появляются здесь в Сангхи заставляют подлинную Дхамму исчезнуть. Подлинная Дхамма не исчезает подобно тому, как мгновенно и целиком тонет лодка. 5. Эти пять качеств, приводящих к упадку, ведут к спутанности и исчезновению подлинной Дхаммы. Какие пять? Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Будде. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Дхамме. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Сангхе. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к практике. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к сосредоточению, 6. есть. Таковы пять качеств, приводящих к упадку, что ведут к спутанности и исчезновению подлинной Дхаммы. И есть эти пять качеств, что ведут к устойчивости, к отсутствию спутанности, к сохранению подлинной Дхаммы. Какие пять? Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут с уважением и с почтением к Будде. Они живут с уважением и с почтением по отношению к Дхамме, к Санктхе, к практике, к сосредоточению. Таковы пять качеств, что ведут к устойчивости, к отсутствию спутанности, к сохранению подлинной Дхаммы. Один, по заметке достопочтенного Пхикху Бодхи, вероятно, это беспокоящий Кассапу вопрос был предтечу созыва имени первого буддийского собора после смерти Будды, описывается в Винае Ч.В. 11. Там мы видим, что первыми проявлениями искаженной Дхаммы становится заявление старого монаха по имени Субхада, который радуется тому, что теперь не придется выполнять все указания Будды, а можно жить как вздумается. Махакасапа созывает первый собор именно по той причине, чтобы истинная Дхамма Виная смогла бы существовать в течение длительного времени и не могла бы быть с легкостью замещена искаженной Дхаммой нечестивых монахов. 2. Не безинтересно, что комментарий здесь, помимо иных объяснений на эту тему, перечисляет собрание текстов, являющихся искаженной Дхаммой, которые уже существовали к моменту написания комментария. Говорится, что к текстам, являющимся искаженной Дхаммой, относятся, секретная Виная, Гулхавиная, секретная Виссантара, секретная Махасадха, Ванна Питака, Ангулима Лапитака, Радхапала Гаджита, Алова Кагаджита, Вида Лапитака. Под комментарий поясняет, что Вида Лапитака является Виту Лапитакой, которая, по одному из мнений, считалась принесенной из царства нагов, а по другим, появившейся в результате дебатов. В любом случае она противоречит слову Будды, Буддхавачина, поскольку в ней утверждаются противоречивые вещи, а также в ней не видно учений, которые вели бы к устранению загрязнений. Таким образом, этот текст может быть только лишь причиной возникновения загрязнений. Под комментарий также полагает, что Вида Лапитака, скорее всего, была собранием сутр Махаяны. В ланкийских хрониках о сутрах Махаяны говорится как о Виту Лавде, и под комментарий, видимо, упоминает это распространенное в то время вере в то, что Нагарджуна принес сутры Праджнипарамиты из царства нагов. Три, по заметке достопочтенного Тханиссара, разумеется, золото не исчезает полностью только потому, что появляется поддельное золото. Оно просто перестает использоваться, люди начинают считать, что поддельное золото использовать проще. Возможно, в этом сравнении с золотом имелось в виду, что пока существует только подлинное золото, люди не сомневаются в его подлинности. Когда наличествует и поддельное, и настоящее золото, то все золото подвергается сомнению, и люди в итоге выбирают то, что им больше нравится и что проще использовать. Четыре, смысл здесь таков, что подлинная Дхама не исчезнет внезапно из-за природных катаклизмов как наводнения, пожары, землетрясения или ураганы. Пять, по заметке достопочтенного Пхикху Бодхе, канонический комментарий говорит здесь о том, что подобно тому, как если нагружать лодку товарами, она не тонет от этого, то точно так же ученость, изучение, в Дхамме не является причиной того, что она утонет, поскольку практика приносит плоды только после тщательного изучения и тому подобное. Однако, едва ли трактовка комментария является адекватной, поскольку в других местах канона слова адикена понимается как внезапно, мгновенно, за один раз, в противоположности оно публино, то есть постепенно. Короче говоря, имеется в виду, что подлинная Дхама не исчезает мгновенно, а это долгий и постепенный процесс. Шесть, комментарий поясняет, что здесь имеется в виду восемь достижений в Самадхе, Атхасамапаттия, то есть четыре джханы и четыре бесформенных сферы, а также подразумевается и стремление в практике к обретению подобных достижений. По мнению достопочтенного Брахмали, подобное отсутствие уважения можно наблюдать в поздней дхировадинской традиции, где утверждается, что достижение даже первой джханы не является обязательным для достижения араханства. Смотри подробнее в его эссет джханы и лакуттараджхана.